Я еще хочу сказать, Слава, раньше я говорил про пиратов, ну там, карибских, но в основном правильно говоришь. Лично для меня с пиратами предельно все ясно, то есть само по себе образование будет уничтожено, пиратство должно курироваться и покрываться правительством, только тогда всякие сомалийские пираты будут неуловимы. Ставка при монтаже, на всякий случай. Имеется в виду, что если пираты самоорганизовались и работают работники ножа и топора сами на себя, то они недолго ходят, да, или ходят по морям, по океанам. Обязательно нужно, чтобы их кто-то крышевал. Окупантам они и так, скажем так, в шоколаде, и им, чтобы кто-то где-то развивался, обогащался, хорошо себя чувствовал, им ни к чему. Поэтому получается схема такая приблизительно. Где-то, когда-то там один торговец закупает большую партию зерна и отправляет в какую-нибудь свободную кампучию. Но уже создана пиратская организация, которая перехватит это судно, потопит и все. И товар не дойдет до адресата. Вот, поэтому пиратство с этими золотыми сундуками, может и было, какой-то оккупанты закрывали глаза, как бы на эти сокровища им они не нужны, тем более при желании они могут найти любые сундуки. И даже я когда-то выстраивал целую версию, если допустить все-таки разгулы официальной истории в плане вот этого мореходства деревянного. Хотя я уже, хоть и не технарь, я интуитивно предполагаю, что даже вот такое судно пиратское, так называемое, ну не пиратское, да, там вот Петр Первый строил, да. Даже вот такое судно построить, деревянное, это надо обладать очень высоким технологически развитием. Это надо иметь современное оборудование, чтобы построить деревянный корабль. Для чего? Может это были потешные войска, знаете, как вот опять же при выдуманном, ну относительно выдуманном, все-таки был какой-то гауляйтер. Я, кстати, нашел, помните, орден, где он был, назывался это Командор. То есть его поставили, как бы вот, оккупировали территорию, назовем ее словно Русь, и на оккупированную территорию Европа поставила своего там, чтобы он добивал уже. Если рассматривать эту медаль, здесь написано Петр Божьей Матерью, Император и Командор Всероссийский. Понимаете, что Петр Первый не был никаким царем, он был самым обыкновенным гауляйтером. И опять же, технологии были все равно высокие на ту пору. Может, они и ходили в кружевах, но, как это сказать, кареты были самоходные. Они, может, даже больше, как бы, для развлечения. Мы же тоже, как бы, вот тянемся, ну не все там, но относительно многие, так называемые, к экзотике, да. То есть, вроде у нас, как бы, технологии, но мы хотим или хочем, да, там, избушку бревенчатую. Или, там, допустим, у кого-то свадьба, он деньги позволяет, карету нанимает. То есть, это, может быть, для красоты было сделано, а не для основного передвижения. И вот потешные войска, тоже, это, скажем, роботы были, потом уже роботы были заменены на живых человеков. То есть, для потехи. Как бы, один король, другой король собрал роботов, как бы, шахматная партия. Давайте вернемся к пиратским сокровищам. Вот. И все зарытые клады, все затопленные корабли для высокоразвитых цивилизаций с помощью их специальных приборов, там, сканирования или пеленга, не составляет никакого труда находить все это и подымать. Поэтому тут несколько вариантов. Либо все уже украдено до нас, поэтому за всю историю не было фантастических находок кораблей. Либо их просто скрывают, эти находки, и переправляют куда нужно, не афишируют. Единственное, как бы, нашумевшее, но все-таки не понимали, что надо, чтобы кто-то нашел, это, по-моему, был такой, официально, кладоискатель, Барри Клиффорд. И вот он официально, скажем так, нашел судно, официально он там 10 лет его искал, там, влез в долги, там, и все-таки ему удалось найти судно с ящиками золота, он расплатился с долгами и опять начал искать золото. То есть это у него уже, как бы, знаете, не конечная цель, а сам процесс интересует. То есть получилось, что официально он нашел, расплатился с долгами и опять все оставшиеся деньги кинул в очередную экспедицию. Я знаю, на что ты намекаешь, что это на всеобщее слежение, на это масонское всеидище окон, но это, я думаю, пока еще не открытая информация. Вот, Вячеслав, что тут с Калибским морем-то что-то, правда, такое интересное. Находится она, в принципе, недалеко от тех мест, где треугольник, как его там называют, я уже забыл. Бермудский, да, Венесуэла, Панама, Куба. Не просто так ведь, а потом еще и там канал ведь тоже есть. Да, как это все сложить, перед этим словом? Ну, там, помните, делал ролик, Бермудский треугольник тоже, опять же, для нескольких вариаций. Первый, удобное похищение, для жертвоприношения ритуально, а потом сказку рассказать, что нашли дымящиеся кофе и бегающих животных очень легко. Когда предварительно один катер подошел, всех похитил, а потом другому катеру сказали, вы знаете, там судно потерпело бедствие, проверьте, они приезжают, и кофе еще не остыло. Ну, конечно, перед вами только, что людей похитили, конечно, чепушил, кофе не остыло. Оно же мозгов маловато. Такое ощущение, что Вячеслав Котляров пришел вообще на все загадки местных жителей отвечать. Плюс переход в другие ячейки или другие континенты, ну, в частности, континенты. То есть, корабль ушел на другой континент, а сказали, сгынул в морских пучинах вместе с самолетами. И вчера вот мне скинули ссылку, опять вот эту дуристику, где генерал Яршовчик, как его там, дискредитацию. Короче, выпустили, про германцев в очередной раз. Брехлятину рассказывал, то есть из карт вот эти, которые я все время бравирую немецкие, используются в ролике. Человек такой довольный, он слышит звон, а не на него он. Вот, генерал Исов, там, как его, подтверждает твою правоту. А мелит-то он вообще шизофрению. Вот эту. Сто раз задаю вопрос. Ну, вот они погрузились в эту полую землю, то есть официально там, в Антарктиде дырка, чей альтернативно. Туда спускаются, ну, я спрашиваю, как? Там это отделено водой, тогда как корабли могут туда погрузиться и как вернуться? Подводные лодки, подводных лодок, лимит, сколько там, 300-500 метров, все, куда ей погружаться? Как они вообще? Вот, мозг сфреника может себе представить, что в маленький шарик может погрузиться самолет или корабль. Вот, вот эту брехню это рассказывают. И, кстати, вот эта формулировка к центру земли неправильно, скорее всего, местные жители переводят. К центру земли, если рассматривать шарика, то это один центр земли. А если рассматривать то место, где мы живем, в виде относительно плоской поверхности, то центр земли это гиперборея. Путешествие к центру земли. Не во внутрь земли. Я не знаю, правда, как оригинально у Джульверна называется произведение. Давайте я проверю это путешествие Джульверн, да? Джульверн. Путешествие к центру земли, да? Все-таки к центру? Ну, к центру, это ж не внутрь. Не, ну, если шарик, то к центру, да, Михаил? Нет, это у Джульверна, по-моему, это он был масон, то это, это вглубь. У них шарик, и он, они заходят где-то через вулкан, по-моему. Это моя идея хорошая, что центр-то, вообще-то, скорее всего, на поверхности. Но если вот по масонской традиции, то он в глубин. Ну, правильно. В круге центра, это центр. В шарике, это блуд. Если мы, я вот на русском разговариваю, и логически думаю, это должно быть так. Если я открою книгу по геометрии, и мне будет написано в центре там чего-то, я ведь и буду так и рассчитывать. Центр буду искать, окружности, а не глубину ее. Это же, ну, вот они, фундаментальные науки, они сами уже все раскрыли. Ну, то есть, в принципе, раскрывают. Да, я что-то в последнее время общалась больше с американскими конспирологами. Узнавала, какие у них там новости, какие тенденции. И книжки читала. Так что, как-то не заходила сюда. У нас вольное посещение. Да, я знаю. Нескольким американцам, кстати, говорила про сотовую землю. Ну, в общем-то, им хорошо заходят. Те, кто плоскоземельщики особенно, вот, они соглашаются. Им нравится эта теория. Кстати, Жень, есть первый ролик с конца, где развернуто, благодаря Александру Кащенко, сотовая земля. Показано, то есть, если ты его не смотрела, обязательно потратить 30 минут. Вот, значит, древние карты открывают тайны. 30, сколько, 6 минут идет ролик. И американцам показывают сотовую землю. Соты, все. Коробочка, ленточка, все красиво. Передаю слово. Вот, но американцы сейчас больше, не только американцы, и европейцы, англоговорящие. Вот, я смотрела одного парня из из Венгрии. Он на английском рассказывает ролики. И вот у них сейчас активно прям все начали делать про мат флот. Мат флот – это про засыпанные города, про засыпанные здания. И все начали искать активно и в Европе, и в США эти здания, что вот они тоже засыпаны, откуда вообще эти здания появились. Ну, в общем, так повально начали просыпаться все, искать в своих городах подтверждение этому. И вообще начали копать свою историю, что, как все произошло. Вот одного парня смотрела, он рассказывает про науку, про историю, говорит о том, что всей нашей истории не больше 200 лет, потому что вот давайте возьмем любую науку, например, физику, геологию, анатомию, астрономию, литературу, там, ботанику, вообще все, что угодно. Все ученые начинаются у нас 800 какого-то года, 1790-1800 какие-то, все композиторы. И вот с этого момента пошла, значит, наша история. А до этого никого не было. Ну, там были такие вымышленные персонажи, как Архимед без фамилии, да, Платон, все без фамилии, все почему-то с именами, что у них там 20 человек было на земле, что им фамилии не нужны были. Ну, в общем, вот это начали копать. Про историю вообще, как открыли Америку, из них два слова отрадно все-таки хоть что-то от нас пошло, ведь закопанные города это как бы наша тема. Мы все, мы все, да, вот именно. Да, про закопанные города это как раз вот из России пошло, потому что я когда, года четыре назад эту тему пыталась найти на английском языке, а у них даже такого понятия нет. И вот есть такой мальчик, ну, на русском говорит, в смысле он из России, но он живет в Нью-Йорке и делал видео на английском. Ник Ресерч, и еще один, не помню фамилию, тоже на английском делал. Вот, и они как раз вот ввели это понятие матфлат, и вот с них это пошло вот только сейчас, через четыре года все начали вот эту тему исследовать. Я настаиваю, что я все равно предложил самый максимально правильный вариант просов глины. Не знаю, насколько убедительно в ролике сказал, я пытался объяснить, что такое количество городов, которые присутствуют у нас, каким-то потопом залить, ну, проблематично. Вы же поймите, что если оно действительно в селевой поток идет, почему он бы не сносил бы дома, они бы как картонные домики карточные бы сыпались. Поэтому я настаиваю, что засыпали сверху на летающих аппаратах, улицы засыпались сверху глиной. Вячеслав, я еще добавлю, даже Алексей тоже сегодня как это объяснял, что она преобразовалась, то есть какая-то субстанция, она сюда, когда проходила какой-то слой атмосферы, будем так говорить, превращалась в глину, вот в ту, которую мы видим. Уже рассматривалась эта версия, что заливали пену а она закаменела. Ну, типа пен, да, что-то, да, да. Как снежинка, опять же, вода, и вот она превращается в снежинку опять. Такой простой вариант, чтобы понимание. Ты имеешь в виду, как снежинки падают-падают, они такие невесомые, а потом, когда накапливаются, становится, получается такой твердый снег, лед. из жидкого, чуть ли не из газообразного, опять же, глина из чего состоит, если так покопаться, как ребята-то говорили, это я сейчас только говорю, даже не от себя, потому что я как бы понимаю просто этот, оксид алюминия, там и все, вот весь, все эти вещи, то есть, пыль из чего-то потом превратилось, что-то с чем-то смешалось, получился глина. при определенных условиях, то есть, температура, давление и все, всего-всего, все может быть. Ну, вообще-то, слава, логично говорить, что если, да, если глина такой потом рекорд бы шла, она бы свалила весь город. Я тоже накачал скриншотов наперед, не знаю, смысл есть мне переповторять американца и историю ПИП. Я, конечно, в своей бы манере мог бы это подать бы, но вот тема закопанных городов уже такой армией закопальщиков муссируются и Джон Коннор, и Евгений Макаров, и председатели, по-моему, этот историк, вольнодумец, там целая армия закопанные города откапывают у себя в роликах. Американские города, вот эта тема, конечно, и вот тот парень, как бы, пытается свои труды это про города активно рекламировать. Вот. Понравилась мне вот эта церквушка. А сегодня ты смотрел последний его? Не история. Там тоже сегодня такой классный у него ролик просто. Какой же город-то? Цинцинати. Как правильно я сказал. Пойдет. Наша речь позволяет вообще как угодно говорить. Причем, наверное, в нашей только речи такая вот доступна. Туристика, играя словами, делая неправильное ударение, заменяя буквы, мы будем друг друга понимать. Наверное, в английских, французских, там и в других языках, наверное, невозможно вот эта туристика. Албанский, или как он, алабамский язык. А может, есть и, Женя, есть у американцев в переписке, где они дурачатся буквами, слова они правильно произносят? Да, я думаю, это во всех языках есть. В американском, английском, конечно, такое тоже есть. Они сокращают слова и где-то буквами заменяют, и где-то похожие слова говорят, как-то их коверкают. Да, есть такое. Просто у меня знаний по этому поводу мало, я только отталкиваюсь от того, что кедя Толя Анатолич Шляхов сказал, что если англичанин слышит фразу I love you, он понимает, о чем речь. А если он слышит you, I love, или еще какой-то другой вариант, он типа не поймет, о чем речь идет. Вот это я как бы называю славянский язык, он как бы пивучик такой. Фактически это немецкий, это сплошной код. Вот я сейчас только что у двух американцев спросила, вы поймете, если я скажу you, I love, они сказали, да, ты имеешь в виду I love you, то есть они поняли. Ясно, я понял, американцы продвинутые. Либо дядя Толя обманул, либо он заблуждался. Дядя Толя, если слышишь, ты меня в очередной раз сказал, что земля маленький шарик, а выяснилось, что независимые исследователи доказали, что земля не может маленьким шариком быть. Теперь I love you поставил мне неловкое положение. Но может он, так как живет в Англии, может чопорные англичане, они не понимают, а американцы все-таки это братья славяне. А что такое Это страна эмигрантов, наверное. Здесь же эмигранты, поэтому они привыкли к тому, что многие совершают ошибки. А я же это имею в виду, В последние годы американцы и англичане сделали более податливые. Так а что, смотрите, я только что случайно сделал маленькое открытие, которое, наверное, до меня никто словосочетания не использовал. Американцы это славяне. Кто мне, не знаю, вариант это предложит, что американцы это не славяне, негров покажет, но это уже афроамериканцы, это уже не американцы. А американцы получается в основной своей массе это славяне. Вот такая околесица выходит. Американцы это славяне. Славяне это американцы. И туда будет все хорошо. Давай ролик, Вячеслав. Давай ролик. Кремниевые леса вопиющий фейк. С этим фактом не поспорить. А может 200-300 лет назад здесь роботы жили? И тогда можно разгадать тайну почему в домах не отопление. зачем роботам освещение? А еда? Вот все дома полностью, все колониальный стиль, вся земля. Ни одного тебе, ни села, ни города, ни села, ни поселка, где выращивали продукты. Живут в городах, одни только роботы. Ну это я шучу вообще, конечно, кто еще кто-то в записи послушает, причем я обратил внимание, когда я начал про это рассказывать, программа показала, что на минуту трансляция упала в эфир, поэтому конечно было бы не кисло переозвучить эту мою шутку про роботов. Ну единственное я знаю точно, что у тех, кто жили 200-300 лет назад, у них в прислухах как раз то роботы и были, которые очень много чего могли делать, вплоть до того, чтобы возводить вот эти уникальные дома. Улыбнулся, как подхватили вот эту мою тему один раз всего лишь Паша Лобанов, когда он прочитал комментарий девушке какой-то, ну девушка скорее всего котляровым слушала, где я говорил, что почему в таком количестве, так такие уникальные постройки из кирпича то роботы выкладывали, это нечеловеческий труд. Ну и роботы много чего делали, воевали, к примеру, для потехи. Передаю слово. Ну почему нет хорошая теория, меня вообще удивляют вот эти особняки, зимние дворцы, они не выглядят жилыми домами, как там можно жить, там просто идешь в длинный коридор и куча комнат, в которых просто стоят стулья, что они там делали? На какую-то камеру похоже, не похоже на жилой дом. Это кирпичные шорфы, кирпичные кладки выложены. А было, могу сказать, я где-то в девятом классе был в Питере, и по-моему в Эрмитаже где-то ходил, и было, по-моему, тогда я подумал, что там не стукнуло, как это здесь люди жили. Там где-то за городом, это очень красивое место, помню, этот, как он называется, Питерский замок, закрытых что-то там было, и там где-то к морю пошли, там, и могли выйти внутрь. Но в самом Эрмитаже я был. До сих пор я помню, что я подумал уже тогда, что там как и люди там жили, там что-то не то, где там все большое, там посмотришь, там как два баскетбольных зала, высота, там висит какие-то люстры, и маверные колонны там, ну как что-то показать, там античную какую-то, или там роботы может делали. Так и жили, наверное, тоже роботы, потому что, ну, я вот захожу в такие дворцы, особняки, и я не представляю, как там можно жить, мне вот не хочется там жить, там неуютно, огромные потолки высокие, большие пространства, что люди там делали, какой у них быт был, я вот не помню в таких зданиях огромных кухню, может просто туда людей не водят, кто-то видел во всех этих дворцах в Питере кухню. Действительно, сколько исследователей, почему-то вопрос кухни еще никто не затрагивал в месторасположении, если в двух словах даже вот эти печки, возрастах, это же их сравнительно недавно там прилепили к углам стен, чтобы объяснить, как тогдашние жители отапливали помещение, но это новодел. А вот кухни очень довольно-таки интересный аргумент. Ну, может, это мечта дяди Толи Шляхова про город Фреско, где пневматической почтой доставляется свежая клубника, может, там залепили отверстие, где в маленьких подвалах несчастные люди и человеки лепили блинчики и пневмной почвы доставляли во дворцы. Передависли. Но, быть, что они, это, если их, может быть, пытались с этих каких-то, ну, выходных столовых, выходили в улицу, это очень часто, когда я читаю вот это, где-то начало двадцатого века, если идет в Питере, они постоянно идут есть на улицу, на какую-то пигну, ресторан, очень редко кого-то горничная приносит там утром чай, но почти не все это, или обед, или все, едят на кабачке, почти всегда. Ну, единственное, что нашу версию с питанием ломает, это огромное количество кухонной утвари, это неимоверное количество столовых приборов, удивительной красоты, также у нас, как принято говорить, посуды, там, чашки под чай, тарелки. Я как-то разрабатывал в эфире одну версию, что вот это чепуху, придумали, это уже был как бы оккупационный режим, одна из стадий, и придумали для того, чтобы воровать время, также воровать время, связанное с одеждой, то есть, дама утром 4 часа половиной с помощью горничной одевается, корсеты там, и так далее, потом столько же раздевается, то есть, у нее вся жизнь уходит одеться и раздеться. Плюс ко всему разработана была для каждой вилки ножа определенное блюдо, то есть, это рыбный нож, это мясной, это, не знаю, птичий. А вообще, по моей разработанной в голове теории, вообще, скорее всего, был у наших предков минимализм, вплоть до того, что, скорее всего, чуть ли не руками ели, если не считать, наверное, просто жидких каких-то блюд, деревянные ложки использовались, вот как я шутил, китайцы пошли дальше нас, они используют палочки, но дальше китайцы пошли индусы, они вообще руками едят маленькие хлебные лавашики используют, как ложку, загорнул там риса, плова, засунул в рот и доволен, хотя есть даже и без этого, по-моему, руками некоторые народы плов едят. Почему руками есть правильно и нужно по возможности все руками, может даже из супы пиалочка была к губам, приставляли и выпивали. Вот хороший пример, я оттолкнусь, вот Игорь Зелинский рассказывал, что если берешь чашку и набираешь кружку из родниковой воды и пьешь, у тебя очень велика вероятность, что ты заболеешь. Если ты руками набрал воды, не то чтобы руки чуть-чуть подогрели воду, а организм уже за счет твоих рук уже готов к принятию этой жидкости. Организм уже как компьютер просчитал, что будет вовнутрь попадать, а столовый прибор он как бы служит заслонкой между организмом и скажем так блюдом, которое принимается. Поэтому в моей теории столовые приборы были оккупантами придуманы для того, чтобы наш организм был постоянно в шоковой и стрессовой ситуации. То есть если вы горячий суп едите металлической ложкой, это для организма стресс. Если вы там какое-то блюдо едите горячее или холодное вилкой или ложкой, повторяю, это моя теория, это тоже стресс. Но когда ты там начинаешь все руками есть, хлеб, рыбу, мясо, ну я имею ввиду не жидкие блюда, а жидкие наверное просто с пиалки запиваешь, губы как бы чувствуют, уже настраиваются, то организм не переживает стресс, не переживает шок, благоприятно все идет усвоение пищи. Ну это моя теория, передаю слово. Я тебя поддерживаю, я тоже с детства думал, что натурально есть руками, и что эти билки и ножи это придумано. Я хотела про хлеб еще добавить, многие же наверное замечали такой парадокс, что отломанный хлеб всегда вкуснее, чем нарезан. Всегда. Да, правильно. Сами по себе руки у человека это что же лекарство. У каждого в той или иной степени, но у всех оно присутствует. Если что-то в боку закололо, мы сразу рефлекторно прикладываем туда ладонь. И через какое-то время боль действительно проходит, потому что рука лечит, скажем так. То же самое и с продуктами. Руки у человека волшебные, когда он дотрагивается до продуктов, питание именно руками, а не столовыми приборами, он проводит некое такое волшебство с этим блюдом, которое становится намного вкуснее. То же самое, кстати, и родниковая вода. Из ладошек, если ее пить, она намного вкуснее, чем из какой-нибудь бутылки или кружки, передаю слово. Получается дополнительный контакт с едой через руки. Сначала руки ощущают эту еду, а потом уже организм готовится к принятию этой еды. Я вот смотрела еще пару черных блогеров, я не знаю, насколько им можно верить, но уже штук пять, наверное, попадалось, и они утверждают, что их никто, ну, их прадедов, бабушек никто не перевозил из Африки, что они там и жили на территории США, что они там коренные жители. Да по моим схемам это же все шикарно видно. Мне когда задают этот вопрос, я, честно говоря, даже не знаю, как на него и реагировать. Визуально все хорошо показано, то есть мне говорят, ну, хорошо, а как же тогда негров из Африки переправляли в твою Америку, которая в Азии, как их доставляли, я показываю на схеме, так это вообще все упрощается. Посмотрите, где на моей схеме Африка, где Америка. А как мои последние наработки показывают, что Запад Америки начинается в районе, грубо говоря, Средиземного моря, грубо говоря. Поэтому из Африки перейти, скажем так, в так называемую Америку, пешком можно было. Поэтому неудивительно, что их предки просто с Африканского континента перешли там, может, тогда и не было этого еще Советского канала, ведь Советский канал официально был построен сравнительно недавно, сейчас я не помню датировку, там, пускай 150 лет назад. Ну, а предки их, как говорится, пришли пешком, вот, да и водные преграды не такие уж большие, это ж не Атлантический вымышленный океан. Поэтому я думаю, что темнокожие исследователи правы. Единственное, что поправочка, что хоть они и пришли и жили на современной, на территории Америки давненько, давненько это относительно, это, ну, ну, пускай предел, наверное, 200 лет. Потому что архитектура Америки нам говорит, что здесь жил белорозовый человек, а если бы они там жили бы, то были бы соломенные домики. Пускай не огорчаются темнокожие жители Америки, но возводить здание античного периода, принято называть колониальный стиль, им не то, что тогда не под силом было, им и сейчас не под силом. Они не построят дома античного стиля. Передаю слово. Так американские исследователи говорят, что и европейцы не строили эти все здания, они приехали сюда, здесь все эти здания были, они их взяли, откопали, очистили, и там прям вот по архивам видно, что через 2-3 года их перепродали. То есть они просто пришли в эти особняки, в эти дворцы непонятного назначения, что это за здания такие нежилые были. Заняли самые большие здания под университеты, под администрации и просто их заселили. А еще интересная история у Вашингтона, что вот этот город был сначала спроектирован, потом построен, потом заселен. и у них опять же так же много фотографий, где просто пустые города, стоят много-много зданий, а людей совсем нет. Там один-два человека на огромный-огромный город, огромная площадь, огромные здания, много-много жилых домов, а людей нет. Все точно так же, как и у наших исследователей. Так что непонятно, кто построил все эти здания. То есть наша сейчас современная цивилизация началась лет 200 назад, а вот кто был до нее, куда они делись, мы или потомки этих людей, кто как расселялся, вот это мы пока, наверное, еще только будем исследовать. с интересом пересмотрел ролик Макса Беляева, наверное, многие видели этот эфир. Почему я с интересом смотрел ролик? Там были старые карты, и мне казалось, что в кадр попадется какая-нибудь интересная карта, и я ее себе намучу. Там действительно одна карта относительно интересная попалась в кадр. Сейчас я попробую даже вам показать ее, как она выглядит. Я уже как бы привык, что новая Голландия, Австралия рисуется на некоторых картах наполовину, но здесь мне понравилось, новая Гвинея тоже наполовину. Если вы посмотрите на современные карты, то увидите, что теперь вот ровненько в этом месте проходит полоска у новой Гвинеи. Я буду тренироваться для будущих стримов. Также классика жанра Калифорния на этих картах не полуостров, а остров. И что тут у нас Гренландия видна, а еще кто знает английский язык Спицберген Смотрите какой Спицберген был большой. Причем смотрите Спицберген на этой карте был одним островом, ну скажем одним куском земли вместе с Гренландией. Ну наверное растаяло что-то там, земля немножечко продовилась и усела. Ну и чем еще друзья примечательна карта значит если мы с вами смотрим на восточное побережье то видим с вами что Дальний Восток отображен не не классическим образом а где Камчатка а нету Камчатки еще Миклуха Маклай не дошел на крайний север чтобы нарисовать нам карты уже умудрились прорисовать идеально новую Голландию то есть Австралию относительно уже и Северную Америку открыли а Камчатку в те далекие времена не могли открыть ну и как видите остров так сказать японский остров тоже выглядит не не ахти плюс мы на востоке от острова видим тоже какие-то земли Ком по Дженни Ленд ну кто знает английский подскажет что такое Компаджени в общем карта прикольная жду что может кто-то в скайпе поможет точнее в дискорде более лучшим разрешением ее скачать ну для фанатов Тартарии залазьте табуретку и вокруг себя крутитесь написано Тартария правда никто не знает что такое Тартария но бог с ним изучая древние пожелтевшие страницы мне удалось сделать удивительное и в какой-то мере сенсационное открытие Тартария Тартария означает не что иное как страна обезьян да-да уважаемые слушатели и зрители вы не ослышались в буквальной или в ругательной форме было выбрано такое название этой территории сейчас не принципиально одно остается незыблемым Тартары не путаем с татарами не путаем с татарами Тартары это самые обыкновенные обезьяны да-да у грамотного эрудированного слушателя и зрителя сразу идут перед глазами образы прочитанных книг и изученной информации кто-то заметит и скажет что не хватает одной буквы и смысл слова возможно иной у разной времена и у разных народов и национальностей письменность видоизменялась буквы добавлялись убирались и модифицировались но зачастую смысл слов по сути не менялся и таких примеров пруд-пруди убедительная просьба не искать политический подтекст в том что я озвучил кто изучал все мои ролики и слушал меня в эфирах на круглосуточном радио Котляров прекрасно знает как я отношусь к современным политическим перипетиям идем далее кто и как ранее переводил нам слова Тартария был Николай Левашов он дал нам перевод который ему подсунули определенные элементы назовем их словно масоны в виде Тарха и Тары Тартария это страна Тарха и Тары Валерий Чудинов предположил что Тартария означает ад полететь в Тартарары возможно появятся вопросы почему нарицательное или ругательное слово Тартария означает страна обезьян Бандерлоги хорошо ли вам видно мы видим как итак у меня на этот счет есть две версии первая версия на территории Тартарии возможно действительно жил народ визуально похожий на обезьян и теория Дарвина уже не кажется такой утопичной народ человекоподобных обезьян упоминается и в китайских источниках мифах и легендах писала про народ обезьян Блаватская а также ряд других писателей книги и визуальные источники сообщают что такой народ действительно был для справки в современных науках как правило делают открытия которые существуют уже давно по факту и тому колоссальное количество примеров и второй вариант на территории Тартарии жили самые обыкновенные люди визуально схожие на самого обыкновенного нынешнего человека но определенная враждебная цивилизация их для себя определила как обезьяны ругательно или ругательно за визуальное сходство или за визуальное сходство по факту для предполагаемой враждебной цивилизации без разницы было что человек что обезьяна одним общим словом примат вот еще еще по этой карте по этой карте опять же северная часть северной америки не отображена а и африкой вот водоемы кстати одна уже не первый раз нахожу но может действительно было русло реки уже не первый раз знаете чем сталкиваюсь что нил имел два рукава и один рукав сейчас современно уходит как бы тип официально север на юг да а на старых картах был еще рукав который уходил с востока на запад сейчас по моему этой полноводной реки нету и кстати вот еще одна река в африке ну может песком засыпала я как бы не буду придираться это не принципиально но уже эта карта ближе к нам уже как бы ближе к нашим официальным реалиям ну что ж не могли от мореплаватели вот вдумайтесь и давайте вот включим гиперлогику и подумаем вот кто-то скажет вячеслав они не обошли австралию чтобы восточную часть хорошо показать я задаю просто обыкновенный логический вопрос как они не обошли австралию чтобы показать восточную часть если они показали западную часть новой зеландии ну вот вы видите то есть новую зеландию западную часть они нанесли на наши карты да ну в общем на их ней карты а там развернулись такой а чё нам восточную часть там разглядывать австралии потомки пускай нибудь дорисуют или он маленький этот кук юнга подрастает он поплывет лет через 300 и дома любит новую голландию а может быть ее и австралии назовут вот а может это времена кука и поэтому аборигены сели кука потому что они были недовольны что кук их остров не домалевал новая земля до новая зеландия видите да ну логика вот восточная часть острова австралия до не не дорисовано но уже нарисованная западная часть новой зеландии ну если вы уже тут шарились да как там как любят говорить и современные ученые древние мореплаватели ну на этом все надеюсь небольшой пятиминутная урок картографии многих уважаемых слушателей и зрителей порадовал передаю слово а Опять деревья, мои любимые свидетели. Они не соврут. И глина, глина, глина. То, что мы видим перед собой, это тайга. Деревья, есть больные. И любой глупый идиот догадается, что мне 170 лет. До 70 лет нету. Это не Ленинградская область. Это Амурский край со столицей Благовещенске. То, что мы видим мегалиты, это не мегалиты, это мираж. Ученые утверждают, что нет мегалитов в России. Спасибо нашим соратникам Маше Стюмени и Владимиру Снаходке. Они подсказали, что у них в городе есть бараки. А бараки это послевоенная постройка. Ну что ж получается, в Амурском крае и лес маленький, и бараки есть. Здесь они землю маленько раскопали. Я как крестьянин увидел земля хорошая, черная. Но на самом деле они нашли там остатки посуды. Что-то жилое, наверное, было. Но судя по возрасту, лес исчез в середине 20 века, когда была Вторая мировая война. И если я не ошибаюсь, то демизация была в 49 году. А вот и бараки Благовещенска. Вот они, сталинские дома, типовые, послевоенные постройки. Ну где была война, и где Амур, где Благовещенск? У кого там бабушки помнят? Ну-ка спросите-ка у них, что там случилось на Амуре такого страшного? А сейчас я показываю два барака из Тюмени, Маша намекнула про них, и два барака из Находки от Владимира. А также удобство на улице самое красивое. Это из Хабаровска. Бараки можно показать бесконечно. Во всех населенных пунктах Сибири, Дальнего Востока имеются такие бараки. Но они вроде как послевоенные, сталинские. Я покажу еще один барак попозже. А пока могу сказать, что во всех населенных пунктах, которые я набрал, есть бараки. Благовещенск, Владивосток, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск, Салихарт, Сыктывкар, Томск. На Чукотке даже есть. Ханты-Мансийском округе. Это дерево в окрестности Ритамака. Я его показываю потому, что не все деревья погибли в середине 20 века. Это постарше маленько. А эти деревья уже выросли после середины 20 века. По их размеру видно. И эти тем более. Это я показываю окрестности населенного пункта Излучинск. Ханты-Мансийского округа. В котором такие красивые дома. Город основан в 80-м году прошлого века. Но что-то этаж вроде как закопан один. Да, точно закопан. Здесь виднее. Дома новенькие, красивые. Основан в 20-м году. Но самое интересное, что живет практически одна молодежь. Стариков мало. Но они не в курсе, что закопаны. Кто когда закопал и почему так получается, они не знают. Это к вопросу о памяти. Это информация от нашей соратницы Анны. Ну где Ханты-Мансийский округ? И где война была? Станция Тайшет. Это уже Сибирь. Бараки ухоженные. За коручей проволокой. Забор из камней. Как в Мурманске крепость. И фундамент такой же. Заменательные бараки. Построены на старом фундаменте. Что бы это значило? А это строительство железнодороги. Где-то там же. Сразу смотрим на лес. Вернее, кустарник. Маленький и мало. Непокрашенные шпалы. Криво уложенные. И какие-то люди стучат колотушками по топорам. Тут опять лес маленький и мало. Все дружно смотрят в камеру. Какой год это? Абсолютно непонятно. Вот так смотрим лес. Опять маленький и мало. Вот так лес и укладывают. Посмотрев на лес, переводим взгляд на левую каску. Там написано БАМ. Что значит предыдущие две фотографии? Не буду говорить. А здесь точно БАМ строят. Деревья точно маленькие. БАМ светит хорошо. И деревья подросли. Но все равно маленькие. Я помню первый призыв был в 71-м году. Когда после школы поступил в ГПТУ. Жена помнит в 81-м году. Когда школу закончила. Поступил в институт. А ссорили еще дольше. Старше хоть подросли, но все равно маленькие. Где редкие. А где гусыток совсем как кустарник. И кто разберется. Где фото Тарас-Сибирской магистрали. А где фото БАМа. Я не понимаю по какой дороге я ехал в 71-м году. В Владивосток с Москвы. Потому что была тройка по географии. Ну полет вашей фантазии не ограничиваю. Все кроме матов. И оскорблений в адрес других исследователей. Дорога моя в Владивосток. Пролегала мимо озера Байкал. С остановкой. И туда и назад. Ну какие были деревья. Не помню конечно. Не обратил внимания. А сейчас нашел что деревья там маленькие. Кто не верит. Наберите, посмотрите. Красоту увидите. Я бы хотел обратить внимание только на две полукружности. Большую и маленькую. Как я сказал что я не комментирую этот ролик. Вы комментируете. Пришла подсказка про бараки в городе Архангельск. Помню бывало таких. Поэтому тему бараков продолжаю маленько. Вот в таких бараках жили люди. Когда я учился в мореходке там. А это непонятно. Среди шикарных домов. Широких проспектов. Бараки. А тут вообще шикарное здание. Опять бараки. Архангелородцы. Разберитесь. Может ваш город тоже античный. Подросли немного деревьев в Мурманске. За 30 лет. Только немного. Кислорода не хватает. До севера все таки. Мы опять в Мурманске. Мурманчане. Это я поставил для того, чтобы начальство ваше заметило. Хотя навряд ли. У них своя жизнь. У жителей бараков своя. А еще я обратил внимание, что в Норвегии и Финляндии аналогичные дома того же возраста. Тоже бараки были там. Почему-то. Показал я вам крепость на возвышенности или на сопке засыпанную. Но ты ее обозвали крепостью. На самом деле похоже на обыкновенный трехэтажный дом. В прошлой серии показал несколько домов засыпанных в Мурманске. Сейчас в Мурманске полярная ночь. Но обещали мурманчане еще прислать засыпанные подъезды, этажи. Пришлют я покажу еще. А сейчас в Москву разгонять тоску. Это Москва. Может москвичи посмотрят, скажут, что я ошибся. Ссылка будет на то, где я взял эти фотографии. Но таких фотографий много. Странная закономерность. Рядом с домом античной постройки или депотопной стоят бараки. Также я показал, что лес маленький. И на Дальнем Востоке. В Сибири. Хотя там не было войны. Также набирая любой населенный пункт Дальнего Востока или Сибири. И написав фото бараки. Во всех населенных пунктах есть бараки. И как сказал Варламов. Также в Финляндии и Норвегии есть аналогичные дома того же года постройки. Амурвас город-герой. Все сдержит. Ни разу не видел я дома сталинского типа. Решил посмотреть. И тут сюрприз. Ну, год, конечно, могут написать любой. Есть такие реставраторы. Те еще историки. Что ж получается. После войны разрушены города. Людям жить негде. А Сталин балкончики строит такие фигурные. Допотопные. И точно. Дом занесен. Что ж получается. Это Сталин строил. Хрущев засыпал. Не может быть. И с колоннами даже дома делал. Вот это да. Дом закопанный. Арка высокая. А если дом не закопанный. Арка еще больше. Для чего? Ну, получается, что дома-то не сталинские. А допотопные. А какие же они сталинские домики? А вот они. Я показывал же. Единый проект. Для всей России. И в Урнске такие. И вся Ленинградская область за Сталин такими домиками. А здесь надо обратить внимание на широкий проспект. Для таких маленьких домиков. Скорее всего, на старых фундаментах строили. А это второй тип сталинских домов. Все видели разрушение Мурманска. Которое показалось в предыдущем ролике. И после войны по-быстрому построили такие бараки. Для временного проживания. Но время затянулось. Потому как нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. До сих пор люди живут в таких бараках. Денег нет на постройку квартир для них. Ну, надеюсь, все поверили, что такие бараки строили после войны. Для временного проживания. Это Петербург. И это здание я уже показывал. Тоже барак. И когда я спросил, когда это здание построено, только один человек ответил, что в 20 веке. И я тоже полагаю, что в 20 веке построен этот барак с печным отоплением. Вот он посередине. До него там метров сто. Левее еще видно деревянное здание. А это метроудельное в центре, невысокое. Это здание, которое стало что некрасивое. Оно красивое, отремонтированное. Но в нем не так заметно, что оно допотопное. Подвалы не видны, просто окна. Так от этого здания до барака метров сто. Какой смысл строить барак с печным отоплением в 100 метрах от края города, где каменные дома. И какое отопление было в этих каменных домах. Вот на этом здании показалось, что был потоп. И подвал тут, и вход на второй этаж. Вот здесь на крыше, где антенна. Но это скорее всего вентиляция. Может строители это подскажут. Если барак с печным отоплением, чем дом отапливали. И зачем этот барак строили в 100 метрах от края города. И эти дома деревянные так и пошли по всей области от края города. На примере разрушенного Мурманска, я показал, что бараки строили после войны. А когда питерский барак построили, и для чего, я не буду делать вывод. Даю возможность высказаться вам и полету вашей фантазии. Будут еще бараки, еще информация. Непростое дело было из камня построить и подровнять его. Закопанный этаж обозвали подвалом. Нечаянно это или специально, непонятно. А вот вид. И этаж закопанный, и залив чистый. Вот здесь я говорил, что непонятно, как засыпано. Если упала гора глины огромная, она без залив засыпала. А здесь похоже целенаправленно засыпали. То есть я хочу сказать, что кто-то имеет возможность изготавливать глину и перемещать ее в нужных количествах, в нужное место. Ну включая песок, ракушки и прочее там, что пожелает. И все мои сведения, полученные о глине, проанализированы неправильно. Значит, сведения неправильные. Ну, голова моя отказывается понимать. Я не рассматриваю больше глину. Как ее делали, как перемещали. Можете пофантазировать. А этот холм глины я уже показывал. Прислал наш соратник Евгений из Подастрахани. Он написал, что таких холмов у них много в округе. Но когда он копал ямы для хознурд, два с половиной метра песка. То есть откуда глина взялась на песке, тоже непонятно. Но самая ценная здесь фраза, что не было отопления и нет. В каменном здании без отопления. Вспомним кирпичное здание, которое я показывал с буржуйками. О чем это говорит? Ясное дело, температура была потеплее. А вот когда поконкретнее? Будем думать. Смотрим этот комментарий и внимательно читаем. Я не буду читать, чтобы не сбивать смысли. Нажмите на паузу и прочитайте не спеша, вдумчиво. Я извиняюсь, что пошел ставить на паузу и прочитать. Так можно лучше осознать прочитанное. И вот действительно вопрос. Почему не стоит вопрос про инвалидов? Где они? Как они? Что с ними? Читал я в одной книге. Не знаю, правда это или нет. Но скажу в следующем ролике. Пусть только об этом расскажут те, у кого есть бабушки и дедушки грамотные. И которые все помнят. Смотрите, думайте, подскажите, пишите. Всем поздравляю с праздником. Желаю, чтобы праздник прошел без приключений. Всем до свидания. Продолжение следует. Слушатели Коперов М получают горячие пирожки в первую очередь, а потом основная аудитория. Я планирую все-таки выложить продолжение этому ролику и сообщить, что я сделал поспешные выводы. То есть принц, он же на самом деле витязь или визирь, он всегда был на доске. Это ферзь. А убрали как раз-то королеву, женское начало. А вот как ходила королева, и может быть ее нужно было защищать. Вот это предстоит уже дальше разбирать. Смотрю, интересно. Шахматы это очень интересно. В принципе, вся наша жизнь это и есть шахматы. Ну, я вот хочу теперь продолжение сделать. Дело в том, что по сути на самом деле, как правильно говорят, походи, да, или как сделал сенсационное открытие. Не придавая значения. Я ссылку, конечно, сейчас уже кидаю в Дискорд. Но я могу своими словами в двух словах буквально сказать, о чем ролик. Да, я его назвал пафосно и очень так красиво. В современных шахматах не хватает фигуры. Но там еще надо разбирать. То есть я провел, как говорится, ряд наблюдений, исследований. Вдохновили меня комментарии под роликами. Особенно один комментарий, который я сделал вывод, наверное, максимально правильный. Основной посыл ролика в том, что я нашел железобетонное подтверждение тому, что у нас на шахматной доске не хватает одной фигуры. И вот второй ролик я хочу посвятить все-таки именно какой фигуры не хватает. Когда я ставлю эту фигуру? Ну, шахматы просто не 8 на 8 клеток настоящие, оригинальные были, а 9 на 9. Выяснилось, что если сейчас погуглить, поютубить, в Японии давно существует игра шахматы, где 9 клеток. То есть для них, для японцев они оставили как бы оригинальную игру. Да, я скорее всего сделал поспешные выводы, что принца не хватает. Не хватает другой фигуры. Но все равно хорошо, что я его назвал, скажем так, ролик не хватает принца, потому что если бы я бы назвал его не хватает королевы, ролик имел бы меньше резонанс. Сейчас я попробую не перебивать и в дискорде, может все-таки на основной канал пойдет эта запись. Значит, под роликом меня, скажем так, поддерживали, но были некоторые персонажи, которые кричали, что я неправильно говорю, что ферзь это не королева. Мне вообще все равно, по большому счету, королева это или не королева. Я ссылался на то, что нам официоз подсовывает. Официоз нам подсовывает следующее, что ферзь, просторечие часто именуется королева. Поэтому я использовал этот термин. Дальше. Один человек, сейчас я не помню, у него ник, по-моему, Sony 360, если не ошибаюсь, написал следующее. Потом это сообщение уже его как бы перекопировали, да. Еще было пару таких круг да около намеков. Сейчас я выведу картинку эту на экран. Значит, я пришел к выводу, что ферзь это нам специально подсунули и сказали, что это королева. А ферзь это так оно и есть. То есть визирь или советник. То есть вот сейчас буду озвучивать именно максимальное истинное положение вещей. 99%. Я предположил, что не хватает вот этой фигуры, которая сидит между слоном и королем. А вот это как раз-то есть ферзь. Это он. А шахматной доски как раз-то убрали королеву. Слав, ну ты прям открыл для меня. Честно сказать, я никогда об этом не слышал, не знал. Но это круто вообще. Получается, вот эта же фотография, это же не фейк. Это же все и существует. Где-то можно увидеть, где-то все. Есть википедия, да, есть видео, где этот стоит каменный по 9 метров статуи. Все воочию увидеть, да. И получается, вероятно, раз-эк 9 фигур, значит, было большее количество клеток и линий. Получается так, что и какие-то, ну, видимо, правила были другие сами у шахмана. Ну, так, раз-9 фигур, получается, 24, 6, 8, 9. Да, Жека, предстоит узнать, как ходила 9 фигура. Да, 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 это, кстати, тоже интересно. Возможно, кстати, она ходила как ферзь, а ферзь ходила еще как-то там по-другому. Может, они что-то поменяли, изменили. Ну, вообще, это интересно, конечно, я этого не видел. И самое интересное еще, что вот сами фигурки есть, а имитации шахматной доски я что-то не вижу. Может, она тоже была какая-то имитация шахматной доски. И с другой стороны не видно тоже фигур. Ну, получается, это только одна, как бы один ряд с одной стороны. Да, дело в том, что эти фигуры им пришлось восстанавливать. Вот я скину еще один скриншот тебе. И, кстати, да, возможно, доска была, просто все разрушили. Видишь, они там все похоцаны, возможно, их просто разрушили. И либо, ну, что-то такое сделали. Потому что по логике вещей должна быть вся имитирована шахматная доска. И белая, и черная фигура, и само шахматное поле само. И как-то это все должно было быть визуально реализовано. Ну, видно только вот один ряд. Эта тема действительно взбудоражила мой основной канал. Я залил ролик ночью и очень долго не шли просмотры. В 4 утра залил. И потом 7,5 тысяч просмотров насыпалось за 18 часов. Такая живая реакция на это открытие, что фигур было все-таки 9. Мне начали кидать статьи, что в Белоруссии один человек разработал такие шахматы. Плюс ко всему еще сохранены японские шахматы, где 9 фигур. Новые книги. Ну, фантастика, конечно. И вот первая книга сразу. А, не первая, она номер 4. Гамбит девятихвостого лиса. Написал ее Юн Хали. И вот такие вот названия. И вот самое интересное, что типа современные. То есть последние фантастики, и вот они пошли. Гамбит девятихвостого лиса. Потом Чужая земля. Потом Вечная жизнь смерти. Лю-Ци-Си-Ни. А потом Аврора. Совершенно случайно новые книги прямо в тему. Ну, в ходе вычислений, даже Кипидию, если читать, ферзь, это означает визирь или советник. Поэтому он такой воинственный, ходит на все поле. А вот королева, она, скорее всего, наверное, ходила и как конь, и, скорее всего, на три клетки. Ну, это мое предположение. Маленькое открытие сделал. Я давайте с вами в эфире им поделюсь. А то эти шпионы лазят у меня по компьютеру, смотрят, что я тут делаю. Ну, что, друзья, в чате готовы к сенсациям? Так, надо же какое-то вступление дать. И вдруг это на основной канал пойдет. Здравствуйте, уважаемые слушатели-зрители. С вами Вячеслав Котлер. У Харькова 18 часов 36 минут. 04.01.19 год. В прямом эфире буду сообщать о маленькой сенсации. Изучая свой собственный ролик, который называется «Кто оккупировал нашу планету? Земля?». При монтаже обратил внимание на необычные каменные статуи. Все бы ничего. Хотя, в принципе, в этих каменных статуях, скажем так, лики богов, на мой взгляд, были интересны. Как бы напрашиваются, да, ну, кто-то скажет, это греческая внешность, древних греков. Ну, мы как бы всегда за славяна ратуем. И заинтересовался этим моментом. Уже сделал сам для себя открытие. Гиперпорядка. Ну, не гипер, а так. Маленькую сенсацию. Но решил узнать, а может, официальная наука тоже сделала это открытие. И решил полезть в Википедию, узнать, что же это за фигуры говорит нам Википедия. Ну, выясняется, что, в отличие от Вячеслава Котлярова, современные ученые не смогли додуматься до простого решения. Сразу, ну, в Дискорде не перебивайте, пожалуйста. Босса, бьюсь в мысли, потому что открытие я буду делать впервые. Значит, в далекой-вдалекой Турции есть такое место, называется Немрут-Дах. Гора. Википедия нам сообщает, что это из армянской династии. Вот. Построили гробницу. Там есть статуи. Одна из них Зевс. Потом царь Антиох. И так далее. Даже еще Аполлон и Геркулес там статуи. Ну, скажем так, вот эти, да. Я прошел по ссылочке, думаю, гробница. Значит, она была разрушена, но, видите, вот ноги сидят там вдали, а головы там лежат вблизи. И потом эту гробницу восстановили. И я, откровенно говоря, когда всмотрелся в эти статуи, я ахнул. Когда я посмотрел на эти статуи внимательно, я понял, что это самые настоящие шахматные фигуры. Но парадокс шахматных фигур заключался в том, что если в современных шахматах восемь фигур, то в этих шахматах девять фигур. Ну, и нету пешек. Пешки, скорее всего, развалили, да. Ну, или не достроили. Значит, давайте посмотрим на классические шахматы. Что у нас классические шахматы говорят? Есть король, есть ферзь, ее еще принято называть королева, да. Есть два офицера, ну, вообще шахматисты не говорят офицеры, они говорят слон. Есть два коня, есть две ладьи. А теперь смотрим на шахматы, которые я увидел. Смотрим по бокам. Две ладьи в виде льва, два коня. И визуально, видите, орлы похожи на конях. В центре, видите, большая фигура и тут большая фигура король. Слева сидит ферзь королева и здесь королева. От одного коня и другого коня здесь орла сидят офицеры. А что вот это за фигура? Царь, царевич, король, королевич? То есть, получается, цивилизация, которая жила здесь и живет где-то в другом месте, имела не 8 фигур, как у наших современных шахматах, а 9 фигур. К сожалению, мы не знаем, как ходил этот принц. Мы знаем, как ходит ладня, мы знаем, как ходит ферзь. Еще, вы знаете, я думаю, что эти фигуры были оригинальны, предположительно. Это не просто были статуи, а были существа, которые ими играли. Но не именно этими статуями, скорее всего, потому что, видите, они как бы из камней сделаны. А были, возможно, статуи, предположительно, больших размеров. Как помните, из советского детства были фигуры огромные. Так и в современном мире присутствуют огромные фигуры. Да, судя по камням, скорее всего, именно этими фигурами, возможно, и не играли великаны. Представляете, какой должен быть великан, если по официальной науке высота каждой статуи колеблется от 8 до 9 метров. Ну, выношу, уважаемые слушатели, на ваш суд свое открытие. Может, все-таки я нафантазировал и заблуждаюсь. Возможно, это не шахматные фигуры, а действительно династия какая-то. Ну, что это за династия, если справа и слева два льва, ну, это, наверное, охраняют два орла. Передаю слово соведущим с интересом. Послушаю, как соведущий прокомментирует. Особенно Алексей, который создавал свои собственные шахматы. Передаю слово. Да, Слав, шахматы, тема шахматы, конечно, очень интересная. И действительно, я в свое время тоже дошел к году, наверное, в 12-13, уж точно не помню, когда я там, пришла идея. Я для себя понял, что клеточек должно быть вот именно не 8, а 9. Вот именно 9 на 9. То есть это получается полностью завершенная фигура. Ну, по большому счету, да, вот наша жизнь, она и является вот этими шахматами. И вот, кстати, вот одну фигуру от нас действительно сокрыли, ну, скажем так, у сакрального. И мы ее просто не видим. Мы ее не видим, и просто именно поэтому у нас вот все идет как-то так. То есть неполная картина мира, от чего мы, конечно, много страдаем. А так, да, интересная тема, надо будет с ней подбираться. Все у нас, все у нас, все в жизни завязано на 9. Все абсолютно у нас есть 9. И даже календари, которые древние были, которые правильные летоисчисления, они были тоже завязаны все на 9. То есть это, как говорится, число полное. Ну, да, как утверждают те, кто владеет хорийской арифметикой, сообщают нам, что последняя самая большая цифра 9. Нуля не было. Также Александра Анисимова подсказывает в чате Слава Здравия. Там и доска имела другую раскладку на 9. И все алгоритмы другие. Но ведь и месяц имел 40 дней. И все было по-другому. Ну, месяц имел 40 дней, а неделя имела 9 дней, да? Да, вот 9 на 4 опять получается 6. 6 плюс 9. Все идет при сложении, а также на девятку. Ну, я вот этот, разбирал этот момент, вот именно старое летоисчисление. Все, как раз вот матрица, ну, Виктория тоже, вся матрица завязана на девятке. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Ну хорошо тогда, Бронислав, ты тоже нашу запись в ключи. Я хочу поприветствовать и поздороваться с уважаемыми зрителями и слушателями канала Вячеслава Котлерова. Я сегодня пришел сюда, Рахман Торер и мой помощник Бронислав пришли сюда, чтобы взять интервью у Вячеслава и тем самым презентовать его как бы и для нашей аудитории. И может быть всем слушателям тоже будут интересны, наверняка будут интересы ответы Вячеслава. Много не расшаркиваясь, я расцениваю личность Вячеслава как странника, который именно пришел в этот мир, чтобы довести до людей определенную информацию, определенную систему, которая перестроит фактически сознание, мировосприятие всех людей и направит их к развитию. И вот с этой точки зрения я воспринимаю своего друга, соратника по нашей общей борьбе Вячеслава Котлерова и хочу ему задать как страннику, как носителю определенные системы знаний несколько вопросов. Вячеслав, скажи, пожалуйста, для всех основные... Мистика, звук пропал. Бронислав, а ты меня слышишь? Видишь, звук пропал. Да, я слышу. Вопрос был слышен, мне повторить его, да? Мой вопрос первый заключается в следующем. Вячеслав, скажи, пожалуйста, вот из своей моей аудитории, какие основные вехи на пути твоей инициации здесь как странника, который принес людям правду о том, где они живут и о том, как устроено наше мироздание и наш мир в частности. Будет любезно. Спасибо за вопрос. Всем здравия и аудитории Рахмана и аудитории Вячеслава Котлярова. По сути, моя аудитория, скажем так, в большинстве изучает труды Рахмана, это я знаю. Иногда в чате беседуем, обсуждаем те или иные моменты. Значит, ну, самый основной посыл, это, конечно, сообщить человечеству, ну и людям, что мы в глубокой оккупации. Дело в том, что высокоразвитая технологическая цивилизация, значит, это не просто высокотехнократическая цивилизация. Значит, на самых верхних эшелонах, на самых верхних, это буквально, скажем так, в управлении стоят роботы. Я понимаю, что, возможно, это звучит фантастически, но дело в том, что мы живем в таком зазеркале, что у нас все вертормашками. То есть фантастика, на самом деле, мифы и легенды, предания, сказания, саги, являются истинным положением вещей, а все, что нам предлагает официальная наука, а это все от оккупантов, это все является, ну, в кавычках, фантастикой. Поэтому основное, конечно, это донести местным жителям, что оккупант, он бесчеловечный. И сами роботы, они, конечно, не используют нас, человеком, так, как используют тех, кого они, скажем так, наняли или заставили. То есть они в то место, где мы живем, согнали большое количество всевозможных живых существ, того места, где мы живем. А вот теперь мы переходим уже к следующей стадии, откуда же прибыли сами эти роботы и откуда согнали своих сателлитов. Дело в том, что наша планета, если ее смотреть, если бы у нас была возможность ее посмотреть со стороны, она довольно-таки гигантских размеров. Она имеет, сама планета, конечно, в большей степени яйцевидную форму. Про это мы, в принципе, можем всевозможных, опять же, сказаниях и преданиях узнать. И размеры данной планеты очень велики. То есть, несмотря на то, что она в форме яйца и поделена, скажем так, на этажи, значит, между этажами, вот насколько пока сохранились данные, расстояние 40 миллиардов миль. То есть любой сейчас слушатель, зритель может взять калькулятор, умножить, известно, 14 этажей, да, 14 умножить на 40 миллиардов миль и получить цифру приблизительно, приблизительную, узнать, каких размеров планета. Почему приблизительную? Дело в том, что вся Вселенная это огромный живой организм и планета, которая была миллиарды лет назад одного размера, через миллиарды лет назад, конечно, увеличилась в размерах и стала больше. Сама же планета, кому интересно, находится, на точно такой же планете в одной из сот. То есть и наша планета имеет, подобно пчелиному улью, мириады, буквально мириады сот, их не сосчитать, их просто не сосчитать. Наши предки использовали термины такие, как 30-е царство, 39-е государство. Царство это, насколько мне известно, там, где есть солнце, то есть есть соты, где солнца нету. Ну а солнце, по сути, как бы это, опять же, фантастически не звучало, лампочка. Если рассматривать нас со стороны, наш мир, опять же, что мы существа, которые находятся на некой либо игровой площадке, либо в каком-то террариуме. Но мы не рабы, ставочка при монтаже имеется в виду, по умолчанию мы не рабы. Но нас хотят сделать рабами и заключают в рабство. Мы не рабы, как многие думают, что нас сюда заключили и мы вынуждены выполнять чью-то прихоть. Нет, мы добровольно пришли в этот мир. То есть каждый из нас создал для этого мира своего аватара, скафандры, если хотите. И, находясь в действительном мире, управляет своим персонажем, как может, да, или как хочет. И уже персонаж, уже живет, то есть судьба, да, судьба. То есть каждый из нас бог. Ну, помимо этого, есть, конечно, всегда антураж, декорация, есть NPC, такой термин есть в компьютерных играх. Персонаж похож, вроде на нас, но на самом деле им управляет не человек, а система. Ну и так далее. Несмотря на то, что вроде как бы я писал, что это игра, это суровая игра. То есть достижения в этой игре напрямую зависят с развитием вас в действительности. И все ваши шаги в этом мире, они напрямую зависят с событиями, можно сказать, вселенского мироздания. Поэтому оккупационный режим глобальный, того места, где мы живем, он всячески скрывает истинное положение вещей того места, где мы живем. То есть предлагает версии маленькой планеты в виде маленького шарика или планеты плоского блинчика. Но это все равно все тюрьма. И тщательно скрывает, что даже не просто соседние соты, а соседние континенты у нас находятся на, как говорится, небольшом расстоянии. За пару-тройку часов можно достигнуть там на хорошем самолете или на моторной лодке уже континентов, которые недалеко от нас. Ну и плюс ко всему, естественно, и сами континенты расположения оккупанты умудрились тщательно перетасовать. Самый основной момент, что, опять же, как бы это фантастически не звучало, континента Северной Америки не существует. И все города, по сути, американские, находятся в Азии. Но это огромный длительный диалог. То есть сразу все, кто впервые это слышит, задают вопрос, а где же у меня тогда родственник живет? Есть города. Вот ваш родственник живет в том городе, неважно какой там город, Лос-Анджелес. Но этот Лос-Анджелес находится в Азии. Вот пока все. Спасибо за вопрос. Передаю слово. Сердечно благодарю, Вячеслав. Уже практически начал предвосхищать, как бы, следующие мои вопросы. Скажи, пожалуйста, какие вот текущие моменты, которые вызывают наибольшее затруднение у людей, которые пытаются воспринять твое учение? Вот какие бы ты мог выделить основные моменты, которые наиболее тяжелы для восприятия людей? Ты уже начал, как бы, отвечать? Если можно, продолжь, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос, Рахман. Вообще существует огромное количество ступеней, почему местные жители не принимают то, что я озвучу. Я понимаю, что мой основной канал, который называется Вячеслав Котляров, социальный авторитет, возможно, не будет служить показателем того, что, скажем так, вот я, мол, скажу, смотрите, у меня 58 тысяч подписчиков, и это служит прямым доказательством, что я вещаю истину. Нет, но все-таки, если включить логику, то получается, что 50 тысяч человек подписались на площадку ради того, чтобы посмеяться? Нет, конечно же, не посмеяться. То есть существует несколько градаций, почему местные жители не воспринимают услышанное. Причем, самое интересное, что я всегда говорю, что, что касается Америки, это во всяком случае можно проверить. Если соседние континенты и соты это затруднительно, то наличие американских городов в Азии, это проверяется на физическом уровне. Да, конечно, оккупанты будут мешать, и вплоть до того, что любой проверяющий может потерять свой скафандр, да, по нашим, по местным понятиям жизни. То, естественно, опять же, вывести подтверждение на общей массы будет проблематично. Но есть куча других способов. Значит, куча других способов, чтобы донести то, что я озвучил, так оно является фактом. Значит, первую категорию я как бы отбрасываю. Это очень похоже на нас живые существа, но они, по сути, биороботы. И как в старую модель телефона невозможно закачать современную компьютерную игру. Точно так же и в этих представителей невозможно закачать информацию, ту, которую я озвучиваю. Есть зазомбированные, скажем так, не очень сильно потерянные местные жители, в которых можно с ними работать. Это очень кропотливый труд. Мне там через год, через два приходят письма, сообщения, что, Вячеслав, как я ошибался насчет того, что вы говорили. Я думал, что вы просто это делаете ради хайпа, как принято в интернете говорить, ради наживы. Но прошли месяцы, прошли годы, и я понял, или я поняла, что вы озвучивали истинное положение вещей. И таких примеров очень много. То есть, одному достаточно секунды принять истину, второму минуту, третьему год и так далее. Поэтому зомбация. Откуда идет зомбация? Там существует огромное количество рычагов зомбирования местных жителей, начиная с самого рождения. То есть, при появлении на свет, оккупационной режим, скажем так, приказал акушерам, чтобы новорожденным ломали или скручивали, правильно сказать, атлант. Потом был приказ даден, чтобы отрезали пуповину моментально. Пуповина это очень важные, ценные для человека новорожденного. Напрашивается слово артефакт, ну пускай будет артефакт, который при рождении ребенок из себя все, скажем так, выдавливает. И когда он появляется на свет, он потом из пуповины, всю, скажем, назовем в кавычках, жидкость, опять всасывает с себя. Но оккупанты не дают этого сделать, они быстро пуповину отрезают, и ребенок уже ничего в себя не всасывает. То есть, дети становятся болезненными. Потом многие знают, что современные больницы стараются строить на бывших кладбищах. Это очень важно для оккупантов. Да и роддома, в принципе, придумали для многих вещей, чтобы необычных новорожденных прятать. Когда-то про это и Рахман Тор указывал, что прятать гаденышей. Вот, и чтобы похищать, скажем так, для всяких ужасов, вплоть до того, как использовать как продукты питания. Вот, потому что оккупанты, которые, скажем так, под руководством, ну, тех же, назовем условно, биороботов, они буквально на физическом уровне питаются нами. Точно так же, как мы не видим ничего зазорного в поглощении, там, свинки или птички, тот же самый оккупационный режим ничего не видит зазорного в поглощении человечества. Но у них там целый цех на эту тему, и причем они умудряются и нас кормить. Нами же самими. Но это отдельная тема. Продолжим про зомбацию. И вот уже с самого рождения, то есть мы утрачиваем возможность, качественно получать информацию. Но это равносильно, вот, представьте, у вас телефон или компьютер, у которого скрутили несколько деталей, там, операционную память, там, и винчестер, на который надо записать информацию. И он пытается информацию, компьютер ваш, получить из интернета, а у него нет возможности. Детали скрутили, украли, отобрали. Точно так же и мы, человеки. У нас от рождения просто скручивают все, отбирают изнутри, всовывают не нужно. Не нужно это прививки. Все прививки имеют очень большой негатив, хотя оккупанты говорят это хорошо. Вот, и так начинается потихоньку. Уже родились, нас искалечили, и плюс, потом по жизни оккупанты ведут за руку и травят некачественными продуктами, медикаментами травят, потому что в основном в своей массе, в 99%, медикаменты все опять же очень опасны, потому что оккупанты принесли такой грибок сюда, он называется кандида, местные жители называют это уже рак, эту кандиду. Почему? Потому что как бы опухоль образуется, и начинает расти, за счет того, какие продукты человек употребляет. Он может просто выкормить эту опухоль. Она у каждого заложена, он может выкормить, в зависимости от того, что он поглощает. Но еще есть много других факторов. Вот, продукты питания, таблетки, телевидение, которое неустанно зомбирует местных жителей. Я, допустим, уже с 2003 года телевизор не смотрю вообще. Хотя, в принципе, я могу себе позволить, допустим, посмотреть какую-то передачу для общего развития. Но смотреть в запой, как многие смотрят телевизор, это и времени жалко, потому что там реклама занимает, наверное, предполагает, 50% эфирного времени. Ну и вообще, телевизор ничего несет, по сути, не несет, кроме вреда. Поэтому вот в такой совокупности, когда нас травят и химтрейлами, и таблетками, я понимаю, что многие, кто сейчас впервые некоторые вещи слышит, очень скептически на это реагируют. Понимаете, я вообще-то, в принципе, не настаиваю. Инструктор или провожу инструктаж, то есть я сообщаю, что как происходит, что есть на самом деле, и уже человек, пускай сам решает, принимать то, что я озвучил или нет. Мне от этого прока никакого нет. Это человек примет истинное положение вещей или нет. Ну, если так вот, чисто на моем уровне. Глобально, конечно, это катастрофа, потому что, вот картина, какая мира наша. У нас где-то население, того места, где мы живем, это Азия и Южная Америка, где-то около миллиарда. И получается, нас, человеков, всего лишь, ну, не знаю, от силы, наверное, 200 миллионов. Вот представляете, нас 200 миллионов, которые, у которых, скажем так, просто соображенчик работает, а рядом с нами 800 миллионов, которым ничего невозможно объяснить, им хоть кол на голове чеши. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, ну, если вы биоробот, ну, извините, вы не сможете никак развиваться. Развиваться только могут человек, люди, и даже жители. Ну, мы знаем эту градацию. Житель, потом идет людина, потом идет человек, потом Аз, и вот, всегда восхищался Рахмантор, он даже знает значительно больше. Вот я останавливаюсь только на Азе, а Рахмантор, он уже дает больше раскладку, кто после Аза идет. Там огромный список. Ну, я, как бы, стараюсь по возможности изучать именно одни вопросы, чтобы достигнуть максимальных результатов. Это география, того места, где мы живем. По возможности, историю пытаюсь изучить, но история, это дело неблагодарное, ее изучать, потому что, на самом деле, нету ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее, здесь, сегодня и сейчас. Все, спасибо, передаю слово. Субтитры подогнал «Симон»! Я считаюсь, и это через год произошло. Сама по себе квартира была такая, ни ахти, ни окон, ни дверей там приходилось, это, буквально, мне досками зашивать, стекол не было, и не было, где стекол купить, не было, где денег взять, и там, потом, когда прошел сильный буран, ну, это большое количество поселка коснулось, он был полностью обесточен, без воды, несколько месяцев, то есть, талый снег, холод, то есть, пали в одежде, в комнате, как говорится, накрывшись одеялами, казалось, это никогда не закончится, и вот, в этих условиях, я взял ручку и бумагу, и начал писать научную фантастику, что наша земля не маленький шарик, она миллиарды больше, что континенты, которые находятся у нас, они имеют совсем другую форму и совсем другое количество, ну, и так далее, то есть, именно вот такими тисками жизненных ситуаций начал двигаться с места. Пока все. В дискорде попробую раскачаться и попытаюсь счать дигитал, слава без недоступна, стоит ли молиться Богу, и кто наш Бог, на самом деле. Ну, понятно, что я не от рождения знал истинное положение вещей, и, как большинство местных жителей, обращался к высшим силам, скажем так, как правильно сказать, наверное, не к тем, потому что использовал не Бог, а Господи, наивно полагая, что это одно и то же. С 20 лет я начал из лексикона убирать, это не давалось, потом все-таки, наверное, к 28 годам перешел на Бог, а уже потом начал переходить на Боги. Ну, в первую самую очередь, это, конечно, самый важный для каждого человека Бог, это Он Сам. То есть, наше тело это всего лишь аватар, персонаж для этого мира, а есть истинный игрок, который управляет этим персонажем, и вначале нужно найти с ним диалог, потому что он для аватара гораздо может больше сделать, чем сам аватар для себя. Это отсылка к нашим беседам в Дискорде, часто Алексей и Константин, они же Чапа и Тарман с фон Измир затрагивают тему, откуда приходят мысли, кто их пускает, да, то есть, вот как раз-то и мы являемся вот этими мобильными телефонами, через которые, скажем так, вещает Бог. Но, помимо его, существуют еще и другие Боги. Это целая иерархия, которая уходит очень высоко, очень далеко в небо. Ну, первые Боги, которые нам очень близко доступны, это наши родственники, ушедшие в мир иной, бабушки, прабабушки. То есть, они, как бы, утрачивая аватар, они, как говорится, могут спокойно находиться в своем действительном теле, ну, то есть, в теле Бога, не без аватара, и при этом находиться рядом с вами. То есть, иногда, когда не может помочь собственный Бог, аватару, могут более опытные игроки. Но это равносильно, если сравнивать с компьютерной игрой, когда младший брат проходит игру GTA, и не может выполнить какие-то сложные там на автомобиле перескоки. Поэтому он спросит своего старшего брата, помоги мне пройти эту миссию. Вот нечто подобное происходит и у нас. То есть, если сам Бог твой, ну, не сильно квалифицированный игрок, то рядом с ним находятся в его действительном мире, скажем, друзья, родственники, родные, близкие, которые могут помочь аватару. Плюс ко всему на аватарском уровне есть еще, я их называю существа высокого порядка, то есть, наши родичи, которые находятся рядом с нами на высокотехнологичных аппаратах, и они иногда избирательно, как они избирать, я не знаю, но они могут втручиться. То есть, если, допустим, скафандр поврежден серьезно, и аватар может погибнуть, ему никто не может помочь, то они буквально на физическом уровне помогают скафандру, но в основном вы про это не будете помнить и знать. они это тщательно стирают из вашей памяти, и вы, грубо говоря, сегодня заснули больным, а завтра проснулись здоровым, то есть, ночью прилетели за вами на летающие тарелки, отвезли в специальный ангар, сделали операцию на высоком уровне, и вы уже вернулись здоровенький. но на них рассчитывать особенно не стоит, потому что в основном зови-не-зови, они сами по какому-то своему принципу приходят из своих каких-то соображений. Ну и дальше можно насчет богов вверх идти, но вверх можно идти, те уже не услышат. Они есть, но это уже как бы уже высокие материи, поэтому вот этот уровень, который я сейчас обозначил с собой диалог найти. Вот. Ну и богу нужна помощь, то есть несмотря на то, что бог посылает мысли, ну и диалог, существуют, скажем так, вирусы, которые внедряются в наш мозг и пытаются, скажем так, скафандр вести по неправильному пути, и бог может утрачивать управление над своим собственным персонажем. Поэтому у скафандра есть небольшие отвлетления, то есть это не знаю, с чем сравнить. Это ну вот вы, допустим, берете калькулятор, дали ему задачу, он высчитал точные цифры, а бывает нажали, а калькулятор подвис. Ну вот задача человека не подвисать, не знаю, как это сейчас объяснить. Вопрос опять, так для чего мы в итоге здесь, в этом яйце, для чего нас создали, какова конечная цель. Да, вопрос, конечно, на засыпку. смысл в том, что смысла нету. Вселенная живет смотря ни на что. Вселенная это тоже большой организм, и мы, по сути, в этом большом организме две маленькие, ну не две, а там тысячу маленьких, сотни тысяч маленьких клеток. Ну сейчас две, почему, вот сейчас диалог с чатом идет, да, или, допустим, сколько нас там, 50 человек смотрят, ну пускай 100. Вот 100 человек смотрят, слушают, и вот 100 маленьких клеток пытаются в огромном гигантском организме понять смысл бытия, а смысла по большому счету никакого нет. Единственный смысл это жить ради жизни. Если на маленький уровень переходить, задача человека прийти в этот мир и уйти из этого мира человеком. Оккупационный режим, он пытается нас расчеловечить. естественно идет откат. Ну это бесконечная война, хорошо навсегда никогда не будет. Есть небольшие передышки, райские миры. Вот я, допустим, играю в игры. Раньше предпочитал ПВЕ сервера, но я понял, что мне на них скучно. И сейчас предпочитаю ПВП сервера. Но иногда я устаю от ПВП сервера, но хочется немножко в удовольствие поиграть. И поэтому я ухожу на ПВЕ сервер. Объясню, ПВП это игрок против игрока, а ПВЕ это игрок против монстров, то есть против компьютера. И поэтому поигравши на ПВЕ сервере какое-то время, я опять от него устаю. В раю хорошо, только скука адская. И я опять возвращаюсь на ПВП сервера. Поэтому и здесь приблизительно то же самое. то есть устали, отдохнули, но потом закисли, скучно, все хорошо. Человек в идеальных условиях это наверное все-таки херит. ему обязательно нужен какой-то стимул. И боги тоже заскучали. Их уровень настолько высок, что они создали вот этот наш реальный мир и здесь развлекаются. Ведь все переживания, которые переживает его аватар, они также переживают, также по-человечески переживают. Это равносильно, что вы смотрите художественный фильм какой-то и вы за главных героев начинаете переживать. Вам кино, они не настоящие. Но вы все равно за них переживаете. Точно так же и боги. То есть они создали этот реальный мир, чтобы наверное не зачерстветь, потому что они начали утрачивать по всей видимости тягу к жизни или не знаю в общем апатия чтоб не было. А как тебе мысль, что нас создали для развития своей духовной сущности и дали нам эти аватары? Но это все в совокупности тут даже и не стоит ломать голову. Нас создали для всего. Ставка при монтаже задающий вопрос предполагает, что нам нужно пройти испытание 12 раз. А наша цель 12 раз пройти испытание перерождение. Ой, испытание можно переходить в бесконечность, чтобы нам позволили выйти в ряды армии бога. Ну с каждым высоким уровнем начинается новый уровень. Если ты дорастешь до бога, то у тебя будет подстать противник уже твоего уровня. А если есть вариант выбора, ты скажешь, да не, не, это слишком высокий уровень игры, все-таки я вернусь в человеческий мир, здесь хоть выбор есть. А у богов, у светлых, более высоких иерархов, у них нет выбора. У них только надо поступать хорошо. И также наоборот представители пекельных миров, им надо поступать плохо. И только вот здесь в реальных мирах они могут поступать как пожелают. Как вот есть великолепная игра Fable, там персонажу даются два варианта пройти игру, за хорошего или за плохого. И меняется мир вокруг персонажа, да и сам персонаж начинает меняться в процессе прохождения за негатив, у него начинают под ним земля загораться, он бежит подошвы там по-моему, там рога начинают вырастать. Вот, скажем, этот реальный мир, это наверное идеальный тренажер для богов. Сам аватар, он живет на самом деле ничего. Даже если вы проживете тысячу лет, это все равно ничего для вселенной. Тысячу лет это миф все равно миф. Между прошлыми с дачи слав ты сказал хорошую мысль такую. Сейчас я слушал по поводу того, что тот персонаж, который здесь, аватар да кем-то управляем. Вы обращали внимание, кто хотя бы один раз в жизни играл в компьютерную игру, что когда вы играете, вы не можете поступить в конкретной какой-то ситуации, иначе чем против что противоречит вашему внутреннему сознанию. То есть например есть манипуляции такие, как там что-то взорвать, и вы не можете это сделать, даже играя, казалось бы, вы понимаете, что это игра всего лишь виртуальный мир, и тут можно делать все, можно быть конченным подлецом, но все равно вы не поступаете так. И здесь возникает определенная мысль, что если нашими аватарами, нашими телами управляет некто или нечто, то соответственно оно тоже определенную выдерживает стратегию, ведь мы можем такую тень мысли допускать, что возможно нами управляет что-то весьма доброе и хорошее, потому что большинство из нас все-таки люди, несмотря на те недостатки, которые у нас есть, и какие-то изъяны, но в большинстве своем мы все-таки стремимся к какому-то свету, адекватности, пониманию, доброте, то есть понимаете, да, что этот мир, он как-то отражается, является таким зеркальным противоречием, противостоянием тому высшему протагонисту, который находится на вершине управления, тот, который задает весь этот центральный импульс самой вот этой вот игры под названием жизнь, ну и как существование вот этого аватара в виде некой цифровой реальности, поэтому это вот очень такой тонкий и важный момент, можете подумать об этом. Ставочка при монтаже и снова вопрос из чата. Стоит ли людям верить то, что Иисус был послан богами, намерениями и стоит ли молиться на его Отцу? Ну, если учитывать эффект Манделы, может нам и прислали вначале Иисуса, вообще, не Иисус, что это за искусственный интеллект, не, возможно есть и Иисус, и Е это высший, а Су это, да, Сурица, это солнце. Кстати, сегодня вот эту фразу услышал, заполярный круг, думаю, может она раньше называлась не заполярный, а за солярный, солярный, солар, это соляр, это солнце, то есть круг, за который не заходит солнце. я думаю, что, чтобы себя не завести в тупик, не стоит подключаться к каким-то эгрегорам, которые достоверно неизвестны, какой они пользы, да, и опять же, отсылка к эффекту Манделы, то есть, вначале пришел светлый человек, а по эффекту Манделы он стал темный, либо наоборот, то есть, нужно жить здесь, сегодня и сейчас, и обращаться в первую очередь к своему Богу, к самому себе, но потом уже, как я говорил, к родным и близким, передаю слово. Слав, крамольную фразу сказал, надо жить здесь и сейчас, действительно, завтра можете проснуться, и ваш мир в корне меняется, и надо быть готовым к тому, чтобы принять этот мир такой, как он есть, чтобы не было такого умолешения, вот, когда вы проснулись и видите, что все совершенно наоборот. Пробую вклиниться в эфир. Здравствуйте, уважаемые соведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляру. Ну, в двух словах, у меня все нормально, просто взял паузу для размышлений, чтобы что-то говорить, нужно подумать. В основном, но это мое предположение, я заметил, что именно в двух войнах, в большом процентном соотношении, именно участвовали моряки почему-то. Ну, у меня, дед, правда, как бы получается, японская и великая отечественная. Я сейчас размышлял, вы знаете, мне кажется, что японскую нам для отвода глаз сказали, то есть, наверное, Валерий Крымский очень много правильно накопал, то есть, в основном, была японская война, ну, потому что вдруг начнут фронтовики говорить, что были узкоглазые противники, да, поэтому и сказали, что была японская война, да, там она там всего лишь как год шла, с ними быстро разделались, а вот Великое Отечественное типа шло долго. Я кручу в голове слово насчет фашистов, вот я немножко пересматриваю сериалы, повторно уже посмотрел сериал, наверное, первый раз пять лет назад, Ленинград 46, там такой момент есть, это в одной серии, все, не мог вспомнил, Ленинград 46, я когда-то вообще вырезал этот момент, он там идет всего лишь две минуты, я снова вырежу и залью на ютубе, я не понял, куда он девался. Я хочу, чтобы вы признались в том, что арест Людмилы Ребровой организовали вы иначе, иначе, что иначе, ну что иначе, убирайтесь отсюда, вон, вы пьяны, убирайтесь, если вы пьяны, идите и проспитесь, иначе, в первый раз в жизни мне придется нарушить закон ради справедливости. Ради справедливости можно. Так вот, я все время кручу слово фашисты, ведь нас Валерий Крымский правильно подводит в роликах, что Германия, она же не была фашистская, она была национально-социалистическая, ну фактически то же, что и Советский Союз, но Советский Союз был советский социалистический, и как говорил при жизни Левашов, может он был и прав, что СС это солдаты социализма. Поэтому все-таки японцы были фашисты, когда он вспоминает, что Левитана попросили в 56 году переписать оригинальную запись, а была ли вообще оригинальная запись. От Советского информбюро фашистские войска перешли границы Союза Советских Социалистических Республик. Может и не было вообще первого этого обращения. Поэтому все, наверное, очень похоже на то, что на большой территории все-таки доминировали японцы. Я еще знаю... А, вот, знаете, что меня еще натолкнул? Сериалы смотришь и пища для размышлений. Вот тоже нам говорят, что была гражданская война. А мне вот что-то вот почудилось, что не, ну может где-то и были стычки брат на брата, но мне кажется, это было немасштабно. Мне кажется, те годы, там, 20-е, даже было, мне кажется, трудно стравить белогвардейцев с красноармейцами. То есть, глобально. То есть, скорее всего, это была третья сторона японцев пригласили. Ну, скажем так, азиатов. Хотя я как их решил, чтобы ходить сложные маневры, сложные моменты. Не азиаты, а сиаты. Сиаты. Вот. Подключили сиатов. Ну, в принципе, как и во всех современных в кавычках войнах, ну, на самом деле, это радоцит. Используется третья сторона, правильно? То есть, чтобы активно начали обмениваться ударами, приглашают третью сторону, а они стрельнули по тем, стрельнули по тем, отошли в сторону, а те между собой дерутся. Ну, как вот двум слепым, да, или не слепым, двум завязать глаза, третий одному дал в голову и второму, а сам сторону отожжил, а эти с завязанными глазами дерутся. Вот то же самое и с этими войнами было. Начиная от самых простых революций, то есть, первая революция в постсоветском пространстве была в Прибалтике, аналог украинского Майдана, и опробовали снайперов в Прибалтике, то есть, уже в Прибалтике сидели на крышах снайпера в те далекие годы и стреляли по тем и по тем. Вот, также снайпера были и когда в Москве вот это была трагедия, людей танками давили, про это сейчас мало кто говорит, что там порядка десяти тысяч погибло возле... Ну, это во время Пуча. Пуча, да. ГКЧП. Так, ну, что я хотел сказать? Ну, пока все, передам слово, послушаю вас, спасибо. А еще, Вячеслав, по поводу того, что вот есть третья сторона, которая начинает конфликт. Вот в Украине, это новейшая история современная, как бы, современные события, вот, вот, далеко ходить не надо, у нас явный пример, на Майдане, до сих пор неизвестные какие-то стрелки были, снайперы, и очень много свидетельств о том, что именно на востоке Украины, когда разгорался конфликт, люди не особо шли на вот эти вооруженные сопротивления и так далее. То есть одно дело кричать долой-долой там, а другое дело друг друга пулять, шмалять там с градов и прочее. Так вот, вот эти переездные были станции, грады, там, пушки, которые палили, шмаляли и в ту, и в ту сторону, и есть этому масса доказательств. Это именно в начале, для того, чтобы поглубже затянуть конфликт, втянуть разные стороны. Передаю слово. Привет, Вячеслав, добрый вечер всем. Я бы хотел дополнить по поводу информации и объявления войны. Нам постоянно же показывают картинку в кино, как сейчас вот вам даже кто-то косит, кто-то чем-то занимается, и прямо посреди деревни стоит столб и стоит рупор, и начинается вот этот вот разговор. Потом все собираются прямо так в стае вот такую и стоят, смотрят на этот стол и как он вещает. То есть неужели сначала подготовили, или что там, русская радио играла из этого рупора раньше, в 41-м году. Я передаю привет, пользуясь случаем. Михаил, дело в том, что я изучал когда-то этот вопрос. Левитан, его сообщение прозвучало, по-моему, в 4 или 5 часов вечера, уже вечером. о начале войны, а до этого звучала информация, что в такое-то время слушайте. Я не придираюсь к тому, что якобы там в 4 утра это напали, а в 5 вечера, может быть, это вообще на следующий день даже представить. Я в общем картину говорю, что люди стоят работают. В деревне ничего нету, только один рупор. И почему-то именно в деревне постоянно показывают. Ну, потом город, конечно, там какие-то все такое. Я говорю о том, что картинка такая. Люди работают в деревне, ничем не озабочены. И тут начали... Ну, это постановочные были фильмы для нас сняты, собираемые. Ну, по войне насчет немцев я уже пару раз говорил. Вот моя прабабушка Евдокия Федоровна, она рассказывала, что на постой были немцы, то есть во дворе жили какое-то время. Ей приходилось им кормить, она все время... Не курка, млека, она... Они... Это... Дранники просили, чтобы она готовила. Вот. То есть были немцы все-таки. Это вы знаете, вот от нас очень большой плац скрывается. И вот такие моменты есть тоже необычные. Есть такой фильм старый, советский. Я вообще удивляюсь, как его пустили на экраны. По-моему, он называется «Интервенция». Там еще Высоцкий играет, это Бродского. Так вот, что там показано вообще, в принципе, и в истории сейчас всплывают, что вот в тот период, в тот период, начиная с 17-го по... Ну, пускай будет 22-й год, было войск разных... Ну, да, буду использовать по старинке разных стран мира. То есть это были американские войска. Это Дальний Восток был, да? Это были... Если Запад брать, то это были и французы, там, румыны, немцы. То есть вообще было большое количество войск. Если можно, вот я хочу зачитать текст Левитана, он коротенький на самом деле. И обратить внимание, вот давайте так, я сейчас прочту, у меня есть на что обратить внимание, ну, насколько... Короче говоря, я читаю, а потом предлагаю обсудить, там есть очень такой интересный момент. Внимание, говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вот. То есть, уже 22 июня 1941 года прозвучала такая фраза «Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков». То есть, там мог быть, ну, такое, наступили, а потом решили, да ладно, и отступили назад. Ну, неделю могла пройти эта война, то есть, и все. А тут именно уже заранее объявили, что началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. То есть, уже прогнозировано было надолго. Передаю слово. Значит, еще помимо космоса нам еще хотят навязать другую мульку. Нам хотят навязать, что Антарктида существует. Но Антарктиды не существует в том виде, в котором нам рисуют. Вообще, в принципе, а что, тут же, как бы, для определенного количества человечества, ну, площадки Котлеровой ФМ, ну, и моих других каналов, не знаю, сколько это, тысяча человек, две тысячи, уже основные тезисы известны, и не ходим мы в круг до около. Основной тезис, первый, мы живем на гигантской планете, второе, на этой планете, скажем, то место, где мы живем, произошло вторжение. Небольшое отступление, вот, кстати, смысл такой, вот, нам все время муссируют тему, анунаки прилетели, или не какие там анунаки, а какие-нибудь другие шмаки прилетели, сюда им нужно было добывать полезные ископаемые, и они вывели человечество, чтобы кто-то на рудниках работал, чушь полная, высокоразвитые цивилизации и без кирок и мотых могут добывать все, что угодно, на самом деле, определенных живых существ здесь вывели, эти анунаки, для своего собственного пропитания, ну, кто-то, мы там свинок выводим, курочек, они вывели хомо сапиенс, раб питательный, раб пригодный в пищу, а выводили, естественно, используя, ну, скажем так, наши, скажем так, клетки. На всякий случай пояснения, что такое наши, что такое ихние, кстати, многие плачут, что слово ихние не существует, ну, как его не существует, если я его только что сказал. В советском языке много чего не существует, в советском языке есть правило, ну, в человеческой речи есть нормальные беседы и много всевозможных слов и словесных оборотов. Так вот, взяли нас, представители рода, и, используя наш материал клеточный, создали кенно-модифицированных людей, ну, наверное, правильно сказать, существ, человекоподобных. Наши, скажем так, клетки. Вот, ну, видно, ГМОшные закончились или не такие вкусные, что они переключились на нас, то есть, они нас, скажем так, едят буквально, это не аллегория. Что дальше? Стран мира никаких не существует, тема с Донбассом, как бы, один виток классический для оккупантов, потому что с таким успехом можно сказать, а почему это у нас оттяпали у нашей Руси Италию, Францию, Германию и так далее. То есть, оттяпают постоянно и у территории современной России тоже грустное будущее будет создано, не важно, когда, 10, 20, 30 лет пройдет, но это будет железобетонно, я вам гарантирую, 22 союзные республики, которые через 50-70 лет благополучно захотят это, отделиться друг от друга, и это будет, скажем так, финальная, относительно финальная точка. Поэтому здесь вся территория, довольно-таки большой период, принадлежала нам, это наш дом, и какой бы ни был бы оккупант, задача человечества, как говорится, человека, своих родственников пробуждать. вот, да, заодно воплощение мы, конечно, не справимся, по всей видимости, это не по силам, но уже хоть какой-то сдвиг пошел, и я думаю, что сейчас вот большая надежда на новое поколение, вот именно сейчас дети рождаются, будут они, скажем так, с более качественным мышлением, в чем это более качественное мышление будет заключаться, но я в упрощенной форме скажу, у них уже будет прошивка, не то, что в этом мире что-то не так, они уже будут прошиты с определенной, скажем так, базой знаний, вот, поэтому, в принципе, все понятно, мы в оккупации, нам внушили, что есть какие-то страны мира, создаются кучу всяких фейковых приколов, чтобы сообщить, что существуют полеты в космос, я вот, допустим, недавно посмотрел фильм Ледокол, он меня улыбнул, ну, свеженький фильм, значит, еще помимо космоса, нам еще хотят навязать другую мульку, нам хотят навязать, что Антарктида существует, но Антарктиды не существует в том виде, в котором нам рисуют, нам все время Арктику выдают за Антарктиду, кстати, в эти минуты я изучаю, я вам так спойлер сделаю, обратите внимание на экран, какие я изучаю фотографии, мне они очень нравятся, не знаю, что я с ними буду делать, но я их скачиваю, как видите, здесь это тоже своего рода покорение типа Антарктиды, но на самом деле это они шастают по территории Арктики, и мне вот такой банальный вопрос вообще, как бы, ко всем, я не могу найти ответ на пустяковый вопрос, который я задумался благодаря фильму Ледокол, ну, ладно, они нас хотят отвезти в сторону и сказать, что Антарктида существует, но это я тоже вот сейчас скажу, это за слова отвечаю, Антарктиды не существует, если и есть Антарктида, то там пальмы и песок, и ананасы, и бананы, мне любопытно, для чего по официальным, по официальным, хотя бы официоз, как он местным жителям объясняет наличие ледоколов, почему, как говорится, на севере России ШАС стоит туда-сюда, приблизительно с советских времен уже начали такие строить, ну, серьезные, да, это огромные корабли, для чего, вот, цели, именно, что они хотят именно этими кораблями сделать во льдах, я не вижу смысла им там лазить и вообще, все, вот это я озвучил, передаю слово, спасибо. Слав, спасибо, сразу, сразу по горячим слезам, то, что ты озвучил, у меня возникает один вопрос, внимание, кто твой источник? Герман Греф, он сказал такие вещи, конфуции, из своей семьи, где было быкополучие и имелось все, что не было у обычных соплеменников, вышел в иной мир, то есть, вышел из своего царства, своего королевства, посмотреть, как живут люди. Он много времени провел над тем, чем они занимаются, как они живут, какой у них быт, как они мыслят, как они думают. И он понял такую вещь, что каждого человека нельзя сделать счастливым по одной простой причине, потому что источник власти потеряет контроль и не будет этого контроля. Так вот, он сказал, что нужно создать необходимое учение, чтобы люди подчинялись и стремились к тому, к чему бы они хотели, но отвергали свою реальность, свою действительность тем, чем они занимаются, чем они живут и т.д. и т.п. И когда камера с Грефа после этих слов перевела на очень другого уважаемого человека, не помню его имени, вроде бы его зовут Сергей, как я помню, это бизнес-помощник по аутсортингу обслуживания банковской системы, не помню его фамилию, вроде Сергея зовут, у него были глаза, глаза натянуты на пятую орбиту, и он думал, Греф, какого хрена ты сейчас сказал, и тут же рядом была Набиульна, потом камера перевелась на Набиулину Эльвиру, и она с таким задумчивым видом, насколько я помню, сказала, ну, то, что Герман Греф сказал подобные вещи, типа, я с этим не совсем согласна, и т.д., и т.п. Предыстория. Человек, который был в персонале службы безопасности Германа, который занимается питанием, водой, транспортом, логистикой, передвижением самолетами и т.д., и т.п. Был такой человек, и он до сих пор существует, их много, он не один, который просто в бокал воды Германа принес, скажем, определенные химические вещества, которые воздействуют на ум, на логику, и где человек готов рубить правду. Почему в Ютубе существует версия от минуты до двух, до трех? По одной простой причине. Потому что были неугодные, скажем, свидетели, которые также и наличные средства фиксации, тот же самый телефон, гиптофон, все это дело они уже зафиксировали, но есть версии, которые идут по 40 минут, где идут баталии и дебаты по поводу высказанных вещей Грефом, что он сказал, это конфликт. Да, Александр, ну, вообще, пользуясь случаем, давно хотел в эфире про этого Грефа озвучить, и следующее, что сейчас озвучу, я, в принципе, как бы, ну, и как и все слушатели, зрители, сталкивались с этими роликами. А хотелось сказать следующее, это в двух словах звучит так, это всего лишь многоходовка, то, что многие думают, что он оговорился, видите, как назло, Александр отключился, наверное, для Александра придется переозвучивать, то, что думают, что он оговорился, на самом деле он не оговорился, я просто не мог до сегодняшнего дня понять технологию, как его заставили оговориться, оказывается, стакан воды, или, знаете, есть это, сыворотка правды. Это было все заранее продумано, заранее скомбинировано, осталось только кинуть эту наживку, и эту наживку подхватили. О, Греб сказал, что хотят правду от нас скрывать, жалко, Александр не слышит, по сути, никакого конфуция не было, это все по басенке, для каждой страны мира придумали своего какого-то гения, у нас Ломоносов, у них конфуций, у других какой-нибудь там Зинмунд Фрейд, и так далее, то есть, это все классика жанра, поэтому Греф это не что иное, как многоходовка, чтобы носили все, как с писанной торбой, кричали, ура, мы наконец-то поймали его, он это специально было сделано, так, чтобы мы подумали, что он проговорился, ну, благодаря Александру узнали, как проговаривается, это смелая вода в стакане, или что там, развязал язык, ну, и те вот баталии, которые пошли, они наоборот, скажем так, подливают масло в огонь, пытаются нас увести в сторону. Ну, я еще добавлю, Слав, что в каждой стране есть не только свои Ломоносовы, Грефы и прочие, также есть еще и Конюховы, тоже, которые уводят большой честь людей, просто на роде, скажем так, раздумий, понимания и так далее. А еще такой вопрос вот и тебе, Вячеславу Александру, и нам вот задуматься, вот, до каких, насколько они уверены, самоуверены, те, кто знают истинное положение вещей, манипулируют или отсрочивают момент истины, когда все осознают, поймут, так вот, оно же все равно это неизбежно, это все равно, что в семье растут дети, им постоянно твердят, 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 что вас там в капусте нашли, аист принес, но они это все равно понимают, с возрастом это приходит чисто физически, физиологически, они понимают, откуда дети берутся, откуда они взялись, то есть рано или поздно придется отвечать на вопросы или дети сами к этому придут, точно так же и люди в большинстве своем рано или поздно они придут к осознанию, к пониманию и на что рассчитывают вот эти узкий круг, да, эта элита или как их еще назвать, на что они рассчитывают, то есть конец-то неизбежен или развязка неизбежна. По нашему компьютерному вайпу, сейчас Виктор быстро отвечу Дмитрию тщательно вопросы, Вячеслав, мы в оккупации или мы еда и то и другое, мы в оккупации служим едой, именно заметьте, именно мы белорозовые, вот, а вкратце, Виктор, если в двух словах, будет развязка всего или как правильно понять, если в двух словах вопрос? На что рассчитывают вот эти управленцы, те, кто все знает, на что рассчитывают, потому что развязка рано или поздно придет, то есть все равно все осознают, все к этому и вот сейчас показывают, что к этому мы идем, на что они рассчитывают? А они ни на что не рассчитывают, вот эти управленцы, которые нас чуть выше, выше там, до уровня президентов и выше уровня президентов, а они не понимают, что они пулеметчики, автоматчики. Помните вот эту прибавутку, когда закапывают клад, закапывают 100 человек сокровища, за спиной стоят пулеметами из 10 человек заградотряд, он покосил 100 человек, которые закопали это золото, на этот заградотряд существуют автоматчики из 3 человек, которые покосили пулеметчиков, и в конце стоит пистолетчик, который убивает 3 автоматчиков в голову. Так вот эти управленцы, у них незавидная судьба, у них-то в отличие от нас, управленцев гораздо меньше, вот, и поэтому они все на карандаше, а вот у нас это, еще есть шанс, хоть у нас небольшая группа человечества, всего лишь 200 миллионов, но мы можем разбежаться, вплоть до того, что ройте бункера, они, кстати, пригодятся, потому что когда будет большая заварушка, может вы будете первые, кто зародит здесь человечество, ведь в этом хаосе, который часто здесь случается, очередной раз все выгорит дотла, то есть будет стерто. Ну, особо перспективных, как там в чате писал Александр Иванов, или как, или Артем Иванов, Вячеслав, ты нам обещал эвакуацию на Луну, ну, для особо перспективных будет, но на самом деле это не так уж много, не знаю, там, даже не до тысячи, наверное. Хотя, может быть, и больше. Все зависит от местных жителей, то есть, это бункера я предлагаю для тех, кто не проснулся копать, а для человечества, скажем так, переживать нечего, но я вам скажу, вы на самом деле, если углубитесь в эту тему, эвакуация на Луну, то вы на самом деле выберете лучи потери скафандра, и получения нового. Уверяю вас, что те душевные терзания, которые вы будете испытывать, после того, как вас эвакуируют с этой очередной разжигаемой планеты, будет звучать, помните, как говорится, и живые позавидуют мертвым. Поэтому не стоит Артем Иванов надеяться на эвакуацию, лучше получить новенький скафандр, нежели до конца своих дней в душе держать вот этот ужас под названием «Очередной раз уничтожаем, обнуляем планету». Немножко вернусь. В двух словах к теме Виктор обозначил, что для каждого концлагеря придумывают своего Федорова-Кунихова, ну и глобально дело в том, что они не только персонально над каждым концлагерем трудятся, но в свое время тему с Антарктидой глобально подняли. То есть они, скажем, придумали две экспедиции, по-моему, Скотт был, и второго сейчас не помню. Амутсен. Один должен был идти на собаках к центру Антарктиды, а другой выбрал пони. Им как бы экспедиции, вообще вот это все дело не обязательно посылать, им просто достаточно в газетах и в СМИ рассказать, что те-то, те-то, тогда-то, тогда-то, туда-то, туда-то сходили. Ну, тоже самая ситуация и с Колумбом. То есть самого по себе мореплавателя такого у нас не было. Может, он где-то когда-то в другой ячейке и был, может, они взяли реальную историю и немножко ее переделали под нас, но цель Колумба была объяснить, что он открыл Америку, а открывать ее не нужно было. Как говорится, наши прадеды на бизонов то в Белоруссию поедут, поохотятся, то в Америку. Для них преград не было. Но это так, шутка юмора. Вот, поэтому создаются вот эти проекты, понятно, что они не ограничены в средствах. Значит, еще помимо космоса, нам еще хотят навязать другую мульку. Нам хотят навязать, что Антарктида существует. Но Антарктиды не существуют в том виде, в котором нам рисуют. Нам все время Арктику выдают за Антарктиду. Ну, ладно, они нас хотят отвезти в сторону и сказать, что Антарктида существует. Но это я тоже вот сейчас скажу, за слова отвечаю, Антарктиды не существует. Если есть Антарктида, то там пальмы и песок, и ананасы, и бананы. Мне любопытно, для чего по официальным, хотя бы официоз, как он местным жителям объясняет наличие ледоколов. Почему, как говорится, на севере России ШАСТают туда-сюда приблизительно с советских времен уже начали такие строить серьезные огромные корабли для чего цели, именно что они хотят именно этими кораблями сделать во льдах. Я не вижу смысла им там лазить и вообще все. Вот это я озвучил и передаю слово. Спасибо. Слав, спасибо. Сразу по горячим слезам то, что ты озвучил. У меня возникает один вопрос. Внимание. Кто твой источник? Кто твой источник? Там на самом на краю земли, в небывалой голубой дали, внемля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касаясь звезд, там деревья не боятся гроз. Океаном бредят корабли, там на самом на краю земли. господи, не будем скрывать говорить на около представитель фсб представитель фсб здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 6 часов 31 минута 16 12 18 год так как вещатель будет представитель очень необычной организации данном ролике не будет видеоряда дабы не отвлекаться на нелепые картинки а исключительно сосредоточиться на информационный поток информации приятного прослушивания да немножечко расскажу о себе чтобы аудитория либо площадка понимала что за человек на самом деле не очень хороший и тому подобное но и в этом есть свои плюсы и в этом есть свои минусы мне 30 лет меня зовут александр это настоящее мое имя я ни от кого не скрываюсь работая в сфере деятельности как бы так мягко сказать сфере деятельности интересов определенных групп лиц которые готовы спонсировать выделять любые возможные финансовые средства для того чтобы поддерживать свои собственные интересы продвигать свою политику свои корыстные какие-то планы и тому подобное если взять территориально сейчас нахожусь в россии город сочи тяжело об этом конечно говорить но к сожалению я считаю на самом деле настало то время когда у меня появилась возможность и как вячеслав говорит за свои слова я отвечаю да в школе мне доставалось по полной программе но на девятом классе на предмете общественной безопасности жизнедеятельности человека называемая обж у нас был преподаватель который на тот момент был скажем действующим сотрудникам определенной группы которые представляют интересы в нашем государстве не будем скрывать говорить на около представитель фсб работа по подготовке кадров поиску кадров и тому подобное понимаете на чем я говорю дайте обратную связь до по сравнению с советским союзом пошли дальше если раньше из комсомольцев вербовали то уже с октября начали вербал на все спасибо слов все хорошо меня слышно все здорово продолжаю дальше ну так вот с девятого класса этот человек обратил на меня внимание потому что я задаю не самые такие удобные вопросы в принципе в классе никто подобного не сдавал я вступал в различные споры почему да как задавал мне нужные вопросы и так повелось то что после уроков в перемену скажем так на перемена у нас там сколько помню было 10 15 минут и он всегда меня подзывал мы с ним разговаривали на различные темы от жизни от поведения от воспитания от мировоззрения от мыслей как вообще человек должен мыслить думать к чему стремиться очень серьезные такие вещи но я тогда был слишком маленьким человеком скажем там где у меня еще и ум был уже скажем не совсем завершенным и были личные амбиции и тому подобное но не суть продолжаем поступил я в институт в институт коммерческий высшего образования профессия программное обеспечение насколько помню да факультет программного обеспечения математика высшая математика и т.д. и т.п. вот и на втором курсе преподаватель мне попался который нам на тот момент basic преподавал насколько я помню андрей владимирович его звали был очень интересным человеком собственно скажу честно с математикам у меня очень плохо так же как с геометрией и по сей день плохо потому что не все то что мы знаем истина правильные вещи укладываются быстро неправильные вещи в голове укладываются очень тяжело работает мозг и пытается сообразить как сопоставить определенные элементы вещей чтобы сложился какой-то пазл как оказалось в дальнейшем этот человек был из той же структуры фсб гб там не суть важен то есть человек который занимался фильтром я с ним тоже очень интересно общался у нас выстроился определенный контакт и получилось то что уже к третьему курсу меня подтягивали группе специалистов по разработке программного обеспечения которые которые занимаются военной техникой технологии то есть это программирование чипов написание программного обеспечения для различной техники и тому подобное и более того я тебе скажу пятому курсу я уже был совсем молодым скажем так сколько мне было наверное 22 года 22 23 и получилось так то что мне доверили одну такую интересную вещь по разработке определенной ракета скажем так в кавычках называемая ракета на тот момент я не знал что это ракета просто была поставлена задача если мы берем плоскость x y да по географии да если разумеется берем то есть x это плоскость y это верх да то есть низ вверх и задача была проста с любой точки стартует определенный предмет под названием x скажем так который летит в определенном направлении и траектория его неизвестно и нужно этот предмет перехватить а чтобы его перехватить необходимо написать программное обеспечение ну чтобы захватить предмет так вячеслав я наверно слишком много говорю да и пожалуйста обратную связь все отлично как обычно все отлично просто выключаем микрофон и чтобы не все здорово спасибо продолжаю дальше и вот стоит задача поймать предмет который выпускается с плоскости x который необходимо произвести захват плоскости игры что самое интересное на тот момент я никогда не задумывался на самом деле в каком месте мы находимся у меня были различные видения скажем самого детства я задавал вопросы родителям они мне отвечали но это в моей голове не укладывалось ну так вот чисто техническая мера где необходимо написать определенные скрипты для того чтобы перехватить тот продукт который взлетел заказчику же нужно его поймать в воздухе скажем так ну так вот для того чтобы написать подобный продукт нам потребовалось моей группе потребовалось скажем так буквально два с половиной часа потому что это элементарно просто с языка программирования это простой скрипт и если есть программисты которые нас слушают они понимают о чем идет речь банально и просто окей задачу мы выполнили написали софт скинули его и ждем ответа что же нам придет знаете что самое интересное ребят что самое интересное нам в итоге ответили ребят вы молодцы спасибо вы справились я такой окей ништяк спасибо проходит буквально две недели и почему-то мне в голову стрельнула такая штука то что но тот софт который мы писали он такой достаточно интересный и почему-то в голове моей сложилась такая картинка то что а наверное это пво наше наверное или нет может я ошибаюсь и я начал копать в этой теме я удивился я даже ужаснуться более того если мы представляем наш график x y до две прямые разные плоскости вылетает какой-то неопределенный объект или какой-то траектории его необходимо захватить и тут работают обычные простые математические формула они очень элементарные просты высота и низ и необходимый радар где необходимо зафиксировать объект просчитать его с какой скоростью он летит и перехватить его скажем выпустить такую небольшую ловушку либо отправить объект который встретиться с воздухе по определенным формулам чистая математика ничего здесь сложного нет все считается все учитывается скорость направления скорость ветра и тому подобное не будем эти вещи углубляться чтобы времени отнимать перейдем к следующим вещам 2013 год город челябинск февраль месяц если вы ребят помните что произошло в челябинске в это время а в это время произошло то что якобы на официальная тире нам летел метеорит него подбили помните да эту штуку ребят кто в чате есть скажите кто в теме офицера сказал что метеорит альтернативщики сказали что это управляемая была назовем условно ракета которая должна была нанести скажем разрушение и поражение и внеземная цивилизация и обескуражила своим нападением и ликвидировала это альтернатива говорит к сожалению или к счастью скажу на 70 процентов да это интересно это интересная версия но хочу поделиться какое участие непосредственно принимал в этих вещах я скажем подобные штуки я прикалывал среди своих знакомых задавал различные вопросы что они поэтому думают туда-сюда разумеется как и у всех это подписка не разглашение в самом лучшем случае тебя просто пристрелят это будет здорово в самом худшем случае ты будешь мучиться до конца своих последних дней но такие страшилки которые идут еще со времен гб скажем далеких годов и тому подобное но на эти штуки я уже давно подписывался и понял то что это всего лишь предмет манипуляции на взаимодействием или скажем воздействием психики человека который готов быть как срок непослушно слушаться определенные выполнять команды приказы тому подобное шаг влево шаг вправо все хана нет я не из этого числа и более того я скажу то что я этим пользуюсь я очень много интересного узнаю до сих пор по сей день пока есть возможность и за каждое свое слово я готов подписаться любимая фраза вячеслава просто скажу за последние трое-четыре суток огромное количество роликов вячеслава посмотрел скажу с ним что во многом абсолютно во многом я с ним согласен более того мне даже есть много чего добавить славик ты молодец и когда я услышал тебя такую фразу что сегодня завтра тебя не будет это круто ты молочек это просто эти скажу поехали челябинск 2013 год месяц февраль с датами могу ошибиться потому что очень много событий 12 13 может быть 14 февраля скорее всего 13 насколько я помню местное время 905 либо 805 плюс-минус я сплю просыпаюсь от того то что мой дом содрогается это классическая девятиэтажка панельная с обычными пластиковыми окнами просыпаюсь от того то что моя кровать немножечко шелохнулась открываю глаза проходит буквально секунд 10 может быть 15 повторный взрыв именно взрыв слышу взрыв небе еще раз дом колышется стекла колышется на кухне все дергается трясется то есть на самом деле по факту я понимаю то что да ладно неужели это началось окей встаю хожу к своему окошку смотрю на небо вижу след именно след от в кавычках метеорита который пролетел над нашим любимым городом химическим радиоактивным смотрю на него и думаю какого хрена ребята что-то пошло не так скажем пришел я с ночной смены лег спать буквально поспал сколько там час небольшим и проснуться от этих взрывов выхожу подхожу к окошку вижу этот след вижу вспышку и и у меня первая мысль почему как были они в теме ну так вот первым делом что я делаю беру свой рабочий телефон рабочий мой телефон не такой мобильный телефон как у всех как это принято и набираю своими коллеги по работе и говорю имена будут все изменены нужно примеру говорят звоню андрюх слушай какого хрена произошло ну-ка объясни ко мне и побыстрее желательно потому что сейчас прыгну в машину доеду на работу и будет неприятный разговор а он мне говорит слушай санечек мы не знаем что произошло за 15 до этой ситуации нам была дана команда опустить всю связь опустить телевидение опустить телефоны мобильные станции и тому подобное и сделать предупреждение глав администрации города района и области ровно за 15 минут скажем переступим на ступеньку дальше разговаривая с сотрудником фсб по безопасности человек который отвечает за эвакуацию планирование и тому подобное звание ему на телефон и говорю слушай тут произошла такая штука ты уже знаешь не нужно ничего объяснять почему я был не уведомлен об этих вещах он мне говорит слушай санек ты меня конечно извини но я сам был к этому не готов это произошло внезапно я немножко подвыпивший был как бы но не каждый год такие вещи происходят даже сам не ожидал растерялся запутался но человеческий фактор скажем так человеческая авось вот самая настоящая русская авось о котором ну я думаю понимаем о чем мы говорим так вячеслав дай пожалуйста обратную связь слышно меня нет авось и скорее всего русичей ну и возможно и русская передать слово ru до русичи согласен правильно говорить русича в этом смысле тебя полностью поддерживал русский как-то даже в моей голове никогда не укладывалось но это отдельная тема на самом деле не суть что происходит после того момента как только в нем происходит взрывы по всему городу летят стекла есть много видео что типа это фейк это не настоящая нет ребят на самом деле взрыв был действительный взрыв был очень мощный очень огромное количество домов жилых обычных домов пятиэтажки девятиэтажки 16 этажки частные дома частные секторы все пострадали вот от слова совсем везде были выбиты стекла вот на самом деле и более того скажу то что в новостях официальных не афишировалась такая штука что разрушена несколько заводов в челябинске непосредственно красочный завод производства краски и химии лаков и тому подобное и соседний завод еще будет задет который производит масла растительные масла пищевые масла и тому подобное то есть как-то вскользь показали фотографии то что разрушены какие-то кирпичные здания но для челябинцев то это будет понятно что это за здание все это знают что эти заводы производят но по новостям просто показали картинку то что разрушены какие-то строения и не к чеками тариф нет ну и да ладно что же произошло самый интересный вопрос ребят а на самом деле произошла такая штука которая планировалась очень 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 давно скажем это было очень давно заложено в планах скажем больше даже чем мне лет наверное даже больше чем вячеславу лет то есть это определенный сценарий по которому должны были развиваться события потом я немножечко поясню почему я так думаю почему пришел именно к таким мыслям а по одной лишь простой причине потому что если кто кто знает что в россии челябинская область это место захоронения радиоактивных отходов там очень много складов радиохимикатов огромное количество ребята из хьюстона финансировали скажем на своей собственной добровольной основе склады захоронения различные технологии то есть вкидывали туда огромные колоссальные денежные средства для того чтобы построить склады и чтобы как-то это дело там хранилось скажем так и причем эти ребята знают что вот этот русский авось пахеризм он настолько запределен что им доверять ни хрена нельзя и нужно там присутствовать и самим все делать эти ребята молодцы в этом плане я скажу более того они все эти дела построили они курируют они их финансируют за свой собственный счет по одной лишь простой причине потому что челябинская область это урал не знаю как вы меня сейчас поймете быть может безумно покажется скажем урал не так далеко находится территориально скажем от границ наших добростных друзей по спаржи по морковке по лягушкам с китайцами а рядом с китаем граничат блин это конечно безумная штука будет ну ладно хрень рядом с китайцами граничат наши друзья я их называю жандармами нашего континента доброжелательные люди со звездочками на флаге с красными и белыми полосками не будем говорить то есть все находится очень близко ставочка при монтаже для тех кто не понял что имел ввиду александр поясняю саша сообщает нам что рядом с китаем находится соединенные штаты америки у них флаг со звездочками с полосками коробочка ленточка все красиво со звездочками на флаге с красными и белыми полосками не будем говорить то есть все находится очень близко и с нашего материка скажем вот это все говно свозят именно в челябинскую область это там хранится уже более 60 лет даже более 70 готов сказать вот эти аварии которые были радиоактивные на маяке если мы помним до 60-е года на самом деле было очень много аварий которые не выходили потому что тогда структура кб очень жестоко работала информация просто напросто не проходила это сейчас заглядывая в архивы ты смотришь определенные вещи у тебя просто волосы дыбом встает читаешь такие штуки блин и задумаешься я же там родился меня родила там мама у меня есть там сестра у меня есть брат они там живут они имеют семьи они работают попадают в систему ипотеки и черт возьми ну они там живут и как это вообще возможно ладно опустим эти вещи они очень больные не хочу не говорить 2013 год февраль месяц казахстан взлетает ракета наполненная определенными химическими веществами ради эксперимента которая должна была лететь на совершенно другой материк маленький остров но из-за конфликта пацанов скажем так представители российской федерации где там есть паханы и тому подобное некие вопросы были не решены и прямо сказали ребят пока мы не решим определенные вопросы мы скажем так мягко говоря не даем добро для того чтобы вы занимались своими скажем экспериментами мы в принципе это поддерживаем но пока мы с вами нашли языка а вот этот русский авось типа всемогущенность вся позволенность там и тому подобное просто тупо русский авось запускают ракету она летит по определенной траектории именно ракета ребят подчеркиваю ракета наподобие от ополя м по 2 модификации но не знаю знает кто либо или нет не суть и через 7 минут полета когда ракета набрала траекторию скорость по моему 1250 у нее было приблизительно 1000 1000 1300 плюс минус точно не могу сейчас подписаться под эти цифры помню просто как я это все видел потом читал анализ доклады различные не суть пропустим эту тему ну так вот что происходит после пяти семи минут полета суд центр управления полетов фиксирует такую штуку то что ракета у нас становится ребят неуправляемая у нас ситуация сос у нас кризис необходимо ликвидировать по ракету и что самое интересное по архивам читаете сведения и записи есть такая классная штука где от суд отвечает у нас нет контроля и нет возможности ликвидировать ракета в воздухе нам требуется помощь я думаю прикольно интересно и в то же время спустя определенное время открывая определенный архив скажем так называемый нас и наши наши как угодно называйте наса соединенные штаты америки а у них в это же время по архивам по времени все очень сходится написано управление под нашим контролем необходимо выполнить определенные манипуляции ждем указаний просто взяв руки два архива архивных доклада как с одной стороны как с другой стороны мы видим точнее я вижу анализирую все эти вещи прикалываюсь смеюсь и читаешь у нас провал а с другой стороны пишут у нас полный контроль более того скажем определенные люди ну ледяне я их не считаю скажем так это определенные сущности не будем называть эти вещи просто не знаю что можно говорить что нельзя был слишком давний план направить удар по определенным местам где возникнет цепная реакция и часть территории будет скажем уничтожена обеззаражена зачищена тоже не популяция если рассматривать то есть где популяцию это вкладывается полностью процентах вставочка при монтаже те популяция это закамуфлированное слово геноцид но в нашем случае русичи правильно говорить родоцид так как геноцид это уничтожение генномодифицированных существ а родоцид это уничтожение нас рода виде популяцию это вкладывается полностью процентов и как вы понимаете ракет которая летела скажем на неизвестный остров о котором мало кто знает моряки возможно какие-то военные которые проводили там какие-либо эксперименты понимают о чем идет речь собственно это скажем общий единый такой остров где можно творить различную фигню вот и ракета как бы летела туда но потом по траектории почему-то она полетела в сторону урала в сторону города под названием челябинск нужно задать вопрос почему именно челябинск так вот ребят челябинск и челябинская область на нашем континенте где мы находимся я ее называю наш островок куда ракета летела по траектории в сторону запасов ядерных отходов и если бы эта ракета внула именно туда думаю сейчас мы просто бы с вами не общались и вообще переформация бы мира произошла на самом деле но есть различные версии инопланетяне высшие силы разум безуспорно это все есть но человеческий фактор более того даже скажу такую штуку рядом с челябинском находится город мяс такой военный городок есть различные пола очень совершенные о которых не говорят ну и не расскажут как в другой стране они расскажут о своем хорошем вооружении и если брать те кадры которые есть в ю тубе где видно что на регистраторе с хорошим качеством записи покадрово есть медленная запись где видно как летит этот челябинский метеорит в кавычках и на определенных промежутках замедленных кадрах видно как пролетает какая-то мелкая точка проникает в этот метеорит вылетает из него и исчезает после чего происходит взрыв над небом круто здорово пусть это будет выше разум но все города ребят проще по этой ракете отработал мяски плыву не будем уточнять часть которая сработала что я хочу сказать то что вот русский авось это тот случай который затронул нас всех и тот инопланетный разум который подбил этот метеорит на самом деле это обычная ракета пво дальнего назначения до 30 километров она по воздуху бьет была запущена всего лишь одна ракета она ее просто прошила прошила по одной простой причине потому что набирая свою скорость вокруг себя она образует скажем некую плазму и она просто прошивает предметы абсолютно любые готова прошить ну и вот собственно произошел взрыв радиации в городе умалчивалось наши ребята из структуры по по замеру радиационного фона из ракетных войск катались по области замеряли все эти вещи и фиксировали небольшие расхождения в каких-то местах это было 29 дейзера где-то 30 где-то 40 где-то 50 но это было нормально а в центре города в центре челябинска превышение было в 30-40 раз буквально спустя наверное час-час 15-час 20 начали подниматься чувакуша чувакуша это местный военный аэродром город челябинска приписанный начали подниматься тушки и 154 они подниматься начали и начали просто в воздухе чертить сетку подчеркиваю чертить сетку распыляя определенные химические вещества для того чтобы видимо бороться с тем что произошло вставка при монтаже видимо бороться с тем что произошло возможно бороться с тем что произошло ведь это всего лишь предположение а может быть по факту это была не борьба с происшедшим а наоборот усиливание этих скажем так и ядов этих ключевых моментов связанные с радиацией ну приблизительно то же самое что было когда-то на чернобыльской аэс ну в принципе если вы поняли о чем идет речь речь идет о том то что никаких метеоритов нет на самом деле их в принципе нет метеоритов все что летает в воздухе это все эксперименты либо ракеты либо различные проекты которые запускаются человеком это лишь малая часть о которой я хотел вам сообщить все спасибо передаю слово вячеслав да спасибо единственная просьба выключать микрофоны как мы это делаем потому что я буду фонить в эфир благодарю александр так прокомментирую в течение двух-трех минут значит тема действительно очень интересная как правильно александр сказал этот вопрос под названием давайте расколем пополам азию взорвем ее начался очень давно я так как любители все фиксировать и потом анализировать уже давно обратил внимание на эту тему еще задолго до этих всех трагичных событий а именно что имею ввиду приблизительно на лет десять назад может даже больше сми начала муссироваться такая тема причем она выходила даже на центральные каналы разных телевидений частности российского телевидения что там особо делали упор а делали упор на то что когда начнется всемирный потоп то где-то там на урале там челябинске все уцелеют поэтому дружненько собирайтесь челябинск те районы там есть и волшебные озера там есть и волшебный воздух да там вообще ничего не не расколется потому что есть некая плато специальная которая в отличие от других подвижных якобы континентов зафиксировано мертвым на всякий случай вставка при монтаже это я цитирую сми не говорю от себя озвучит то что раньше очень обильно крутили по телевидению если верить сми то скорее всего в эту тему увлеклись и другие страны частности сша то есть по непроверенным данным по сей день соединенных штатов америки на уралы мигрируют представители соединенных штатов америки то есть якобы и до них эта тема дошла что скоро будет поток весь мир пойдет на дно а вот район челябинска и и прибрежных областей прибрежных интересная оговорка других областей это уцелеет ну я тогда как бы зафиксировал думаю раз это на уровне сми значит есть какой-то секрет если они говорят что там будет хорошо значит я понимал что будет плохо далее в принципе те кто тусит на ю тубе не один год хотя и не обязательно это можно и за неделю наткнуться на ту иную информацию прекрасно знают что есть такой исследователь сергей альбертович саль который раскрыл эту тему довольно таки давненько практически он все обусловил и сообщил про вот эти склада значит сергей саль он принципе все рассказал и про склады я всегда единственный вопрос задаю всем от тех кто слушает от частности саля вообще кто-нибудь задумывается когда-нибудь откуда вот частности сергей саль берет эту информацию вот кто-нибудь у думал об этом вот он довольно довольно таки правильно рассказал про чернобыль но единственное что я дополнил что так как это был искусственный подрыв еще и было до дополнительное скажем так оснащение ну скажем чтобы пожар был намного сильнее что для этого нужен кислород поэтому помимо взрыва еще и был большой выброс над чернобылем кислорода чтобы это все воспламенилось вот саль же упоминал про маленькую портативные ядерную ракету в чемоданчике которая взорвала чернобыль ну что-то около того в принципе саль все сообщил про чернобыль и про вот эти склады единственное что он предположил что это неземная цивилизация остановила этот враждебный объект александр нас поправляет говорит что это человеческая ракета скажем так сбила но есть еще такие моменты врут или не врут опять же сми я принципе без них знаю что здесь присутствует высокоразвитая цивилизация которая все равно по мере своих сил и каких-то там важных ключевых моментов все равно что-то здесь регулирует и поэтому если даже эта ракета была земная то на нее было оказано неземное воздействие то есть как это выглядит по факту ставочка при монтаже речь идет о ракете которая сбивала так называемый метеорит войдя в контакт с помощью гипноза и всевозможной телепатии высокоразвитая цивилизация скажем так запрограммировала тех кто находится тех кто находится на пульте данной ракеты близко к этой ракете и ихними руками скажем так произвела этот выстрел причем высокоразвитая цивилизация не только за может запускать таким образом ракеты здесь но она еще и их и останавливают то есть если кто-то захочет там допустим здесь обменяться ядерными ударами принципе в той мере ядерного арсенала на данный момент нету который нам рисуют используется грязная тактика грязные ядерные ракеты и вот грязная ядерная ракета это была большая территория складов вот это грязная ядерная ракета то есть обыкновенная ракета шмалянуть по этим ядерным отходам и и все и происходят страшные последствия дальше скажем так заложниками этой сей трагедии всегда вводят заблуждение рассказывает есть там неизвестный остров мы по нему шмалянем ну зачем во первых такие сложности приедьте на этот неизвестный остров и там все взорвите это по аналогу с новой землей да все там взрывали поэтому это для сотрудников сказали вы знаете там есть остров мы вот запустим она прилетит туда и все там произойдет никто не задумывается для чего на этот остров посылать с какой целью вот надо шмалянуть по какому-то острову но те кто на самом верху всем этим руководит на самом самом верху принято называть мировое правительство точнее даже тех кто выше мирового правительство мировое правительство тоже они марионетки в лапах более могущественных представителей иных цивилизаций вот они-то все прекрасно знают про все острова у них есть естественно достоверные карты вот и шмалять по каким-то островам как говорится из берданки неизвестно с какой территории нет смысла и и дальше подходит подходим к важному ключевому моменту ракета была полностью управляема то есть и им сообщали что она вышла из-под контроля но где-то был специально обученный персонаж на пульте который вел ракету куда нужно не на какой-то там мистический остров который сейчас идет речь не о ракете который сбивали метеорит а идет речь о так называемом метеорите под названием ракета который вел ракету куда нужно не на какой-то там мистический остров который который где-то там находится еще неизвестно кстати позволила бы дальность полета скажем так долететь до того мистического острова потому что судя по тому откуда александр сказала она стартовала то она должна перемещаться была где-то по нашим современным картам на север а что там на севере льды но может немножко медведей попугать или не попугать медведей а мировое правительство решила такой гигантский шашлык сделать из большого количества белых медведей тюленей китов моржей и так далее поэтому вкратце тема очень интересная и саль поведал на нашему миру как все происходило вот единственное что он сказал что это на планете они сбивали кстати по поводу инопланетян действительно всегда зафиксировано что когда происходят такие события трагические события в кадр все равно попадают летающие тарелки причем неважно взрывается это не чернобыль или челябинск кстати заметьте и челябинск чернобыль наверное совпадение да ну ладно кстати кто не знает что такое чернобыль перевожу с украинской мови означает полынь ну и опять же возвращаясь к тому моменту что давно сгоняли народ именно туда чтобы сделать такой серьезный взрыв большой бум поэтому думаю что оккупационный режим все-таки хотел это довести до до финала чтобы мир этот перекроить по новой но все-таки вмешались это высокоразвитые цивилизации по мере своих сил возможностей которые приостановили это тотальное уничтожение так александр не не включил микрофон еще воспользуюсь этой паузы смотрите что получается специальные службы как я всегда говорил они что делают они не охраняют жителей своей скажем так территории а делают все чтобы жители погибали что же это за такие специальные службы непонятно все передаю слово наверное уже александра за разглашение военной тайны государственной уже отключили от скайпа мне нравится логика александра отключает камеру где бы его лицо не видим но мы его видим лицо на аватарке то есть забавная конспирология вот тут напишет как войти в скайпе я напишу включи микрофон да но мы же не понимаем он же как бы начале диалога то ли намекнул то ли подсказал нам что он как-то крепко относится к тем структурам которые скажем так всю эту кухню начинают не знаю сейчас он в этом скажем так ключей идет или уже как говорится на пенсии я не знаю почему так выйти на котлерову фэм и не побояться раскрывать и тайны ведь все спецразведки мира слушают нас не только спецразведки 119 человек подсказывает дмитрий смирнов а в записи сколько послушают у как говорят представители канадской фирмы нам сказочно повезло виктор виктор салтыков просто серьезно подходит к разным темам и я буду рад если виктор будет как это интервью ровать александра передай слове с большим удовольствием любые вопросы добрый вечер александр меня зовут виктор смотри александр вопрос номер раз потому что ты не зря на этом канале и понятно что тема картографии естественного положения вещей до размещение континентов здесь приоритетно на первом месте и отсюда вопрос ты сказал что у тебя есть не только от вячеслава эта информация есть еще другие каналы источники информации что ты знаешь о размещении континентов ты сказал что соединенные штаты находятся ближе гораздо ближе к китаю по каким каналам это известно что ты можешь в пользу этого чем аргументировать и вообще что ты знаешь по поводу истинной картографии передай слову спасибо я выслушал вопрос вопрос очень хороший вопрос на засыпку вопрос который я задаю всем своим близким друзьям намекая стебусь над этим и для меня такие подобные вопросы в сторону моих знакомых друзей даже близких людей это звучит как вопрос на логику интуицию мышление понимание и в целом мировоззрение человека общаясь со своими знакомыми которые живут в различных местах та же канада америка калифорния австралия собственно городов достаточно полно и когда прилетаешь в то или иное место пересекаешься со своими друзьями и когда речь заходит о воспитании ребенка о том как он учится в школе какие предметы ему преподают какую идеологию ему навязывают и что пытаются до него донести и скажу за последний год из того что я услышал например в америке в америке ребят момент вот просто сохраните запомните в открытую я могу ошибаться может быть это шестой либо это седьмой класс преподают такие вещи и по географии не знаю поймут не поймут вячеслав поймут меня или не поймут вопрос за дело в том что у нас с америки мамы в эфире рассказывали что деткам показывают истинные карты и частности кристина была изумлено что никто ничего в америке не скрывает а детям говорят как из по факту передаю слово спасибо я принял и у меня есть возможность раскрыть эту тему более подробнее и это понимал что мои знакомые рассказывают и их реакция как они об этом говорят разрывает шаблоны то чего они не знают но просто эти люди воспитаны в определенной стране это был советский союз были определенные источники знаний определенная идеология и т.д. и т.п. так вот на сегодняшний день в развитых странах такие как канада сша возьмем кусочки европы на самом деле он очень маленький приблизительно еще раз говорю 5-7 класс преподают предмет географии очень дикий и очень жесткий но так как эти дети слишком малы и в них не возникают определенные вопросы они это проглатывают но не вникает о чем идет я в этом даже сам не верил по одной простой причине потому что у нас в определенных вещах есть определенный штампик есть гриф и допуск окей я говорю сфотографируй пожалуйста и отошли мне в инстаграм и поставь там метку пять секунд после пяти секунд эта фотография она уже удалиться в истории то есть но такие отношения и мне присылает фотографию девочка моего друга его дочка надо ванкувер как я помню это был шестой класс канада рядом ребят внимание рядом канада рядом китай рядом сша и рядом россия там насколько помню по моему монголия тоже граничит с границей она мне он не скидывает эту фотографию я не смотрю и думаю сложился пазл то есть все-таки информацию выбрасывают для определенных людей для определенных стран для определенных колоний для восприятия либо воспитания следующего поколения которое пойдет за нами не будем грешить то что сегодня завтра нас уже не станет и есть почва для готовки других людей другого мировоззрения ну не будем кривить уберем свой эгоизм да скажем так это на самом деле очень страшно страшно по той простой причине потому что потому что вячеслав в своей школе также как и виктор так же как и и другие слушатели которые есть я не знаю нет возможности посмотреть учились по системе образования которое было угодно данному государству в кавычках концлагерю согласен термин концлагерь полностью его поддерживаю которая удобно этому строю удобно это идеология удобно наука образование менталитет восприятие ментальные какие-то ощущения и прочие ценности в каждых местах это воспитывается в маленьких людях со своей и корыстной целью наверное понимает меня люди которые меня слышат для кого-то это будет просто бредом вячеслав скажи бред а ты или нет ну для оккупационного режима главное деструктив внести чтобы представители разных концлагерей обладали абсолютно разной информацией достоверной недостоверной чтобы понимание не было это на всех фронтах религия наука и так далее предусловно как может быть австралия да если на текущих картах до предложенных системами а мы видим то есть это абсолютно разное здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров харькове 5 часов 25 минут 11 12 18 года данном ролике наша замечательная соведущая это скотляровых м не только поведала удивительные истории из своей жизни но и предоставила небольшой видеоряд из своего личного архива приятного просмотра так вот я говорила вода вы задавали там игорь вопросы по поводу солнца у меня как раз было время чтобы я протестировала до про интервью и ровала друга и очень много вопросов ему задала первый вопрос слава вспомнила сразу же вас потому что как только спросила говорю скажи мне пожалуйста как ощущается вот климата вот какой климат как солнце светит но как бы до преимущество лучей на а у меня сразу знаете как ответил ребята он говорит точно так как в калифорнии я такая сразу слава вас вспомнила то есть получается я такая как может быть австралия да если на текущих картах до предложенных системами мы видим то есть это абсолютно разное я а я ему сразу говорю а почему ты именно у тебя ассоциативная интуиция первое да почему именно калифорния я как раз уточнила регион он конкретно сказал что лос-анджелес он говорит да и по влаге так же и по солнцу и по температуре я начала спрашивать какая вот извините по-русски перевожу а какая вот нет нет ну солнце когда закат и рассвет вот время заката рассвета говорю с чем у нас ну как бы значительно на сколько по времени солнце сияет он говорит точно так как в калифорнии я настолько удивилась вячеслав сразу же а а вас вспомнил думаю вот все не зря значит эта карта о чем-то говорит потому что если взять меридианы до карты схемы вячеслава то это вполне то есть логично она в принципе где-то так и получается то есть чтобы далеко не ходить вот нужно потому что человек тут жил и учился как в калифорнии так и в австралии я начала знаете о чем спрашивать начала спрашивать о жильцах ну а у меня был опыт с австралийцами непосредственно знаете когда на бали жила то есть чтобы вы понимали север австралии это сразу идет бали то есть перелет у них длится около часа кто-то мне говорил 45 минут в зависимости откуда вы с какой точки вылетаешь кто-то мне говорил час двадцать но чтобы мы понимали но то есть это очень близко архипелаг бали это непосредственно очень близко расположен к австралии и у них у всех это когда читан да вот и в силу того что у меня там очень много серфинг до развит потому что на бали 75 процентов австралийцев живут потому что у них там недвижимость у них как я вот говорю как мы на дачу при привыкли да там выезжать вот у них точно так же это остров бали и еще есть там красивые острова но это уже полинезийский архипелаг это муруа бора-бора это вот тоже они туда но это скажем так лакшери там вот уже конечно же неземная природа точно тоже происходит в астралии именно по архипелагу по морю вот именно по экзотике вот как я раньше говорила вам о том что на бали это совершенно другие миры и такое ощущение что ты уже находишься в соседней ячейке то есть но когда ты находишься в джунглях то есть единственного для композита да для ансамбля не хватает просто дракона в небе но вот настолько сказочное такое пространство там то же самое вот скажем так на островах индии мне доводилось бывать и на некоторых архипелагах это маврикий это сейшелске острова я все их объездила это мальдивы некоторые острова и вот все это понимаете это не из нашего измерения по цветовым контрастом то есть там текстуры цвета и света нас только экзотичные намного они колоритнее смотрится чем ну здесь просто мы даже не увидим таких цветов и потому что их просто нет в природе у нас поэтому меня вот натолкнула мысль а расспросить его непосредственно жители ну так как я говорю контакт у меня был с австралийцами они очень френдли но они очень пустые плане того что они вроде образованные но они неразумные вот если так можно разгоноленничать то есть а у них нет вот этого соображательного процесса у них все очень примитивно в плане того что увижу то и говорю а вот если надо какую-то аналитику до привести как-то порассуждать у них с этим уже большие затруднения то есть они легко могут говорить вот например моего друга они спросили а ты в австралию на машине приехал из франции то есть как можно ну как бы да то есть абсурдная настолько у них типология мышления что но нас это изумляет и мы вернулись к аборигенам да когда я рассказала что вот с ним был опыт такой да что не заладилось то есть они не любят белых людей не любят светлоглазых и я у них спросил беру но у него спросил беру а как он горит очень много распространены наркотики непосредственно самих аборигенов но вот там он говорит это нереально как у них распространено вот и форма принятия наркотиков вообще разница от европейской например если лсд это капли могут быть марки и прочее то у них это свечи то есть понимаете они полностью ну то есть из заднего прохода они этот наркотик в себя полностью и то есть я просто могу представить какой эффект оказывает глюциногенные и вот просто они получаются просто в другом измерении и очень много людей и белых тоже ну как бы распространено но особенностью является это для абориген то есть они там постоянно под этим кайфом то есть этого там много в доступе то есть люди на этом висят момент такой я говорю а как они вот выглядят похожи на негроидную расу да а он мне говорит нет и говорит цвет кожи абсолютно другой они brown brown это коричневый да они вот коричневая говорит и преимущественно челюсть говорит у них челюсть вообще не земная он горит пойди посмотри в интернете говорит потому что он начал мне объяснять по английски и были такие термины до что он не совсем я улавливала суть и я действительно открыла вот если хотите сами то есть вот это сегодня со мной все случилось я действительно увидела что у них сам череп он не человекоподобный то есть он отличается форма именно верхнего черепа и отличается очень сильно челюсть но он говорит что это наглядно видно что они у них по-другому зубы у них по-другому именно челюсти и говорит это очень страшновато и жутковато говорит поэтому говорит он с ними не особо говорит они шли на контакт к нему а он вот не особо при сближаться с ними хотел и в конечном итоге они на него навели порчу как я и говорила вчера у него сразу случился приступ через часов шесть его госпитализировали там была срочная операционное вмешательство то есть его спасали грубо говоря вот просто на нити то есть человек который был здоровым никогда не принимал лекарства и и он говорит я запомнил как они слова рано просто говорили что зря ты не веришь в эти все вот да вот маги тогда потому что они действительно этим очень сильно в этих обрядах он говорит настолько там это все и я все это слушая ребят я все-таки вот склоняюсь как я вам говорила что на бали уже не наша раса не наша цивилизация вот я больше чем уверена в австралии тоже то есть это такой уже край край границы с другой ячейки что все что оттуда появлялась все она инородная какое-то не вот интересно про природу и вот именно и бали и австралии она действительно настолько отличается от нашей что мы просто не сопоставим да нет что там еще есть какие-то тонкость но только за что касается флоры фауны внешних ощущений или вот какой-то может запахи какие-то ну что он действительно не наша действительно не наше все абсолютно лишь вот просто ребят те кто были в джунглях ба это огромные масштабы это нереально высокие высокие на столько стволы деревьев закину пару фотографий чтобы у вас я просто жила в джунглях два месяца мне было не страшно я жила одна несмотря на то что живность там просто изумляет ребятам пауки которые укусит и ты сразу умираешь и куча всех там насекомых которые габариты такие размеры что просто геккон геккон ребят это что-то невероятное весь балев геккон ок это такой мини-динозавр он действительно живет на крышах каждой виллы каждого дома и произносит циклично такие своенравные вскрики как кукушка только заниженной такой вибрации и он делает по пять-шесть вскриков таких выглядит он как где маленький-маленький мини-динозавр то есть если я через то мы не можем сказать что это ящерица то есть он так и называется геккон это ужасно жутко и ребята я их видела в живую больших и маленьких это если не из нашего мира конечно мы даже такой представить не можем пока не увидим потому что насколько я такой путешественник ярый но на бали меня изумило вот просто все цветы ну ну просто сказочные и цвета цветов то есть я таких цветов например просто в природе ранее не видала естественно джунгли меня покорили потому что это пальмы высоченнейшего размера вы стволы эти просто я не знаю такое же что до неба вот и там действительно это все есть и я когда медитировала открывала глаза мне единственное чего не хватало вы это вот дракона в небе я вот просто это вот единственное чтобы дополнила всю композицию той фауны но я же повторюсь они верят в драконов и то есть они знают что у них поклонение драконов в первую очередь это очень свято во вторую у них всюду скульптуры драконов абсолютно везде и у них по вере легенды мифю что драконы живут под водой то есть поэтому они воды глубины очень боятся но боятся в плане остерегаются да скажем так потому что они не всегда говорят ну говорили а если человечество изведало морские глубины только на 5 официальных процентов на самом деле один то как ты можешь знать какие меры и там до под водой и они с этим очень скажем так аккуратненько ты никогда их не увидишь там да не на спотах все где волны громаднейшие скалы потрясающие тоже на бали потому что там выработки были тоже колоссальные собственно потому там в индонезии много и вулканов потому что это все отходы потом превратились в вулканические породы вообще сейсмическая очень у них поверхность то есть чтобы вы понимали там нету ни дня чтобы не было землетрясений это 4 5 баллов иногда 6 когда люстры книги падают то есть бывало и такое то есть шатко то есть там люди которые живут они постоянном штурме мозговом находится что жизнь то не настолько так и стабильно потому что в один момент просто может перевернуться этот остров и там действительно такое ощущение есть что касается архипелага индийского океана вот маврики тоже самое очень схожи на балийским тоже вулканы тоже 7 земель очень интересный ландшафт из семи различных пород которые как раз под водопадом под вулканом возможно их вырыли и оставили как заповедник там что примечательны там огромные черепахи не их тоже называла мини динозаврами будут огромные огромные ребят просто нереального смера черепахи на них можно кататься вот просто сверху садится и они покатай меня большая черепаха на вот это вот из этой серии это действительно такие они есть это они там живут есть целая острова заповедники где не живут люди а только ты можешь приехать и полюбоваться на на камни на белые пески на растительность удивительного происхождения также птицы у них огромная огромные птицы деликатес вот вспомнила деликатес наш эшелок деликатес называется flying fox летучая леса меня то есть обманули то есть она эксклюзивно очень дорогая вещь это блюдо 100 евро стоит вот порция его не все рестораны готовят то есть нужно искать выборочно меня сперва накормили а потом не показали потому что они так и говорят до хозяева этого ресторана что если бы мы тебе показали ты бы этого не съела и они полностью правы правы в чем это получается крылья как у вампира морда как у у лисы такой а вообще это как господи ну это что-то невероятное действительно потому что flying fox это только вот в индийских да там просторах океана существует ну это было вкусно ребята это было вкусно это факт но выглядит он конечно мне такое ощущение было что я съела вампира вот и просто он такой вообще не ну очень сложно я вам советую посмотреть это называется flying fox леса которая летает на вот и кстати вспомнила пещере на бали которая есть одна пещера в которую никто не сможет не может заходить по поверью она идет к драконам темпл есть храм на этой территории и единственное что можно увидеть это пещере первое пространство и она полностью все в летучих мышах полностью все в летучих мышах и там действительно не единый человек просто туда не зайдет и не пройдет и вот по этим поверьям это один из входов к дракону ну туда так никто и не попал потому что действительно они очень вот не очень боятся да скажем так потому что количество этих мышей это тоже можно найти в доступе в интернете интересное место тоже в в джунглях архитектура там ну просто потрясающе она действительно впечатляет потому что так как она бали наверное я не видела таких орнаментов наверное нигде потому что очень богатая культура и видно что какая-то цивилизация была очень творческой очень творческая это абсолютно абсолютно всюду видно и построение несмотря на то что сейчас они живут в хижинах вот 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 что на маврикии да говорят там озеро есть да тоже священно интересно водопады небольшие на бали намного значительные самое интересное водопад ребят когда я думала водопады мне представлялась какая-то гора как швейцария да например на горы там видишь из гор там стекает водопад на бали ничего подобного чтобы туда дойти господи это такая дорога скрупулезная и ты идешь под землю то есть очень много километров ты спускаешься под землю там все выграффера на искал вот чтобы вы понимали лестницы для великанов то есть не всегда человеком удобно даже вот ноги представлять да чтобы туда попасть то есть скажем путь великан устроили это ощутимо вот именно по габаритам по размерам именно когда туда спускаешься это все ощутимо и конечно прежде природы там райские места и водопады очень красиво очень да тут можно вопросик вот этот бали он далеко находится от сингапура ну наверное да я бывала в сингапуре дважды бывало это потрясающая страна вот все роботы вот просто там людей нет там все по расписанию вообще у людей ни эмоций ни чувств нету у них все роботизировано абсолютно у них график то есть с утра на работу в обед все выбежали как саранча забили все кафе и рестораны пообедали снова убежали снова сингапур вообще просто безлюдный оказался то есть схема роботов очень жарко душно влажно ну в принципе как на всех территориях которые я перечисляла только которые ближе к экватору вот на сейшелах там такое зенит солнце в зените постоянно 25 градусов на сейшелах кстати тоже там благоприятно а в сингапуре вот там чуть-чуть получать перед экватором вот там влага очень сильно то есть такое ощущение что ты в сауне постоянно находишься независимо от градусов вот просто эта влага тебя окружает повсюду природы там особой в принципе нет потому что это знаете как такое очень да 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 это вы знаете как маленький нью-йорк настроили всего 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 высотных зданий архитектура потрясающая все высокотехнологическая все абсолютно на кнопках все все везде всюду машинки вообще людей просто нет ни на кассах то есть вообще у них уже настолько они впереди этого то есть у них уже высокие технологии у них все по кнопочкам все абсолютно на механике то есть мне там было некомфортно потому что я ощущала вот насколько роботы вокруг меня и это ну от этого становится некомфортно в сингапуре а в принципе посмотреть можно особенно людям которые интересуются архитектурой то есть там да очень артистичная такая развитая страна и город в принципе да так же называется загорода там тоже такое видно что он настроен на самолете добавил до сингапура сколько примерно лететь три с половиной часа около четырех чуть меньше чем четыре вот я точно помню потому что давно случалось до австралии а как ближе смотри нам получается если мы с австралии на бали у нас час сорок до час сорок сорок минут или час двадцать получается ну грубо до час выведен до средний вот где-то час сингапура вот если я не ошибаюсь сейчас могу может что-то напутать но настолько я помню это три с половиной часа около четырех на бали то есть получается бали намного ближе к австралии и получится сингапур намного дальше то есть я думаю через часов пять наверное будет лед но опять же это и предположение потому что но в австралии я не никогда вот рядом у островов было но малайзия тоже вот была тоже мне доводилось ездить на визаран чтобы и документы оформлять на проживание на бали потому что там очень все серьезно декларируется и да и измать большие денежные штрафы то есть они особо не напрягаются они просто когда будешь пересекать границу выставить тебе счет приличный вот поэтому люди стараются заранее на скажем сделать визу чтобы вот в сингапуре можно очень хорошее там агентство в малайзии хорошо и жаккарте вот эти и там кстати о вещах хорошо много ребят которые делают американские визы когда вот русские ребята украинские очень большое сообщество на бали русских там прям уже семьями живут по 7 по 8 лет русские школы уже есть то есть самым примитивным что мне запомнилось это то что все девочки и наши национальности рожают в воде исключительно без больниц то есть у них есть уже там местные акушеры то есть наши славянские люди там я говорю очень большое сообщество русских людей на бали живет вот и у них вот как это мода мода скажем истины такой да вот они все деток рожают в бассейнах но скажем в воде заранее подготовленной стерилизированной и у меня было конечно счастье поговорить с детками этими это конечно вундеркинде настолько осознанные люди там рождают мне кажется просто вот родиться там это уже на зарядиться энергией настолько вот да в принципе же важно вот как и в каждом human design когда рассчитывает себе карту натальну то есть смотрит непосредственно расположение звезд на той территории где душа была рождена да вот ну и поэтому мне мне кажется есть в этом смысл что девочки очень многие даже вот они осознанно но как бы намерен просчитывали чтобы рожать на бали потому что это вот но они между собой же общаются и говорят насколько одаренные дети насколько бесполезные роды и вообще они то есть вообще не чувствовать тех боли которые например женщины в больницах поликлиниках которые совершали деторождение передаю слова еще раз всем добрый вечер века скажи а сколько ты язык узнаешь ну опять же таки спасибо за вопрос сейчас будем вспоминать опять же таки учитывая то что какой уровень разговорный то есть так как вот по-русски я говорю то есть скажем хорошие да не отличные потому что уже мне очень тяжело переводится я говорю по-английски по итальянски ну итальянский для меня как второй родной язык по-русски по-украински разбавляю добрые памятаю богатую ручей по-польски мужик по польску так так возьми какой еще язык вот французский это для меня последний который я немного немецкий и немного китайский ну потому что у меня бизнес-партнеры и я очень много лет в сфере до скажем бизнеса то есть это базовый доска немножко японские были корпорации проекты то есть какие-то базовые но слова то есть ты перенимаешь естественно вот ну по-русски мне в принципе комфортно говорить но по-итальянски по английски мне как-то уже звучнее понимаете потому что больше я это практикую вот по-русски я наверное нашла вот этих всех ребят здесь потому что они говорят по-русски мыслят по-русски а я за этим скучаю да представляю как тебе с обилием такой информации переключаться постоянно с одного языка на другой да но у меня знаешь как бывает бывает такое что я просыпаюсь и напрочь забываю язык например вот до итальянской как бы второй родной а у меня сейчас встреча да а я вообще не могу вспомнить такое ощущение что в эти моменты мне нужно уйти в медитацию вот просто хотя бы на четыре минуты замолчать все выключить в тишине побыть сконцентрироваться чтобы вот но заработал нужный файл да как сказать вот я вам клянусь вот просто вырубает как будто бы не было никогда и потом я раз опять включаюсь как будто заново просыпаюсь и все восстанавливается то же самое у меня с русским бывает я бывает проснулась и какая-то подруга там позвонит да и я вообще не могу сориентироваться как по-русски ей это все уговорить то есть день это дня не бегать теряюсь иногда бывает здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 17 часов 32 минуты 06 12 18 18 год на просторах ютуба существует канал который называется о канаде без соплей мы связались автором этого канала и пригласили к нам прямую трансляцию круглосуточную на площадку котляров fm процессе беседы выяснилось что алекс штурман взял себе псевдоним турман не случайно так как алекс дальнобойщик я почему-то предположил что штурман это было связано с автоделом но дальше выяснилось что алекс был штурманом на серьезных кораблях и не только штурманом но и капитаном да александр скажем так сторонник официальной науки и у нас на котлеров fm не было цели его переубеждать в обратном и тем не менее александр сообщил нам довольно таки интересные вещи связанные с канадой и образом жизни канадцев видео ряд я взял с канала алекса канада без соплей мы с вами не только услышим задушевные беседы про эту удивительную страну но еще и сможем посмотреть как выглядит это далекая неизвестная всеми забытая территория приятного просмотра добрый день в день ну у меня вечер утро господи извините у вас день ну я алекс называюсь штурман так это назвали и профессия такая была живу в канаде не интересно слушать ваше радио я первый раз здесь но скажем 2 был часов 5 назад канал у меня ну я не знаю это можно нельзя но могу прорекламировать а канаде канаде без соплей саш какой самый дурацкий закон в канаде ты встречал а еще я не дурацких не встречал тут надо подумать я не встречал не дурацких законов ну например ну самая яркая не у меня но моего хорошего знакомого румына была собака собака любит он собаку большая и она порой лаяла вообще это странно для большой собаки даже я когда у него был в гостях я не слышал чтобы она лаяла ну вероятнее всего лаяла так вот ну конечно же вызвали соседи службу там собака кстати хорошая законная элитная ну в общем документы на него есть да все все налоги оплачены за собаку вот и суд постановил перерезать ей связки нет не убить ну как-то операцию сделать вот он возмущался больше того сказал нет нет все я переезжаю собаку сделали операцию и отдали ну как вам это гримпис это политика или второй вариант это с нами это вообще мою жену подкосила наверное она очень любит животных гораздо больше чем я мы нашли в лесу филиненка маленький упал упал из гнезда ве вот ну разумеется его взяли он жив здоров чуть-чуть что-то с крылом и нога сломана ну лапа лапа господи нога да ой нанесли ему земли именно земли с травой но чтобы он чувствовал себя не на полу а как-то там он не летать не ходите но он так одной ногой опирался ну кормили его кусочки мяса давали на фильм все таки вот рос на руках жил хотя поначалу без перчатки взять нельзя там клюв мощнейший ну не важно то есть даже стану понимать нас что ли не кусаться не щипаться потому что очень больно больнее собаки вырывал просто куски это филиненок маленький вот ну и все-таки я упирался и объяснял жена тогда только приехала в канаду не надо его везти к врачу не надо убьют она мне не поверила собрались повезли у нас его отобрали просто отобрали она там плакала вот и я уже кулаки сжал в кулаки вызвали полицию меня удержали вот но я спросил хорошо что вы с ним будете делать я при принес вам его полечить мы его убьем но убьем но в смысле в кое в колем вакцину он умрет я говорю может все таки ну пусть он у нас будет ну больной не летающий ну или хотя бы не убейте нет мне открытым текстом кстати при ребенке сказали это невозможно ногу его починить нельзя я говорю ну отрежьте как-то вот нет 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 все и они не стесняются сказать мы его и законы понять нельзя летнего места с ванкувера я съезжал вот недавно уже перед самым приездом наехала на нас к этому муниципальный муниципальная свинья я такая девушка молодая вот у вас собака я говорю вот смотрите вот у нее есть прививки то там собака вот они реки лучше все что надо есть нет вы должны ее сдать я говорю причина ну вот у вас что-то там недоплочено ну я недоплочено значит если ну на всю ну мы вот молча мы бежали из банкувера я об этом не говорю это называлось бежали молча машины и поехали приехали без вещей из вещей это да нет ну не так ну два чемодана вещей а у меня две женщины понимать сколько это вещей то есть не стала не стула ну вот ничего приехали сюда сняли дом же на полу и поначалу даже я выноски из машины я кстати сейчас сижу на кресле машины вот все сидушки из машины я нашел доски потом сосед тут нашелся фигня сбита типа для телита на он можно я их забрал столик ну чтобы кушать ну как сбил доски гнилые вот ну и так далее ну сейчас . если получит зарплату и ее еще не дают я получу но уже наметили тут бушные какие-то столики стулья ну элементарно диван нашли на улице но я там его пропылесосил то можно найти починил нормально диванчике там сидим трассы купили были деньги бушные но вот купили такие плохонькие ну разумеется вычистили застелили но на полу спим но на матрас на матрас нормально вот вот как-то так даже интернет ну чтоб совсем он даже не столько для меня нужен был сколько для ребенка но она уже большая 20 лет но все равно ребенок надо как-то с внешним миром общаться смотреть и так далее интернет здесь очень дорогой если все дешево относительно 100 чем-то долларов и он не очень хороший вот я сейчас веду беседу а жена не включает интернет ну у нее есть тоже свой лаптоп да ну так как он начнет прерываться и так далее вот как кто так в канаде нету даже воинских частей нет они есть они как-то здесь нет запретов практически нету вот нему на границе с альбертой мы нарвались на то что нас попросили не заезжать ну потому что частная территория потом я я вычитал там добывают изумруды ну не промышленно но как-то так вообще здесь вот я могу пойти копать яму искать золото легально мне для этого ничего не надо вот нашел и нашел если я на реке мою я должен по мосту долларов дать ну чтобы вообще чтобы даже никто ко мне не подходил и там мыть его ну разрешенными конечно способом золото или искать камни могу главное что не на чьей-то территории скажем ко мне на территорию не может прийти человек даже если ориентовал дом и рыть ну я мы на это да у меня есть знакомые уже бывшие которые на это дело подсели и даже экскаваторы в рент берут и на речках моют золото ну уграбляют конечно эти речки горы есть такие есть живут с этого люди но сразу могу сказать здесь можно больше заработать не на золоте если хорошо попасть хорошая работа она легче в тысячу раз и оплачивается лучше как-то так прям какой-то рай на земле нет нет это так выглядит нет я просто я сейчас противоречу где-то своим же роликом знаете как не путайте туризм с эмиграцией вот когда я еду там до мыть золото там или еще что-то охотку просто для себя для интерес это я в отпуску а так мне надо пахать работать но иначе я физически умру все это все это хорошо об этом хорошо рассказать а на самом деле достаточно сложно и этот рай он пресекается и правительством но не в тех местах в которых принято в россии скажем в россии золото не помоешь да там или еще что-то ну легально официально здесь это можно зато зато в остальном тебя просто просто прихлопнуть если захотят главный главный позыв если ты в канаде но это я так уже утрирую не улыбаешься ты враг народ но это я очень утрирую я не улыбчивый поэтому меня люди не любят поэтому мне работу не дают поэтому меня налоговая всегда долбит и так далее честно скажу я всего лишь не улыбчивый этого они не терпят это не как я не знаю это для них как но я враг народа как то я не улыбаюсь как это я не счастлив в канаде здесь всех как у шевчука за подбородки поднимают улыбки и ты улыбаешься и тогда ты в струе или ты чем-то недоволен значит ты за всей этой красоты я за бортом так наталья ковалевская задает вопрос чате алекса какая по вашему хорошая престижная работа так здесь принято я уже за 23 года привык к этому престижная так где хорошо платят здесь есть тоже хорошая одна часть жизни но для блатных я называю например просто убирать улицу это очень хорошая работа это государственная работа ты обеспечен у тебя пенсию тебя все и в любая государственная работа government job так называемая она хороша то есть ты свой а если ты нанимаешься кому-то ну это так ты можешь и заработать но можешь и не заработать никаких гарантий но я вот опять же в своих роликах говорил например в сентябре начале в самом начале сентября я вот переезжал уволился до с работы деньги я еще не получил я его без денег сижу мне кстати прислали немножко донатов долларов 300 огромное спасибо я я в шоке но это помогает вот дочка на работу вышла здесь на севере канада мы думали здесь очень ну все по-другому и она например деньги свою зарплату первую выбивает именно выбивает ее задерживают и так далее на государственной работе такого нет но государственная работа больше для своих до наших я бы так сказал любая государственная работа уборщиком хоть министром везде хорошо когда говорят где бы не работать бы не работать это государственная работа я вот в размышлениях помню тот грустный случай когда алекс 20 лет безупречно так сказать не ни одного штрафа колесил и местные полицейские аж два штрафа влупил чем лишил алекса работы там было два случая но первый самый вопиющий я бы так сказал могу описать я это было на границе антарио и монетобы зима ночь снег метель ну в общем полная г ну в общем полная как бы это культурно выразиться в общем ничего не видно ничего не слышно все заметает и надо было доехать пять километров до стоянки я ее знал ну траком не везде станешь на дороге дорогу уже заметала вот и когда я подъехал к этому к этой парковке я вот уже заезжал вдруг две машины две машины ментов включают эти ну свои фонарики там я остановился в чем говорю собственно дело вы ехали медленно мне глаза на лоб полезли я говорю вообще понимаете а как насчет безопасности движения ничего не хотим знать вот тогда я впервые увидел эту наглость два мента на двух машинах одновременно выписали штраф вот такой случай был вот прям на глазах нарисовали штраф что такое штраф это не только деньги нет да безусловно это деньги это идут там такие поинты вот если ты набрал этих поинтов сколько-то то уже тебя ну ты как бы плохой водитель и тебе надо думается пока пройдет год-два у кого три вот был такой случай был и второй случай но он не такой ужасающий когда ты нанимаешься на трак и на нанимаешься не твой трак да ты должен утречком скажем сделать притрип такой но посмотреть там чего не течет масло ну не знаю колеса ли на месте да разумеется его все делают ну ну просто не хочется погибнуть здесь горы всяко бывает у меня и колеса в горах отлетали бывало и такой вот но вот есть такой скейл ну весы часто вот заезжаешь он такой с ухмылкой ну чуть ли не у тебя колеса грязные нет не так конечно а вот тут у тебя не работает я говорю ну все что я могу у меня работает но я вижу приборы там но я не механик я не все могу знать вообще-то в приличном обществе это проблема хозяина трак я ему заявляю я ему заявлял много раз это не работает или плохо работает вот ему бы нужен был бы штраф я-то подневольный что отвечает владелец страха да фигня прорвемся вопрос такой да я понимаю я должен был бы хлопнуть дверью и уйти но мне кормить семью что значит уйти это же не просто работу найти вот часто тоже мне пишут мне в ролики а шо ж ты алекс ленивый не работаешь вроде и здесь навалом и прям меня ждут везде я в день отсылаю до ну до 50 резюме 50 разных компаний не знать что меня все возьму до опыт у меня большой и до этих штрафов не было даже замечаний больше того у меня есть аварт но грамота назовем да за безопасность за безаварийной заработала я ее получил тоже не всем дают ну вот она у меня есть вот а менты решили так сделать а проблема в том я потом наблюдал опять же я не улыбчивый я устал и я проехал много часов метель до и никогда меня останавливают простите менты по-другому я их не называю я не могу им улыбаться они мне противны нет я им не грублю разумеется здесь погруби так пристрелят на месте и будут правы не грублю но и не улыбаюсь и не извиняюсь да это мое мой скотский характер может быть так они это наш славный менталитет благодаря которому мы остаемся все человеками я думаю там где я живу здесь наоборот если улыбаться полицейским то они психушку отправят понимаю понимаю на задние лапки становишься и ой вы такой милый вы такой хороший я виноват я просто ездил с товарищем с одним я видел как он это делает я виноват ажимент удивленно спрашивает а ты знаешь в чем ты виноват не не знаю я виноват я в готов на всякое наказание там я так не могу хотя так над вот так как дело том что территориально концлагерь канады находится на территории современной азии и если сказать проще то если алекс не находился бы в таких цепких рукавицах оккупантом он мог бы сесть на машину спокойно приехать в россию не знаю даже что сказать в азии в азии ну таких городах как ванкувер например ты себя чувствуешь как в азии ну азиатов больше чем европейцев на взгляд на и культура например если бы я в ванкувере захотел поесть где-то я находился и зашел бы ну в дешевую забегайловку я не там какой-то дорогой ресторан может просто покушать это ты попадаешь скажем из пяти забегайловок четыре будут китайские вьетнамские там монгольский в этом смысле да китайцы не за даже у нас шутят ганг кувер от гонконга китайцы в основном поехали в девяносто девятом году когда ванны гонконг отходил к китаю до этого может быть вы знаете это было это был британский британская колония британский остров британский город так сказать и вот когда он стал отходить к китаю то все оттуда ворванули в ванкувер ну и крикнули другим эй давайте и потом ну ближайшая точка в северном северной америки это ванкувер лос-анджелес я имею ввиду самолетом если лететь на восток потому ванкувер но сейчас их немало и в торонто и везде 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 но ванкувер наверное это номер один город мы в канаде так точно а может и в северной америки где азиата не только китайцы здесь я снимал жилье у вьетнамцев здесь азиаты и им это позволить здесь дело не в азиатах или в ком-то азиаты сейчас имеют деньги как это ни странно звучит огромные деньги нет сказать огромное это ничего не сказать вот и не каждая страна в общем то приветствует нет каждая страна приветствует приток денег но не каждая страна практически не проверяет историю этих денег не каждая канада в этом плане если у тебя есть деньги то добро пожаловать кому угодно если денег нету ну на общих основаниях сейчас вообще азия ну я не знаю но я уже слышал при том можно это проверить китайский язык по значимости говорят третий здесь но я бы сказал второй ну потому что официально здесь есть еще и французский язык но это формальность по моему это формальность по-французски говорят очень мало там вебеке только и даже там говорят не все по французски вот и китайский но банкомат и китайский язык пожалуйста я уже не говорю по улице идешь китайские надписи кстати может не китайские может это таиландские но вот так выглядит еще вот например здесь ездят люди отдыхать скажем ну полететь на кубу да ну условно я давно не проверял ну скажем тысячу долларов да то в китае значит будет 700 долларов или если на кубу я давно не летал скажем полторы тысячи да хотя это ближе ближе намного то в китае значит будет тысяч значительно дешевле не замечательно ли не это дело в том что для нашей аудитории то что алекса рассказывает это бальзам на душу китайские рестораны второй язык ну скажем назовем условно азиатский неважно иероглифы то есть восточный не нашел ролик у меня где-то был ролик есть значит он называется в канаде есть китайский тоннель ну вы как человек который искали силе всю канаду услышали ли вот такой тоннель и китай-канада ли что-то такое я думаю там чай на тоннель да ну это на первом хайвее если я не ошибаюсь недалеко от того места где я жил там ряд тоннелей дело в том что главная их магистраль автомагистраль это хайвей номер один или трансканада хайвей ну это главный чуть ли не единственный такой более не менее сносный по качеству и по длине вот там есть такой тоннель и я думаю не один и я думаю не один дело в том что чтобы звонку ира выехать в остальную канаду надо проехать роки горы рок я наездился там слазь так сказать да и есть но он не один мне кажется он не один не хочу соврать но один из них я точно знаю точно приезжаешь тоннель ну еще китай когда-то давно строили эту дорогу ну как сказать нет ты железную дорогу не только китайцы безусловно вроде бы так так по истории что чуть ли не заключенные китайцы их сюда брали из китая ну как не знаю как рабов как хотите так это и понимаете и вот их много и они работали строили этот тоннель если украинская диаспора и украины в то же время когда и китайцы приблизительно ну там за землей пахать там землю ну не знаю от того же там сталина или щетка вот от советской власти многие бежали то китай вот так за куском хлеба для их вроде как обидеть или не уважать они тоже зарабатывали свой хлеб свой хлеб строят по дорогу есть есть да такой тоннель специально подчеркнул уважаемые слушатели зрителей я думаю что то что вы сейчас услышали но это как бы аудитория которая в теме того что я вещаю для них услышать что есть китайский тоннель в канаде будет довольно таки интересно что мы на этом рисунке видим мы на этом рисунке видим как бы с точки зрения официальной науки полную несуразицу но дело в том что я посвятил этой теме очень много лет и на ю тубе начал ее озвучивать и находится много человек которые начинают ее активно поддерживать то есть когда я визуально показываю допустим политические вот эти моменты конечно начинаются вопросы а как же в канаде сейчас светло допустим на дальнем востоке темно и так далее но я всегда говорю так что я не собираюсь ничего доказывать пускай меня опровергнут опять же схематически это приблизительно в на глаз выглядит так я не не беру сейчас точно положение канады показать на этой схеме но если жирными мазками то это выглядит так что мы отправляемся ну допустим гипотетические канадские города здесь мы отправляемся на север и попадаем в россию дело том что от из-за этой схемы вроде примитивной объясняется почему в китае так много в канаде так много восточной культуры китайской тут допустим вот канада а вот китай и тоннели естественно китайские тоже объясняются ну я понимаю что в тех кто впервые видит эту схему он скажет что это ну просто художник что-то курил или грибы какие-то ел но один из самых мощных моих аргументов то что континента северного америка действительно не существует и соединенные штаты находится грубо говоря на южном юго-восточном побережье азии это я могу только слово дать вот я могу только за сказать что за свои слова отвечаю сейчас мы как я могу выразиться стрельнем из двух стволки я хочу женю девятьярова попросить женя вы здесь да да роман я здесь и желал бы чтобы вы рассказали о бастионах чтобы потому что к сама пасти он я или кто-то другой да 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 вы же потому что к нам присоединился вячеслав котлеров и это будет реально сразу из двух стволов выставить ваш взгляд котлерова но хорошо всем приветствия земля это вот бастион извиняюсь сразу мне мои дети не дают говорить здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котлеров трансляция идет как всегда на котлеровым параллельно я вначале хотел знаете тезис на сообщительные моменты эти про бастионы я наверное ничего пока не скажу я просто хотел евгений макаров только что так замечательно все это показал вообще обожаю когда человеки скурпулезно детально прорабатывать или иные моменты то есть это вот но это титанический трух это на труд это надо сидеть копать и вот евгений принципе на наглядно показывает что собрал видеоряд ну как бы фото пускай это же как говорится не так просто сказать google дай мне хорошие картинки это надо усидчивость очень большая я на скорую руку сейчас я расшарю за смотрите как бы второе подтверждение то что говорил евгений смысл такой пирамиды вот я в частности санкт-петербург хочу взять они как бы маленькие дошли до наших дней и вот как и вене говорил что там монастыри или вот допустим кладбище до закамуфлировали пирамиду посреди кладбища стоит пирамида но кто-то скажет что это новодел но бог с ним я спорить не буду возможно это новодел но рядом санкт-петербургом стояли когда-то возможно в это сложно поверить пирамиды размером с пресловутые египетские от них к сожалению остались только вот эти гигантские мегалиты то есть в принципе мегалиты санкт-петербурга напишите и вы как бы найдете останки вот этого ну как древнего памятника что ли да ну надеюсь все в онлайне и вот на всех вот я понимаю это на трех каналах идет и нету не закрадываются сомнений что это природа так ну просто дожди мыли мыли и и размыли да я надеюсь что если человеке здесь на данных площадках присутствует то это уже те человеки которые не вызывают сомнения что это не природа так пошутила над камнями а все-таки кто-то тщательно их так сказать обработал что нельзя сказать да про наши технологии мы так скажем так не настолько сильны вот не и покоя мне вот это голова не дает ешь до сих пор не могут откопать не могут или не хотят это санкт-петербург сейчас я не помню где я был и в санкт-петербурге был и по моему город пушкин могу ошибаться но вроде это город пушкин голова хотя поправьте если я ошибаюсь местоположение этой головы вот вот это я как бы хотел сказать что пирамиды служили скажем так источником энергии до аккумулировали ее как каким-то чудодейственным образом неизвестным нам ну скорее не как бы нам просто не доложили мы же знаем что как бы мы находимся буквально в оккупации и более назовем условно враждебная высокоразвитая цивилизация оккупировала то место где мы живем и следовательно они скрывают истинное положение вещей и вот благодаря таким площадкам как глобальный вопрос и вот евгений макаров и ряд других скажем так площадок где наглядно показывают что была более высокоразвитая цивилизация предшествовала нам все спасибо передаю слово а кстати про бастион и я наверно ничего не скажу я уже говорил не не слава ты поймешь когда же не начнет рассказывать ты поймешь о чем будет лечить это очень близкая тема это как раз твоя тема вы слышали про сиккураты на русском языке на не говорят на на других языках сиккурат будет вот их там строили типа вавилоне или хотя бы было сейчас говорить типа в европе типа рим это выголону ладно вот это бывшие месопотамии там строились и курат они чем-то на пирамиды похоже немного другие не очень да ну все просто куратор слова берем кураторы тот кто верховный курирует управляет верховное управление так ну а теперь я передаю слово евгению девятьярову еще раз всем привет очень большое спасибо всем за выступление весь материал который был изложен людьми дом меня мне очень понравился вот даже против сказать ничего не могу все просто очень хорошо так значит добавляю нас началось электричество ну самое первое доказательство что электричество было всегда во все дни существования человека это сто процентов самое первое и простое доказательство если мы смотрим на все старинные замки дома и на все остальное то их практически невозможно построить без электричества все сооружения старинные в которых используются гигантские глыбы гранита невозможно без электричества все мы знаем что гранит не обрабатывается голыми руками с помощью лотка из зубила нужны производственные станки электричества чтобы добыть гранит нужна взрывчатка вот через подрыв все поэтому сами старинные здания которые насчитывают там 500 лет тысячу лет даже официальные историки заявляют что есть замки которым по тысячу лет ну вот не могли гигантские замки построиться без электричества жизнь истории я тут все же я тебя хочу немножко направить на другое русло мне все-таки интересно чтобы зрители услышали от тебя о земле бастионе а поехали это вторая часть я ребята считаю так у меня это моя гипотеза и вот мне нравятся разные версии я считаю так как мы не имеем ну конкретно сто процентов мы же не видели со стороны землю правда одни доказывают что она шар летающий в космосе на огромной скорости ну для меня это глупая теория другие считают что она абсолютно плоская как блин плюс есть теория вячеслава котлерова тоже хорошая теория сотовая земля но у меня чуть-чуть другой взгляд мне нравятся все теории я считаю не имеют место быть но я считаю что наша земля это звездный бастион она имеет форму звезды и меня это натолкнуло на мысль почему наши предки всегда все предки наши строили почти все города по форме звезд наша земля это один сплошной гигантский город гигантский город и я считаю что наша звезда земля она именно звездный бастион гигантский сколько у нее лучей я не знаю можно тут подумать на эту тему но и наши предки еще раз говорю строили звездные города звездные бастионы и я думаю потому что наша земля это сплошной один большой город который но ты не имеешь в виду шар шар нет конечно не шар вот именно звезда и я допускаю что вот эти лучи земель как островки я не знаю конечно островками сложно назвать я думаю это гигантские территории за пределами ледяного кольца за пределами ледяного кольца то есть в чем-то да можно сказать что это сотовая земля как говорит вячеслав котлеров вот но для меня это как бы не совсем она такая сотовая как футбольный мячик как соты пчели на а вот все-таки принцип звезды плюс это объясняет другой вариант куда у нас все золото пропадает и драгоценные камни которые добываются на земле несколько тысяч лет также давай теперь дадим слово нашему очередному гостю вячеславу слова вы здесь да здесь такой шквальный огонь я даже не знаю чего начать мне вот наверное вот это пожизненно будет преследовать и вот это футбольный мячик который почему-то я уже миллион раз говорил давайте еще раз расшарю откуда взялся футбольный мячик что такое вообще схема первый раз когда известный блогер в свое время соло гудман миру сергей тарасов попросил художника нарисовать сотовую землю знаете человек как умел так и умел да то есть он создал схему это всего лишь схема она не отображает действительности как выглядит наша планета это упрощенный вариант чтобы скажем маленькая ступенька чтобы я в дальнейшем мог перейти уже как бы уже перешел в роликах своих более обширному объяснению но сергей а сережа молодец как у том кого не помните это была такая строчка он ввел все-таки текст в ролике написал что на самом деле вот эта планета если ее смотреть из космоса вот эти шестигранники они миллиметровые то есть вот представьте вы сейчас видите этот шар плюс этаж еще не все внутри еще один шар и так далее значит размер этой планеты значит по вот ведическим данным что мне удалось накопать на значит она как бы много слоевая и расстояние между землями запасайтесь воображением от представьте это матрешка внутри еще более меньше шар находится хотя на самом деле планета выглядит как куриное яйцо нашего гигантская планета которая свою очередь находится на более гигантской планете какого размера это яйцо во первых сотни сосчитать их мириады значит расстояние между землями приблизительно вот между каждым слоем 40 миллиардов миль это веды говорят приблизительно 14 слоев от умножьте 40 миллиардов миль на 14 и вы получите от верху до низу размеры нашей гигантской планеты дальше я вообще не кстати не увидел нигде противоречий по поводу того что наша земля была звезда вернее есть как говорит евгений ну давайте посмотрим что я делаю я беру он не любила овал он с детства угол рисовал это поговорка то я сейчас как бы шучу не конкретно кому-то просто показывают что ну вот она сота и есть вы понимаете сотовое мироустройство она вообще поглощает любые теории она просто себя всасывает вообще все абсолютно вот вам сота пожалуйста нам который находится в этом маленьком аквариуме ты на террариуме муравьям и бегающим по вот этим лабиринтам как мыши очень тяжело с высоты божественного увидеть тот мир который живем но в принципе я когда-то выпускал ролик атлантида сто процентов найдено где про вот этот город он вся планета был рассказал значит единственно что я сейчас ролик листать не буду я покажу скажем на определенном периоде как выглядело то место где мы живем то есть центре гиперборея она же сейчас артика называется которая не изображена на наших картах вот азия более привычный скажем вариант а дело в том что если бы нам действительно и дали бы возможность из космоса увидите псевдо космоса съемки высоко подняться ну 40 километров мы бы ужаснулись что то место где мы живем она более ровная чем закругленная и вот когда были катаклизмы вот здесь я обозначил дарья ее затопили образовался северно-ледовитый океан затопили лемурию образовался индийский океан затопили пацифиду образовался тихий океан затопили атлантиду атлантический вот вот в принципе как бы вот место где мы живем значит все это как правильный термин все это очень закрыто то есть каждая в соте каждой соте есть яйцо снесла курочка ряба яичко да не простое золотое или кстати послушайте аудиокнигу или почитайте песни птицы гамаюн там принципе оказывается все что я рассказывал в роликах уже давно в наших древних ведических так называемых кавычках сказках сказаниях уже все давно было рассказано как бог рот создавал вот это место где мы живем вот оказывается и вот есть книги я как бы иностранного языка не знаю они либо уже появились извините добрый вечер я вернулся хотел спросить вячеслав а вот вы говорите это затопило то затопило значит по вашему вода не нужна и какая какое предназначение океанов и морей учат что реки нам достаточно да ну они когда они текут они куда-то текут под уклоном где-то они собираться будут любом случае виде озер я так думаю а если с горами текут или из других местности то как поступить с этой водой зачем она вообще действительно нужна в таком количестве вода мы не используем да руслан и я понял кстати благодарю вначале огорчился что руслан не перебил а сейчас он кстати меня перенаправил в тот момент в который я упустил значит в нашем яйце когда-то было то что вверху то и внизу то есть плотность океана она была распределена равномерно то есть что произошло произошло разгерметизация нашего аквариума и про не сюда проник кислород и получается вода сверху и как там воды небо упала на землю да то есть получилось что от желток допустим это кстати не я рисовал это есть оказывается иностранные книги я был рад что такие книги появляются где сотовое мироустройство только маленький фрагмент нам показывает посредине осени дроссель вот поэтому была здесь суша ну скажем желток мы живем на желтке но больше знаете как представьте не желток а представьте в лесу пень пенек да а на нем грибы растут и вот эти грибы вот эти грибы это нашу от уже образовавшиеся континенты которые появились вследствие непрерывной выработки кстати там блокнот очень много написал египт на самом деле не там от нас находился где нам сказали а вот допустим вот этот гигантский материк это был египет ну ладно это сейчас сторону отхожу то есть смысл такой здесь были речки причем у речек интересный момент многие когда смотрят на карту они думают что речки севера на юг текут а на самом деле наоборот с юга на север то есть центр гипербореи то есть понимаете вот этот пресловутый скриншот я сейчас его не помню он как бы вот земля немножко как бы ну не знаю как сказать вдавлена то есть сюда в центр стекается а здесь по краю да ну вот кто технарь может понимаешь к чему я клоню сейчас давайте покажу направление то есть от реки вот сюда допустим центр стекают а вот тут с боков короче она все вода это циркулирует поэтому мы были более водный да пожалуйста чем сухопутный когда-то вячеслав если не ушел спасибо ты здорово мою звезду в соту превратил день мне понравилось честное слово у меня все время были вопросы я первый раз когда на кубу полетел думаю почему мы так на кубу улетели странным образом что за рейс такой странная я как бы когда я охотник сам я свое местоположение стараюсь все время как тебе это попроще сказать я понял тебя в голове компас тебе компасно ориентируйся на местности дай бог каждому время понять где у меня дом куда мне плыть куда мне идти куда идти где лыжи какую сторону я стараюсь понять где мой дом я просто ищу еще одну схему древнюю карту чтобы объяснить почему несостыковка ним не могут на современные карты разместить мои схемы они не вписываются но пока не нашел скажу что у тебя все у тебя все все красивое сделал мне вообще все нравится как-то замутил вот прям все нравится я позвонил крышку своему у меня крышок в нью-йорке живет у него из китая знакомый я ему сказал я говорю сделай так вот спросим у него просто спроси люди ходят китайцы ходят пешком есть вариант такой корешок понимаешь он как мой отец он когда узнал что нужно спросить он просто подумал что я идиот что как бы ну сам понимаешь но это немножко шок первоначально услышать вот эту информацию также как валера крымского когда слушаешь первый раз думаешь господи ты боже мой чё башки то где происходит это немножко сразу нельзя так преподавать ты как бы молодец мне понравилась миссия вот это с названием роликов схема конечно вообще обалденный за просто смотри тема вот и хороший немножко увел сторону зачем как говорится копать про китайцев когда серёга у тебя на руках хорошая тема про кубу если у тебя возможно сейчас развить и и вспомнить что тебе поразило походе скажем так на эту кубу как это происходило и что тебе насторожено передаю слово мы как только взлетели как самолет показал в изголовниках телевизоры показали нашу траектору полета я как бы сразу немножко насторожился потому что не было совершенно непонятно даже вообще как абсолютно я в авиации в принципе ничего не понимаю но я знаю что есть короткий путь как человек который ходит в лесу не знаешь зачем как бы идти там куда-то в круг там через болото когда можно спокойно по дороге даже просто лишний то бывает ситуация в лесу нужно обойти какое-то плохое место там но это смешной круг зачем лететь через греландию на кубу вдоль всего побережья восточного северной америки и никак не мог понять зачем мне надо было ехать из челябинска вначале в москву ну ладно это бывает это потому что у нас такие сложные рейсы я в этом как бы особо не понимаю летать начали так не так давно как быть это в одиннадцатом году это да где-то в одиннадцатом году начали летать и для меня было реально непонятно почему мы летим начали на север летим грубо говоря поднялись мы где-то где-то до великобритании и потом пошли на гренландию но потом как бы ну я задавал вопросы мне объяснили там не сказали что типа вот там сажать негде мало ли что кого там ситуация какая может произойти здесь вроде земля какая я думаю какая разница где падать на землю или на воду ну мне реально было смешно и не мог понять почему такой большой круг я его этот группа было прикинул по твоей схеме то же самое не развернула как бы ты понимаешь от москвы я полетел на гренландию ну грубо говоря на северу потом на гренландию потом вдоль побережья восточного ну канада северная америка и куба сейчас когда уже послушал думаю вот и алеша по пояс думаю со мной в лес то точно нельзя ходить я бы заблудил я как бы смотри слав такая ситуация я как на тебя вышел вообще началось с того что я увидел кунгурова начали исакевский началось исакевского собора все да я как бы работал руками я работал на производстве я слез я так-то конечно как бы не могу сказать что я какой-то там ну там что-то там кого-то и какие-то степени там звание я обычно парень я два слова так это наоборот нам фартит что у нас нету ни степени не звание дело том что у кого они есть они не смогут даже понять истинное положение вещей они на за столько зашорены есть среди них умные они понимают что это истина но чтобы не потерять кусок хлеба который им дает степени и звание чтобы у них не отняли они будут куковать и вторить и официальная науке поэтому нам повезло в этом что у нас нету с тобой абсолютно слав ты мне нашу открой мне такой секрет как бы вопрос у меня от тебе есть ты работал на когда-нибудь на госпредприятиях да неоднократно начиная с 16 лет танкостроительный завод они плиты плиточный завод станкостроительный завод харьковский тракторный завод но еще можно вспомнить несколько заводов работу то есть руками заработал на один приятно это слышать если честно основной мой упор это был вот я когда поехал в 20 точнее 19 лет по мамы на линии у меня в николаевске на амуре очень много родственников и в хабаровске и там я застрял на пару лет первый год я работал бегал с подносом в местном официальном ресторане север официантом а потом рассчитался и поехал севернее уже от николаевска на амуре шахтерский поселок и устроился на горно обогатительный комбинат в проходку горняком вначале мне дали простую работу такую мне не было образования путевой рабочий задача было просто постоянно каждый день и руду чистить с рельсов которая налипала эта работа заключался потом уже сдавал экзамен на проходчика а по возвращению уже в харьков я очень много на стройках города проработал на больше ну скажем так частные конторы то есть друг собирал бригаду находил объект и мы это строили дом и я больше как бы подсобником был раствор мешал мешки подавал носил кирпичи подавал то есть физически ну то наш наверное свои работы огромный переносил вот я помню что ты сказал с 13 лет вроде работы да на нашем районе было сейчас наверно уже нету по моему прием стеклотары и это пошел на приемку стеклотары там мало работал три часа мне там три рубля платили я был доволен а потом пошел на плиточный завод сам по дон избивать три копейки по дон поломанные чинить и так и дальше станкостроительный тракторный вот потом у меня был период жизни что у меня соседка у нее муж возил скажем так серьезную шишку был водителем который баллотировался в верховный совет украины и я как бы стал более случаем доверенным лицом этого серия николаевича яловенко помогал но это девяносто четвертый год это не не наше время тогда было все по-другому помогал своими идеями ему попасть в верховный совет потом появились какие-то деньги поехал на дальний восток там работал официантом и шахтером а когда сюда вернулся здесь у меня 50 на 50 либо я в торговле работал ставил за прилавком торговал и водкой или селедкой либо с лопатой совковой это не сил раствор в огромных количествах вас извини пожалуйста почему не пошли пошел в армию значит на комиссии было приблизительно сказано гипертоников не берем я в детстве в 13 лет или в отмене в 11 приобрел серьезную назовем условно черепно-мазомовую травму и у меня было постоянно сверх повышенное давление которое не сбивалось никак лечащий врач женщина успокоила нагреть слава горит может пройдут годы и когда тебе будет 30 лет это давление само по себе уйдет и может ты из гипертоника станешь гипотоником так и получилось плюс ко всему они еще сказали мало то что ты гипертоник 2000 и слепой то есть у меня от рождения два неправильных глаза один огромный плюс у глаза а у другой огромный минус и глаза как бы они не могут сфокусироваться и стоять на месте не постоянно как у хамелеона ищут точку чтобы сосредоточиться но несмотря на это в тире я давал и сейчас наверно даю очень высокие показатели то есть я бью почему-то без промахова слушать не скажи а у вас были я так понимаю ты старше меня на год я 77 у вас было такое что военком и бегали по по квартирам и забирали в армию людей да вроде такое было у меня как бы так понятно обошло но по моему это было очень сильно это в развернута я помню по своим двум братьям близнецам они накопили денег 500 долларов по моему на военный билет и умудрялись каждый раз выдавать друг друга за себя то есть купили допустим на владимира билет военный но так как они визуально очень один к одному то мог и роман взять этот военный билет и показать я типа не служу вот к ним по моему тоже прорывались и вырывались и он как роман рассказал вышел на порог показал воде военник они говорят ему а где брат это я откуда знаю то есть доходили по еще доведу мысль до конца со стрельбой мне нас от училища возили несколько раз на стрельбище там я и с калашом умудрился показать серьезные показатели то есть несмотря на то что естественно когда скалашникова стреляешь у него идет большой как бы разбег вверх вниз то есть его крутит но все равно я умудрился все в десятку засадить мелочи допустим когда я создавал компьютерную игру продолжение компьютерной игры другим глазом я умудряюсь видеть это микрон и то есть я могу подгонять и скажем так настолько мелкие детали различаю что могу состыковывать текстуры вообще без проблем я понимаю что где-то нас просто дурит по-серьезному ты вот как бы человек который мне тупо глаза открыли мне кажется многие вещи я вообще проснулся еще короче знаешь слав если честно еще купцов андрей купцов такой пацан блин он конечно сложный парень он говорит такие вещи я тоже проснулся он от его разговоров господи дождь ему право доказать что есть америка нет никаких высоки сдали вопрос она не менее не все это америке существует я глаз какого доказать что можете привить я нашел короче соратников в плане мне нравится про чего вы говорите я ради вас короче зарегистрировался в интернете я знаю что интернет это зло но я вышел все это выслушал слав мне очень приятно с тобой разговаривать я даже не думал что я с тобой разговаривать сейчас для меня того вместе к в интернете до обещать или же много но я наверно самый доступный вещатель который любой человек при желании может в любое время суток побеседовать со мной на любые темы с каким вещателем наверно в интернете невозможно так легко и просто выйти на связи обсуждать или иные вопросы здесь живу в челябинске у меня здесь боевые летчики у нас челябинске есть такой боевой полк джеда су-27 у меня родственник работает в этом боевом полку я ему голову сломал про эту схему вначале ему голову сломал про то что я говорю я немножко не верю что земля круглая понимаешь я начал задавать очень много вопросов родственник начал много вопросов задавать естественно боевым летчиком это все дело дошло до начальством и все это дело было пресечено как бы очень жестко и очень грубо и родственника моего боевого полка выгнали он сейчас преподаватель больше не он больше не в боевом полку И все это дело было пресечено очень жестко и очень грубо. Слав, ну а если действительно на Гран-Каньон поехать и запустить квадро, тебя его заберут? Да, это национальный парк, в парках ты можешь выехать на океан, на океану ты поедешь, а там это не разрешено в некоторых точках. Так понимаете в чем интересно, что весь океан прочерчен, а вот туда в глубину никого не пускают. Почему не пускают? Не, извините, вот тут кстати Никита хорошую тему сказал, на океанах не на всех точках можно запускать. Не на всех точках, потому что некоторые точки океана считаются как национальные парки, то есть там животные, морские львы, морские котики. И вы подсмотрите квадрокоптером и они испугаются и от стыда сгорят. Это для них такой стресс и они там психологическая травма, я не знаю. Особенно Гран-Каньон, там столько живности бегает и он такой красивый этот парк, там цветы благоухают, уникальные диковинные растения. Может тарантулов боятся напугать квадрокоптером? Вы сами понимаете вот абсурд, что они запрещают камни снимать. Ну это законы, вы понимаете, законы? Да, но для чего и почему они созданы? Такие законы. Нам тараканам, что нам тараканам от этого? Нет, нет, не от этого. Там кто-то нами рулит, а мы тут ползаем, вот и все. Тут законы такие не будут, но если опять же взять анархию мать порядка, разнесут и растащат все. Ладно, тогда разрешите пять минут мысли по поводу законов. Понимаете, что это преступление? Наши предки русичи жили по канонам, а тот, кто заходит в закон, становится преступником. То есть сейчас общество навязывают по законам, ну чтобы по законам жили. Я как бы вот пытаюсь есть такой термин. Извини, извините пожалуйста, я разперебью, буквально на секунду. Буквально на секунду. Ну а как без законов жить? Если бы законов не было, это что бы было? Нужно жить по канонам. Ну, не все это знают. Общество, большинство общества этого не знает. То есть нужны законы. Если не будет законов, что будет тогда? Ты прямо как Герман Греф, Славонич. Я тебе говорю как есть. Герман Греф, я тебе говорю как есть. Если законов не будет, что будет? А для кого законы-то? Для людей. А мы человеки. А мы человеки, брат. Вот это я тоже заметил, как вы общаетесь. Человеки, человек. Человек убрал. Ну я просто говорю, ну без законов, ну просто будут люди выходить на улицу, стрелять и раздевать, разувать. Вот и все. Все. Законы должны быть. Было ваше, стало наше. Вот точно. Было ваше, стало наше. Ты это имел, теперь я это буду. Сейчас я тебя прострелю. Ну это наверное чуть-чуть другая сфера, это порядок, а есть закон. Закон и порядок. Поэтому вы сейчас о порядке говорите, а мы за законы нелепые. Ну я согласен, есть много нелепых законов, но они должны быть, если их не будет, будет киас. Да, в процентном соотношении 10% законов мы можем согласиться и 90% нет. Не, ребят, мы здесь на канале просто говорим о вселенских конах и это вообще отдельная тема разговора. Если вы к нам присоединитесь, будете чаще заходить, вы обязательно узнаете и Вячеслав с удовольствием поделится. Ну давайте, извините, что перебил, продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил. Да, кстати, да, спасибо, Никита, кстати, замечательно сказал. Дело в том, что если вы живете по законам, то по вселенским каналам человечество будет получать серьезные, скажем так, наказания. Но это опять мне надо в течение 5 минут. Я бы не сказал, что я живу по законам, я просто пытаюсь их сильно, как это сказать, не ломать или как не ломать. Не перестраивали, как бы, не перестраивали. Ну нет, не нарушать. Не нарушать, да. Я просто, я не то, что я живу по законам, я просто пытаюсь их не нарушать, потому что, когда нарушаешь законы, после этого получается, как, знаете... Ну, допустим, если бы мы их действительно сейчас нарушали, мы бы не присутствовали на этом форуме, скажем так. Ну, это правда. Доступ. Извините, извините еще раз, я продолжаю вас перебивать, извините. Да я, честно говоря, как бы, уже те темы скачут, мне это, я уже как бы... Формат-то вообще у нас круглосуточный, поэтому любой желающий, я рад, что Вячеслав и Ирина к нам присоединились. Значит, что у нас получилось? Значит, все началось с того, что многие местные жители не знают, как выглядит то место, где мы живем, тут даже не с континентами. Когда в интернете два года назад появилась секта плоскоземельщиков, мне это так не понравилось, и я вышел в эфир со своим первым роликом, чтобы объяснить, что земля плоская не может быть, это какая-то, ну, мягко скажем, утопия, грубо скажем, дегенератство. Ну, представьте, на что они нам пытаются это навязать. Маленький плоский блинчик летает в космосе и накрыт куполом. Ну, идиотизм. Ну, самое большее, меня раздражают шаровтюхи. Это вообще лилы высшей гильдии, причем я разделяю, есть шароверы, которые искренне тихо верят в маленький глобус и там молятся на него у себя в красном уголку. А шаровтюхи это, которые пропихают, что земля маленький шарик, летающий в космосе. В общем, это однояйцевые близнецы плоскоземцы и шаровтюхи, и они, скажем так, преступной деятельностью занимаются. Сравнительно недавно произошло очень мощное вторжение, то место, где мы живем. И, да, здесь просто небольшие технические накладки. Вторжение, значит, то место, где мы живем, оккупировала довольно-таки высокоразвитая цивилизация, которая нас использует в качестве пропитания. То есть, они нас буквально на физическом уровне едят. Я эту тему доказывать не буду, скажем так, этой информации на ютубе миллионы. Сами те, кто это делает, уже поснимали ролики, где детально рассказывают, как они... Не буду сейчас в эфире говорить. Вот. И, естественно, местным жителям внушили ложную географию и ложное мироустройство. То есть, в любом случае, маленький шарик или плоский блинчик, побег из курятника невозможен. Но если я скажу, что рядом с нами находятся еще более гигантские континенты, на которые можно на физическом уровне попасть пешком, то это становится уже намного проще понимания. В свое время на эти континенты много кто отправлялся. И есть куча документальных подтверждений, но я сейчас про это не буду говорить. Поэтому оккупанты, они как бы придумали нам законы, чтобы мы не жили по канонам. А не местным жителям с помощью телевидения и промывки мозгов навязали определенные стереотипы поведения, которые неприемлемы для человеческого рода. Поэтому правильно звучит незнание канонов не освобождается от ответственности. Я привожу самый примитивный пример. Человек где-то там прожил в тайге или в ауле, и вот он приехал к родственникам в город, никогда его не видел. Ему родственники говорят, переходи дорогу на зеленый свет, на красный не иди. Он не услышал, вернее он услышал, но он решил по-своему поступить. То есть он пошел, а его предупреждали. Он, как говорится, незнание канонов не освобождается от ответственности. То же самое и с тем, что я озвучу. К сожалению, любой, кто слышит то, что я говорю, в частности про Америку, он становится заложником этой информации. То есть если он продолжает настаивать на официальной науке, то он становится пособником оккупантского режима и покрывает преступления. То есть если совершено преступление, вы увидели, что кого-то, кто-то убил и прошли мимо, то вы становитесь сообщиком. То же самое вы становитесь, это я не именно к вам, кто в скайпе обращаюсь. Это всегда, понимаете, когда я общаюсь в скайпе, когда я эту фразу сказал, я всегда ориентируюсь на слушателей и зрителей. То есть я знаю, есть тот человек, который не могут меня перебить, не могут задать вопрос. В отличие от вас, у нас как бы живая беседа получается. Поэтому я всегда ориентируюсь на аудиторию. И уже как бы это параллельно пытаюсь вести диалог с собеседниками. Так как у меня подобных диалогов уже за два года было колоссальное количество. И на моем эфире, и на разных площадках, куда меня приглашали фомы неверующие. Поэтому я это уже все слышал, как пел Владимир Семенович Высоцкий, сам себе я уже доказал. Я два года выпускаю ролики. Там их очень много. Я могу, конечно, если у вас есть желание, накидать ролики по этой тематике, связанной с Америкой, которую я выпускал. Их уже, наверное, полсотни, где все показано, рассказано. Плюс ко всему уже другие блогеры подключились. Да, их немного, но они говорят, да, Вячеслав право. А самое главное, что мне было приятно, когда пришли именно моряки и подтвердили мою правоту. Если так сказать по официальным сведениям, то у меня несколько мастеров спорта по разным вопросам. Я четырехкратный финалист чемпионата мира по некоторым видам спорта. Плюс я финалист чемпионата России по легкартическому многоборью. Чемпион дальневосточного округа по некоторым видам единоборств. И плюс мастер спорта международного класса, судья международной категории. Так что, в принципе, причем я до сих пор действующий и так далее спортсмен. И постоянно поддерживаю форму на очень высоком уровне. Версии Вячеслава Котлерова подтверждается. Как я сам в штурманской рубке сидел. Многоградно был штурманом, вахтином и так далее. Да, там морские карты, они довольно крупного масштаба. Они очерчат какую-то береговую линию. По этим локальным данным трудно составить впечатление о том, где ты плывешь. Так-то, в принципе, конечно, объективное визуальное наблюдение согласуется с тем, что ты видишь на картах. Но так как карты очень крупного масштаба, то, конечно, они не дают какой-то большой картинке обзорной. Чтобы можно было понять, где ты вообще, в принципе, плывешь. Написано Африка, ты веришь, что Африка, но в принципе могла быть все что угодно. То есть ты как бы объективно все равно не можешь сказать, где ты на самом деле. Вы когда глобус посмотрите официальный, вы ужаснетесь. На нашем маленьком вымышленном шарике реально действительно существует несколько сотен тысяч заповедников. Вот без преувеличения. Вот просто задайтесь целью и ужаснетесь. Даже заповедники есть даже в труднодоступных местах. Вы можете найти в современной Арктике, на острове Шпицберген, или, допустим, на острове Новая Земля, или на острове Святого Иосифа, куда только вертолетом можно долететь. По пять-шесть заповедников. Вдумайтесь, для чего заповедники там? А в роликах я рассказал почему. Есть вот город Аман. А раньше он назывался то ли Филадельфия. А, вот, все, нашел, друзья. Внимание на экран. Давайте вместе посмотрим, где Аман находится. Аман, видите? Израиль, Иордания, Ливан, Средиземное море. А теперь открываем Википедию и читаем. Аман. В римскую эпоху город Филадельфия. Вас не смущает, уважаемые дорогие слушатели и зрители, что американская Филадельфия почему-то на определенном рубеже находилась возле Средиземного боря? Ее переименовали. Была Филадельфия несколько сотен лет, да? Назвали Аман. Но красивое название перенесли по официальным картам, по-моему, на восточное побережье Соединенных Штатов Америки. Это небольшая врезка в данный ролик. Мне не удалось найти оригинальный эфир, где я озвучивал информацию про Калифорнию. Поэтому я сейчас ее просто переозвучу. Смотрите, в старые времена, ну или относительно старые, правителей Востока было принято называть Халиф или Калиф. То есть Халифат или Калифорния это владение, скажем так, представителей Ближнего Востока. Калиф, Калифорния. Халиф, Халифат. Ну и в Австралии, кстати, вот почему там все названия, на мой взгляд, на манер европейских. То есть у меня вот Нельбурн почему-то четко ассоциируется с Германией. Че они Австралию решили прорисовать? Раньше ж не было вот этой красоты квадратиков. Теперь появились. О-о-о, зашевелились. Давайте Австралию малевать. Раньше этого не было. Смотрите как. Зелень, зелень росла, росла, да не выросла. То есть она в угол уперлась. Вот растет лес, да? Уважаемые слушатели и зрители. Растет себе лес. И потом четко по углу бах и думают, а что мне дальше расти? Это же там же уже другой штат. Буду вот здесь вот таким квадратным. Помните, я показывал, что они видят землю, которой нету на современных картах? А я в ролике сказал, что это они видят Аравийский полуостров. Сейчас давайте я уточню, кто говорит нам Лариса. То есть, если не ошибаюсь, когда она находится в Сан-Диего. Но я думаю, это то же самое можно на побережье Австралии. Лос-Анджелеса. И смотрит сюда в океан, то видит какой-то остров гигантский. А я объясняю, что видят не остров, а как раз-то видят вот этот Аравийский полуостров. Вот здесь приблизительно, допустим, на этой схеме, где Карачи, к примеру, находится Лос-Анджелес или... И вот они видят этот полуостров. В любом случае, в любом случае, в океане здесь у них, по официальным картам, они ничего не должны видеть. Вот здесь. Потому что здесь океан. Ну, может, вот это подмалювали? Я делаю о том, что сейчас надо будет открыть ролик, посмотреть. Что-то они быстро рисуют. По-моему, этого острова не было. Видите, даже не успели прорисовать. Нанесли этот серый какой-то... Ландшафт. Сейчас я открою старый ролик и посмотрю. Видите, даже нету ни лесов, ни парень, ни рек. Чтобы потом сказать, так это Котлеров перепутал. Вот что видят сан-диеговцы. Вот этот сан-келеметти, на котором нету ни деревьев, ни планетей, ничего нету, ни города. Вот нарисовали. Сейчас я вот открою свой ролик и посмотрю, есть ли в том ролике вот этот остров. Они наклепали уже тут много островов. Их не было. Когда я делал ролик. Это как с островом Филиппа тоже. То он исчезал, то появлялся. В одном, то в другом месте. Да, там интересно получилось. То есть утром я в эфире говорю, смотрите, ничего нету. Вечером монтирую ролик, смотрю, у остров появляется. Ну, скажем так, прорисованный на нем ландшафт. Или что-то в этом духе. Знаешь, Вячеслав, ты у них похожи как антивирус, точнее нет, как человек, который... Бета-тестер, короче. Бета-тестер. Не состыковки, да. И они такие, опа, он надо так, тут надо делать, чтобы точно уже никакой такой котлеров не прикопался. Ну вот, пожалуйста, старое видео, здесь островов нету. Давайте я даже отдалю, чтобы не подумали, что это я просто из-за размера. Нету этих островов. Что-то они тут... Ага, все. Вот видите, на современных картах, на современных, то есть в современной вариации уже острова появились, а когда я делал ролик, их не было. Причем кто-то скажет, ну здесь большое отдаление. Друзья, я приближал камеру вплотную, чтобы найти остров. Ну на тот момент, вот в этом районе не было ни одного острова. Вообще ни одного. Теперь они есть. И не один. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и этот еще посчитаю, который недомалевали. Ну, понимаете, вот нарисовали остров, а что на нем нарисовать? Они сами не знают, да? Может зелень его закрасить, может какой-то... Ну нету городов, наверное, на этом острове. Просто вот такой кусок серой глины. Или вот здесь тоже. Нарисовали остров. Чем его закрасить? Давайте дороги нарисуем. А может аэропорт нарисуем? А давайте аэропорт. Какая разница? Да вот давайте аэропорт нарисуем. А что еще нарисуем? Ну давайте еще вот один остров нарисуем. Сделаем в Тихом океане национальный парк, чтобы пингвины не стеснялись. Чтобы не смущать пингвинов, когда у них брачный период. И вот тоже, видите, ничего нету. Рисуют потихоньку, рисуют. А, кинотеатр есть. Конечно, на каждом острове самая главная достопримечательность это кинотеатр. Это однозначно. Вы что? Если на острове нет кинотеатра, то это не остров уже. А если кинотеатр есть, то уже это служит прямым доказательством, что это остров. Я такого еще не видел, чтобы кинотеатр. Вот еще налепили островов. Причем уже решили, чтобы уходить к котлярову, уже сразу зеленым закрасили. Написали национальный парк. Как до этого острова добраться бедным жителям маленького Лос-Анджелеса? Никто не знает. Но все равно сделали национальным парком. Потом еще вот нам малевали остров. Еще остров. На, котлеров, смотри, есть на западном побережье острова, а ты вводишь своих подписчиков в заблуждение. Они сделали, что они прямо как беспокойство. Посмотри, они даже одинаковые формы. Даже формы одинаковые. Ага, да, похоже, согласен. Да, они потом скажут, что это частная собственность. Остров купил какой-нибудь Стив Джобс, или, ну, этот, Билл, кто там сейчас еще остался? Билл Гейтс. Поэтому к нему нельзя подплывать даже на расстоянии ста километров. Я тогда пытался, не стал озвучивать. Просто там рисовал штрихи, хотя надо было озвучить. Лос-Анджелес маленький городок окружает просто сногсшибательное количество национальных парков. Если вы просто вот откроете вот это западное побережье, то вы ужаснетесь от того, как американцы любят природу. Они вынуждены жить на асфальте, но чтобы муравьи спокойно в национальных парках строили свои муравейники. Они не пускают туда жителей Америки. И вот смотрите, идет целое, прям как шлейф. Национальный, 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 смотрите, национальный, национальный. А знаете, что эти национальные парки ограждают? Знаете? Если через этот национальный парк пройти То можно прямиком к нашей Инночке в Ливан прийти Или к нашим вещателям, которые раньше заходили на Котлерову ФМ В Израиль можно прийти Кстати, обратите внимание, здесь тоже и с этой стороны Как собственно и с той национальной парки То есть вот этот национальный парк, он может две роли выполнять В американском случае это национальный парк добрых бойскаутов А здесь национальный парк священного места какого-нибудь И вот они тоже тут есть Вот, и вот Пора, наверное, активным американцам раздобывать костюм хищника И отправляться в поход за сенсацией Острова, острова, где-то ждут нас острова Все же карты не всегда бывают правы Острова, острова, я найду вас острова Даже если целый век придется плавать Обращаю внимание, именно когда холодно начинается пожар И потом эти очаги возгорания, они разрастаются из-за ветра И если их не успевают потушить, они могут дойти до жилых районов И вот в жилых районах уже начинают эвакуировать людей Ну вот у нас сейчас одних знакомых только зацепило чуть-чуть Просто у них рядом там был пожар И их на всякий случай эвакуировали, но все обошлось До их жилого района не дошло Тех, кого эвакуируют Ну, естественно, если у них пострадало имущество, им выплачивает страховка Причем больше, чем если бы они продали свое жилье Обычно Опять же, зависит от страховки, но обычно они не жалуются Вот, то есть пострадавших обычно нет Я, по крайней мере, не слышала за два года про жертвы То, что их эвакуируют, да, потом все тушат И люди возвращаются обратно, ну или переезжают на новое место Где-то здесь рядышком Пространные пожары Да, вот в прошлом году я впервые обратила внимание на эту тему Что выгорают все дотла Вот прям вообще вся бытовая техника Ну вот холодильник, плита, стиральная машина Все вот просто дотла выгорает и испаряется куда-то Но это вот я заметила только в прошлом году В этом году я еще на места, где были пожары, не ездила Ну, когда уже все потушено Только вот мимо проезжала, я сбрасывала видео В жилые районы я еще не заезжала Потому что там не пускают, там еще опасная зона И вот как потушат Я хочу в этом году съездить, посмотреть все-таки сама Как там после пожара, что осталось Передаю слово Ой, ну давайте я снова здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители С вами Вячеслав Котляров Приветствую соведущих снова Алексея, Ирину, Кузиночку, Женю Смотрите, это то, что до нас доходит Я имею ввиду информацию Вот такие очаги по всему миру под разными предлогами Назовем их пока условно в кавычках пожары Наводнения, цунами, тайфуны, торнадо, войны Они происходят каждый день Вот начнем с малого Чтобы понять, в чем смысл Вчера вот Виктор Салтыков приводил вроде пустяковый пример Постоянно на законодательном уровне изменяется закона Правила дорожного движения меняются каждый раз Какие-то там юридические оформления И, как Виктор сказал, чтобы жители были в напряжении Здесь же ситуация отождественна только более глобально Если относительно, я повторю Относительно в Америке, в Греции, в Италии Относительно граждан щадят То есть не дают человеку, понимаете Чтоб он на одном на сезоне вместе сидел То есть они постоянно вот как бы шпигают Шпигают, то есть вот едьте на новые, осваивайтесь В Америке, судя по тому, как официоз говорит это Все подстраховались, получили страховку Купили себе новое жилье, кто снимал, продолжает снимать Всех все в шоколаде Берем многострадальные концлагеря постсоветского пространства А здесь по-другому народ вытесняют Бомбами, да взрывами Вот взять территорию Украины Здесь как бы с пожаром-то не развернуться Да и выплачивать зачем местным жителям Шибко человечные, чтобы быть, как говорится, у фаворитей, у оккупантов Поэтому сделали Чернобыль, вытеснили территорию Устроили трагичный Донбасс, уничтожают человечество На территории концлагеря России тоже присутствует подобная тенденция Хакасии от наводнения И не одно, наверное, же Хакасии там этих наводнений То есть, понимаете, специально строят дамбы, чтобы потом несчастных человеков это притапливать Все пожары искусственные исключительно В России концлагеря каждый год подпалют тайгу Ходят специально обученные с канистрочками, с бензинчиком существа И занимаются поджигательством Ну, как бы просто местные ловят их Но про это мало кто говорит В Америке ситуация тождественна Но за тем исключением, что, как бы, я уже говорил Чем в концлагере человечнее люди, тем с ними бесчеловечнее расправляются Ну, нет смысла, допустим, не в обиду там всяким Германским концлагерям, испанским и так далее, американским Местных жителей шпигать, они уже, как бы, и без того хорошо обучены Уже, как бы, роботизированы Поэтому, ну, что их уничтожать Роботы, они позабыты хлопоты Остановлен век Вкалывают роботы А не человек Дальше Пожары Не просто, вот, если там случай с канистрочками тайгу подпалили То в Греции и в Америке, насколько я вижу, применяют технологии, которые нам неизвестны Назову их пока условно Шаровая молния То есть, скорее всего, как правило, это всегда должно делать по ночам То есть, какой-то гиперболоид инженера Гарина Какой-то мощный бластер Я вам скажу, направляется в каждый дом И, судя даже по видеоснимкам Дом выгорел, а вокруг его деревья стоят Ну, вы обращали внимание Что от дома ничего не осталось А вокруг дома деревья даже это С листвой Несмотря на это, не могу понять, почему мне попадались на глаза Откровенные видео Компьютерной графикой То есть, я бы усомнился бы Если бы в свое время Ларочка наша не подтвердила Ну, она подтвердила, да, ездила, моталась Чтобы мне подтвердить, есть пожары или нет Вот сейчас Женя подтверждает Все-таки горять Сейчас я, конечно, не буду искать это Или, может, не полениться найти Показать вам, где я конкретно увидел компьютерную графику Может быть, знаете как Может они действительно еще Может быть, это такой двойной ход Меня, чтобы котлеры у вас запутать То есть, действительно выгоревшее место Вот, смотрите, они сняли на пленку Действительно существующее место Они приукрасили графику Вот сейчас я Валерий Помните канал Валерий? Я так хотел сделать ролик Мы еще разговаривали по поводу с моряком Валерий Пожары Сейчас я перед тем, как слово передам Все-таки давайте я вам покажу Пожары Он что, удалил? Калифорния, да? Калифорния Та-да-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Наверное, как-то по-другому назвал Ладно, хорошо, я тогда передам слово Попробую найти у Валерия все-таки этот пожар И показать, где я увидел четкую графику Должно сгореть дерево? Должно, но почему-то не сгорают Все, передаю слово Кстати, надеюсь, Ирина, понятно, почему пожары Ира Да, да, вот так я как раз об этом и думала, Слава То, что ты сказал Я как раз вот это и вдруг для себя поняла Просматривая видео И это абсолютно точно, что ты сказал Что именно дом сгорает Это было в Греции то же самое Когда сгорели дома, а рядом стоит машина Рядом с домом этот свиминг-пул, ну как бассейн И там лежачки лежат, которые пластиковые Стульчики, пластиковый столик И он почему-то не сгорел И машина стоит во дворе Это же все маленькое пространство А дом сгорел, а это рядом не сгорело То есть это целенаправленный удар именно по дому И то же самое вот в Калифорнии в прошлом году было Когда сгорали именно дома Вокруг деревья тоже оставались зелеными Должно же сгореть дерево, должно Но почему-то не сгорает То есть вот, да То есть получается, что это кто-то целенаправленно Все это уничтожает Вот и все Я утром сегодня как раз об этом говорил Если кто услышал эфир Ну сейчас коротенечко повторю Вы, наверное, знаете технологии телевизоров 3D То есть где получается Ставится 3-4 столба по периметру А в центре идет голографическое изображение То есть идет лазерный луч И в месте фокусировки в определенном месте Появляется вот этот голографический эффект Также это вполне может быть эти вышки 5G То есть они направляют свой сигнал на определенную точку Там фокусируются Знаете, как вот зеркала на одно место Когда направляют И это в принципе с нынешними технологиями Вот этих вышек 5G Сделать вообще элементарно У них достаточно обширный спектр действия То есть они могут и человека зажарить И любой объект Ну, это микроволновое излучение Какой ужас Вообще Так вот живешь и кто-то тебя раз и сжег Ой, кошмар Самая технология была применена в этом На перевале до Дятлова И еще на других местах Тора Вот такая же технология была Ну и плюс еще, может быть, привлекли еще другое Давайте я переведу Для слушателей и зрителей С древнеславянского Что наш уважаемый Игорь сказал Ну, во-первых, просто что тихо было Игорь имеет в виду, что в случае с самовозгоранием Это из той же оперы Я подтверждаю, что это были тесты на людях То есть пастухи одинокие горели Одинокие туристы Дятлов перевал бы Он бы в тайне остался Но не планировали не освещать Просто вся катастрофа была в том, что Убийцы этой группы были полностью уверены, что все пошли А помните, один парень заболел И только вот из-за этого парня была получена информация Что экспедиция погибла Не было бы этого парня, пошел бы Никто бы про перевал Дятлова не знал Как на заставе Застава на пограничье Как же выразиться-то Вот был, не знаю, 5-10 лет назад тоже случай Пограничник убил всех своих сослуживцев И сжег их Вы бы видели то видео То есть кровати, на которых они лежали Они были полностью расплавлены Как оловянные солдатики То есть что он должен был налить на кровать Чтобы металлическая кровать Несколько десяток металлических кроватей Превратились в маленькие кучки металла Потом мы сказали, он убежал в тайгу Че не в тайгу Я не помню, на какой границе было Там долго скрывался Потом его поймали И в суде он во всем признался А потом, как обычно, по-моему, в камере повесил Или что-то вроде этого То есть тоже тестировали оружие На живых людях Вот как люди это Могут ли загораться Ну вот приблизительно так Ну мы живем в ужасном время В ужасное время И я считаю нашим человеческим долгом По возможности все-таки Хоть не на большом уровне Как говорится, хоть соседу скажи Неважно, примет он это, не примет Долг информировать А там уже пускай человек сам решает Передаю слово Цель канала Вообще основной посыл Он вообще изначально создавался Да, просьба Только микрофон выключать Для каких целей После того, как 25 апреля 16-го года Я выпустил свой с вами первый ролик Теперь я их уже, наверное, под тысячу выпустил Появилось большое количество вопросов Поначалу я еще как-то пытался отвечать В контактах, в одноклассниках, на почту Но уже через месяц поток писем был настолько велик И они сейчас по сей день идут Там сотни тысячи Что я решил создать канал На котором в прямом эфире Буду отвечать и в таком интерактивном режиме На все вопросы Вот И как бы Стараюсь отвечать на эти вопросы Вячеслав, я хочу к тебе обратиться К Коклерову я имею ввиду Вот там Ирина у Славика на заднем фоне Может быть ты ее просветишь на самом деле Где она живет Потому что для человека, наверное, который просто сейчас ворвался к нам внезапно в эфир Это будет интересная новость Наверное, ей будет смешно Ну, посмотрим Ну, смех это Как бы Когда мы смеемся Это у нас истерическое расстройство Потому что любая информация Это боль И смех по звукам похож на плач То есть человек как смеется, так и плачет И в зависимости от болевого шока Человек либо плачет, либо смеется Бывает смех сквозь слезы, наоборот Значит Единственная просьба, на всякий случай Я подстрахуюсь Выключите микрофон И почему Техника у меня не отлажена должным образом Дело в том, что если у кого-то включен из соведущих микрофон Идет эхо Двойной звук Значит Вчера придумал афоризм Сейчас я его озвучу Знаете, есть такая общеизвестная поговорка Приписывают ее Геббельсу И звучит она так Ну, все ее знают Чем чудовищнее ложь Тем в нее легче поверить То есть, когда абсолютную ложь Рассказывают человеку, людям и жителям Они в нее верят Ну, такую, чудовищную А я придумал продолжение этой поговорки Которая перетекает в афоризм А чем чудовищнее истина Тем в нее не верят Ну, уловили момент В ложь чудовищную человек принимает Обманываться рад Ну, местные жители, они как дети наивные То есть, им сказали И они на слово верят Причем оккупационный режим это знают Они так между собой говорят Вы этим олухом говорите Они все будут хавать У них принято на слово верить Они так как от рождения человека И они не знают, что такое обман Вот А истина получается наоборот Чем чудовищнее истина Когда я человеку озвучу истину Он в нее не верит То есть, ложь мы принимаем запросто Истину не может Континента Северная Америка не существует Его нам нарисовали Все так называемые города Соединенных Штатов Америки Находятся на юго-восточном побережье Азии То есть, вы не можете в собственном доме ходить куда угодно И когда пожелать Вам, конечно, внушились, что есть какие-то страны мира Но по своему, к сожалению, слаборазвитости Вы не понимаете, что это концлагеря В которых нас на физическом уровне убивают каждый день Вот Ну пока я тематически это все как бы слушаю Мне, наверное, после лекции будет Есть о чем сказать и задать вопрос Пока я слушаю Ну все вопросы, Ирина Я уже знаю наперед Как получается, что в Америке темно А у нас светло и наоборот Как тогда самолеты летают Как корабли плавают И, кстати, курьез в том Курьез в том, что даже доказать человеку Который вот сейчас, вот вы, допустим, находитесь в Соединенных Штатах Доказать, что вы на отдельном континенте Вы не можете Вы будете нам показывать дома В лучшем случае город можете показать Квадрокоптер поднимите И покажите город Ну где этот город находится Это только обеспеченный человек Ценой своей жизни может проверить Из любого американского города Лучше, наверное, взять точку Лос-Анджелес И по побережью от Лос-Анджелеса Все время ехать Ну если пропустят, то попадете прямиком в Сибирь Если не пропустят, потому что 20-тысячная армия охраняет Это все рубежи Беспилотники То, как говорится, по дороге расстреляют Ну, нет, если из Лос-Анджелеса вы выйдете Вы не в Сибирь, конечно, попадете Вы где-то попадете в район Казахстана В Казахстане кто не в курсе В первом эфире Точно такой же Гранд Каньон Один к одному Вот, поэтому я говорю так Попробуйте меня провернуть Ну уже сколько прошло? Год, два Никто не смог так и мне Ни Америку показать Ни Африку Ни Австралию Никто И не смогут Кто-то, если впервые слышите А как же полеты в космос? Ну, чтобы понять полеты в космос Вообще, любой вопрос надо изучать То есть, допустим, человек родился И всю жизнь учился на медика И он стал высококлассным хирургом А почему высококлассный хирург? Да, он может разбираться в географии Но он на это не учился И как он может лезть в географию? Или наоборот Географ возьмет скальпель Полосанет человека Убьет Какого географу, который не учился Лезть в медицину? Я потратил 20 лет своей жизни Даже больше С 19 лет Вот сейчас мне больше 40 Я изучаю истинную географию нашего мира Вот То есть, я 20 лет жизни отдал этому Чтобы вот так вот говорить спокойно На эти темы Вот И мне начинают говорить Вот ты не прав Ну, вам показали компьютерную графику И вымышленные картинки Как оккупанты говорят Вы им врите Они все равно все примут Потому что, к сожалению Рационального мышления Нету Не вина Не вина местных жителей С детства нас травят Начиная с роддомов Вакцины вкалывают Которые делаются из дерьма Он как больных Поэтому все дети в детских садах Начинают после прививок Болеть повально Ветрянка Оспа Ну, не оспа Там краснуха Золотуха Золотуха Свинка Нам оккупанты говорят Ну, это чтобы организм Сопротивлялся Нет, это чтобы организм Начинал погибать Ребенок родился Ему сразу что От рождения Глюкозу Что ребенку От рождения Сразу пуповину отрезали А пуповина должна Там Через несколько часов Отрезаться Потому что Ребенок Чтобы выйти Он из себя Все выкачивает В пуповину А потом Из пуповины Все в себя забирает Обратно А ребенка достали Сразу пуповину Полосанули И все И то, что он Из себя выкачал Так он себя и выкачал Дальше больше Дальше идут уже Продукты питания Все отравлены Дальше Таблетки идут Абсолютно все отравлены Вот Химтрейлы Летают Самолеты Нас травят Телевидение Зомбируют Слава богам Слава предкам У меня на канале Сколько Более 50 тысяч человек И я каждый день Жду Когда его заблокируют Вот Потому что То, что я озвучу Оно как бы Не входит В планы Окупационного режима Чтобы человеки Знали Что Соединенные Штаты Америки Седощательно Скрывались От нас На юго-восточном побережье Азии Зубная паста Тоже в торт Добавляют Люди Когда чистят Постоянно Каждый день Зубы Вот этой Покупной пастой Перестают соображать Воду в торт Добавляют Когда химтрейли летают Они над нами Алюминий распыляют И в продукты Стараются Алюминий добавлять И так далее Поэтому В такой агрессивной Среде Остаться Чтобы соображенчик Работал Это тяжело Давайте лучше коснемся Другой темы Просто Нам интересно Послушать Ирину Где она путешествовала В каких она местах была Была ли она На самом каньоне Что там интересного Она видела Я тебе братанчик скажу Я был на каньоне Много рад Что ты хочешь знать Да Вот не за меня Расскажи слова Суббор Ты на каньоне Смотри Ты побывал на каньоне Что там ты увидел В этом каньоне Ты видел Горы Ты видел фотографии В интернете Похожие Казахского Похожие Я предлагаю Другой эксперимент Если есть В распоряжении Квадрокоптер Вы его просто Приедете в Горан каньон И поднимите в воздух Чтобы увидеть Братьев казахов Но Сразу Спешу вас Предупредить Что тут же приедет Огромное количество Полиции Которые В лучшем случае Ваша штрафует А в худшем случае Расстреляют Попробуйте Присните мне тогда Для чего это все Для чего Такая ложная информация Всему миру Мы живем В системе глобальной Лжи Ну вот Надо понимать Мы живем В мире Где нам Постоянно врут Мы являемся Для них Лишь Рабами И пищей И правильно Говорила слава Чем глобальнее Ложь Чем больше В нее верят Нет В этом я согласен Да Мы живем В такой системе Где нам Врут постоянно И во всем И это Давайте ее запустим В Казахстане В Каньоне Попробуйте Врубить пройти Пролететь Или там Пройти Проехать Нет Не Алексей Хорошее предложение Иринки Давайте в Казахстане Запустим Давайте Кстати В Казахстане Вот есть видео Запускали Но сейчас Не знаю Наверное уже Все не запустят Давайте Давайте Прямо завтра Ирина Запускай А почему Не запустят Давайте Повторение Сделаем Приеду Я Поедем Туда Запуск Вас Ничто Не смущает Что Весь Ближний Восток Постоянно Находится В состоянии Войны И вас Не спущает Что Существуют Национальные Национальные Парки В которые Доступ Запрещен И их Огромное Количество Где Я вас Тут же Арестую Я понимаю Подождите Давайте Начнем С того Что мы Находимся В глобальной Лжи Да Нам Изначально Нам Врут Во всем Вы с этим Согласны Тему Философствовать И такую Провести Как бы Беседу Действительно Нет Это философия Это факт Хорошо Факт Я согласна С этим Фактом Но не Всех Областей Не Всех Областей Кто Люди Заинтересованы А почему Вы Принимаете На первую То Что Знаете Изначально Что Вам Врут Вот В эту Ложь Уже Принимаете Изначально Нет Я Не Принимаю Я Не Принимаю Это Ложь Изначально Ну Как Не Принимаете А Вот Так Не Принимаю Вот Допустим Я Согласилась Вот С парнем Я Извиняюсь Кто Сейчас На Вячеслав Вячеслав Да Проводит Лекцию Вот Я Согласилась На Тему На Тему Пока Одной Темы То что я Услышала Для меня Явилось Не ложью А правдой Насчет Касающихся Детей И допустим Этих Прививок И какой Идет Потом Какой Сайд Эфект Ну Как сказать По-русски Ну Как бы После Что может Получаться После этого Насколько Это полезно Или вредно Я могу Коснуться Выше Темы Для чего Нужны Онкологические Центры А лучше Чтобы Очень Тщательно Развивали Паразитологию Я могу На эту Тему Поговорить Но кому То это Выгодно И давайте Сейчас мы Расскажем Свою Правду Об этом Наше Мнение Как это Искоренить Вот давайте Коснемся Глобального Вопроса Не так Вокруг Да около А вот Поднимется Народ И скажет Давайте Закроем Все Онкологические Центры А откроем Центры По паразитологии А вот Если Были Центры По паразитологии Не было Больных А кто Вам Это Сделает Как Сделает Мы Касаемся Вам Это Сделает Что Вам Это Сделает Что Нам Это Нет Кто Вам Разрешит Это Все Сделает Какие Упасы Для этого Рисунков но поднимется чем чудовищнее ложь тем нее легче поверить а чем чудовищнее истина тем не и не верят сценарий голливудского кино не редко предлагают зрителю перенестись в казахстан однако в некоторых случаях совпадение с реальностью заканчиваются на название страны остается загадкой почему кинодеятели продолжают указывать в качестве локации казахстан не получив о нем достаточной информации смотрите есть теперь у нас уже видео факт вот пожалуйста ролик я назвал в америке больше заборов чем в австралии это действительно факт то есть мужчина алекс брежнев вот он проехал сотни километров вдоль этой колючей проволоки то штат невада но это не единственный такой забор я так понимаю что там все в заборах я скинула в чат карту ну карты мира с серыми и красными зонами вот красные зоны заселенные вы можете и в эфир как-нибудь показать людям просто это хорошее начало с чего стоит убеждать людей вообще глазам им открывать вот серые зоны вы сейчас наверное добавить ее я потом объясню так значит начнем с карты движение вот население население можем просто брать тупо переносить вот эти куски да так это я поясню вот серые зоны это не заселенной территории красные зоны это там где есть люди живут сейчас по серым зонам вот представляете какие огромные территории просто не заселены я их все проверила по гугл картам вчера вот висечь лазила проверяла и там нет городов там бывает написано что какой-то город приближаешь его а там ничего нет там пустырь либо деревушка какое-то поселение в три дома либо как какие-то заброшенные базы такие вот квадратики пустые там ничего нет вот все эти серые зоны там нет людей причем меня удивило и австралия что там просто вот маленький маленький кусочек внизу только заселён и огромнейший огромнейшие территории просто пустует ну понятно что там пустыня но вот и сша тоже можете заметить что огромные территории не заселены в центре там есть дороги хорошее дорожное покрытие вы можете добраться с одного пункта в другой но что за этими дорогами стоит там же пустые территории там вообще никого нет думаю каждый хоть раз в жизни слышал о грозной проблеме мира как перенаселение что такое перенаселение как и в канаде как и на аляске как и большая часть азии там можно несколько континентов спрятать друзья обратите внимание то что я вам все время говорил за канаду вот жене огромное спасибо но я же говорил что канада это всего лишь маленький кусочек земли с небольшим количеством городов и эта карта наглядно об этом говорит вот этот клаптык прошу прощения можно прилепить куда угодно даже посередине саудовской какой-нибудь аравии поэтому возможно сейчас в тему будет демонстрация это первая демонстрация пока пробная схем на самом деле всю огромную работу проделал наш уважаемый художник александр вот все его знают значит вот это он все понаходил давайте я вам продемонстрирую то что саша нашел значит эта схема показывает страны где есть военная активность сша вот посмотрите где у нас сша активно розовым цветом прям так и песня идет на память розовый фламинго дитя заката дальше без фальши смотрите это уже зеленым цветом показано страны которые защищены ограждениям а красным это ограждение которое строится вот вообще тоже бомбовская схема испания марокко забор грузия турция но северная корея куда же без нее баства на зимбабве сша мексика вот израиль палестина я думаю что как раз то вот там через палестину можно в сша попасть ну и то же самое индия пакистан тоже сша можно попасть поэтому там боевые действия специально вот в европе заборы но нас этим не удивишь да вот интересный ход эстонии латвии да так называемых забором это все александр нашел тут краткий список пакистан афганистан пакистан индия северная южная корея забор саудовская аравия ирак саудовская аравия йемен кувейт ирак эмираты оман узбекистан таджикистан таиланд малайзия но там же как раз то и америка тоже вот дальше вот смотрите здесь тоже голубым строят или построены пограничные барьеры так красные тоже линии заборы эти все заборы особенно юг африки я кстати когда бразилию увидел что она вот так в заборах сделано я сразу вспомнил свою схему то есть забор получается у них по моей схеме проходит где-то вот здесь чтобы жители туда и в асгард не пошли пешком до южной африкой все понятно потому что опять же можем вспоминать мою схему и обратите внимание электро забор 3300 вольт а знаете почему берем опять мою схему где этот забор по моей схеме африканский а вот он вот он этот забор то есть сюда тоже нельзя потому что когда сюда придут вдалеке землю найдут а на карте этой земли нету но это по сути австралия тоже самая ситуация забиваю вперед из австралии они здесь забор поставили и здесь это если брать вот официоз и сравнивать своими картами видите как заборы сделаны они перекликаются с моими схемами официальной карты где заборы расположены ну и самая бомбовская карта это конечно минные поля уважаемые слушатели и зрители это все минные поля еще раз благодарю александра кащенко за то что предоставил титанический труд для демонстрации я думаю что расширена я все-таки буду эту тему затрагивать это сейчас пока первые первые штрихи вы помните с америка я тоже первые ролики ну как бы только раскачивался данный видеоролик был опубликован 4 апреля 2017 года так вот обратите внимание смотрим справа почему-то на этой карте материк заканчивается смотрим слева почему-то это материк моем понимании требует логического продолжения что видите вот он уходит вправо и как бы продолжает это чтобы общий смысл понятия сделал понятно это я на скорую руку слепил но я просто хочу вам донести общий смысл хочу показать что вот этого что нам нарисовали на карте тихого океана его не существует то есть россия плавно переходит в канаду данный видеоролик был опубликован 4 апреля 2017 года россия плавно переходит в канаду ну с каждым роликом с каждым человеком который появлялся в эфире и вносил неоценимую лепту в общее дело ролики стали более расширенные и полномасштабные а сейчас я нашей же не передам слово до интересные карты столько заборов и минных полей по всему миру еще бы вот собрать это все в одну карту добавить еще и естественные преграды вроде гор вот и тогда вообще будет пустая земля вся перекрытая со всех сторон да и заповедники национальные парки частные территории привет слава привет игорь здравствуйте жене привет чат я вот хотел бы пару слов добавить по поводу заборов заборов различных парков национальных а ведь и мы упускаем еще тот момент есть огромный пласт частных земель где вот мне не кажется самые важные на которые вы просто супите вас на месте там пристрелят и это будет совершенно законно с точки зрения закона и вот если все это сложить то получится мы живем на очень маленьком кулачке земли да действительно у нас земли вот по которым можем ходить не так много и здесь вот когда я переехала я заметила что людей то не так много на самом деле вот говорят что лос-анджелес он такой огромный город но я совсем не ощущаю что он огромный он такой маленький вот здесь с одного конца до другого доезжаешь где эти миллион людей живут здесь в основном одноэтажные частные дома и людей практически ну и не знаю мне кажется вот так по ощущениям здесь не больше одного миллиона населения а утверждается что вместе с агломерацией здесь там чуть ли не 20 чем-то миллионов человек где они все живут их нет и вот если даже по гугл картам посмотреть я рассматривала китай да там городов то вообще нет там три крупных города а вот если куда-то в лес приблизить смотришь название города какого-то приближаешь а там нет вообще ни одного дома там просто лес или деревья или на реки какие-то или горы то же самое абсолютно с канадой там пару городов а вот какие-то где-то в глубине приближаете город а там его нет на аляску заходите google maps приближаете любой город где-нибудь в центре аляски там куча названий городов но если их приблизить их нет там нет вообще ни домов ничего просто пустыри и так по всей планете здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 12 часов 40 минут 05.11.18 год большая благодарность марии которая оставила ссылку под роликом в сша везде заборы с колючей проволокой а также алексу брежневу который продемонстрировал шикарный видеоряд кто желает посмотреть видео факт ссылка будет под роликом в описании или жмите вот на эту кнопочку быть добру пока пока так я сижу в калифорнии вообще из россии сюда эмигрировала больше двух лет назад подживу в лос-анджелесе замечательно как вас можно величать по нику а или это ваше имя здравия здравствуйте меня зовут женя можете же не назвать а очень приятно замечательно за не она сейчас слушает мы втроем до в эфире игорь фефилов он наш домовой котляровый фэм и он присутствует круглосуточно вот а слушать нас в эфире я даже не знаю сейчас сколько человек а 48 пока человек но я думаю будет больше недавно вот как раз слушала ваш эфир с женщиной из лос-анджелеса по моему тоже а нет из сан-диего из калифорнии надо до лариса из лос-анджелеса потом у нас была кристина из майами и юлия была из на и нью-йорка ну как бы лариса она вообще с нами уже как говорится от рождения этой площадке вот поэтому вы как бы четвертый американец а так ну вот я могу подтвердить слова что да действительно здесь все дома строят из дерева здесь практически нет каменных домов или кирпичных это большая редкость причем многоэтажные дома тоже сделаны из дерева и я также не видела здесь срубленных деревьев но смысле чтобы их везли где-то в на поездах на машинах здесь все уже готовое распиленная и все дома действительно строят из дерева так по поводу ваших видео про америку что континента нет мне очень нравится эта идея я сейчас стараюсь найти какие-то подтверждение еще этому здесь дело в том что здесь много старых библиотек и я вообще люблю больше читать чем смотреть видео так получая информацию и потом размышляю об этом обдумываю пропуская через себя и каким-то выводом какие-то какая-то информация приходит во сне пока что вам не нравится это что действительно континента этого нет на старых картах я пока не могу найти ну вот в библиотеке физических источниках информации пока не попадались такие книги в основном это азимутальная проекция земли ну вот на всех древних картах которые попадались вот и у меня вопрос по поводу стеклянных пляжей вот вы говорили что есть в россии побережье со стеклянным пляжем да и есть в калифорнии но тогда получается что на вашей карте должно быть западные восточные побережья америки поменяны местами чтобы эти пляжи совпадали так на определенном этапе я с этими пляжами зашел в тупик исследовая этот момент у меня так получалось то есть знание что континента не существует я у меня было известно уже давно я получил очень давно все остальное то что я вот составляю карты это все логическими умозаключениями то есть отталкиваясь уже от фундамента что континент северная америка просто нарисован и соединенные штаты находится на юго-восточном побережье азии дало мне толчок дальше уже своими человеческими ресурсами исследовать эти ключевые моменты и я заходил в тупик с восточным побережьем потому что вот калифорнийский пляж и действительно как бы если владивостоке но потом когда я все-таки нашел западное побережье действительное западное побережье она грубо говоря примыкает к арабским эмиратам скажем так лос-анджелес недалеко находится от арабских эмиратов ладно давайте я покажу чтобы наглядно было сейчас найду быстро карту просто когда нашел западное побережье я пришел к выводу что возможно официальная история не врет а что не врет официальная история официальная история говорит нам про калифорнийский пляж следующий то есть владивостоке он как-то сам по себе образовался силой природы да но мы знаем это скорее всего ядерные какие-то удары были и песок плавился кто не знает уважаемые слушатели и зрители наши бутылки делаются из песка поэтому если огромная температура то все это добро плавится и естественно но как бы имеет то или иной мере цветную форму так вот смотрим на эту схему то есть это схематические специально политическую карту нарисовал чтобы было легче ориентироваться мне постоянно достают с этой индии но читайте официальную историю колумб куда плыл в индию а при плыл в америку вот вам индия америка это одно и то же не носитесь с этим полуостровом мандастан я уже под роликом прочитал а где остров мандастан следовательно предположительно его владивостоке есть стекольный пляж который официальная наука стеклянный пляж сказал сам образовался и в калифорнии официальная наука говорит что его искусственно создавали хотя возможно ядерные удары приходились скажем так и там и там по поводу от одинаковых мест еще есть в канаде роща и в казахстане роща эти рощи одинаковые визуально чуть ли не по названию скалистые горы канады затоплены прибрежные ясеневая роща а казахстане ясеневая роща прикоснитесь к реликтовым деревьям про леса что пишут из канады везут лес но если канады нету они к сожалению не могут понять что канады нету поэтому у них лес везут из канады но канада скорее всего эти 12 20 городов предположительно находится вот в этом районе то есть затрагивает часть сибири как я помните в ролике сказал когда канаде начались пожары то сотрудники мчс решили поспешить канадцам на помощь сильный лесной пожар в канадской провинции альберта охватывает все новые территории угрожает распространиться на земли соседней провинции соскачиван также министр отметил что в этом году как никогда рано пришлось реагировать на возгорание в сибири на дальнем востоке в этих регионах пожарные рослисхозы уже вышли на борьбу с огнем вашингтон 6 мая риа новости алексей богдановский канада рассматривает предложение рф о помощи в борьбе с лесными пожарами но эту информацию в эфирах я извучивал но наконец-то мне удалось в ролик ее запихнуть и вот там один добрый человек сразу подметил пишет большой вопрос зачем рф помогает канаде которая находится так далеко это то же самое что китайско-мексиканские отношения кстати хорошая ссылка я делал ролик где китайско-мексиканские отношения потому что они братские там типа народы вдумайтесь да но по моей схеме по получается все логично почему китайско-мексиканские отношения вот мексика вот грубо говоря китай да поэтому у них и отношения мексики стоит памятник китайской девушки в общем они там очень этому рады обзор китайско-мексиканские отношениями долгую историю и широкие перспективы на площади в центре мексиканского города поэбла стоит статуя под названием китайская девушка хотя никто достоверно не знает когда и по какой причине в мексику прибыла молодая китаянка в честь которой была воздвигнута эта скульптура данное произведение искусства можно смело назвать очевидцем развития китайско-мексиканских отношений вот поэтому насчет пляжа надеюсь я на развернуто ответил то есть еще раз повторюсь вот схематически лос-анджелес как я в ролике сказал и вот это было до ларисенька если слышишь большая тебе благодарность потому что она первый человек который мне сказал что исключительно из арабских эмиратов нефть танкерами возят в лос-анджелес а вот арабские эмираты да я хотела подтвердить ваши слова по поводу колумба да мне тоже всегда это было странно почему он поплыл вроде как в индию был вообще в противоположную сторону это вообще очень странно и по поводу австралии у меня тоже всегда был вопрос давно уже наверное лет 15 как я узнала про эту стену это вообще очень странно что у них половина континента загорожена стеной и якобы это от собак от кроликов но это такой бред если честно неужели животные не могут прокопать себе особенно кролики прорыть яму и пролезть под этим забором вот и когда я начала спрашивать но вот я с австралийцами общаюсь у меня есть одна женщина в австралии живет и вот у нее тоже много вопросов по поводу этого забора что скорее всего это опять же подтверждает вашу теорию что австралия это все-таки не отдельный континент а это антарктида и тогда становится логично и понятно почему они сделали эту стену чтобы люди просто не ходили туда и не поняли что они на самом деле не на континенте живут а на антарктиде вот здесь в сша вот я сколько попутешествовала здесь везде стоят забор вот только ты выезжаешь куда-то немножко на природу куда-то в лес куда-то в горы и везде стоят такие заборы ну конечно через них легко перелезть и животные естественно тоже могут перелазить вот зачем стоят везде эти заборы вот куда не идешь везде это резервации везде частная территория везде все огорожено вроде как и в лес идешь но все контролируемо то есть вот сюда ты можешь пойти вот сходить вот здесь вот на гору посмотреть а вот дальше уже не можешь все в заборах и в австралии этот забор огромнейший и на границе с мексикой так это огромнейший забор вот зачем эти заборы нужны опять же чтобы люди не ходили не исследовали и вот я сколько вы здесь с людьми тоже ездила вчера вот ездили в горы все в заборах никуда особо нельзя пойти вот только вот здесь вот дорожка вот здесь вот у тебя туалеты здесь у тебя рестораны и все вот здесь вот ходи вот кусочек природы маленький такой а дальше никуда нельзя пойти когда я была в россии я как-то особо не видела ни геев не лесбиянок ну как-то попадались но это были такие единицы это как-то так не открыто а вот когда я приехала сюда у меня был культурный шок если честно здесь столько этих геев столько лесбиянок и столько много трансгендеров я раньше вообще не задумалась на эту тему но здесь трансов этих просто вот они по улице ходят везде вот это или мтф называется или ftm то есть или из женщины в мужчину или из мужчины в женщину вот когда из мужчины в женщину их гораздо лучше видно ну сразу видно мужские черты а вот когда из женщины в мужчину переделывают тогда не так это заметно вот и я общалась еще с несколькими людьми здесь ну здесь у меня много друзей они работают каких-нибудь сферах услуг там в переездах в каких-то там handyman работает вот и они работают в голливуде у знаменитостей и вот они утверждают что все знаменитости они все трансгендеры и когда я начала смотреть присматриваться к этим знаменитостям я увидела что блин действительно вот особенно по женщинам видно вот какую знаменитость не возьми женского пола ну как она себя представляет у них у всех мужские черты лица вот все эти там дженнифер энистон там тейлор свифт все эти селиндионы они все мужики вот их если просматривать у них у всех как на подбор нет талии у всех у них мужские черты лица и вот это тоже такая интересная тема вот зачем они они своим детям меняют повод например взять эту анжелину джели она говорит вот моя дочка шарлотта да ей три года вот на три года решила что она хочет быть мальчиком и вот я начала наряжать ее в мальчика и вот сейчас он она она он вырос и это была девочка но сейчас она мальчик взять семью у уилла смита например с женой вот посмотрите их рядом да уилл смит и его жена вообще непонятно кто из них мужчина кто из них женщина и что произошло с его детьми у него сын и дочь и вот они сейчас он значит стал геем его сын она стала лесбиянкой но если их посмотреть рядом вот сына и дочь то там ясно видно что мальчик был девочкой а девочка была мальчика передаю слово что вы думаете об этом какой же остров видят сан-диеговцы они как раз то видят не остров а полуостров понимаете получается слаб у нас здесь все строят из дерева на дерево здесь нет в россии вырубают все начиная от карелии кача сибири там у вас есть такая и она какой-то тут ролик выпустила по поводу деревьев да что сейчас дали разрешение строить из дерева дома амбулатории и так далее и я вдруг знаешь о чем подумал сейчас просто просто послушай значит здесь в америке вообще все дома называют картонные почему картонные потому что я так рассказывала сама по дороге лично я с большим интересом слушаю они смотрятся как будто каменные как будто действительно они сделаны из камня но они на самом деле вот во первых здесь тепло у нас да нам как бы не нужны такие вот батареи на стенах и так далее мы этим не пользуемся практически но на самом деле построены все из деревяшек помнишь я тебе даже вот когда ты меня просил поехать на пожар и посмотреть я тогда гоняла по всем этим местам и ничего не увидела но я тебя тогда отправляла фотографии домов как они строятся там просто деревянные каркасы там ничего не заливается цементом там нет никаких вот этих вот как в россии знаешь вот опалубка там потом цемент заливают нету этого просто деревянные дома и вот это стоит бурхан рассказывает о том что в россии разрешили значит строить из деревьев а раньше это было запрещено и более того она еще сказала что я подумала слушай вот я езжу здесь я мотаюсь здесь я вижу вокруг себя никогда не видел составов которые бы везли лес вот ну никогда не видела более того ты можешь представить лес где я живу где пальмы да там это какой-то тростник может будет какой лес откуда здесь столько деревьев от ну не деревьев а уже обработанных вот этих как они называются не знаю большие блоки и вот эти деревянные если ты придешь любой магазин который для строительства ты увидишь очень много дерева из него там ну все что угодно построить можно и не так уж дорого кстати я подумала смотри опять же никогда я жила еще в питере да даже больше того под питером городе выборге одно время пришлось служить там и там была такая штука что шли составы с лесами которые как раз таки вырубались на территории карелии да вот там они вырубались если состав и финляндию причем тогда еще был разговор как можно столько лет отправлять финляндию зачем потом был невзоров это это знаешь вот 90-е годы невзоров сказал мы отправляем составы леса назад получаем какие-то железные щипцы которые нафиг никому не нужны и я вот сейчас вот просто вот я просто не могу понять откуда здесь у нас только леса вот здесь все строится в калифорнии и из дерева просто из шикарные дома которые смотрятся там 2-3 тоже они просто все из дерева откуда столько леса в калифорнии вот здесь просто нет я ни разу не видела составы которые как в россии эти бревна да я тоже этого никогда не видела то есть понимаешь я вот сейчас сижу и думаю а если действительно составами каким-то образом из казахстана или еще откуда ауда у своих руках почему я в казахстане прицепилась чудо там про казахстан сказала вот зря я как бы внимательно но сейчас еще раз переслушиваю понимаете получается слаб у нас здесь все строят из дерева на дерево здесь нет россии вырубают все начиная от карелии скачать сибири и у вас там не строили из этого строились как было из камня а здесь есть дерево каким боком они могли что через океан это все переправляется или как знаешь что вспомнила что были такие фотографии что вот они сиквое здесь рубили ну конечно рубили но хорошо они рубили сколько лет назад они что их там потом на всю жизнь что ли обеспечили тем более сейчас это запрещено эти большие крупные деревья они как бы здесь лесопарки все сохраняют их нельзя вырубать откуда лес так как это откуда дровишки я два слова прокомментирую ну вообще как бы официально лес еще с незапамятных времен на именно отрезок я возьму советский союз так как я прослушивал старые эфиры с моряком он из архангельска они как бы официально плавали большие постоянно скажем так объемы дерева перевозили в соединенные штаты и это было постоянно на потоке каждый день я вообще другую версию предложил думал думаю если действительно он не напутал и повернули они получаются если по отношению сверху направо тут же очень важно смотреть если мы снизу смотрим то поворот налево если сверху то направо то не было версия что лес вообще может васгард возят че в эту агарту вот но это надо выяснять назвал назвал два порта прибытия и плюс я еще хочу разобраться круизный лайнер из испании идет тоже на майами я думаю там точно также строится дерево вся америка и деревянная абсолютно вся здесь никто из кирпича ничего не строит вы не увидите здесь что-то что построено из кирпича абсолютно нонсенс только дерево но я не вижу чтобы здесь что-то вырубалось я не вижу здесь вообще лесов таких которые вот как в россии или в сибири вот я просто этого не вижу и потом почему я так еще говорю я видел на таможне в общем короче говоря потому что надо подумать откуда здесь лес как он может сюда доставляться каким образом потому что все абсолютно построено из леса все деревянное интересно через финляндию точно финляндия была транзит не могли столько тоннажи леса финнам они уже все бы были там лесом завалены скорее всего через финляндию как раз того то аварта она намного ближе чем нам кажется и вот наверно скорее всего туда переправляли не мышь не знаем что на тех континентах может там леса не хватает может у них там вы вообще ничего строить дома они должны были покупать или засеку какую-то допустим они покупали одну а на самом деле они могли эксплуатировать больше это был самый криминальный бизнес 90-е годы там и убивали людей что только не делали именно из-за леса шел лес вот где допустим петербург и так далее карелия вот это все шло через финляндию но понимаю что интересно хорошо а сибирь если действительно так вырубают куда она идет ну вот если предположить что кто-то сейчас бы слушал бы нас бы и возможно отдельным роликом на этот канал залью потому что нам потеряется скажет ну возможно канадские леса рубят но дело в том что если действительно начнут рубить так называемый канадские леса то прорубят до перепуганных хабаровчан увидят канадцы встретиться с хабаровчанами ведь самая большая проблема чтобы на дальнем востоке скрыть несколько городов канады это вот эти пожары для них катастрофа потому что если выгорит вот этот небольшой перешеек который всего лишь лес до сильный лесной пожар в канадской провинции альберта охватывает все новые территории угрожает распространиться на земли соседней провинции соскачиван также министр отметил что в этом году как никогда рано пришлось реагировать на возгорание в сибири на дальнем востоке в этих регионах пожарные рослисхозы уже вышли на борьбу с огнем вашингтон 6 мая риа новости алексей богдановский канада рассматривает предложение рф о помощи в борьбе с лесными пожарами сообщил риа новости представитель министерства общественной безопасности и гражданской защиты канады милен кротов мы подтверждаем что получили письмо от российской федерации с предложением помощи сообщила кротов мы рассмотрим предложение полученное от российской федерации и ответим мы им свое время так слушай слав понимаешь что еще какая штука я не вот смотри когда они в россии гонят вот этот лес как он выглядит это такие открытые платформы на которых лежат вот именно прямо стволы деревьев да я никогда здесь такого не видел раз близко здесь уже обработанное все установили с вами она уже каким-то досками еще чем-то но никогда не видела вот этих вот спалов значит это какое то есть место где прежде чем поступать сюда в америку уже это все сделано значит это какое то есть место где прежде чем поступать сюда в америку уже это все сделано и не видела даже предприятие такого как ну опять же я жну вижу то что вижу может быть конечно где то есть но я я не знаю вполне вот по по вагонам судя да по поездам которые вот попадаются на глаза ни разу не видела чтоб шли вот эти вот волны давай на всякий случай для записи для скептиков просто ты назовешь количество лет которое ты проживаешь соединенных штатах америки ну почти 20 уже да это чтоб не думали что это просто человек приехал вчера или год назад и поэтому ничего не видел это все-таки жизнь но скажем так особо то я конечно не путешествовала по америке но вот в этом регионе в калифорнии конечно я мотаюсь самый максимум север я была это гора маунтен шаста это дальше чем сан-франциско дальше чем ну ладно неважно и самая южная точка это вот сан-диего там за практически граница с мексикой все как бы здесь летать летала до летала там нью-йорк ну да и все короче говоря мне было просто так вот я хочу по путешествовать очень но то что я вот здесь вот катаюсь я конечно очень внимательно ко всему отношусь я поглядываю на все это поэтому ну не первый день это точно такой курьез по удивительному стечению обстоятельств я совсем забыл полчаса назад запустить трансляцию ну так как когда ты только включилась интуиция мне подсказала что надо включить хотя бы запись хотя еще даже не знал что трансляция не идет надеюсь что в записи наша беседа останется я просто знаешь на самом деле подумал мне сейчас озарил я думаю да откуда же дерево то здесь но откуда столько дерева завалились даже вот если подумать да вот если бы здесь было хоть какое-то производство хоть какие-то леса вот все что я не знаю ничего не вырубается все сохраняется откуда столько леса и даже знаешь она настолько вот вот на любой вкус на любое вот вот все что ты хочешь пожалуйста нет проблем но не место не вырубают и не возят его поэтому я и думаю подожди тут сайт брухан говорит там 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 я вспомнила тоже 90-е годы думаю так вот я как раз 91 год как раз я видел как это все вывозилась и потом я отсюда как бы оттуда уже уехала но вот это вот все что я видела конечно это были составы 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 леса ли все финляндию до финляндии там малюсенько сколько что до леса а потом финны же тоже они все в лесу них своего леса достаточно куда все это шло а если брать себе ну опять же я это не видела но то что показывает с интернета вот сколько там этого леса вырубили что даже там одни лишайники остались куда этот лес ушел ну хорошо есть начало пути должен быть конец пути куда этот лес использовали куда он пошел надо посмотреть из чего строят этим сами китайцы дома из чего они строят в россии везде кирпич правильно а вот у нас здесь везде дерево нет кирпича вообще вот нету я не видел кирпич еще что ты все-таки прав потому что хоть ты никак доказывай почему танкеры идут в лос-анджелес идут именно вот в порт где санта моника если ты поедешь чуть чуть южнее ты никогда не видишь ни одного танкера они все именно там ты не увидишь здесь на территории вот до сан-диего даже доезжая ты не видишь никогда этого просто то есть они идут где-то там вот выше и подходят именно вот к лос-анджелесу с востока нет запада как бы ну по карте по официальной да то есть они туда это так значит внимание на экран дело в том что я поясню о чем идет речь что имеет ввиду лариса дело в том что жители лос-анджелеса получают так сказать топливо исключительно из арабских эмиратов то есть танкеры с нефтью в соединенные штаты америки в частности в лос-анджелес идут исключительно из арабских эмиратов схематически просто покажу лос-анджелес приблизительно здесь вы самостоятельно можете проверить это узнать эту информацию которая звучит так танкеры с нефтью в лос-анджелес идут исключительно из арабских эмиратов и подходит именно вот к лос-анджелесу с востока нет запада как бы ну по карте по официальной да то есть они туда идут если это тихое море как по картам старт до называлась то она не такое большое и даже когда в хорошую погоду вот сан-диего ты смотришь на запад и видишь какой-то большой большой остров это не авалон авалон немножко выше а этот ниже и он а вот у нас только тоже громадный я иногда думаю они земля ли это уже как как бы это все посмотреть сверху конечно было бы интересно и еще одно дополнение давайте обратим внимание на экран что нам сообщила лариса сообщила она нам следующее что и сан-диего видно какой-то огромный остров сан-диего и где-то здесь должен быть огромный остров какой же остров видят сан-диеговцы они как раз то видят не остров а полуостров опять же сан-диего находится приблизительно в этом районе арабские эмираты здесь и вот они вдалеке видят очертания аравийского полуострова и за арабских эмиратов опять же уже более детально показываю танкеры с нефтью идут лос-анджелес в общем короче в понедельник сдавал анализы на маркеры вот я сдал флюорографию ну типа есть новообразование и мне нужно сдать анализы мне сказали короче что короче типа у меня рак ребят кстати тут зиночка спрашивает у нас он диночка тоже . ты спасла сколько жизни подключайся скажи пару ласковых паша добрый вечер мои дорогие здравствуйте а пил ты соду неправильно ты пил не бикарбонат а карбонат ты его делал температурой выше чем нужно наш дорогой константин ванин доктор говорил что маленькая чайная ложечка соды без горки заливается только 40 градусной водичкой расколачивается и 37 градусный натощак утром выпивается залпом и ты увидишь результат они пиво надудлился а потом выпиваешь соду неправильно или ты ее жевал ложками или же ты ее неправильно заваривал перезапаривал и у тебя получилась неправильная реакция получилась не бикарбонатовая а карбонатовая сода это все равно что каустическая сода потому на тебя жгла все понимаешь нужно правильно приготовить настроить свой мозг разум нужно подготовить себя внутренне и быть к этому готовым чтобы она мысленно тебе уже помогала понимаешь я расспрашивала прошлом году светочку месяц каждый день 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 в этом чате я ее просто задолбила но когда я дошла своим разумом как это правильно делать потом еще переслушивали полностью 6 часов и лекцию нашего константина ванина то есть света согласилась что не 80 градусов должно быть а 40 понимаешь это все учитывается каждый маленький вот этот штрих нюанс миллиметра и не беззалаберно один раз выпил там столовую ложку и хотел чтобы я все было хорошо на это тоже нужно быть подготовленным на это тоже нужно иметь большое терпение и нужно себя взять в руки ты сейчас очень расстроен мне очень жаль тебя жалеть нельзя я тебя очень сочувствую но поправить положение можно очень запросто первое это сделать содовую ванну 4 пачки брось сделать 37-40 градусов воды и полежи там час подождите подождите секунду можно запишу хотя бы ну конечно запиши давайте я слушаю просыпаешься утром чайную ложечку без горочки снимаешь горку чайную ложечку соды ставишь вместе с этой ложечкой в стаканчик чайная ложечка что дождите очень быстро чайная ложечка без горки обычный соды который у нас покупная чтобы сода была называлась я не в германии живу у нас соды которые найти там у вид даже такой типа советские пусть это будет пищевая ладно пищевая сода оранжевая но бэкинг сода константин вами это самая-самая очищенная 99 процентов чистейшего там вообще нет ничего ну ладно пусть даже будет это сода но ее нужно взять очень немножечко буквально получается пол чайной ложечки или ложечка без горки чуть-чуть совсем чуть-чуть . набираешь и пальчиком снимаешь горку такой нужно не понимаю потом это куда это все ванну берешь пустое стаканчик с этой ложечкой месте акунаешь в этот пустой стаканчик сода ложечкой стаканчиков кустой наливай великую кружечку воду и стоишь ждешь минуту пока она нагреется на dumping электрической плитки пальчиком пальцем тык проверяешь это вода было чуть-чуть как будто бы только начинала быть горяченькой слегка потому что когда ты и 40 градусов наливаешь стакан стакан имеет свойство охлаждать ложечка охлаждает зачем-то делать какой смысл процедуры из буньки хорошая вот это вот которая продается вот бутыля вот эта вода должна быть чистая не из крана будут специально купить для этого лечения ну для начала я тебе говорю вот этот водичку до 40 градусов доведи брось градусник который детей покупают чтобы было там 40 градусов и быстренько снимай выливаешь этот стакан с содой с ложкой вот это и расколачиваешь ты пальчиком тык ткнул попробовал что она такая теплая хорошо теплая 37 градусов температура тела делаешь вдох выдох и как стакан самогона впервые выпиваешь это залпом натощак все сделал вдох выдох еще может через какие-то пару минут выпить еще стакан просто чистой воды буквально через три-четыре-пять минут боже мой все гениально просто это настолько просто нужно просто научиться и еще купить 4 пачки соды купить 4 пачки соды по пол килограмма вообще с ними делать высыпаешь ванну заливаешь ее водой и принимаешь эту ванну час чтобы было 40 градусов температура воды себя вытянуть это все шлаки которые те накололи эти врачи от слова брать у тебя начнет вылазить где-то если ты купишь на одну ванну это четыре пачки те четыре ну купи 8 816 пачек это этой соды купишут я была хотя бы 4 ванны на 5 это 20 пачек так она же недорогая дело в том что люди заболевают от закисленности желудочно-кишечного тракта где результаты где когда они будут уже сколько ждать то можно а надо пропить сон в течение двух месяцев с перерывами в три дня 10 дней пьешь три дня перерыва 10 дней пьешь 3 дня перерыва 10 дней 3 дня перерыва чтобы так так и записываю 10 дней я пью три дня перерыва по тому рецепту который вы сказали изначально до курс лечения 60 дней первый курс это самый основной курс 10 дней пью один день перерыва правильно и дня три дня перерыва я перерыва 3 дня 3 дня перерыва дальше есть такое в аптеке называется касторовое масло запиши такое название касторовое масло знаю такой еще и сказок до сих пор помню касторовое масло нужно пить по схеме там час дня ты пообедал и 5 часов вечера ты выпиваешь столовую ложку этого касторового масла запиваешь или яблочным соком свежевыдушенным или же просто ну лимонным ну лимон с яблочным соком это на двадцатый день принятия соды все всей гадости вылетит тебя будет 5 или 12 раз испражняться в туалете запасайся унитазом и двумя рулонами туалетной бумаги у тебя все вылетит и сразу очиститься весь желудочно-кишечный тракт и очистится кровь что делать значит вот это реценово алия или же касторовое масло касторовое масло после того как превращается в трупы кишечники вот эти вот кандиды их нужно изгнать изгоняются не только касторовым маслом они изгоняются как взрывчики такие получается на петлях кишечника 6 метров 6 метров этого кишечника начинает вот это все как магнитом сасывать себя вот эту всю грязь все камни кишечника все вот эти кандиды кишечника они же трупы и эти трупы выгоняются только касторовым маслом только на 20 там где-то 15 день от принятия содовых вот этих растворчиков что такое содовый раствор это тоже самое боржоми только в теплом виде и только не загазированные если тебе будет после первых трех дней не очень хорошо и поташнивать как ты говоришь все сожжет ты не можешь сжечь потому что она наоборот быстро пробегает через желудок и идет тонкий кишечник через двенадцатиперстную кишку через луковицу поэтому надо пить стоя эту воду очень быстро залпом выпиваешь делаешь вдох выдох и спокойненько еще через две-три-пять минут выпиваешь еще два стакана просто чистой воды и только через 50 минут может завтракать все ты уже послал тонкий кишечник который забит всяким дерьмом таким за всю жизнь такой гадостью там же наклеивается все на ворсинки тонкого кишечника на стеночке внутренние и потому человек заболевает что там неправильно идет и непроходимость забивается текан каломыми камнями все забивается полностью желчный протоки желчный пузырь желчь тоже загрязняется этой едой мы же жрем все подряд десятилетиями но какую мы делаем чистку аж хую дальше дорогой мой двадцатипроцентная содовая клизма 20 грамм соды на 100 грамм воды но тебе надо литр на 2 проводы берешь большую клизму растворяешь эту соду запускаешь свой кишечник через анус и начинаешь все это выгонять из тебя потому что толстый кишечник наш непрямая кишка и не старший будет 9 но если там будет закисленные 6 и 8 даже нити не просто и до воды старший до воды и 7,1 если на закисленные там нет этой кишечной палочки чтобы она правильно переваривала эту пищу которая уже доходит до толстого кишечника там тоже идут свои химические такие реакции от этой еды которую мы тоже едим безалаберно всякую дрянь живем из супермаркетов с гемео без гемео со всякой дрянь если мы вычищаем хотя бы раз жизни вот этот кишечник у нас совсем другое становится состоянием внутри все заболевания идут от желудочно-кишечного тракта все абсолютно все один американский доктор взялся лечить только-только молодой одного больного которого никто не мог вылечить и он не смог его вылечить он пошел морг когда он все-таки умер этот бедный больной которого лечили миллион докторов он просто посмотрел на вскрытие что у него было в кишках там одни и вот эти вот кандиды потому он умер это нужно постепенно потихоньку растворить водичкой содовой этот кишечник 6 метров 6 метров она же вот так вот издевается как змейка как змейка 6 метров не там стенам на поворотах на вот этих все забито называется непроходимость я все слушала и месяц светлана кирилю потом если вместе отдельно общалась так это же у вас есть свои наработки какие-то да наработки я вылечила поджелудочную печень вылечила кишечник полностью я не знаю что такое вздутие меня подтянутый животик поджаренные занимаюсь еще спортом занимаюсь гимнастикой йогой поэтому у меня нет это вот как говорила света такой как кулачок вот такой у нас размер хозяина желудок у каждого свой кулачок вот такой желудок но мы же растягиваем как ведра как помойные ямы мы делаем из этих желудков буквально через через 15 минут как мы выпиваем содовую водичку утром уже вырабатывается нормальный желудочный сок и через 30 минут уже можно кушать уже нормально будет пища перевариваться наша светочка светлый человек светочка кирилюк наш светочка сказала любой антибиотик любая таблетка это кормежка нашей кандиды которая занесена в детстве еще через прививку вакцину вакцина это делается из фекалий онкобольных что такое онкобольные это уже люди которые полностью организм весь захламлен вот этой вот кандидой это кандида это и есть как назвали врачи и раком но это никакой не рак это всего-навсего то кандида которая патоген сжирает нашу живую природную клетку которая дана богами дана саму родом нашим богом родом и природой и как хочешь так называй но дело в том что если в роддоме маленькому ребенку которому два дня заносит это говно из онкобольных он с ней уже целую жизнь проживает понимаешь сегодняшней моей дочери ей полтора года назад поставили диагноз киста киста правого яичника она в шоке она ходила к врачам она все там лечила там было три с половиной что-то на два с половиной то ли как вот это вот яичко ну вот этого голуба вот такое не было киста вчера она сделала уже анализ после этих содовых вот она дошла своим умом она меня не слушала прошлом году когда я сказала доча попи вот эту вот содовую водичку я тебе больше ничего говорить не буду ты моя дочь мне тебя жаль но что хочешь то и делать она пошла к врачам они затравили гормонами так что у нее нарушились месячные у нее почти сдвиги в мозгах ее уже отравили так что она пришла и говорит мамочка спасай меня я говорю оля я тебя спасу я тебя не трогала где-то месяца 8 или 9 ни слова не больше не говорила пока она ко мне не обратилась обращается моя дочь ко мне за помощью и я точно так же как вот тебе сейчас говорю 1 августа этого года с ней начала говорить чтобы она пила эту соду она пошла вчера буквально на узи у нее осталось меньше сантиметров три раза уменьшилась кисточкой и она дальше продолжает рассасываться вот тебе и киста это все во-первых от обид наращиваются эти кисты неважно на почках киста на легких киста на яичника киста аденома киста вот мужчин вот есть аденома простаты это все все вызывается или неправильным духовным нашим развитием нет вот этой силы воли силы духа где мы не вырабатываем себе это все можно поправить если общаться с нормальными людьми у нас же прекрасная площадка мы за каждого человека боремся за их состояние но нужно знать основу что все заболевания у нас идут от закисленности желудочно-кишечного тракта это сказал уже очень старенький профессор у нас медик в киеве одной моей клиентке которая управляющая несколькими банками киеве работает она говорит дина она мне он не тихонечко сказал это уже человеку под 80 лет сказал деточка моя ирочка у нас все заболевания от закисленности желудочно-кишечного тракта вот тебе и все убери закисленность сделай ее нормальной средой там где ph-среда тонкого кишечника должна быть 8 толстого кишечника 9 но когда-то ты был еще и младенцем и был когда-то плодом своей матери и там есть такое если ты слышал около плодные воды там была я там были все мы которые в чате которые здесь присутствуют skype сейчас мы прямом эфире у котлеров нашего дорогого вячеслава и там есть ph-среда которые имеют среду 10 или 14 это же сама сплошная сода когда я свою доченьку не доносила и она мне родилась почти через сутки без вот она была вся в соде а это сода высохла и у неё вся кожица была маленькая она родилась до 800 олечка моя была вся в соде так как она может навредить если из этой соды мы вырастаем вырастает наше тело формируется человечек ты представляешь вот две яйца клеточка и сперматозоя соединились а все остальное вот в этой соде растет наши тельцы которые будут внутри утром на у мамы вот этой содовой среде как она может быть нам мешать как она может нам быть вредной как я исхожу изначального зачатия любого человечка нашей планеты земля план это понимаешь и поэтому когда я дошла своим умом как медики тоже вал кричала что сода это плохо суда это плохо это было еще полтора года назад и когда я сказала хорошо я на себе проведу то что вам не было это поджелудочная были вот эти обиды я во-первых духовно себя подтянула к тому что неправильно мыслила я неправильно смотрела может быть немножечко на мир на эту жизнь когда я начала зауважала себя подостойно когда я себя полюбила такой приняла какая я есть у меня начало все отходить на 29 день 29 стакан вот этой вот содовой водички у меня исчезли отрубивидные лишаи у меня все тело было покрыто коричневыми пятнами я ничем не вывести не мало всю жизнь свою не генерологи не кожемники никто не один профессор в онкоинституте не мог не вылечить эти пятна я за 29 дней на канале котлеров fm вот так вот с ними слушала и каждая утречка выпивала эту сумму вылечила себя поджелудочный нет ни одного приступа за полу полтора года нету ни одного приступа я теряла сознание вот так вот на полу если я не упаду на пол прямо вот тут вот на коридоре если дома и осенью упаду я могу разбиться такие приступы я терял сознание от этой поджелудочной от того что у меня это было закислено с такая сильная это я на себе прошла я ору во все услышание что мне услышал весь мир что наши заболевания идут от нашего неправильного питания мы нажрали за эти свои 20 30 40 лет столько дерьма что его нужно просто уже выгнать из себя а тогда уже начать с нуля правильно питаться смотри паша даже если ты сделаешь четыре пачки соды залезешь в ванну наберешь воды туда теплой полежишь час это самые настоящие около плотные воды это сода с тебя вытянет из пор твоей кожи такую гадость такой черноту такую слизь что ты обалдеешь когда ты вылезешь с этой ванны в чем смысл радуги я не знаю как ты меня спрашиваешь чем смысл радуги это надо у богов спрашивать чем смысл я вот для себя два года назад открыл узнал что такое радуга почему она происходит дальше кого против у вич на котлеров знает ответ на все вопросы конечно вот у него надо спрашивать они у меня 52 человека смотрят и люди два года назад этого не слышали давайте все хором поставим плюсики и попросим вич на котлеров повторить что такое радуги и почему она так вот выглядит здравствуйте уважаемые слушатели зрителей с вами число котлеров николай привет александр и дмитрий и горюк здравствуйте уважаемые слушатели зрители ну конечно преувеличение я не все ответы знаю не на все вопросы но с радуга и мне было нам намного легко потому что сотовое мироустройство как раз-то ключик радуги причем все начиналось опять же малого то есть когда пришло понимание для меня даже вот кстати не больше радуга было радостью понять а больше почему снежинки именно такой формы наш мир это огромное сито и эти отверстия они во первых разных размеров начиная с миллиметра на миллиметр микрона на микрону там сантиметр на сантиметр дециметр на дециметр и так далее метр на метр километр на километр но это не обычные соты они как вот классические пчелиные то есть имеют тоже купольную структуру вот представьте мало того что соты а в этой соте в каждой мыльный пузырь и вообще все это вот мы даже если вот на воду смотрим как вот даже банально и вот в любой баклажки воды да там вот этим бульбочки образовываются поэтому радуга не что иное как элемент которые до за счет солнечного света обволакают вот этот мыльный пузырь то есть она проходит четко по вот этому мыльному пузырю и тем более мы с вами знаем что радуги они разных размеров большие маленькие гигантские когда вы видео такую гигантскую радугу вы понимаете что это вот еще края скажем так определенной соты древние архитекторы прекрасно знали что города нужно строить четко в соте и никогда не строили города чтобы город выходил за шов также кстати тождественно была ситуация у древних архитекторов из домами дом не должен был находиться на двух сотах одновременно часто приводил пример с компьютерными играх честности с игрой моровинт то есть сбой идет подгрузка то есть на более слабых машинах вот этот переход из соты в соту ну компьютерных играх своеобразные есть есть притормаживание поэтому и пчелы тоже уже готовую решетку которую мы видим не знаю фантазирует или не фантазирует те кто был ну как вот когда делают операцию и общий наркоз да то есть люди сотовую решетку тоже видели ну я не знаю я не буду как бы на сто процентов говорит что они могли это видеть но да допустить мы можем по скидывали очень много скриншотов когда там один хлопчик был такой забавный а почему мы не строим тогда сотовые дома а может помните мой легендарный ролик про сотовые дома почему муравьи не строит сотовые скажем так строение но если муравейник оказывается детально рассматривать он аналог пчелиного улья и не таких скриншотов по присылали много вообще кто впервые слышит про сотовые дома но мой ролик наверное вы не найдете он там всего 7 минут в интернете его эту тему можно найти под названием купольные дома то есть вот этот купольный дом это вот для любого человека он энергетически в миллиарда раз лучше чем мы когда находимся в квадратной коробке то есть если в нашем углам еще отсечь и каждому углу ну еще дать плоскость то для нас это идеальная форма ну и те кто как говорят это что когда строят дома хотят себе новый дом и есть средства они утверждают что такой дом и финансово дешевле и очень удобен во многих отношениях то есть в отличие от классического дома он допустим нагрузку того же снега может вы выдержать очень интересную но и плюс мы можем взять не обязательно даже такие металлоконструкции мы можем посмотреть как строят оленеводы свои яранги юрты выж посмотрите это сотовый дом сотовый дом и у них очень там уютно да огонь посередине и атмосферно в европе в последние годы растет спрос на юрту она удобна тем что ее можно легко перевозить с одного места на другое в ней тепло зимой а летом прохладно юрты используют как жилище и гостиницу а теперь в бельгийской провинции волония появилась и школа юрта новость о том что дети учатся в юрте ником облетела всю страну ее установили в городе живи 90 километрах от брюсселя в школе юрте размером 50 квадратных метров учатся школьники начальных классов школьники с 1 по 3 класс в юрте чувствуют себя как дети одной большой семьи поэтому радуга это не что иное как обозначитель из одного пузырей который находится в соте ну вот так вот максимально развернуто постарался спасибо николаю слава слава до добрый вечер вот ты так сейчас стала рассказывать я поймала себя на мысли что мне вообще меня раздражают квадратные дома то есть они всегда разрушали квартиры меня раздражали вот эти вот квадратный до сих пор меня вот просто вот эти коробки я не могу жить в коробках ну конечно я живу в доме но во всяком случае он не такой но он хотя бы многоуровневый что мне это больше нравится что он не такой квадратный он как бы не квадратный как бы прямоугольный какой-то ну неровной формы и он многоуровневый то есть вот это вот уже хорошо а вот эти вот все квадратные дома и квадратные квартиры вот меня просто всегда с юности это просто вот я ненавидела это все и до сих пор и даже не знала почему а вот теперь ты объяснил да спасибо сейчас я вот демонстрирую фотографии этого великолепия но я сейчас вспомнил весь ролик показывать не буду наверно на него авторские права есть в одноклассниках два или три года назад мы уже сотовую землю озвучил выложил не просто сотовые дома а там сотовые поселения поэтому я сейчас пока передам слово сверну пока визуальную картинку а как я нашел эти дома просто то что вы сейчас на экране видите но написал купольные дома сейчас мало кто строит крыши углом ну я смотрю у нас на китре очень много домов которые вот я тоже в таком доме живу которых ровная крыша not квадратная как бы плоская и идет дождь и может там протечка быть почему не сделать угольную крышу ну глобально конечно они нас заселяют в коробке а что такое угол это высасывание энергии то есть это прямая выкачка езжешь народные приметы там не сиди на на углу стола ребенок балуется его сразу в угол поставили у него чук энергию сразу угол высосал и все ребенок такой знать уже вялый становится спокойны вот если кто задастся вопросом может на ю тубе гугли для себя человеке которые прознали про купольные дома они уже давно строят да это индивидуальной постройки да вот слава ты сказал про этот угол когда в детстве ставили детей в угол меня тоже ставили в угол вот теперь у меня ты объяснил почему ставили я даже не знала почему ну вот приблизительно на глаз это вид сверху тут мы видим и нашу и мандалу и фрактал мы видим вот это люди разработали вот такие поселения не так как мы привыкли у нас же не только дома квадратными но у нас еще и улицы все разлинеены а мы-то человеке мы вообще-то векторами ходим для нас вообще прямая дорога это проблема вот почему мы в лесу где нет прямой дороги можем это давать влево или вправо потому что мы мы не идем по прямой мы идем вектором и вот на вот этом видеоролике вы видите вид сверху в квадратиках расположены дома и естественно вы видите улице то есть как бы закручивается закручивается как спираль как надеюсь в эфир хорошо видно вот это поселение уникально ведь и водоемчики размещают и все ну наверное еще такого поселения не построили дам хотя авторы давно разработали и предложили вот но никто не строит они даже как они говорят мы дарим но не для коммерческого использования ибо там в конце ролика говорится авторами что небесная канцелярия сурово покарает тех кто захочет то что мы подарили использовать для обогащения но даже как видите и для обогащения никто не решился построить у такую красоту хотя бы один поселок хотя может кто-то через время напишет в чате что есть вячеслав в каком-нибудь занзибаре или в африке чтобы туда только самолетом можно было долететь для себя они строят ну я думаю не для себя строит бункер аль либо очень глубоко вниз и его вверх я поддерживаю смотрите на тот момент когда я этот ролик писал кстати мне вот очень помог человек который написал тут аэропорт есть я мог приблизить только камеру до вот этого положения дальше она не приближалась если бы я дальше приблизил то ролик бы по-другому сложился но пойди кому расскажи сейчас что котляров не мог чисто физически приблизить потому что из-за котлярова карты переделают на глобусе прозвучит как идиотизм но я вам скажу переделают и теперь после моего ролика смотрите что получается теперь я могу дальше приблизить видите тогда когда я снимал ролик в прямом эфире это был прямой эфир было ограничение вот ровно до столько и дальше я не мог ничего сделать теперь они сделали именно из-за меня кстати наглядный пример сотовой земли но вы знаете вопросов не меньше бог с ними то что они за меня сделали приближением версии было много одни писали что это спутниковые или не спутниковые солнечные батареи вторые писали что это поля орошения хороший человек написал аэропорт и классно написал получается кукурузу свежие яблоки из засушенной пустыни самолетом куда-то вывозят то есть оккупационный режим сделал себе в пустыне небольшой палисадничек да дело в том что в турции действительно можно найти вот эта турция похожие зеленые насаждения но я задаю вопрос а почему именно здесь далеко от цивилизации оккупанты решили помидоры выращивать может они очень полезные и не запачканные помидоры и здесь не летают химтрейлы и эти помидоры пригодные в пищу вообще многие понимают что мне надо было привлечь внимание к ролику и когда там пони писали что вот никто не чипировал планету проснись для ролика нужно яркое название чтобы привлечь внимание на основную тему америки не существует я буду называть там шароверов нашли в капусте поэтому они стали фанатами шарообразность земли плоскоземцев нашли в блинах на масленицу поэтому они это то я сейчас предполагаю просто для основного канала вот эту выдержку сделать разбор полетов я как бы накидал себе небольшие абзацы так что еще хотел сказать значит смотрите на просторах интернета давайте я подстрахуюсь потому что я планировал это целый день и возможно 100 счастье сливчиков или сколько нас в онлайне благодаря кстати вам уважаемые слушатели зрителей со ведущих которые меня раскачали и целый день не ходил из угла не на физическом плане а умственно и думал как записать ролик теперь благодаря вам я сейчас попробуем для основного канала его все-таки озвучить но во всяком случае в эфире точно он сейчас прозвучит о просторах интернета нахожу вот такой забавный ролик плоская земля датировка шестнадцатый год 2 октября автор данного ролика но в любом случае ему спасибо большей степени это вычисление было сделано для того чтобы попытаться примирить три лагеря плоскоземщиков котлярова сотовой землей и шароверов как приятно как чертовски приятно да есть лагерь плоскоземщиков есть шароверов есть лагерь котлярова но это было в шестнадцатом году теперь есть уже лагерь сотовцев до тот овца в лагерь поэтому есть лагерь истины значит смотрите что получается автор имеет явно математический склад ума но не 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 умеет читать дело том что математики они в основном не умеют читать не имеют читать смысле они буквы произносят но они не понимают что произносят знаете что он в этом ролике хочет доказать что сотовая плоская земля шарообразно это все одно и то же дальше он в ролике на схемах показывает самое смешное он берет я беру снимки с мкс главное ничего не говорит потому что он говорить не умеет математике в основном это наверно тюняев исключение долго не мог понять почему тюняев такой интересный собеседник оказывается он математик математик он будет все время высчитывать то что не высчитываем а значит он берет снимок то есть заведомо ложные фотографию искусственную и примеряет земле где на этих фотографиях доказывает что от видите здесь он разместил плоскость что плоская земля может быть на шарообразной запросто за счет левой фейковой фотографии также он включает землю а знаете сотовую землю также он все это знаете почему он включил сотовую землю да потому что он читать не умеет потому что благодарю тысячу раз сергея тарасова который хоть ты там немножко и оступился что ты написал эту надпись которую них не никто а единицы прочитали это модель в реальности соты на таком удалении будут визуально милливетровыми эта модель и сергей это подчеркнул то есть что перевожу что он хотел сказать здесь вот эти сот они показаны для особо одаренных на равных стадиях а по сути это маленькие маленькие зернышки вот как вот хорошо показано вот на этой схеме издалека это спичные головки о приближении это уже большие поля точно так же здесь художник помогая сергей еще никто не знал про сотовую землю еще никто не мог изображать сотовую землю ребята ее создали как на вашей сотовой земле ходит солнце через пень до колоду ходит они представляют этот шар с большим количеством ячейки думают что солнце ходит еще в самом первом ролике и мной было сказано и сергеем показано что наша земля подобно слоеному пирогу и это мы с вами можем опять же в этом ролике все увидеть вот этот момент то есть это шар в шаре шар в шаре капуста лук как угодно как угодно под роликом классный был комментарий вот хорошо николай бежислава особенно продвинутые они так думают что ведь рассказ ты рассказываешь именно ним я особо продвинутым расскажу я не рассказываю тем кто похож на нас я человечеству рассказываю и немножко людям они не в курсе что кроме них еще есть люди эти биороботы что-то понимать с того что ты расскажешь да ничего они не понимают эти биороботы биороботы пришли сюда чтобы дефекацию делать и жрать и этого все биороботы ничего не понимают ничего сколько им не говори это объем мозга как винчестер невозможно терабайт информации загрузить на метровую флешку вот поэтому хлопчик кстати еще дальше пошел он решил объяснить нам что космос это вода даже канал назвал водный мир и тоже наверное хочет всем объяснить интересно насколько ли он давно узнал что космос это вода потому что ролики у него появляются значительно позже где в самом первом ролике сказал что космос это вода теперь по поводу полета в космос да конечно последние 200 лет космос никто не летает потому что на консервных банках лететь в космос практически невозможно данный видеоролик был опубликован 25 апреля 2016 года так вот современная наука вообще не имеет никакого представления как выглядит на самом деле и что себя представляет космос я с вами с удовольствием поделюсь представьте наш мировой океан мы знаем чем глубже опускается подводная лодка тем на очень серьезной глубине ее может просто расплющить то есть от огромного давления уважаемые друзья космос то же самое чем выше подыматься тем давление неимоверное наша современная техника не в состоянии подняться все вот эти корабли космические это все фейк у меня дар одно умение то есть мне и так улыбка судьбы меня колоссально есть количество знаний которые есть желание поделиться с огромным количеством людей но посмотрят этот ролик 5-10 человек полностью это здорово как я говорю если один-два из них серьезно отнесутся к услышанному это уже победа кому он пытается все это навязать тем более судя по аватарке это классический шаровер и почему ты вдруг затих последний ролик 10 месяцев назад ты все выдохся получается тебе больше нечего сказать у шароверов получается да больше нечего сказать а мы сотовцы еще много чего интересного узнаем не знаю такой наверно пламенный спич на основной канал на нанес пускай он так и останется ничего плохого ты не сказал пусть будет ничего там плохого не было сказано все абсолютно разумно мне нравится олег в чате ну что-то мне кажется человек спрашивает да просто зачем так нервничать я не нервничаю это гнев праведный до середняков можно только от именно так достучаться именно так достучаться по-другому никак да еще хочу один ролик прокомментировать очень мне понравился я все минжевался заливать его на свой основной канал или нет наверное не буду этого делать значит смотрите ситуация очень интересная ролик не дико понравился у него датировка семнадцатый год молодой человек классно в ролике раскладывают такую тему которая называется почему через индийский океан не летает самолеты вот автор просит чтобы ссылки давали на ролик но дело в том что я пошел искать автора этого ролика скорее всего ну либо удалил вот автор этого ролика канал по политике или что-то в этом духе значит здесь подробно он рассказывает как исчезают самолеты с радаров начал отслеживать рейс си эй эй 280 йоханнесбург пир самолет летит и летит и вдруг пропал никакой информации в окне поиска не было я думал самолет упал в море но яндекс показал что он в пути исчезают самолеты с радаров понаблюдаем за рейсом qf 63 он летит из сиднея в юханнесбург отследим его в реальном времени а в реальном времени нам его не показывают а здесь мы видим что он стоит в аэропорту хотя должен уже подлетать кафри я подумал глюк обновил страницы но самолета по нему нет данные не отображаются и вот за час до приземления мы обнаруживаем самолет живой и невредимый подлетают к юханнесбургу и тут же он появился в поиске отслеживания и такие чудеса происходят со всеми самолетами этого направления мой друг когда я с ним беседал по этому ролику задал вопрос а расскажешь ты зрителям слушателям что самолеты не летают вернее они летают забавно из австралии они должны прилететь грубо говоря в арабские эмираты а потом в юар и почему они из австралии не могут лететь напрямую я говорю но это же предельно все просто если кто помнит последнюю редакцию карты моей становится понятно почему у них одними путями самолеты летают потому что будут пассажиры в замешательстве что это по левому борту или по правому зависимости куда самолет летит за удивительные земли находится ведь должен быть океан а кругом земля поэтому им приходит из австралии делать очень большой назовем условно крюк прилетать на арабские эмираты и потом лететь уже до юар напрямую нельзя потому что будут видеть из одного из другого окна по обе стороны землю ну вот приблизительно так вот это я хотел донести основной ролик может аккуратненько вкраплю всем рекомендую почему в индийском океане никогда не летают самолеты хороший ролик смотрите вот эта шахматная доска на современных картах а что это друзья что это такое кто мне скажет населенный пункт какой-то здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 18 часов 24 минуты 12 10 18 год данный ролик очень специфический и предназначен для узкого круга посвященных тем более что в ролике прозвучит очень важная информация очень важная для меня информация поэтому этот ролик должно посмотреть как можно меньше людей качество превыше количества приятного просмотра чем я занимался последние часы очень долго и нудно изучал космос точнее вид из космоса но вроде пошла тема что наса шмаса драса браса якобы предоставили новые поверхности земли но в онлайн трансляции я понимал что перематывать очень тяжело и поэтому я некоторые фрагменты особо важные которые изучал скачал себе на компьютер и закинул в редактор то есть в этом редакторе мы будем с вами совместно делать открытие искать всевозможные артефакты значит что еще я делал помимо изучения космоса космоса я еще параллельно приходилось изучать карты то есть я работу делил исследования на три основных составляющие первое просматривал съемки из так называемого мкс записывал изучал всматривался потом полет мкс проверял в таких вот программах онлайновых сверял где он летит вот еще одна программа в общем я очень долго кропотливо все это вот эти все часы я сидел и занимался тем что скурпулезно изучал поверхность предоставленной земли дальше я пошел дальше после того как я начал изучать официальные карты и схемы я решил прибегнуть еще к старым картам то есть проводил сравнительный анализ брал видео с космоса типа с космоса брал google причем я взял два гугла один google карт на которые невозможно полностью антарктиду все увидеть а второй google земля где антарктиду можно увидеть это кстати есть некоторые очень хорошие исследователи они просто не знают что есть программа которая что позволяет полностью земной шарик крутить как сами того пожелаете кстати пока не забыл аляскинская ссср но мы еще вернемся к аляске есть даже целый сайт посвященные советской социалистической республики аляске ну фейк не фейк знаете когда будут создавать опять советский союз уже и сайт есть до вопросами пока не сильно не отвлекайте потому что я подготовил совместное исследование совместный доклад совместное озвучивание информации первое что я хочу начать это я хочу начать снова зеландии когда я вот эти ролики все изучал не на глаза обратите внимание попались интересные кадры вообще вот вы когда просматриваете когда мы с вами просматриваем вот эту всю красоту кто-нибудь вообще континенты различают допустим сходу вот по вот этому участку земли вы сможете определить что это но я не буду умничать я сам очень долго пытался определить потом определил но я позже расскажу всем нам интересно что они вообще тут рисуют да вот так вот вести да вот люди смотрят смотрят а что изображено них тоже не знает но не никто а единицы вникают поэтому я сейчас вместе с вами часть разберу что они все-таки нарисовали и вот кстати вот в кадре постоянно вот это непонятная вещь появляется но пускай там скажут другие исследователи мне все равно что это что вот постоянно в кадре вот отражается там непонятно начнем с новой зеландии то есть они скажем так для тех кто не в курсе начали подписывать а то как же вы как мы с вами определим что это новая зеландия причем они любят фрагментами делать то есть у них нету никогда полета полного чтобы беспрерывная съемка была они пять десять минут две-три минуты то есть фрагментами потом раз смена идет решил начать исследование от с этой новой зеландии если кто-нибудь знает как вы выглядит современная италия пресловутый сапожок тот не промахнется чтобы определить как выглядит очертание береговой линии новой зеландии значит смотрим нашу италию а теперь смотрим италия ли это нет уважаемые слушатели зрители это новая зеландия когда-то давно в эфирах я про это рассказывал показывал но есть новые слушатели и зрители которые не сталкивались подобной информации я задаю вопрос это совпадение перри озвучу так как это может пойти пойти на основной канал я задаю вопрос совпадение это или нет я даже на секундочку включу чат чтобы посмотреть реакцию возможно кто-то впервые подобное видит вообще причудливая природа да то есть умудряется чудеса творить кстати еще вот помните тут легендарный ролик карты жугла как бы мы с сашей совместно показали очень много совпадушек ну и это совпадушка которая не вошла в ролик я ее сейчас покажу хотя уже показывал поймите что для многих вообще если это пойдет на основной канал то для многих то что я сейчас расскажу это вообще будете впервые как-то под роликом я прочитал сообщение вот взял фрагмент из ролика моряка минутный вмонтировал в новые и там по-доброму девушка пишет слова зачем ты повторяешь мы все поняли а я пытаюсь объяснить вы поймите что мой ролик допустим который сейчас новый я выпустил к примеру для кого-то будет впервые это будет первый ролик моего канала и он будет от него отталкиваться поэтому очень много я буду повторять для тех кто на протяжении многих лет изучает мои труды ну и чем-то новым удивлю вот комментарий думаю не совпадение олень художников да хорошее замечание интересное совпадение я раночка пишет и вот мы перед тем как сейчас прийти перейти к новой зеландии я еще одну совпадушку покажу значит я уже и показывал вот 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 этот участок земли канада европа да сделал специально скрин чтобы тратить время вот он этот скриншот то есть и остров тот же самый только масштаб ну точнее полуострова не рисовали тот же самый только масштабы они это немножко они ж не будут полностью этот момент вырисовывать один к одному это уже был вообще полное издевательство причем при желании каждому от самостоятельно сравнить на картах эти полуострова теперь возвращаемся опять к новой зеландии вот разработчики компьютерных игр решили нас порадовать новой зеландии и мы начинаем потихоньку ее изучать видите новая зеландия я специально сделал впрок фотографию она будет всегда справа это такой определенный с моей стороны ход вы будете иногда поглядывать на фотографию справа новой зеландии и поглядывать на происходящее а именно что я хочу сказать вы обратите внимание детализацию прорисовки новой зеландии на современных картах она в принципе тоже так же выглядит и визуально сапожок вот видите и точно так же они прорисовали своих компьютерных программах хребет кстати очень жалею что тогда не придал значение у меня был когда-то ролик насовский где вот эта земля была макет показан в павильоне и там как бы со стороны люди смотрели как это все снимается но я по своему недосмотрению не придал большого значения сейчас бы этот был ролик бы наверно произвел бы фурор как его найти я уже не знаю кстати это надо поле не полениться может на своем старом компьютере поискать то есть понимаете вот такая земля но модель скажем так земли но то что вот здесь допустим показано до павильоне находится рядом люди ходят и вот она крутится забегаю вперед чтобы понимали почему надо поглядывать на вот эту карту которые но не карту скриншот которая справа сделал вот обратите внимание к примеру на вот этот ландшафт что-то вот не знаю то ли скорость мкс большая что-то вот особо детализации не пахнет но кто-то скажет пустыне я вам скажу что-то заметно наша планета пожелтела раньше она была голубая раньше вот остались мои старые помните ролик мкс не видно самолетов луна спецвыпуск сохранились старые съемки в моих роликах движение мкс и как видите земля здесь была более голубая сейчас желтая пожелтела лесов совсем нет шо шо с нашей планеты случилось может это мы марс с вами смотрим как вы думаете одна вода какие-то льды или облака возвращаемся к новой зеландии тут интересный идет момент то есть сейчас поставлю его смотрите идет камера потом вот я не не мотаю сейчас камера резко развернется и но будет как бы показывать с другого ракурса новую зеландию не буду мотать потому что проскочу вот этот момент нажму на паузе в самый нужный момент кто-нибудь знать в этой программе есть такая кнопочка другой программе можно скоро скорость увеличить вот он смотрите теперь мы видим хвост новой зеландии вопрос что это облака или лед я же говорю совместно будем расследовать почему лед ну потому что по официальным картам новая зеландия должна как бы недалеко находиться от антарктиды возможно мы видим на заднем плане антарктиду или все-таки облака я еще нашел один ракурс новой зеландии где более развернуто скачал этот фрагмент смотрите вот там вот впереди сейчас появится новая зеландия вот вот новая зеландия появляется это что лед часть антарктиды или облака кстати примечательный момент у них как-то получается когда они хотят детально прорисовать ту же новую зеландию над ней нету облаков а вот если другие участки суши то они их обильно облака не хотят скучиваться ну сейчас там кто-то скажет ну понимаешь там так ракурс попал или какие-то климатические условия не позволяют чтобы над новой зеландии тучи были все чистенько да а вот на другими участками земли все время будет облака и вот смотрите получается вот мы подлетаем вы подлетаем к новой зеландии я задаю вопрос это лед или облака ну по мне как больше похоже на лед только расстояние обратите внимание по официальным картам от новой зеландии до антарктиды довольно таки огромная а здесь на видео вплотную ну ладно пускай это будут облака бог с ними немножко про антарктиду знаете сравнивал старые карты получается некоторые карты чем старее старее тем более детализированы вот вопрос такой ключевой про антарктиду вы видите что здесь как бы ничего не нарисовано на этой антарктиде а многим бы наверно было интересно бы узнать что здесь кто здесь живет да вот здесь допустим нарисовали политические моменты а на антарктиде нет ну вроде бы она как бы не принадлежит никому давайте посмотрим довольно таки не старые карты о которым картам сравнительно вообще лет 20 30 50 вот так советском союзе уважаемые слушатели зрители изображали антарктиду ну земля зеленая наверно просто не не земля зеленая художники просто считали что лед должен быть зеленого цвета поэтому они создали антарктиду зеленого цвета очень детально все прописали кому какой кусок земли принадлежит на этой физической карте не очень отчетливо видно что к чему принадлежит у меня есть политическая карта антарктиды тоже не очень старая сейчас я вам ее покажу ну вопрос а почему вот не не сделали то же самое ну ладно бог с ним не надо зеленую землю рисовать хотя бы надписи какие-то нанести ну вот я вам сейчас покажу политическую карту здесь вы видите за счет пресловутых флажков уже немножко видно что что чему принадлежит обратите внимание американские флаги рф также есть япония англия австралия и часть независимых республик в центре флаг сша гордо развивается вот здесь уже как бы видно да прорисовано а почему нету на современных картах ну наверное официозники нам дадут этот ответ этот ролик не ответ этот ролик будет редкий случай я буду просто задавать вопросы я буду задавать вопросы посмотрю сейчас начат может что-нибудь по теме будет мной увидено к вячеславу на таком маленьком экране трудно разглядывать но похоже на лед да к сожалению трудно разглядывать поэтому каждый может потом после моего вещания потратить 10-15 минут найти на ютубе эти ролики мкс и посмотреть ну пускай там будут облака неважно и сейчас будет продолжение банкета это гиперборея гиперборея находится на северном полюсе а южного полюса как такового нету а если нету южного полюса то следовательно антарктида это фейк ну антарктида буквально фейк почему маленький экран объясняю так как я не знаю что в кадр попадет всякие авторские права я экран сделал очень маленьким идем дальше много времени тратил на то чтобы всматриваться в поверхность которая идет кусками и понимать что происходит вот они с хвоста получаются подлетают новой зеландии да и что мы с вами видим и тут тоже с хвоста подлетает видите а дальше интересно дальше вот если просто не перематывать но это долго будет кстати вот блики на воде сейчас официозники скажут что это нормально но я считаю что это ненормально то есть вот такое освещение солнца вот такое ощущение что солнце находится по этим схемам очень близко то есть если мы возьмем допустим классический вариант то ну на мой взгляд не должно быть освещение точечно видите вот плотную фонарик поднесли чтобы осветить водную гладь а вообще так не должно быть насколько я понимаю значит когда мы летим над новой зеландии получается вот дальше тоже непонятно облака это или льды вон новая зеландия освещена желтым солнцем и вот наверно перематывать не буду чтобы вместе посмотрели вот она движется это мкс но что будет примечательный момент южной америке в кадре не будет а по идее по идее после новой зеландии видите должна быть северная америка и южная кстати вот старых моих роликах есть этот момент где калифорния вот она видите попадает в кадр мкс вот полуостров калифорния и так же получается по вот этим радаром вот путь мкс проходит через видите калифорнию то есть она должна попадать в кадр но здесь видео но кто-то скажет монтаж а почему не сделать беспрерывный полет и показать они всегда фрагментами тут не будет южной америки не северной здесь будет нечто другое постоянно вот это в кадр попадает непонятно шо что там они ложкаются я не могу понять вот это в кадре постоянно что там с камерой но можете поверить на слово сейчас будет смена кадра и северной америки не и южной не будет вот я не могу смотрите вот новая зеландия по идее после новой зеландии сейчас должно в кадре появится северная южная америка но сейчас будет смена кадра специально еще видно детально не прорисовали не придумали южную америку ну что это по-вашему льды или облака наверно облака но почему-то облака не движется корабли не входят тайфунов нету смерчи торнадо а море шану живое она же где-то должны быть точки и там столбы по несколько километров всяких смерчей кораблей тоже не видно очень такая мертвая безжизненная земля сейчас будет момент перехода ага вот тут что это у них там вот и вот но это вы уже самостоятельно когда будете смотреть эту фильму обратите внимание вот что-то в кадре постоянно и вот ну я пока не могу понять ожидаю что сейчас мальчик какой-нибудь фиолетовой кепочки появится или фиолетовой футболки а это если я не поленюсь и ролик смонтирую вам придется заново на основном канале смотреть на короткую версию но полетели дальше хочу оригинальный показать кадр что они упускают этот момент с южной и северной америкой у них все время идет знаете слайдами чтобы полностью полет был нету ни одного видео обязательно фрагменты это будет видно долго тянуться на она может перемотать а вот видите они как бы позади снимают а теперь типа камера разворачивается перед мкс давайте от внимания на экран отмотают вот неподготовленный зритель вы знаете что сейчас мы перед собой с вами увидим какой континент вот смотрите новая зеландия да вон она еще видна вот я специально выдержу паузу чтобы не перематывать чтобы не сказали я перемотал южную америку сейчас другой континент будет уважаемые слушатели зрители то есть сразу после новой зеландии вот я выдержу паузу может тут это южная или северная америка там внизу что-то не похоже да оп видите как они сейчас делают переход то есть где по логике должна была сейчас появиться южная и северная америка они останавливают кадр и разворачивают камеру а теперь знаете что мы видим вот как вы думаете что это друзья это африка вы мне не верите а я вам сейчас докажу что это африка смотрим внимательно на экран вот как вот так сразу после новой зеландии сразу них африка пошла хотя я уже показывал не буду сейчас сворачивать чем темп не сбивать это мкс пролетает после новой зеландии через примеру северную или южную америку но это уже начинается африка вот мы подлетаем к тому моменту где я вам воочию дам возможность убедиться что это все-таки африка вот давайте еще чуть промотаю чтобы лучше было видно вообще принципе казалось что это не зелень а вода да ну на первый взгляд на самом деле это зелень вот этот участок даже не знаю чем выделять лучше красным или то одно и то же место а следовательно получается если это одно и то же место то мы с вами вот это видели все время леса это лес вот то есть мкс летит тут здесь видите зелень типа и вот она здесь и вот два зеленых островка раз зеленый островок второй зеленый островок вот мы видим эти зеленые островки здесь дальше будет безжизненная пустыня из населенных пунктов я ее перемотаю чуть-чуть вот она вот то есть мы типа вот здесь летим ну и поэтому они посчитали а чё тут рисовать да тут и так все песок на а чё тут рисовать вот это место где мкс пролетает а джун рисует никаких нету возвышенностей прям как я не знаю кисточкой провели видите а песок же шон движется у них все на месте ну как зафоткали так и зафоткаем вот мы пролетаем через африку и вот здесь я как бы был в раздумии это получается что красное море море или средиземное море получается это мы видим кипр предположительно вот где наша иринка живет то есть здесь я в красном море особенно не вижу никаких островов может вот это да но получается что если вот это так отмотаем обратно а здесь должна быть река нил хорошо значит вот это возможно средиземное море вот это возможно кипр но в любом случае африка заканчивается мы подлетаем к азии и когда мы подлетаем к азии непонятная азия честно говоря вот заканчивается африка давайте назад вот африка 4 от нил не нашел хотя в других видео где-то попадался вот это предположительно средиземное море сейчас я посмотрю берег африканский вот этот момент я в некоторых на роликах находил именно скажем так вот этот условно назовем полуостров а может это зеркалка вот видите заливы тут залива если взять зеркалить ну ладно сейчас это не принципиально но дальше непонятно почему вот такой скажем так ландшафт и он кстати сейчас быстро закончится если не ошибаюсь что-то вот после африки но это может облака так вот над азии сгустились а вот это а кстати вот я хотел вам вам обратить внимание помните я говорил давайте сравнивать рельеф вот это но я понимаю там маленькое окно просто вот смотрите детализация острова да вот детализация хотя кто-то опять скажет что это облака они должны быть размазня не прорисованы и опять они сменяют кадр видите сразу у них ночь наступает небольшое закадровое пояснение но будет некачественный звук так как это вклейка получается что в этих видео мкс начале летит вправо а потом летит влево на шарообразной земле мкс все время должно лететь вправо возможно кто то скажет что это не реверс включают и отматывает видео каким-то хитрым способом возможно для зрителей делают картинку вначале право летим потом переключают изображение влево это может только быть на круглой земле ну многие не знают разницу между шаром и кругом а пояснять я сейчас не намерен поэтому предположительно мкс даже вымышленная без жителей на борту летает по кругу здесь я тоже пытался понять где мы пролетаем то есть видите безжизненное но может это марс все-таки безжизненная желтая земля никаких населенных пунктов никаких вроде населенных пунктов а вот смотрите вот сколько мы не летали не видно никаких не городов да там никаких населенных пунктов я понимаю сейчас как бы плохо видно я может ради этого кадра сейчас на весь экран сделаю демонстрацию чтобы как можно больше человек увидели что хочу показать внимание на экран вот все безжизненное нету никаких домов ничего нету вообще конечно лучше если самостоятельно каждый будет потом на канале вот это все просматривать как на космических каналах и вот мы подлетаем вообще конечно там при детальном разрешении об а вот это уже какой-то населенный пункт пустыни я его назвал шахматы потому что там какая-то шахматная доска вот этот населенный пункт все единственный населенный пункт на планете ну может это пирамиды так как впереди появляется предположительно речка нил а там жил беззаботный маленький зеленый крокодил а там жил беззаботный маленький зеленый крокодил но возможно это пирамиды многоэтажные небоскребы из космоса не видно которые повыше уже давно многих пирамид а вот пирамиды мы почему-то видим и все больше ничего на планете только пирамиды ну видите детализация тоже сравним почему здесь мы видим даже он как эти медвежата полезли на деревья и шишки едят и почему мы здесь не видим может там просто мкс ниже к новой зеландии летит а здесь над африкой выше смотрите вот эта шахматная доска на современных картах а что это друзья что это такое кто мне скажет населенный пункт какой-то и почему это единственное что видно на всей планете очень много таких небоскребов что и не снились нашим мудрецам вот она значит я правильно сориентировался изучаем континент африку безжизненные пустынны естественно сейчас мы будем подплывать коровийскому полуострову подлетать впереди виднеется красное море так называемое но принципе если показывать да то можно сориентироваться то есть не подготовленный зритель не сразу сообразит где где что находится но если вот так вот детально все изучать всматриваться если интересно какой я вывод хочу сделать но очевидным вывод все вот это все нарисовано я имею ввиду полеты из космоса все вот это нарисовано здесь как бы тоже нарезку сделал уже разбирал разбирал они скачат сразу смена быстрая кадра войдет раз другая смена тут чё по кругу что ли ну и вот вот это свечение непонятное солнце да но вот обратите внимание опять она светит моем понимании непонятно гладь такая какая-то интересная ну и коляске давайте вернемся коляске давайте вернемся значит вечно кто-то там говорит ее продали кто ее продавал допустим есть вот рисунок что ее продали сравнительно недавно аляску знаете вот уважаемые слушатели зрители вам вот просто сказали что ее кто-то продал и все а вот берингов пролив аляска да вот правильно человек сказал аляска это начало гипербореи чтобы оплыть полностью нашу азию нужно было иметь четыре канала балтийский суэцкий он же балтийский беломор канал берингов пролив и панамских канал и все носятся с канадой постоянно где канада где канада когда нам нарисовано где-то на дальнем востоке есть 35 городов которые официально принадлежат канаде кстати вот добрый человек как бы классику жанра повторяет подсказывает то есть это вот как говорится сами по схемам шукайте канаду вот это охотское море а это вот зонский залив до береговые линии практически тождественны но это я уже показывал ранее вот тоже кстати старая карта почему помните я в предыдущем ролике про крым говоришь предполагаю что южная америка на самом деле намного раз больше вроде карта это на первый взгляд пустяковая а на самом деле она более достоверно отображает береговые линии как оно должно быть правда куска немножко не хватает весь ужас выглядит приблизительно вот так вот что то здесь я смотрю перешеек очень широкий ну древние не умели рисовать что с них возьмешь еще одна вклейка звук будет некачественным сначала я не придал большого значения этому перешейку но уже при монтаже понял что это не ошибка древних картографов а истинное положение вещей то есть вот этот участок как раз то наглядно причит о том что современные карты фальсифицированы и они тщательно западное побережье соединенных штатов америки скрывает у нас в азии то есть территория земли там значительно больше а по факту они нам предлагают очень маленький участок земли приблизительно так что то здесь я смотрю перешеек очень широкий ну древние не умели рисовать что с них возьмешь кстати помните как я африку начал изображать вот сейчас последние вариантов это вот на старых картах и ливия эфиопия на старых картах африка правильно изображалась аравийский залив а сейчас красное море как один исследователь сказал ну черное море потому что там рядом жили чернорусы но у них цвет кожи был наверно темный если ты изучал бы древнюю речь что ты знал бы что не черный а червоный красный а красный это красивый ну что сделаешь смотрю на эти рисунки и не могу понять как нацистской германии было тяжело нападать на северную америку это они вот как же они бедолаги то путь свой проделывали представляете вот откуда там из восточной части ссср перебрались на аляску поехали в лос-анджелес и напали на 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 лос-анджелес да какой ужас как же нацистам было тяжело те годы как же было тяжело кто впервые видит подобные искажения карт это не искажение вот пожалуйста официальная карта вот азия плавно перетекает в южную америку можете самостоятельно найти эту карту кто не знает как это делать делайте print screen а потом закидывайте в google картинки и находите этот снимок ну в программе конечно немножко подровняйте очертания карты потому что print screen будет захватывать все и вся дальше аляска сэр вот я нашел карту тоже довольно таки интересная и очень старая и хорошее детальное разрешение значит датировка у нее 1802 год депо карт сочинена вдумайтесь сочинили карты раньше сочиняли как стихи по новейшим наблюдениям иностранных мореходов вот так вот иностранные мореходы помогали своим врагам российской империи карты лепить что мы тут интересное видим ну во первых мы видим даже не тихое море а море бобровое это скорее всего белорусы были это знаете так такая была те годы от безделья традиция одни черное море копали другие бобровое море их и океан можно найти но с трудом южный океан и тихое море ну вот где-то там ну тут сказать на месте ну тихое море да на месте вот берингов пролив вот этот берингов пролив он в принципе незначительными деталями но отличается от старых карт карта 1882 года но кто-то скажет но за 200 лет одно прикопали другое откопали дело в том что не хватает очень много островов на этой карте если расценивать что данный остров остров святого лаврентия на этой карте изображен вот тут также и подписан остров святого лаврентия одно только смущает меня в этом острове четкая береговой линии нету штрих пунктирная линия вот то дальше мы видим группу островов раз два три четыре на современных картах мы можем найти только королевский вот он сейчас он как называется ном раньше королевский а вот здесь уже какая-то ситуация исчез целый остров вот он узкин вот он остров да а вот типа остров диамид ну вот они да раз два почему два потому что остров диамид при детальном увеличении получается он как бы на два острова делится вот один вот второй ну так как карты сверхсекретные наверное этот остров и маглин не стали наносить на современные карты его нет а может его просто затопили ядерными бомбами да и такое может быть в общем интересная карта что в ней еще интересного непонятные здесь очертания береговых линий почему местами идет штрих пунктирная линия в чем проблема почему некоторые части шикарно отрисованы а некоторые пробелы остров сахалин или чока ниже остров коразута или шиша давайте посмотрим есть ли на современных картов шиша я понимаю что вот матмай вот этот это вот этот да это хоккадо да остров вот он а видите между сахалином и японией еще был остров так называемая япония поэтому не факт что сахалинцы видят японию возможно они видят шишу хе 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 или каразута кузатута вот тоже плачет что японцы претендуют на курилы во первых этих курил никто никогда не видел вам просто сказали что кто-то на что-то претендует и вы переживаете по поводу того на самом деле это всего лишь чтобы разжигать меж концлагерную рознь видите но все таки я думаю вот вот этот остров вот он остров матмай а шишу наверное затопили хотя что-то тут может это рубин не похоже шиша она румная нету шиши затопили шишу за 200 лет все могли затопить идем дальше уже подходим к финальным строчкам опять аляска но уже карта помоложе этой карте лет сто судя по надписям тут видите на украинском языке написано я вам буду переводить российского американские владения ну видите он украинский язык очень тяжелый для других ух надеюсь вы или ушей ушел вы поняли это украинскую речь вот видите все по украински не знаю подсказывать что это у меня такая тонкая ирония это как я тогда сказал древние укры один там древние укры выкопали австралии и там начал вынос мозга там какие древние укры какие древние укры вот здесь тоже интересно получается но может поленились не стали сто лет назад делать подробную карту а что делать то все равно окажется российской державе это иностранные мореплаватели карты рисовали так ну что у нас получается тут вообще ничего не получается здесь вообще нету ни одного острова наверно просто даже не стоит разбирать мореплаватели нарисовали если вот это остров лаврентия и здесь остров хивон по моему очень плохо видно больше не нашел детализации то это маловероятно поэтому получается недалеко от побережья так называемой аляски порт ла рэнс был остров но теперь его нету кстати на этой карте и нету острова геомит собственно как и других островов ну наверно вся беда в том что хотели обмануть единственное что еще хочу добавить что на некоторых старых картах удивительно прорисовывали ландшафт то есть умудрялись прорисовывать горы до реки карта 1775 года вдумайтесь как можно было в те далекие годы нанести все так идеально ну да древние мореплаватели я вспомнил древние мореплаватели они когда высаживались у берега они поднимались высоко на мачту брали бинокль или подзорную трубу и вглядывались туда вдаль континента и исследовали и наносили на карты да ну такая чушь ну обратите внимание тогда уже я уже делал ролик у нас 4 канады 3 аляски что на разных картах аляска по разному изображена здесь как видите не смогли древние мореплаватели отобразить вот здесь все шикарно обрисовали кстати обратите сахалин здесь находится очень далеко на современных картах он значительно ближе то есть у меня тогда помните была в одном ролике версия что вот эту часть острова донасыпали собственно как и японские острова так называемые это просто отвалы гигантские терриконы которые там у них идут реакции их постоянно трясет ну смысл подняли да то есть это отвалы видите вот сахалин малая сенький вот где то вот так вот да да а до японии очень далеко так называемые вот этот остров а остров ли он да если of nippon nippon ну и вот расстояние ну ладно будем делать скидку что древние мореплаватели ничего не могли сделать даже вот реки прорисовать детально горы ландшафт да вот так вот детально ну вы понимаете чтобы составить такую карту нужен титанический труд не древние мореплаватели не современные не в состоянии создать такую карту непроходимые топи высокие горы не дадут никакому мореплавателю ни древнему ни современному создать карту 1775 год датировок ну видите тут аляска аж прям прям как вплотную базе а на более старых картах вообще относительно старых они там кстати у них разбег всего лишь 10 лет даже нет не отображено северной америки спустя 10 лет она появляется ну открыли хотя там датировка вот сейчас тоже где-то этот район 1700 какой-то год так вроде ничего не забыл сейчас переведу внимание на чат думаю добрые светлые человеки много интересного для себя узнали много нового но я помню в старых роликах мне всегда говорили Слава ты просто говори не важно что ты будешь говорить ты просто говори с нами аааа Людмила привет здравия так я на самом деле практически всегда вещаю редко бывает что там сутки и я не появляюсь вот вчера был даже другим немножко моментами выбит из колеи так я просто сухо констатирую факт это не означает что я что-то буду просить главное не знаю пускать это в основной ролик или нет пока все вроде нормально но вот смысл такой у меня как бы все ролики были созданы благодаря вам уважаемые слушатели и зрители то есть бывали такие моменты что ну особенно там на ранних шагах что я говорю все это последний ролик а почему а надо идти работать потому что ну не за что делать нету возможности дома сидеть да и в целом у меня как бы все эти вот последний год было нормально так как у меня появилось три человека которые старались по возможности каждый месяц поддерживать меня и поэтому я как бы особо не переживал но так сложилось один в силу обстоятельств ну не обязан помогать не знаю что там ну как говорится пошло не так нету возможности помогать потом другой человек откололся тоже жизненные обстоятельства сейчас фактически на одной ниточке держусь есть один человек этот человек знает таком я говорю вот он фактически один помогает ну и то неизвестно это до сегодняшнего дня может он тоже как бы три кита было на которых я держался ну как бы была возможность сидеть по-домашнему делать ролики общаться с вами это не означает что дайте денег я уже ничего не просить не буду уже я помню один случай когда-то попросил и то я помню знаете на что я просил деньги чтоб перевели сотовую землю на английский язык ну переводчика нанять и после того случая когда я почитал комментарии я понял что я никогда ни у кого ничего не буду просить ну никогда не говори никогда это что если будет возможность я не буду обращаться за помощью но сухо констатировать факт что происходит то есть пока еще ну все нормально да но это месяц два максимум вот есть конечно добрый человек ну во первых не обязан постоянно помогать это первое во вторых это чем как это один человек ну где логика да но пятьдесят тысяч подписчиков из них ну десять тысяч допустим очень хорошо относятся к моему труду ну и они как думать что это у меня такое после работы хобби у меня нету хобби после работы это одновременно мое хобби и работа поэтому к этому доброму человеку я обращаюсь не надо сразу хвататься за кнопки и делать доброе дело это мне в первую очередь как бы неудобно скажем так что вот такая ситуация поворачивается ну вернее мне неудобно чтобы это выглядит как будто я что-то прошу нет я просто сухо констатирую факт так все основной доклад я сделал ну мы не не assurance в нашей с Продолжение следует... Эмувар известна как операция по истреблению страусов Эмувар. Война длилась с ноября по декабрь 1932 года. Война велась вооруженными силами Австралии, но эхо этой легендарной войны докатилось и до наших дней. Причиной операции стали массовые жалобы фермеров. Колоссальное число, а именно несколько десятков тысяч Эмувар атаковали посевы пшеницы в округе Кампион. Это западная Австралия. Для подавления агрессора Эмувар были брошены лучшие войска вооруженных сил Австралии. Солдаты были вооружены пулеметами, что и дало возможность прессе назвать этот инцидент «Война с Эмой». После Первой мировой войны большое количество бывших военнослужащих Австралии, а также британские ветераны, переселились на континент. Там они начали заниматься сельским хозяйством. Подобное фермерство развивалось в Западной Австралии, а часто в отдельных районах. Приоритет был отдан исключительно пшениц. В начале Великой депрессии в 1929 году правительство Австралии предложило фермерам увеличить площадь посева пшеницы. Также правительство Австралии дало обещание о помощи фермерам с субсидиями. По итогу это обещание не было выполнено. Несмотря на рекомендации и обещания субсидий, цены на пшеницу продолжали падать. И к октябрю 1932 года вопрос стал особенно остро. Одновременно с подготовкой к уборке урожая фермеры начали угрожать возможными отказами в постелках пшеницы. Трудности, которые стояли перед фермерами, выросли еще больше. Ввиду миграции в регион более 20 тысяч эмо. Эмо регулярно мигрирует после сезона размножения, направляясь к побережью из внутренних регионов Австралии. Возможно их там, как и кролики, около биллианта, во внутренних регионах Австралии. Эмо обратили свой пристальный взор на появление расчищенной земли и дополнительного водоснабжения. Водоснабжение было создано исключительно для снабжения фермерского скота в Западной Австралии. Эмо расценили обрабатываемые земли как хорошее место для обитания и начали набеги на территории фермеров. В частности, на сельскохозяйственные угодья в отдаленных землях около Кэмтауна и Волглана. Эмо поедали и портили посевы. Также Эмо оставляли большие дыры в заборах. Через эти дыры могли проникать кролики, которые также могли усугубить потери урожая. Фермеры начали доносить свои опасения по поводу набегов птиц. Опасность была сплошь и рядом. Поля опустошались со скоростью стихии. И бывшие солдаты послали в депутацию для того, чтобы встретиться с министром обороны, сэром Джорджем Пирсом. Отслужившие во время Первой мировой войны солдаты-поселенцы были хорошо осведомлены об эффективности пулеметов. И просили использовать это оружие в борьбе с Эмо. Министр с готовностью согласился, но потом подумал и выдвинул ряд условий. Одно из условий – это оружие. Оружие, которое будет использоваться военными, и весь транспорт должны были финансироваться правительством Западной Австралии. Ровно как и фермеры должны были сами обеспечивать свое питание, проживание и оплату боеприпасов. Джордж Пирс также поддержал задействование армейских подразделений по той простой причине, что отстрел птиц был бы хорошей практикой в стрельбе. И для достижения подобной цели был даже приглашен кинооператор в студии «Фокс» Мавидоны, который должен был снимать кровавые баталии. Война! Сэр Джордж Пирс, который приказал солдатам уничтожать Эмо, позже в парламенте будет назначен министром обороны от Эмо. Боевые действия должны были начаться в октябре 1932 года. Война с Эмо велась под командованием майора Мередита из 7-й тяжелой батареи Королевских Австралийских сил артиллерии. Мередит командовал двумя солдатами, вооруженными двумя пулеметами системы Льюиса и комплектом, состоявшим из 10 тысяч патронов. Впоследствии операция была отложена из-за периода осадков. Это заставило Эмо расселиться по более широким площадям. Дождь кончился 2 ноября 1932 года. И с этого момента войска были размещены с приказом помогать фермерам, также по мнению автора одного из газетных репортажей, собрать 100 шкур Эмо, а также их перья. 100 шкур Эмо, как и перья, могли быть использованы для изготовления шляпок для солдат, австралийской легкой кавалерии. 2 ноября солдаты прибыли к Эмпиону, где было замечено около 50 Эмо. Поскольку птицы были в недосягаемости пулеметов, местные поселенцы попытались завлечь стаю Эмо в засаду, но птицы разделились на мелкие группы. Птицы начали бегать так, чтобы в них было трудно прицелиться. Первая стрельба из пулеметов была неэффективной из-за дальнего диапазона цели. Вторая очередь выстрелов позволила убить некоторое количество птиц. Позднее, в тот же день, была обнаружена небольшая стая Эмп, и, возможно, десятки птиц были убиты. Следующее важное событие произошло 4 ноября. Мередит устроил засаду возле местной дамбы. Более 1000 Эмп были замечены в направлении его позиции. На этот раз артиллеристы ждали, пока птицы подойдут близко, прежде чем открыть огонь. После того, как был открыт огонь на поражение, пулемет сломался. Пулемет сломался после убийства всего 12 птиц, а остальные разбежались, так как прекрасно понимали, что могли быть тоже убиты. В этот же день других птиц замечено не было. В последующие дни Мередит решил двигаться дальше на юг, где птицы, кажется, были довольно ручными. Но Мередит получил ограниченный успех, несмотря на его неимоверные усилия. На одном из этапов Мередит зашел так далеко, что установил один из пулеметов на грузовик. Такой подход к делу оказался неэффективным, так как грузовик был не в состоянии унаться за птицами. Изда была настолько грубой, что стрелок не мог сделать ни одного выстрела. 8 ноября, через 6 дней после первого боя, было издрачено 2500 патронов. Число убитых птиц неизвестно. Один отчет сообщал только о 50 птицах, но другие отчеты говорят, что количество было в диапазоне от 200 до 500. Последняя цифра указывалась поселенцами. Официальный отчет Мередита сообщил, его люди не понесли потерь. 8 ноября депутаты Австралийской палаты представителей обсуждали операцию. После негативного освещения событий в местных средствах массовой информации, которые говорили также о том, что всего лишь несколько эммм было убито, Пирс отозвал военнослужащих с пулеметами. После отвода солдат майор Мередит сравнил войну Эму с войной с зулусами. Да, несомненно, Мередит толковый вояк. Он сразу разглядел, что война с Эму и с зулусами по факту она тоже. Мередит сравнил войну Эму с войной с зулусами и прокомментировал поразительную маневренность Эму, даже когда они были тяжело ранены. Еще важно, на мой взгляд, дополнение и пояснение. Наблюдательный и внимательный слушатель обратил внимание, что в начале зачитываемой статьи упоминается цифра солдат аж целых два. Два солдата, два полинета. Как-то абсурдно звучит то, что идет дальше в статье война с Эму, сходство с войной с зулусами. Дело в том, что когда я впервые полугода назад предпринимал попытки записать этот ролик и зачитывал эту статью, возможно, записи сохранились или видео, в статье указывалось не двое солдат, а несколько тысяч. Но Википедия потерла эти данные, изменила их. Тем самым, из-за этой цифры статья была доведена до абсурда. Ну, вдумайтесь. Война, два солдата, два пулемета. Но изначальный вариант, возможно, он сохранился в английских версиях или в других языковых группах. Не указывалась точная цифра. Указывалось, что было несколько тысяч солдат брошено на подавление агрессора Эму. Когда сообщается, что было несколько тысяч солдат, данная статья становится вполне логичной и события, которые описываются в данном повествовании, обретают смысл и полную картину происходящих событий. Вторая атака. После ухода военных нападения Эму на пшеничные поля продолжались. Фермеры снова попросили помощи, сославшись на жару и засу, которая привела к вторжению тысяч Эму на территорию их хозяйства. Джеймс Митчелл, премьер-министр Западной Австралии, организовал мощную поддержку, вновь возобновить военную помощь. Кроме того, доклад командира операции указывал, что около 300 Эму было убито в начале операции. Действуя в соответствии с просьбами фермеров и докладом командира операции, 12 ноября министр обороны выделил вооруженный отряд для возобновления усилий по уничтожению Эму. Он защищал это решение в Сенате, объясняя, почему именно солдаты были необходимы для борьбы с серьезной сельскохозяйственной угрозой. Серьезную сельскохозяйственную угрозу представляло собой большое количество арбов. Военные согласились предоставить оружие правительству Западной Австралии в надежде на то, что они смогут найти нужных людей для его использования. Найти нужных людей не удалось. Эмирит был вновь отправлен на поле боя из-за явного отсутствия опытных пулеметчиков на территории государства Австралии. Приняв битву 13 ноября 1932 года, военные добились определенного успеха в течение первых двух дней. В течение первых двух дней было убито примерно 40 эму. Третий день 15 ноября оказался менее успешным. Но ко второму декабрю орудие уничтожили около 100 эму за неделю. 10 декабря Мередит был отозван. В своем докладе он утверждал, что совершено 986 убийств с 9860 очередями выстрелов. Другими словами, на каждую эму требовалось более 10 пуль. Кроме того, Мередит утверждал, что с 2500 раненых птиц погибло в результате ранений. Птицы понесли серьезные потери. Впоследствии. Массовое уничтожение эму не решило проблему с эму. Фермеры региона вновь просили военной помощи. В 1934 году, в 1943 году, в 1948 году их просьбы были отклонены правительством. Вместо этого была активизирована система поощрений за самостоятельное уничтожение эму. Самостоятельное уничтожение эму появилось еще в 1923 году и получило развитие в 40-е. Система оказалась эффективной. 57034 поощрений было получено в течение 6 месяцев в 1534 году. Статью читал Вячеслав Котляров. Данную статью можно найти с легкостью в интернете на официальном сайте Википедия. Так как, по всей видимости, перевод данной статьи был сделан автоматически, скорее всего, переводчик автоматом перевел подобный текст с английского на доступную нам речь. Читать текст на запись было проблематично. Поэтому мне пришлось переписать. Я изменил некоторые фразы и предложения, но общий смысл остался прежним. В этом вы можете самостоятельно убедиться. Ссылка на эту статью будет в описании под роликом. В завершении хочу сказать следующее. Война с эммом была приравнена с войной с зулусами. Уж очень бои были такие серьезные, кровопролитные. Эмму были маневренные и так далее. Я задаю простейший вопрос. С кем постоянно воюют австралийцы? С кроликами? С верблюдами? Со страусами? С собаками Динго? Вечно многомиллионные армии атакуют несчастных фермеров и горожан. Я думаю, собственно, уверен, как и вы, уважаемые слушатели и зрители, что заборы построены для других целей. Не от кроликов, которые не выживут в безжизненной пустыне, без воды и травы. А скорее всего, заборы построены от существ, которые мы с вами не должны увидеть. Ну а с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо, что слышали меня, слушали. Всего доброго вам и до новых встреч в прямом эфире на Котляров.фм. Пока-пока. У меня здесь, в Киеве, есть знакомый, который в те времена за то, что вырезал деревянную скульптуру статуи свободы, получил 12 лет как политический заключенный. Я уже ушел немножко в другое направление. Всегда в труде начал подборку видеоряда предполагаемому ролику. Вот это тоже было бы неплохо диалог, хотя бы пару фрагментов. Назвать так очень пафосно. В Советском Союзе за знание о плоской земле могли бы закрыть психушки. Я же пытаюсь сказать, что почему. Слава немножко может иронизирует, но КГБ довольно серьезная структура в то время. И вы знаете, она много лишнее болтать нельзя было. Это довольно серьезно. Это сегодня можно рассматривать вроде бы с юмором, но на самом деле даже получить визу, то вы знаете, все под присмотром. У нас, я помню, из теплохода на Ренмарк парнишка убежал в одной из стран. Его вернули, ну, кажется, в течение года. Это вся канитель длилась, потому что службы других стран начали его использовать. Он там начал что-то ляпать языком. Тут начался на родителей огромный прессинг и предатели родины, изменники родины и так далее. Тут запрессовали родители, а его каким-то образом потом выхватили. И он здесь получил, схлопотал довольно серьезный срок. Ему там и измена родины, и предательство, и какую-то там начали шить на суде, значит, что он тайны какие-то там начал разглашать. А какой моряк тайны может разгласить? Извините. Вот. И паяли срок где-то порядка 10 лет. У меня здесь в Киеве есть знакомый, который в те времена за то, что вырезал деревянную скульптуру «Статуи свободы», получил 12 лет как политический заключенный. Бывший моряк, если можно так сказать, что бывшие моряки обычно, как и менты, бывшими не бывает. Скажу, причина, по которой мне закрыли рот. Как мог, пытался разобраться тогда, но потом мне серьезно сказали, или потеряешь работу, а можешь даже или психушку упекут, или еще что-то серьезное. Ну, кстати, тоже по поводу Африки. То есть, бытует такое мнение, что оплыть ее невозможно. То есть, только через Суэцкий канал. Тоже вопрос, понимаете как? Почему я не мог себе решить? Вот со штурманом общаемся. Я говорю, слушай, ну у нас следующий рейс, допустим, на Индию, а потом на Цейлон. И это самое. Зачем мы возвращаемся? Мы возвращались к Испании через Гибралтар, проходили на Средиземное море, шли в Красное море, и почему-то с Красного моря мы уже выходили нам в Индию. Вот это мне было непонятно. Зачем нам возвращаться? Там, получается же, почему-то, собственно говоря, как раз таки и понятно. Я вот понимаю, что там, как слава говорит, что можно по суше дойти пешком, там, до некоторых интересных вещей. Вот поэтому вы, видимо, из Кейптауна возвращались и шли, я так понимаю, да? Возвращались и шли. Нет, я понял, как он говорит. То есть, он, получается, между Африкой и, ну, грубо говоря, Европой, да, проходил? Вот где-то в этом районе, правильно? Между Африкой и Азией. Да, Африкой и Азией, да, я понял. Отличный, отличный комментарий. Кстати, Слав, я вот хотел что сказать, собственно говоря. Ты уловил мою мысль, да? То есть, если я к тебе соберусь на чай, то я сначала, чтобы было короче, сгоняю во Владивосток, вот. А потом, значит, да, примерно понял, да? Вот. Я, ты понимаешь, я такого дебилизма не вижу. Ну, когда у тебя просто остается там каких-то, да, обогнуть, и не плутать там по этим всем, да, и уже по прямой буквально вот можно там, чтобы по диагонали проплывать, да? То есть, они настолько под запретом держат вот такие вот размеры, допустим, тех же самых вод океанов, да? То есть, корабли, получается, плывут фактически, де-факто, по береговой линии. Вот единственное, пока мне непонятна ситуация с Америкой. А какой порт приписки был в США? Куда вы ходили? Ну, сейчас попытаюсь вспомнить. Значит, Бриджпорт был такой. Да, вроде бы так. Вот. И грузовой, грузовой. У нас еще был один порт. Южнее, где-то район вот штата Нью-Джерси. Вот туда. Южнее от Нью-Йорка. Вот мне, понимаете, как? Вот когда Вячеслав выкинул, где находится Северная Америка, то я пытаюсь вот это все привязать. Как это можно связать? Смотрите, там, допустим, Бермудский треугольник, Куба. А тут, получается, уже накладка Япония, Охотское море, Сахалин, Камчатка. И вот этот, вот связка вот этих групп островов у меня пока не связалась. Я все пытаюсь это как-то связать. Ну, вот над работами Вячеслава, когда их просматриваю, прослушиваю, то пытаюсь как-то вот это связать. И думаю. Может быть, вы обращали внимание, если вы с компасом работали, да? Бывали какие-либо зоны, да, где вы, допустим, понимаете, что вы плывете направо, а он вроде как показывает налево. Но вы плывете по этому компасу, но понимаете, что вы плывете направо. Вот такое бывало? Если честно, нет. У меня такого не возникало, потому что я был зациклен вот кверху ногами. Вот это меня в основном доставало. Почему мы кверху ногами не переворачиваемся, никуда не падаем или не летим? Ведь 5000 тонн грузоподъемность корабля, это же немало. Ребят, с вашего позволения, собачка просится на улицу, я выведу ее, там пару минут отлучусь. О, Светлана, привет. Привет. Привет всем. Это Светлана из Греции. Слава, я хочу сказать, что пораду деятельности. Я же как бы три года по морям и океанам-то проплавала. Правда, свои 19 лет я не заморачивалась. Плоская, она или круглая. Я никогда не видела никакого закругления, потому что находилась в Тихом океане, в Охудском море. Это как раз тот самый Дальний Восток, о котором только что говорили. И даже стояла за штурвалом сухогруза целый месяц. Мне давали порулить по два, по три часа в сутки. Ну, как бы же еще не пускают на мостик, но я же как бы певица. И судно было учебное. Там штурманов готовили. А вот я заглянула, мне дико было интересно. Такой руль огромный, такой пиратский, прям такой настоящий. Ну, я как бы намекнула, а мне и не отказали. Они думали, что я сейчас его крутану разок-другой. Ручки отвалятся, и я уйду. Потому что он не гидравлический, а гидромеханический довольно тяжелый. То есть провернуть его там надо было силушку иметь. А я не отступилась. Так вот я стояла, что не на есть, на самом носу. Я видела вот этот весь, так сказать, одну всю эту гладь. Никакого закругления я не видела абсолютно. Но меня тогда это не волновало. У меня тогда были другие задачи. Ну, восторг, конечно, я испытывала колоссальный. Хочу сказать, что я лучше курсантов вела. Меня потом в конце значок даже, как курсантом, прицепили на грудь. Это как в этом фильме, когда Кутузов, а медаль-то когда на грудь, в руку дали. Вообще, конечно, великолепно. Но меня интересовал тогда другой вопрос. Вот жалко, нет товарища моряка, я спросила. Потому что мне никто четко так почему-то и не объяснил. А задавала его довольно часто. Почему такая слышимость великолепна? Вот на блатной воде великолепная слышимость. Мы идем на мотоботе. Вроде бы рукой подать стоит база. Мы идем. Вот там чихает, а мы здесь говорим, будь здоров. То есть настолько слышимость, а до этой базы мы идем, ну, час. Вот откуда такая слышимость? Почему такая слышимость великолепная? У кого только не спрашивал, мне никто толком на него не ответил. Ну, то есть вот конкретно не ответил на этот вопрос. На суше это невозможно. Вот такая слышимость на суше невозможна. Но отойдите на час от человека, да, на расстоянии. И скажите что-нибудь. Ну, это ясное дело, даже если в пустыне вы будете. А вот на море слышно? Вот это интересный вопрос. Так никто мне не ответил. А по поводу того, что на каждом судне, торговом, вот мы были на базах, да, на сухогрузах. То есть нас подхватывали все, кто тут шел в район, либо по нашему направлению лова, где мы с концертами работали. А нас подхватывали любые судна, абсолютно любые. И на одной даже базе, по-моему, он пятым помощником числился, какой-то там комсомольский работник. То есть у них там все, чтобы вы понимали, какие-то помощники. От первого до первого, второй, по-моему, штурмана. А дальше там пятый или шестой был пожарником. То есть вот его задача – это обеспечение пожарное. По-моему, он был пятым помощником. Вот. И, видимо, я ему понравилась. Он за мной там приухлестывать решил. И он такое выболтал. Он такое выболтал, вы себе не представляете. То есть он мне рассказал, что когда они были около берегов Японии, он сказал, что он агент КГБ. Что довольно молодой, кстати, пацан. И там он был то ли, когда там эти были комсомольские работники. То есть он был комсомольским работником, и никто не знал. Это совершенно скрытая информация. И он под мухой вот это вот все выболтал. И даже водил меня в сейф, открывал и показывал оружие. То есть у него есть оружие. И он рассказывал, что когда они были у берегов Японии, в другом судне был, и кто-то спрыгнул за борт, то он даже открыл огонь. То есть у него есть такое предписание, что он имеет право стрелять. Я, конечно, тогда была поражена. Но потом я уже к этому привыкла. Я знала, что все они как бы обязательно, там есть свой сотрудник, который за этим следит. Так, по крайней мере, было тогда, не знаю, как сейчас. Тогда это было все очень строго. По поводу прыжков за борт, это, скорее всего, после случая с этим, со Славой, как его, Слава Курилов, который за борт прыгнул и уплыл, это трое суток море он провел, побег из СССР. И вот, наверное, после этого случая, если кто-то за борт прыгает, было видно. Разрешено стрелять. Посмотрите, уважаемый, да, слушатели, зрители, кто не видел это, побег из СССР. Вас просто фильм шокирует, как человек трое суток плыл в открытом океане и выжил. Часы показывают 9 вечера. Времени совсем не осталось. Через минуту он спустится на корму главной палубы и сделает шаг за борт через границу государства. А теперь срочное сообщение, которое поступило к нам по каналам информационных агентств. Побег из СССР. Гражданин Советского Союза бросился в Тихий океан с борта лайнера. После трех суток, проведенных в воде, он самостоятельно вышел на Филиппинский берег. Да, я смотрела великолепные фильмы, причем, кстати, все у меня в Филиппинке сложилось хорошо. В отличие от многих, которые пытались. Мы были еще на одном судне. Я уже точно не помню. Но помню, что они во фракт ходили, это так назвалось, то есть они ходили за границу. А потом их разжаловали, наказали и они мотались по месту. За что? За то, что одна из девочек, там официантка у них была или бармен, она пыталась тоже как бы нелегально выйти на берег. Причем там ее, ну, видимо, она часто в этом порту была, то ли в Турции, то ли где, вот я уже не помню. И ее вынесли в сумки с коробками там, ну, то есть носили продукты, выносили, они же там закупаются, закупки делают. Вот ее вынесли, но ее через 15 минут буквально поймали и вернули. И вот из-за этого всю команду наказали. То есть такие действия тогда были довольно частыми, не так это редко было. Многие пытались при возможности как-нибудь сигануть. Но сигануть от родной Родины трудно было. Ловили, наказывали. Потому что все по-серьезному. Люди просто не понимали, что смысла большого нет в смене концлагеря. Ну, что там, что тут, все одно и то же. Виктор, вы с нами? Да, я уже здесь. Я просто внимательно слушаю. Довольно интересная беседа у вас. Виктор, у меня к вам вопрос. Я не знаю, навряд ли вы меня слышали. Меня зовут Светлана. Я живу в Греции. Когда-то я была молоденькой, была певица. А поскольку мы принадлежали Дали Рыбе, мы как бы отрабатывали на эту Дали Рыбу концертами на море. Это Дальний Восток. В основном мы находились, это Тихий океан, там Охотское море. Ну и близлежащее все там Япония. Вот. Нейтральные воды. Я хочу сказать такую вещь. Мне было очень интересно, и никто почему-то мне на этот вопрос никогда не отвечал точно. Почему на море такая прекрасная слышимость? Вот мы идем на мотоботе к судну, к базе, да, к примеру. Там человек на палубе чихнул, мы ему говорим, будь здоров. А идем до этого судна, ну, около часа. То есть расстояние-то приличное, мотобот, ну, вы знаете, что это довольно быстрая штуковина, она быстро передвигается. Она для этого-то, собственно говоря, и создана на рыбных базах. Вот. А идем долго, а слышимость хорошая. Почему так? Скорее всего, я это могу, знаете, как к воде привязать. В воде довольно далеко все слышно. Вот если кто-то пробовал нырять, ну, аквалангом какой-то мере заниматься или занимается, можете попробовать, допустим, где-то на озере, на большом озере. Один человек на одном берегу, другой на другом, и вот этот человек, кто-то один, пусть нырнет, а второй возьмет два металлических предмета, опустит в воду и легенько, легенько, не надо сильно, вот так друг в друга стукнет. И пусть тот, кто слушал под водой, расскажет свою ситуацию. Это легонько стукнуть, а если довольно сильно ромыхнуть, то эта слышимость будет очень сильная. Это понятно, это под водой, а над водой. А над водой, наверное, точно так же вода влияет вот над поверхностью воды. В принципе, вода каким-то образом способствует распространению этого звука более качественно на большее расстояние. Я только так могу это мотивировать. Нет преград земли. Над землей совсем по-другому. Хотя в горах эхо, вы знаете, тоже распространяется довольно далеко. Да, но там как бы бьется, обратно отвечает. А здесь вот просто слышимость великолепная. Я всегда этому поражалась. А вы морской болезнью страдали? Еще раз. Морской болезнью страдали? Нет, у меня такого нет. У нас были такие, как страдал, но у меня нет. А вот хотел бы уточнить, я как-то в эфире у Макса Беляева, тоже там был у него человек, который тоже представлялся моряком. И вот он насчет морской болезни совсем другое сказал. Ну, я хочу просто убедиться, действительно это или так. Он говорит, вы не понимаете, что такое болезнь морская. Он говорит, я вам сейчас в эфире объясню. Морская болезнь это не то, что когда человек в море и его мутит, а когда он выходит на сушу, тогда его начинают тошнить и так далее. Вот я хотел бы уточнить. Если позволите, отвечу. Значит, морская болезнь, что это такое, как это в медицинской терминологии есть так. Вестибулярный аппарат не реагирует, вернее, неправильно реагирует на изменение организма, допустим, вот на качелях. Если человек страдает морской болезнью, посадите его на качель, где надо, или на лодочке, или на карусель. Он будет закручиваться, его будет тошнить обязательно. Это вестибулярный аппарат. Его в детстве у детей, вот почему детям надо обязательно на игровые площадки, где есть какие-то качельки и все, надо у детей, чтобы этот аппарат развивался. И морская болезнь, она, как правило, качка. Качка, она провоцирует рвотный рефлекс. Ну, мы помогали, у нас были практиканты из Николаевского института, проектного института, и на практике три человека, два парня и девушка. Вот практически один такой парень, он как-то еще более-менее спасался. Девушка и второй парень, это пока там вот рвотный рефлекс до такой степени, есть ничего не могут, то мы их, знаете, чем откармливали? Соленые огурцы и сухари. Это то, на что организм нормально реагирует. То есть не вызывает рвотного. Соленые бочковые огурцы и сухарики сушеные, вот белые сухарики сушеные. Вот даем грызи, потому что он кушать ничего больше не может. Что бы он ни съел, сразу наружу, при том не то, что он съел, он есть его не будет. Он начинает есть и вот уже выворачивает. Жак Фреско есть такой вон в Ютубе некоторые ролики. Так вот, там он, кажется, фильм «Сотворил наш дом», еще там есть пара его работ. Так вот, он как-то одному арабу доказывал, как. Он взял шарик воздушный, наэлектризовал его, а потом на этот шарик выбросил горсть мелких, вот этого мелкого пенопласта, вот крошки. И она вся прилипла. Вот, таким образом он этому арабу, как он объясняет, «Я доказал, что Земля круглая». Я думаю, ну да. Намагниченная резина, намагниченная, она притянет к себе пенопласт. Но, извините, вода, огромная масса воды, плюс то, что на этой воде, это же все вес, и кверху ногами, если компас не переворачивается, значит, тут нет стороны, кверху ногами. Есть что-то другое. И вот мне интересует, кстати, вы знаете, что вот это, когда нам подают, что континент, так, званого Южного полюса, вот это, там, по полтысячи метров высотой ледяные глыбы, мне кажется, что это все-таки, наверное, глыбы ледяные скорее северного полюса. Только где-то район, наверное, Гренландии, вот так вот, те районы вот такие там есть. На Южном полюсе я почему-то сомневаюсь, что там есть этот лед. Вот, не знаю, у меня сомнения. Бывший моряк, если можно так сказать, что бывшие моряки обычно, как и менты, бывшими не бывает. Возможно, меня еще кто-то слышит. Скажу, причина, по которой мне закрыли рот. Как мог, пытался разобраться тогда, ну, потом мне серьезно сказали, или потеряешь работу, а можешь даже, или психушку убегут, или еще что-то серьезное, потому что при СССР получить визу, добро на такую работу по загранке, это надо было через КГБ, довольно жесткий отбор шел. Доброй ночи. Как меня слышно? Великолепно. Ну, я рад. Слава Богу, значит, получилось все. Ну, сразу скажу, чтобы загадок не было, но я живу в Житомире, почти на окраине Житомира, так что мы с тобой какой-то образ земляки, вот, ну, и бывший моряк, если можно так сказать, что бывшие моряки обычно, как и менты бывшими не бывает. Моряк это на всю жизнь. А так, просто интересная была тема, я писать немножко нудно, отстаешь по тексту и по смыслу, и за мыслями кого-то там, с кем хочешь пообщаться. Ну, а по поводу того, что я написал в чате 40 лет назад, действительно, знаешь, скажу вот все, возможно, меня еще кто-то слышит, скажу причина, по которой мне закрыли рот. Ну, на флоте есть такой гирокомпас, и вот когда мотало меня по другим странам и континентам, наш корабль, будем говорить, и экипаж, я обратил внимание на то, что гирокомпас кверху ногами не переворачивается. Я стал задавать вопросы. Ну, естественно, мне сначала тихонько шепотом намекнули помалкивать, ну, а потом, ну, это как раз вот по теме вопросы шар или плоскость. Думаю, так, я в Архангельском пароходстве работал, в торговом флоте, вот, после мореходки. И вот эти все вопросы задавались. Ну, естественно, как мог, пытался разобраться тогда, ну, потом мне серьезно сказали, или потеряешь работу, а можешь даже, или психушку упекут, или еще что-то серьезное, потому что при СССР получить визу и добро на такую работу по загранке, это надо было через КГБ, довольно жесткий отбор шел. Поэтому надо было пройти этот отбор. Два раза проверяли. Родословную по максимуму. Ну, прошел, работал. А служил морской авиации. В принципе, вот для знакомства, я думаю, достаточно такого. Если хочешь мою камеру включить, меня увидишь. Ничего, если я картинку в эфир на секундочку выведу, чтобы наши уважаемые встретились слушатели. Тоже побачили. Страна должна знать своих героев. Есть колоссальное количество людей, которые думают, что мы живем на маленьком шарике. Что можно этим людям сказать, как вы человек, который отдали колоссальное количество времени жизни такой интересной профессии. Что можно им подсказать, что Земля все-таки не маленький шарик, который болтается в космосе. Спасибо. Уже благодаря твоему каналу, благодаря многим роликам, которые пришлось мне ознакомиться в интернете, на ютубе, вот, и благодаря тем поисковым знаниям, которые, во-первых, я пришел к такому выводу для себя лично, что наша планета, не важно, какого она размера, она живая. Это огромный живой организм. Вот. И какие мы паскудники, когда гадим в этот живой организм, а мы ведь как мурахи для этой планеты. И она нас терпит. Вот это меня поражает. Вот. Ну, а в том, что она действительно не такой шарик, как это есть, то вы знаете, это чувствуется. Это чувствуется, когда оказываешься где-то, ну, допустим, в большом просторном океане, где никакого берега не видишь, никакого маяка, кроме радиомаяков, не слышишь, то это впечатляет. Видишь воду, а еще если попадаешь в какой-то или шторм, или что-то серьезное такое, то ситуация, конечно, внутри вот какое-то такое состояние себя слишком маленький, слишком маленький по сравнению вот к этому огромному живому организму. Во всяком, приходилось видеть, конечно, море, море, океан, они живые, как, они свечения разные дают, это по ночам это вообще красоты, полный штиль или же около того варианта, ну полный штиль это идеальная гладь, редко такое попадает, но попадает, прекрасное зрелище, когда возникают какие-то светящиеся узоры на воде, огромные, приток, занимает буквально по полмили размерами такие, ну планктон светится, он за день набирает в себя свет, свет, а потом начинает отражать как светлячки, будем говорить, что-то вот вроде этого, но они создают узоры, это красивейшее, с верхнего мостика наблюдать такие вещи, красота, а земля, знаете, если вот как ты подавал в роликах, что сота, она плоская, а если как громадная, огромнейшая планета с соседними сотами, то естественно она круглая, но наверное ни тебе, ни мне, никому-то супер-пупер мозгами, наверное, не дойти до тех объемов вот этой ее величины, наверное, это невозможно, я даже сомневаюсь представить, насколько она велика, все, что нам подают в виде планет-звезд, туфта это все, туфта это все, это я уже давно убедился, передаю слово. Ну, кстати, тоже по поводу Африки, то есть, бытует такое мнение, что оплыть ее невозможно, то есть, только через Суэцкий канал. Тоже вопрос, понимаете, как, почему я не мог себе решить, вот, со штурманом общаемся, я говорю, слушай, у нас следующий рейс, допустим, на Индию, а потом на Цейлон, и это самое, зачем мы возвращаемся, мы возвращались к Испании, через Гибралтар, проходили на Средиземное море, шли в Красное море, и почему-то с Красного моря мы уже выходили нам в Индию. Вот это мне было непонятно. Зачем нам возвращаться? Там, получается же, почему-то, собственно говоря, как раз таки и понятно, я вот понимаю, что там, как слава говорит, что можно по суше дойти пешком там, до некоторых интересных вещей, вот поэтому вы, видимо, из Кейптауна возвращались и шли, я так понимаю, да, возвращались и шли, нет, я понял, как он говорит, то есть он, получается, между Африкой и, ну, грубо говоря, Европой, да, проходил, вот где-то в этом районе, правильно? Между Африкой и Азией. Да, Африкой и Азией, да, я понял. Какой у вас, допустим, доступ был, скажем так, ну, к Капитанскому мостику, то есть где, ну, допустим, компас, вот это все, карты, не вот вы, вот это вот, вообще, ну, кем вы были конкретно? Я на мостике, у меня была на мостике работа, потому что вместе, будем говорить так, со штурманом, штурвал, все это мое, моя работа была у штурвалов, и моя работа была, допустим, снимать координаты маяков береговых, вот, штурман сидел на радиомаяках, ну, что у него наушники под рукой, на радиомаяках, а я в основном световые маяки, которые попадали в зону видимости, вот, я их координаты снимал, данные штурман, он наносил на карту, потом делали вычисления, и таким образом, вот, мы двигались. В основном, это все так, то есть, все, что происходило, моя работа у себя находилась наверху, на мостике, за исключением аварийных ситуаций, которые, ну, надо было, допустим, уже опускаться ниже на главную палубу, а так все на мостике. Передаю словом. То есть, получается, вы не сильно далеко, если вы маяки видели, не сильно далеко отдалялись от береговой линии, правильно я так понимаю? Ну, вот, когда мы на запад пойдем, то, до, включительно по Северное море, и северную часть Англии, там маяки. Это все мы снимали. Потом уже, когда поворачивали еще правее, строго на запад, тогда, получалось, работали только с радиомаяками. Ну, я на радиомаяке как-то так, ради любопытства, конечно, пытался заглянуть в эти книги, потому что там идут соответствующие, там, книги по маякам, лоцманские, там, разного рода дополнительные материалы, и сведения, координаты идут. Вот, то, по возможности, ну, знаете, когда ты находишься на дежурстве, то есть на работе, то уделяешь свои обязанности, поэтому не всегда удается разнюхать. Вот, по поводу гирокомпаса, да, это я вынюхивал, потому что, когда шло размагничивание корабля перед рейсом, допустим, размагничивание и запуск гирокомпаса, то тут я был сто процентов присутствовал при этой процедуре, все происходило при мне, мы его запускали, все, и когда вот передвигаясь, тогда я уже задавал вопрос, почему он не переворачивается кверху ногами, если земля глобус? И вот мне на этом начали закрывать рот. Сначала штурман так, шутку, я полез выше спрашивать, уже к старпому полез, потом с капитаном начал, мне капитан, ну, там у нас были, это же в советские времена, в экипаже всегда есть, присутствует такой политрук, называется, то есть по политической части, шестерка КГБ, как мы его называли, так вот, к тому я не лез, но капитан у нас, Амдурский, покойный, ныне не знаю причин, когда я ушел в флота, скорости услышал, что он повесился, по какой причине не знаю, так вот, капитан Амдурский тогда мне сказал, говорит, Виктор, ты, знаешь, перестань задавать эти вопросы, потому что если комиссар услышит, то ты в лучшем случае потеряешь визу и работу, в худшем случае, или психушку запрут, или еще куда-нибудь поглубже, поэтому помалкивай, такие вопросы никому не ставь, если дойдет до комиссара, залетишь, вот это все, что у меня такое, это в те времена, хотя для себя я вопросы эти с тех времен продолжал ставить, пока не завелся компьютером, интернетом, и не начал встречать вот эти ролики, Вячеслава. Да, у меня вот такой вопрос, с северным морским путем ходили или нет, и через Берингов пролив? До Дудинки, Дудинка и Гарка, это самая дальняя точка, где приходилось бывать, а на север, кроме Новой Земли, на Франца, Иосифа и Шпицберген, по одному разу, туда и туда ходили, все, больше не приходилось, дальше туда, выше забираться не приходилось. И еще вопрос такой, значит, вот раны, вот этих желтопузиков, меня интересуют, допустим, вот эти полуострова, Индостан, Индокитай, да, как они там называются, да, вот этот бассейн, Индийского океана. Значит, был в Кейптауне дважды, это южная точка африканского континента, вот, на Сейлоне, один раз, потом приходилось быть в Индии, и вот сюда, где Новая Зеландия, вот на эти острова. Но, опять же, я говорю, вот там вот эти все, меня как магнитом тянуло к этому гирокомпасу. Я все пытался разобраться, и вот ставил себе право, почему не переворачиваться кверху ногами, ведь он ориентирован, когда запускается, на полярную звезду. Полярная звезда находится над Северным полюсом. И вот это мне никак не укладывалось. Думаю, если она над Северным полюсом, мы ближе к Южному, значит, гирокомпас должен был перевернуться почти кверху ногами. И вот это, знаете, оно толкало на размышления и на всякие. Ну, естественно, почему еще, у нас ведь оптика слабая, самый мощный бинокль, но максимум хорошую погоду можно на расстоянии 50 километров увидеть маяк. То есть, через бинокль увидеть не зарево от маяка, а на 50 километров, а увидеть точку, если вот у бинокль смотреть, потому что без бинокля, ты видишь только такой миг на горизонте, а уже с биноклем можно увидеть саму точку, которая мигает. А больше оптики у нас ни у кого не было в экипаже. Виктор, подскажите, как выглядят по факту морские карты? Дело в том, что была одна проблема, которая вот пытался разобраться. Почему-то картам, кроме рабочей, которая в данный момент времени находилась на столе, до пуска запрещали лезть. То есть, они, как правило, КЭП прокладывает маршрут по картам еще в порту. Мы получаем, будем говорить так, рабочее задание, рейсовые, находясь под погрузкой у какого-то груза. И капитан прокладывает маршрут, куда мы его должны доставить. То есть, он из общей огромной пачки, он достает нужные карты, их складывает в отдельную пачку, которая, такой есть маленький, выдвижной ящик стола рабочего, в котором он складывает только конкретно ту пачку, в которой проложен маршрут корабля. То есть, как будет двигаться этот корабль. И вот уже из этой пачки они вынимаются, эти листы, и ложатся по порядку. Вот, допустим, идем мы по Норвежскому морю, у нас с левой стороны получается Норвегия, побережье Норвегии, Шхеры и так далее. И вот, там несколько листов этих карт. Вот он, тот промежуток, который мы будем в течение там десяти часов проходить. Вот, на карте есть его на одной, значит, эта карта только лежит. Дальше туда. Ну, нельзя было. Не знаю. Я пытался несколько раз, мне, как говорят, стукнули руками, сказали, что это не свое дело. То есть, получается, полной картины никогда не присутствовала у вас. То есть, присутствовала какая-то часть карты, да, какой-то определенный отрезок маршрута, по которому вы шли. Я правильно вас понял, да? Да, ведь карта большая, вот маршрут, будем говорить, сам маршрут, вот лист бумаги, он размер, большой его размер, он порядка метр на восемьдесят, кажется, я сейчас точно не скажу, но знаю, что так, ширину метр или метр десять, и вот стол большой рабочий, и вот этот лист лежит, потому что на нем линейки находятся, на нем, потому что на нем же отмечаются координаты, и местонахождение корабля. Корабль движется, ведь есть морские течения, есть какой-то ветер бортовой, или же скулы, или же хвост, и вынуждены рулевому постоянно вносить поправки по курсу, то есть мы движемся, и вносят поправку на курс. Если нас с курса сносит куда-то, дает указание на поправку, и там один-два градуса на штурвал, новый выводится курс, и я уже с учетом поправки стараюсь держать корабль вот на этом курсе. Получается, что на карте все отмечается. Какой маяк в данный момент времени? Обычно привязка на три маяка, чтобы вычислить координаты корабля, вот, и просчитать. Три или же визуальных маяка, или радиомаяка. Ну, в ясную погоду можно было сикстантом еще проверить по звездам свое местоположение. Но там это уже, будем говорить, тоже относительно точно можно высчитать, если хорошо. Разбираясь в вычислениях, то можно было относительно неплохо и им воспользоваться. Но в основном маяки. В основном маяки и радиомаяки. Еще звуковые есть маяки. Бывало, что расстояние позволяет слышать маяк, или же видимость нулевая, а ты движешься, то маяки, кроме света и радиосигнала, они еще звук издают. У каждого маяка свой сигнал звуковой есть. Поэтому туман, допустим, погоду, пасмурную погоду, можно было слышать эти маяки, если берег в зоне слышимости, будем так говорить. Передусь словом. Ну, смотрите, вы ходили, так я понимаю, что карта у вас азимутальная проекция. Правильно, да? Просто скажите, да или нет? Да. Есть лоции, книги, которые, это как дополнительный материал. В данном месте, где мы находимся, используют их для того, чтобы разобраться, какие течения есть. Плюс внешние факторы. То есть, допустим, если идет шторм, ну, небольшой, там, 5-7 баллов, обычно это рабочий режим вот такого шторма для корабля, потому что 9 и более старались, если есть возможность, спрятаться. Но если это заставало в открытом океане, то старались держать курс на волну. Ни в коем случае не боком, потому что могло перевернуть или положить на борт корабль, а еще хуже, это вот этот караван леса, который сложен на палубе, то волной срезает, невзирая ни на какие троса и толрепа крепежные, что он затянут, вроде бы намертво, срезает как бы лезвием. Толщина металла борта, ну, порядка 2 сантиметра, как минимум, вот наверху, на главной палубе. И фальшборд, он же еще идет дополнительный ребра жесткости, то вот в открытом океане держишь курс на волну, при этом учитывая все-таки, куда тебе надо двигаться, а не тупо вот строго по волне, чтобы, ну, так немножко под углом, как в парусном флоте. Там ведь, если ветер встречный, все равно же можно двигаться вперед, только уже, это называется, двигаешься галсами влево-вправо, с небольшим уклоном. Нос идет как бы под углом к встречному ветру, а паруса под другим углом, и корабль все равно будет двигаться вперед, но только он то влево, потом вправо, и так называется на флоте термин, галсами. Передаю слово. А вот смотрите, а Федор Конюхов заявляет, что он при девятибальном шторме на веслах там наяривает, и нормально все как, а вы-то не справлялись, получается, да? Ну, знаете, как в том анекдоте, ну вот тот говорит, ну а кто вам мешает, и ты говори, так вот и он, ну, говорит, мало ли что он говорит, просто нужно, ну, хотя бы, вот кто из вас ездил просто вот или в Крым на море отдыхать, или что, и если вы попадали в такой шторм, как три-четыре балла, сядьте на прогулочный катер, прокатитесь вот в такой шторм, и попробуйте на себе ощутить, что это такое, и прикиньте эту ситуацию на лодку с веслами и себя в виде грибца, и все, и все станет на свои места. Передаю слово. Ну, кстати, тоже по поводу Африки, то есть, бытует такое мнение, что оплыть ее невозможно, то есть, только через Суэцкий канал. Внимание на экран. Тут вопрос, понимаете как, почему я не мог себе решить, вот со штурманом общаемся, я говорю, слушай, у нас следующий рейс, допустим, на Индию, а потом на Цейлон, и это самое, зачем мы возвращаемся, мы возвращались к Испании, через Гибралтар, проходили на Средиземное море, шли в Красное море, и почему-то с Красного моря мы уже выходили нам в Индию. Вот это мне было непонятно. Зачем нам возвращаться? Там получается же, почему-то, собственно говоря, как раз таки и понятно, я вот понимаю, что там, как слава говорит, что можно по суше дойти пешком там, до некоторых интересных вещей, вот поэтому вы, видимо, из Кейптауна возвращались и шли, я так понимаю, да, возвращались и шли, нет, я понял, как он говорит, то есть, он получается между Африкой и, ну, грубо говоря, Европой, да, проходил, вот где-то в этом районе, правильно? Между Африкой и Азией. Да, Африкой и Азией, да, я понял. Африкой и Азией. Так, давайте, уважаемые слушатели, зрители, сделаем, что я не буду говорить, что я увидел, что было все по чесноку, будет правильнее, если я не буду ничего пальцем показывать, вы сами увидите, то что, ну, может, для вас это нормально, что-то я в чате не вижу особо удивленных возласов, наверное, я из другой реальности. Слава, у меня только показало не видео, а фото, но фото, естественно, это Питер, или... Это не фото, это просто остановил паузу, я же не могу ролик вам крутить, я остановил паузу на том моменте, который меня озадачил, то, что я увидел. Это фрагмент, стена, стена, которая у него под вытянутой рукой, это не турецкая, сто процентов. Может, ты что-то другое имел в виду, но я обратил внимание на стену, и... Стена, это хорошо, ну, ладно, я вообще еще раз сейчас закрою это все, давайте посмотрим. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Видел довольно-таки интересный, распространенный вопрос из чата, а где же Индия? Вообще, в принципе, Джулия, Яраночка, здравия, Дмитрий Игорек, приветствую. Вообще, в идеале, в идеале, чтобы не задавать вопросы, где Индия, нужно посмотреть один ролик мой, который идет две минуты. Сейчас я его попробую найти, но многие уже видели. Давайте еще раз посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Значит, основной посыл этого ролика показать, что все нарисовано. В голове местных жителей есть вымышленный рисунок. И они абсолютно уверены, что на вот этом аппендиксе под названием на карте слово написано Индия живут только одни индусы. И этот аппендикс выглядит точно так же и в реале. Давайте посмотрим еще карту. Вот, допустим, все привыкли вот к такому аппендиксу. А если мы, допустим, пофантазируем, и вот Джулией сядем в частный самолет и пролетим, допустим, от Каспия до Австралии, и будем смотреть вниз, и смотреть, чтобы был вот этот аппендицит. И может случиться так, что мы будем пролетать, а по факту, вот Джулия на экран, смотрите, видите, а вот здесь Индия по-другому нарисована. Нет вот этого аппендицита. Думаете, вот это Индия, нет, это Китай, а вот это Соединенные Штаты Америки. Или же вот карта. Вот таких карт вообще тысячи. Джулия, обратите внимание, как выглядит Индия здесь. Вы что-нибудь общее видите с Индией? Вот она написана. Индия, Гангем. Вы в этой Индии узнаете знакомый носик? Нет. Вы поймите, во-первых, что первое, это все рисунки. Береговая линия совсем выглядит по-другому. Она более квадратная, нежели закругленная, как показана на вот этой схеме. Если бы я нарисовал бы и не подписал бы вот такую каляки-маляки, никто бы ничего не понял бы. Да? Пришлось как бы подписывать. Но это опять же условности. Дальше. Вот карта мира в китайском отеле. Кто-нибудь общеизвестную Индию здесь видит? Никто не видит. А где Индия? Нету ее, да? Это современная карта. Кстати, вот почему я развернул и понимал, что Аргентина должна быть вот этой горной грядой быть на восток. как мы допустили небольшую оплошность и поставили ее на западе. Кстати, высокоразвитые цивилизации строят заборы в духе китайской стены. А супер высокоразвитые цивилизации ограждают друг друга горными массивами. потому что им насыпать вот такого куча фуфла, да? Вот они насыпали эту кучу и уже отгородились. А допустим, опять же, что-то Аргентина, она лживо выглядит. То есть, здесь еще может быть огромный участок земли, который не отображен на нашей карте. Дальше. Хочу вам удивляшку одну еще. Не сенсация, а так, 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 так. Просто информация к размышлению. Помните, я вам показывал, что в Новой Зеландии монета точная копия крымского полуострова? А это еще не все оказывается. Когда я вам показал эту монету и сказал, что это точная копия Крыма, я вам предложил мысленно сравнить очертания Австралии и очертания Крыма. Хотя монета Новозеландия. Я вам предложил мысленно сравнить очертания Черного моря и Австралии. поэтому если фигурально сказать, то получается Австралию выкопали тоже древние укры. Знаете, почему? Оказывается, не только Австралия похожа с Черным морем, но еще не до конца по проверенным фактам, это я как бы вычитал из интернета, на территории Австралии находится озеро, которое имеет форму Крыма и вроде даже имеет точно такое же название как Крым. То есть поняли, какая ухахатка была сделана? Чтобы нарисовать Австралию, они взяли Черное море, контуры, и нанесли на карту. А чтобы нарисовать озеро, где-то там в центре Австралии, они взяли кусок суши. кусок суши, нарисовали его в виде, точнее кусок воды, нарисовали его, взяли кусок суши Крым, нарисовали его в виде воды в Австралии и назвали Крым. То есть думайте, на территории Австралии есть озеро Крым. Вот почему австралийцы, я думал, что какой-то курьез, а кажется не курьез, оказывается для Новой Зеландии, для Австралии, не имеют общего с украинским Крымом. У них есть свой Крым. Но это все нарисовано. И Австралия, и австралийское озеро Крым тоже нарисовано. Сегодня занимался самопознанием перемешку с компьютерными играми. Самопознанием я занимался за счет монет. Обратите внимание, какую непростую монету я нашел. Только я один понимаю, что это не просто птицефабрика. На фоне сот изображены яйца, да? Но вы помните, что я сто раз рассказывал, что как наш мир выглядит. Как огромный лоток яиц в каждом яйце, в каждом ячейке яйцо, в каждом яйце мир свой. Поэтому не ищите Индию там, где ее нету. Индию нам просто нарисовали. Даже вот эти участки земли они фактически фальшивые. Более-менее достоверная карта была создана совместными усилиями. Александр Каченко мне помог по моей просьбе обрисовать границы. То есть вот у нас Африка. Вот у нас Северная Америка. Дальше. Для тех, кто впервые видит подобную схему, думает, что я от вольного взял эти континенты. Ничего подобного. Значит, за основу была взята вот эта карта. Видите? То место, где мы живем. Вот, пожалуйста. Даже здесь гиперборея есть и пройти никуда нельзя. Чтобы антарктический круг показать, была взята оригинальная карта. Вот как выглядит Антарктида. Вот Бразилия. Вот Австралия желтая. Вот Африка. То есть на нашей схеме мы с Сашей максимально правильно отобразили, что из себя представляет Африка. Видите? Идем дальше. Видите? Я специально подтянул поближе к северу Гренландию. Утверждаю, что Гренландия это часть Агарты. Думаете, я от Вольного это придумал? Нет. Давайте посмотрим карту. Вот Европа. Вот Гренландия. Ну, кто-то скажет, это Северная Америка. Но Северной Америки нет. Видите, как Агарта очень близко находится к нам. То есть, если мы становимся на земле Гренландии или плывем по над берегам, как это сделал Олаф Иансен со своим сыном. Рыбак приплыл в Агарту. Ну, и Титаник. Видите, вот Европа. Титаник выплыл из Европы и доплыл вот сюда до Агарты. То есть, на этой карте вы видите, что Агарта очень близко. Видите, вот это Гренландия. И Гренландия, как видите, это не остров, а она сразу переходит в Новую Британию. То есть, Титаник выплыл на вот эти земли Агарты и приплыл в Новую Британию. Агарту и Асгард многие знают, что я опять же не придумал. Вот нацистские карты. Асгард, Либерия, второе название Агарта. То есть, очертания материков мы взяли именно с нацистских карт. Многие шутники говорят, что это находится внутри земли. Ну, пускай шутят. На самом деле, все это на физическом уровне. Я понимаю, что у них немножко интеллект слабоват, чтобы понять, что гигантские континенты действительно на физическом уровне существуют. Но они почему-то пошли дальше, они еще идиотизм создали, они решили сказать, что Асгард находится в центре маленького земного шарика. Видите, это фото из книги. Южную Америку мы без изменений с Сашей запихнули. Хотя я уверен, за вот этим хребтом еще есть земля, которая плавно перетекает в Асгард. поэтому политическая карта мира нашей ячейки для глобалистов выглядит приблизительно так. Сейчас я вам покажу. То есть, Агарта и часть Европы отходит одной юрисдикции. Поэтому и Европа на наших картах всегда рисуется отдельно от Азии. Так называемая Азия и Южная Америка относятся ко второй юрисдикции. Ну и Агарта, точнее, прошу прощения, Асгард относится к третьей. Три соты три ячейки. Вот вам союз трехсот. Не триста, а трехсот. То есть, становится теперь понятно, почему Европа всегда отдельно рисуется другим цветом на политических картах мира. Давайте еще красиво попробую. Через Европу проходит граница. Это относится к Азгардянам. Поэтому, кстати, Европу особенно и не уничтожали древние архитектурные строения. Все уничтожили в Азии. Вот. Азия и Южная Америка относятся к 2-й юрисдикции и Азгард 3-й. Вот такой политический расклад. Кстати, многие помнят, что я объяснял, кто такое Вавилонская, что такое из себя представляет Вавилонская башня. Они стояли на каждом континенте, были законнектены на Ясенин Дросиль, который по сей день существует. Как сказала Светланка, что сотовая связь строится по такому принципу, который я обрисовал. Ну, я-то это создавал согласно тех знаний, которые мне известны, но выяснилось, что и сотовая связь работает в том же ключе. разрушили Вавилон, Бабилон, Бабл, то есть яйцо, то есть интернет и все. И люди перестали друг друга из других сот слышать и понимать и общаться. Вот это мой небольшой друзья доклад, который я хотел давно с вами, очень давно с вами поделиться. Для тех, кто впервые, еще раз повторяю, когда-то здесь был город, кто впервые это видит, здесь был город-сад и все были кварталы ровненькие под линеечку. Потом агрессор вторгся и затопил Дарию, образовался Северно-Ледовитый океан, затопил Лемурию, индийский образовался, затонул Пацифиду, Тихий океан образовался и затопил Атлантиду. Вот сейчас мы живем вот на таком участке. Видите, все красивенько. Древние карты подтверждают правоту моих слов. Косвенно подтверждают. Вполне возможно, что здесь еще осталась та архитектура. Возможно. Мало вероятно, но как показано на этой схеме. То есть Агарта и Асгарта еще имеют кусок общей постройки. Я, кстати, когда-то мод делал к одной игре Моровинт. И там получается огромный город Керадиил. Я создал тоже одна часть города была еще в домах, а другая часть города уже разрушена. Были руины. Вот. Вот приблизительно как здесь. Но это было давно. Я создавал ее как бы по аналогу того мира, в котором мы с вами живем. Приблизительно, я думаю, понятно. я не использую фразу проверяйте сами, потому что проверить сами вы не сможете. Единственное, что вы можете сами проверить, что города Америки Северной находятся у нас в Азии. Это единственное, что вы можете сами проверить. И возможно даже ценой своей жизни. Вот видите, гипербореи по сей день существует. Черное море, ой, Каспий вместе с Оралом. Черное море, Азовское. Как видите, пройти здесь нельзя было раньше. Прорубили Беломор канал. И теперь становится понятно, почему корабли, которые плывут вот оттуда Архангельск находится. Ну, я от Вольного ляпну, хотя оно там немножко не так. К примеру, Мурманск здесь. Поэтому корабль не может попасть в Мурманск, так как тут земля. прорубили Беломор канал. Поэтому, чтобы за Архангельска попасть кораблям в Мурманск, нужно выйти, пройти через Беломор канал, обогнуть полностью скандинавский полуостров и приплыть в Мурманск. По-другому не получится. Напрямую корабли не ходят, там земля. И те, кто любят спрашивать, где же Аляска, вот Берингов пролив. Аляска это часть Гипербореи. Вот Аляска, вот это предположительно Камчатка, вот она, видите, даже визуально похоже на Камчатку. Так, ну, надеюсь, уважаемые слушатели, зрители, я довольно-таки понятно и развернуто все объяснил. Еще раз хочу обратить внимание, что эта карта искажена была. Когда я забавному чудику, который живет в Азии и всем пытается навязать, что он живет в Северной Америке, показал, что здесь вырезано, маленький мозг биоробота зацепился за циферки. То есть, он не увидел, что здесь несостыковка, он логически понял, что здесь циферка и этому Расселю я так и не смог объяснить, что но это тяжело, это надо иметь интеллект, чтобы понять, что видите, кусок карты вырезан, то есть, когда-то здесь была отображена Северная Америка, вот так, грубо говоря, да, а потом ее, эту Северную Америку взяли, вырезали, видите, вот швы, вот шоу идет, вот шоу идет, вот до сюда, оп, вырезали этот кусок карты и перенесли сюда, также видите заплатки и здесь, это вообще идеальная карта, подтверждение, что произошла фальсификация, здесь прям, ну, наглядно карта кричит, что, вы что, не видите заплаток, но я надеюсь, в эфире видно, что линии не состыковываются, то есть, просто, пролыпылы, батька, с матерью, да, ну, тут тоже шоу, видно, не сходится, видите, он циферку увидел, ну, биороботы, они, конечно, любят циферки, человек, он образами все видит, тихое море, обратите внимание, спасибо, яраночка, надеюсь, для новичков, вот эта карта, будет служить аргументом, что, здесь, вырезан кусок, карты, залеплен, я даже могу, хотите, еще раз, для новичков, контуры, обрисовать, предположительно, в эфире, плохо видно, вот, видите, вот этот участок, вырезали, вот, заплатка стоит, видите, надо было, наверное, белым, белым, лучше видно, в эфире, вот, видите, вырезано, вырезано, ну, пожалуй, все, если будет интересный вопрос, с радостью, среагирую, в ком, то, это, в принципе, в принципе, все, все, в принципе, что, в принципе, Если помнишь, раньше наши бабушки там все любили во дворах сидеть, а здесь нету короче таких вот делов. Вот они все сидят возле подъезда, вот эти бабушки, которые еще тут пооставались живы. Вот они возле каждого подъезда сидят себе там, тарахтят. Кекс. За последнее время здесь, конечно, тоже много чего изменилось. Понаехали тут очень много разных стран. Раньше больше здесь было как русские, украинцы, поляки. А сейчас очень много узбеков, таджиков. И вот они все-все едут. Первая остановка это вот сюда, Брайтон. Очень много пожилых здесь. Мусор, как обычно, это нормально для Нью-Йорка. И вот у нас этот бодворк. Что-то набережная типа. Вот она идет от конца Брайтона и в ту сторону до Кони Айленда. Вы, может, знаете, слышали, видели в фильмах. Там вот Кони Айленд. Тоже гадюшник редкий. Черноты. Испанцев там очень много такой. Это камень или деревянная мостовая? Это дерево. Я бы сказал, что это уже как пластик. Они сделали по дереву. Раньше она была вот. А не, она здесь уже переделана полностью. Она раньше была деревянная, и они ее переделали. Да, это как пластик под дерево сделан. Наверное, чтобы на многие лета бомжей очень много здесь тоже, кстати. Летом осознан. Это Нью-Йорк. Дом отключился. Юленька, это Нью-Йорк. Здесь все дома. Такие, как шести, семиэтажки. Туалет общественный. А вот там чуть дальше. Сейчас мы дойдем. Там эти русские знаменитые рестораны. Там Татьяна. Волна. Еще какая-то фигня там. Наши любимые в шапочках сидят. Там этот океанчик. Узбеки на русском болтают. А вот там вот чуть-чуть дальше-дальше. Там эти дома. Это уже элита местная живет. Там дома, ну, не дома, а квартиры. Две комнаты, три комнаты. Уже полтора миллиона и выше. Сумасшедшие цены. Я даже не знаю, за что они там платят. В чате спрашивают. На этом пляже камни с ликами русских. Точнее, богов русичей. Русом. Вот, не знаю насчет вот этого. Я знаю, тут есть камни. Это волнорезы. Может быть, там что-то есть. Я никогда не видел. Вот там вот вдалеке видно. Сидят уже тут, кушают, пьют. Это у нас волна. Татьяна. Еще одна Татьяна. Это типа местные русские рестораны. Ну, такие, опять же. Это все для приезжих. Я, допустим, бы сюда не ходил бы. Гадость полная. Ну, для прибывших это вау. Классно. Если помните такой фильм. Как же он назывался? Блин, забыл. Вспомню, скажу, на Куни-Айленде снимался. Как раз вот здесь вот этот. Там про белого и черного. Реквием по мечте. Помнишь ли такой фильм, нет? Кто-то достанет на убоге места. местная тоже такая тут именно чисто наливайка местные столики все бухают кто хочет ехать нью-йорк едет на брайтон знакомый живет мне надо к нему по делам вот на этом моя маленькая экскурсия по нас среди какая красота закончилась не готовая была закопанный город но мы закупали нету ниш подымали этот пирс то есть там песок наверно непонятные места вот так вот ну давайте слова я отключаюсь я пошел там по делу этих своих делов давайте я что там на связи буду с вами позже как обычно все отлично слава слава богам слава предкам я в гости приехал в нью-йорк сейчас на брайтон бич могу показать если хотите да будем с интересом изучать это сейчас подойду нас на эту главную брайтон бич эвину видно нормально тут ума мой собакевич гадюшник правда редкий я уже отвык от этого переехал в атланту там другой мир здесь вот это главное это улица брайтон и авеню местная гигстер гигстер павел пишет на краснодар похоже но возможно уже краснодар такой же ну да тут видите не американские надписи пойди разбери ой аптека по-русски написано разбери пожалуйста камеру он аптечный киоск смотрите уважаемые слушатели видите какой зоркий глаз мой обратил внимание оптичный киоск класс спасибо бомба вот так и неизвестно может этого в каком-нибудь городе русов повесили нефиканские название на самом деле от это вверху наверно там железная дорога до поезд ехал я выключал звук потому что шумит очень то я говорю наверно железная дорога до местная тут тут в основном но все все русскоязычные все везде русский язык все болтают он еще там аптека тоже дальше вот еще сейчас покажу один магазин жена любит сюда заходить любила когда мы жили в нью-йорке вот это вот травяная аптека вот это знаменитый ресторан их местный называть сюда все эти раньше звезды вся эта эстрада съезжалась как-то император или что-то такое на той стороне сейчас я покажу знаменитый бодворк называется там где типа одесса вся вот эта публика бабушки дедушки на лавочках собираются сидят сейчас пойдем к океанчику щита из спрашивают спросить у прохожих как пройти до китая да но это надо у китайцев спрашивать они ответят на себе уже рассказывал слова что зашел там в магазин и мне как ответили что да типа я прилетела но многие сюда приезжают кто победнее те пешком то есть это было ну достаточно она ответила как бы нормально то есть я был с товарищем который скептично ко всему относится то что я ему рассказываю он просто обалдел когда ему сказала это китаянка зашел там в магазин и мне как ответили что да типа я прилетела но многие сюда приезжают кто победнее те пешком а а а а а а а а из китая в сша по скоростной железной дороге амбициозный проект который собираются реализовать в китае больше похож на фантастику соединенные штаты и китай они находятся на одном континенте и расстояние между китая соединенных штатами никакие не 13 тысяч километров понятно почему они хотят в туннель и и загнать чтобы просто зрители и и не видели что на самом деле там я не знаю по кругу я буду гонять или что тема данного видеоролика вторая мировая война знаменитый перл-харбор железная дорога китай сша рельсы проваливались на полметра при мне на моих глазах два раза пояс с рельс ходил часовой пояс сахалин плюс 11 а япония плюс 9 курьезы температуры обратите внимание в алкоридже теплее чем во владивостоке рейсы самолета по факту получается парадокс перед тем как полететь на северо-запад самолет летит на юго-восток вторая мировая война знаменитый перл-харбор ну что ж найдите в википедии где угодно все расписано что это такое американский кинематограф расписал какой был быстроходный флот у японии которая преодолела знаете какое расстояние где это было гонолу сейчас я покажу то есть смотрите официальная точка зрения вот этот и база вот гонолу американская расстояние японии до гонолу шесть тысяч километров вы представляете какое-то расстояние для тихоходных кораблей сороковых годов а созданы они были вообще в 30-х годах прошлого столетия вообще вот вдумайтесь в это вот нам все время пытаются объяснить вот через кинематограф вот почему перл-харбор там вот этот фильм и снимают как японцы туда могли долететь их самолеты и так далее и как почему америка прощелкала но 6 тысяч километров но вы представляете это же любая разведка заранее узнает и япония тут оказывается всех тут мучила оказывается напала даже на австралию япония представляете до австралии сколько здесь вы представляете какие расстояния еще пять тысяч километров обалдеть это просто это 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 огромное расстояние то чтобы понимали что это но это вот вы представляете какие расстояния туда-сюда вот даже меньше хабаровс даже ближе ну до владивостока от москвы до владивостока приблизительно 6 тысяч километров но вы понимаете что это это сколько летать надо это какие самолеты как долго это все будет идти это а вот когда начинаешь понимать что на самом деле это гонолу где-то здесь а япония фактически вот где-то вот здесь и расстоять даже гонолу он посередине находится видеть они его как нарисовали то есть он же вот эта база американская про хабара она находится но если не посередине между японии и соединенными штатами но немножко так где-то сдвинуто восточный да но хорошо вот это вот это соединенные штаты да здесь япония находится между ними фактически где-то 4000 километров но посередине находится это гонолу где-то вот тут 2000 хотя япония так как считать северную часть или южную потому что если южно если где-то там тысячу километров или меньше или около тысячи то оказывается знаете что японские самолеты митсубиси зеро времен великой отечественной войны второй мировой войны вон тридцать девятый год вы знаете какая у них дальность полета было никогда не поверите они летали на расстоянии имеют дальность 2600 километров с дополнительными баками летали у них расстояние две ты полета 2600 километров дальность и превосходили читайте все серийные истребители бмс сша начала сороковых годов по большинству параметров завоевал господство воздухе первый период войны а то есть если япония от перл-харборта физически находится хотя бы тысячу там тысячу сто километров да не надо никакого флота там авианосцы какие авианосцы там могли быть такие мощные такие чтобы раздолбать этого это ну понимаете это настолько вот абсурд вот когда пишут это все как бы знаете начинает приукрашивать а мы сейчас начинаем здесь копать и понимаем вот эти неточности что оказывается самолет мог имел дальность японский взлететь с аэропорта там нормального отбомбиться в перл-харборде прилететь назад в японию тогда да тогда они могли имели фактор внезапности что их было трудно отследить потому что это представляете это группа авианосцев авианесущая она медленно она не плывет они могла плыть быстро тем более в тридцатых годах сороковых какая там скорость что там было да к тому же сколько там тех самолетов могло быть там облегченной версии самолетов там на авианосцах всегда самолеты хуже чем те которые базируются на суше по ряду причин потому что их надо этом экономный вариант переделать жертвуя чем-то дальностью например там оружием бомбовой нагрузкой тогда ну и кроме этого вы имеете ввиду я не про австралию я не фантазирую япония наступление на астралию остров цирлон захватил и пожалуйста сорок втором году всех приветствую экспресс выпуск номер 14 сегодня мы с вами продолжим исследование фальсификации географических карт нашей планеты вы помните что прошлый раз мы с вами исследовали кольский полуостров север вот там двигать стрим идет и пришли к выводу что очевидные есть фальсификации географических карт в районе кольского полуострова новой земли а море лапте выход туда до берингово пролива а также предположили что существует реально сейчас гиперборелия реально то есть не фантастика то есть буквальном смысле автор видеомонтажа вячеслав котлеров город харьков еще к одному из таких странностей которые вот объясняют либо не объясняют эти все вещи есть еще такое что сейчас китай точнее доблестные китайские инженеры желают построить железнодорожное сообщение между китаем и америка кто не в курсе из китая в сша по скоростной железной дороге амбициозный проект которые собираются реализовать в китае больше похож на фантастику по замыслу его авторов магистраль китай россия плюс америка должна протянуться на 13 тысяч километров и пройти под беринговым проливом по 200 километровому тоннелю китай свяжет со соединенными штатами высокоскоростная железная дорога представляете вы это вот вдумайтесь еще одну вещь и главное как она будет построена 13 тысяч по суровам колымы где-то не живых людей нет у меня там знакомый недавно был горит там ужас там брошенные лагеря сталинские там людей нет там печать не живут а железная дорога она должна что каждый там условно говоря 100 километров 200 или какой-то стоять в охар то есть это с палочкой дедушка или бабушка которые должны там отвечать что наджили железная дорога целая она не осунулась не провалилась ничего с ней не не стало и так далее понимаете то есть как они хотят ее построить 13000 километров здесь вообще где магадан где там беглые каторжники прочие ну естественно хотят туннель под типа под беринговым проливом якобы она будет мега супер там скоростная в общем 13000 пролетит в один миг понятно когда мы с вами уже понимаем что фактически ситуация не такая соединенные штаты китая не находятся на одном континенте и расстояние между китая соединенных штатами никакие не 13000 километров понятно почему они хотят в туннель и и загнать чтобы просто зрители и и не видели что на самом деле там я не знаю не по кругу его он гонять или что но пойти не понятно ты едешь кого в туннеле как понять с какой скоростью ты едешь там можно сказать что у нас супер поезд тысячу километров в час он пролетит быстро 13 эти они заложники вот этого своего обмана такого в общем делать остаются понимаете вот так вот но извините друзья мои вот здесь в этих местах я служил на байкало-амурской магистрали я вот ваш покорный слуга в советском союзе гораздо южные места нас каждый год туда солдат пригоняли чтобы пушка каждый год там осадка грунта шла рельсы проваливались на полметра от одна другой при мне на моих глазах два раза пояс рельс ходил быстрее 15 километров в час пояс там тында ургал кажется он не ходит вы понимаете это но это там суровый климат там какие поезда кто там будет ходить там среди медведей какие будут посты стоять каждые 200 километров и что то есть это абсурд просто вот такой что который но абсурд из абсурда часовой пояс я хочу еще сказать про время вот я стал рассматривать какие же идут гринвичу поправки временные вот в том регионе что нас интересует нас интересует этот якобы берингов пролив то есть обратите внимание плюс 12 часов поправка гринвичу идет сахалин плюс 11 а япония плюс 9 минуя сразу 2 то есть два часа разница а граница здесь между сахалином и японии вы сами видите она ну извините там видно с одного берега на другой как нам официально говорят вот это странно это вот граница почему здесь минус 9 в японии вы видите вот то есть плюс 9 прошу прощения а вот сахалиня плюс 11 раз непонятно дальше причем обратите внимание дальше в океане вот плюс 11 вон аж куда ушло это же расстояние будь здоров какой это расстояние не одну тысячу километров он уже даже за островами гуан там и так далее маршаловые странности такие присутствуют то есть с японии что-то не так иными словами и не только с японии тут еще вот филиппины тут сюда манила влезла с этим сингапуром то есть странные временные поправки но и самые такие здесь странности конечно это вот присутствует они опять же обратите внимание вообще граница есть минус 9 часов где вот аляска вдумайтесь разница в часах по границе беринга вот так называемого пролива еще раз посмотрите друзья мои вот это берингов пролив в россии плюс 12 в америке минус 9 разница сколько получается у нас три часа а вы помните что расстояние здесь между островами до половиной километра и разница три часа очевидно что этот косяк какой-то еще больше показывает что что-то здесь с временем неправильно но опять же вот минус 10 часов и сразу плюс 12 граничит а причем под минус 10 уже идет минус 11 здесь вставка такая это настолько абсурдно здесь еще смотрите вот это плюс 12 ну как бы 12 часов вот это маршал острова тут вообще даже плюс 13 и они на одном меридианах которые плюс 10 еще минус 9 то есть разница странная потому что вы обратите внимание везде в целом но вот такие как бы вот эти полосы они в общем то приблизительно но разве что в россии тут играются эти но в целом они как-то вот одинаково но нету такого чтобы извините три часа разница была в соседних регионах так не бывает бывает час бывает где-то там исключение но два час но три это слишком много это слишком значит и это просто не нереально это разница очень большая что еще хочу сказать а я еще хочу вас еще чем-то удивить друзьям и это еще не все давайте я хочу вам показать такие вещи как погода в доме я решил проверить климатически думаю ну хорошо давайте посмотрим при вас я сделаю погода токио какая там погода сейчас плюс 17 градусов довольно тепло давайте посмотрим во владивостоке какая владивосток плюс 6 посмотрите какая разница как это так вот они находятся практически здесь плюс 17 а из владивостоке плюс 6 то есть очевидно что какая-то ну извините 11 градусов разница а давайте рассмотрим а какая погода а вот в городе анкоридж например да он же далеко на севере там наверно лютая стужа сейчас там наверно вообще ужас находится там сейчас люди ходят валенка это же находится бог знает где скажем там у черта на кулич погода в анкоридже анкориджи батюшки теплее чем во владивостоке плюс 7 градусов как это может быть люди добрые как такое может быть там же нет гальстрима как это может быть а это может быть только в том случае друзья мои что если этот анкоридж за эти где анкориджа владивосток плюс 6 это же не в горах где-то анкоридж здесь плюс 7 что он находится реально с владивостоком на одной широте где-то вот тут они находятся и температура у них реально одинаково идет понимаете а вот эти где плюс 17 они действительно находятся южнее вот япония с южной кореи и так далее и тому подобное рейсы самолета по факту давайте вот вы сейчас все находите всю компьютер зайдите на любой сервис покупки авиабилетов закажите билет из токио япония сан-франциско сша либо наоборот давайте для начала посмотрим какой маршрут рисует нам но сан-франциско чтобы это вот карта какая-то google map вот мы с вами измерим вот он сан-франциско город стиле диско так поехали ну и токио опять там где его нам нарисовали получается расстояние где-то 8 за 8 тысяч километров но вы видите да то есть вот как бы такой маршрут но даже если мы посмотрим с позиции плоской земли то есть это шарообразно если с плоской земли посмотрим то маршрут будет отсюда сан-франциско и вот токио вот сюда а как на самом деле что нам пишут сервисы эти сервисы нам пишут интересные вещи они напишут что оказывается самолеты летят с пересадками три авиакомпании что пересадка в гонконге и лос-анджелесе есть пересадка 5 гонконге лос-анджелесе гонконг я еще встречал пекин и лос-анджелес и сиу но это не меняет руль гонконг это еще круче давайте посмотрим а где во первых лос-анджелес лос-анджелес он находится но согласно этих официальных карт где он находится находится на юго-востоке получается парадокс перед тем как полететь на северо-запад самолет летит на юго-восток там делает пересадку и летит опять по сути надо сан-франциско ну или рядом с ним пролетает какая то узнать абсурд но не проще ли с лос-анджелеса начать но это еще не все вес смех начинается здесь что когда он перед тем как прилететь в токио он делает пересадку где вы думаете гонконге вот вот это номер вот это просто знаете даже никакими военными маневрами как обычно там не объясняет что для антарктида там нельзя там летать там нельзя спасти якобы если самолет упадет военные маневры где-то есть а еще конечно же помните такой перо как отсутствие спутниковой связи но вот это объяснение что вот здесь проверьте пожалуйста вот набирает токио сан-франциско летит через гонконг и лос-анджелес понимаете это ты он сколько рейсов мама дорогая вот есть еще через пекин и севу сути не меняя потому что пекин находится вот здесь видите оси он здесь то есть в любом случае но гонконг это вообще сказка только это в любом случае абсурд этого маршрута дважды то есть то что сначала в америке он летит вообще в противоположную сторону а потом летит как бы вот согласно и плоской и сферической земли то есть вот здесь да где-то около камчатки тут на краю вот этих по курильской гряде но зачем ему перелетать токио в гонконг чтобы потом лететь назад и удлинять рейс с 8000 километров до 15 практически в два раза да это не то что абсурд это просто а логично непрактично экономически нецелесообразно и вообще какая-то глупость здравствуйте уважаемый слушатель и зритель с вами вячеслав котляров обратите пожалуйста внимание на мою схему которая максимально приближена к истинным очертанием того места где мы живем как видите моя схема показывает вполне нормально полеты самолетов скажем упрощенной форме самолет летит без никаких зигзагов грубо говоря по прямой и пересадки по моей схеме становятся вполне логичными и понятными кстати разрешаю это видео скачивать и распространять если кому надо бесплатно ради бога меня другое удивило то что посмотрите какой плотность везде кораблей да вы видите то есть но морское такое судоходство идет будь здоров понятно что в южных морях то есть если согласно старой карте которую мы рассматриваем здесь если здесь находится действительно антрактида вот она гораздо в южный широт но ближе к экватору подходит то неудивительно что именно в этих местах где вот как граница антарктиды обратите внимание не ходят корабли но практически нет их здесь нету навигации здесь может какие-то фейковые стоят единичные но в массе своей такой плотности нет и это еще не все это обратите внимание вот здесь северный путь я знаю что из этих вот мест это даже новости были вот здесь спорт крутой и отсюда жиженый газ соединенные штаты америки поставляют давайте посмотрим где соединенные штаты америки да вот находится и вот где этот порт не ближе ли газ поставлять вот через берингов пролив но вот сюда например гораздо ближе морской путь то есть я к тому хочу сказать что подозрительно очень подозрительно нету кораблей вот смотрите кораблей здесь нет никаких ни одного я могу ссылки потом дам в описании нету то есть онлайн корабли не ходят там любопытно другие вещи что до сих пор нет сообщения между мурманском и архангельском по морю в гостях нашей студии сегодня астролог андрей бухарин здравствуйте здравствуйте алена здравствуйте уважаемые телезрители я хочу перед тем как начать общение пожалуйста чтобы вы понимали что как на самом деле нам недостоверную информацию дают даже вот информации которая в общем то как бы на виду смотрите понятно что нам объясняют что почему вот эти все расстояния например вот в россии здесь видите они вот такие широкие потому что северных широтах когда распрямляют на плоскости вот как бы те меридианы которые идут к центру визуально расширяется ширина понятно что допустим расстояние вот здесь визуально допустим пять с половиной километров и в такой же мы визуально сделаем вот другой шаг на этой же широте он тоже будет приблизительно пять с половиной но когда мы начинаем измерять например гренландию обратите внимание вот она гренландия две с половиной тысячи километров то есть мы смотрим меридиан и если мы рассмотрим например южную америку тоже по меридиан то она больше семи тысяч километров а визуально она отображена меньше размер чем гренландия возникает вопрос а зачем искажать вот эти размеры для чего то есть вот по вертикали ну как так условно говоря здесь же никаких по логике никаких искажений не должно быть при проекции но скажем сферы на плоскость и я потом объяснил свои мысли почему вот как бы я к этим приходил мыслям каким просто хочу сказать что визуально когда человек вот смотрит на вот эти размеры арктические то ему подсознательно это воспринимается что это очень далеко а фактически все не так далеко вы знаете вот это три острова которые мы будем рассматривать сегодня шпицбергер франция иосиф новая земля архипелаг северная земля они оказываются вот если мы их увеличим вы видите что допустим расстояние от норвегии до шпицберген составляет меньше 700 километров 600 посмотрите расстояние 673 километра что это такое то есть это расстояние в европе если мы рассмотрим это будет где-то от варшавы но даже не доезжая до белграда то есть понимаете смотрите визуально то есть какое короткое расстояние от северных границ европы до арктических островов которые как бы визуально нам кажется очень и очень далеким я немножко сейчас вот так вас подготавливаю чтобы потом ряд таких вот моментов какого вывода приходит и это странно то есть зачем вот эти расстояния обратите внимание например от мурманска но вот до здесь расстояние правда уже наискосок идет но где-то тоже тут 900 километров идут и так далее интересная деталь следующий шаг хочу сказать значит я нашел старинную карту где интересные вещи показан во первых антарктида вы видите она очень большая и соединенные штаты в одном скажем континенте находятся с европой кстати хочу сказать что к этому меня сподвигнул вячеслав катеров из такой исследователь который вот утверждает что америке нет но не совсем верно он говорит америка есть то есть он считает надо правильнее сказать что как отдельно стоящего континента это его мысль и вот он аргументирует ссылается на эти карты что действительно здесь нет берингова пролива и нет австралии кстати австралии нет мы видим и кстати вот к слову если помните джеймс который открыл австралию он говорил что это не остров это какой-то огромный континент потому что он плыл 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 конца и края ему не было и как я понял он понял наверное что это полуостров антарктиды и в результате чего его наверное скорее всего убили исторически списали что его съели каннибалы вот эти с бумерангами которые там бегают и все поэтому тут такие скажем подозрительные вещи они присутствуют да вот посмотрите что интересное и вот вещи что гренландия здесь тоже широкая то есть даже если сферическую так смотреть да где они сходятся меридианы она все равно довольно много занимает площадь но я хочу задаться другим вот моментом обратите внимание есть шикарная такая сервис marine traffic traffic этих самых кораблей где интересные любопытные детали мы рассмотрим если то есть это через спутник отслеживается положение всех кораблей какие сейчас есть в океане ну во первых интересно возникает вопрос почему корабли например вот вот отсюда из порта но здесь газ сжиженный они дают вот собета это за новой землей обратите внимание обходят новую землю вот это это все видите танкер вот танкер плывет еще один танкер и они входят новую землю когда по идее вот вдоль побережья проливу ближе пройти здесь еще любопытно другая деталь что вообще вот здесь где это новая земля тут как раз ядерный полигон и много взрывов было посмотрите сколько кораблей которые здесь были эти вот фишинг вдумайтесь ловят рыбу и продают это вообще там зараженная на или нет эти места по идее там вообще нельзя ловить если здесь водородную бомбу взрывали вот на побережье новой земли но меня другое удивило то что посмотрите какой плотность везде кораблей да вы видите то есть но морское такое судоходство идет будь здоров понятно что в южных морях то есть если согласно старой карте которую мы рассматриваем здесь если здесь находится действительно вот антрактида вот она гораздо в южный широт но ближе к экватору подходит то неудивительно что именно в этих местах где вот ну скажем при этом рельефа как это границы антарктиды обратите внимание не ходят корабли но практически нет их здесь нету навигации здесь может какие-то фейковые стоят единичные но в массе своей такой плотности нет и это еще не все это еще не все обратите внимание вот здесь северный путь отсюда я знаю что из этих вот мест это даже новости были вот здесь у нас порт крутой и отсюда жиженый газ соединенные штаты америки поставляем давайте посмотрим где соединенные штаты америки да вот находится и вот где этот порт не ближе ли газ поставлять вот через берингов пролив но вот сюда например гораздо ближе морской путь но обратите внимание здесь нет вообще ни одного корабля вообще никакого не военного никакого не гражданского ничего нет обратите внимание нету когда говорят что ну андрей тут же погран зона вы знаете мурманск тоже погран зона и вся европа сплошная погран зона и здесь это нельзя этим не отвечает со мной общалась женщина супруг у которой она из архангельска и ее супруг ну капитан был сухогрузов она написала комментарий я спросил я специально задал вопрос а скажите где ходил ваш супруг и почему он ходил через берингов пролив она так и сказала он не ходил не не ходи ну там это как бы не плавать правильно именно ходить они говорят еще вот тут же вот восточно-сибирское море я спросил а что вот но в море лавки и так далее ответ был корабли здесь не ходят потому что не здесь не покрывает спутник связь и типа раз он не покрывает значит там судоходство нет это вызвало у меня ну скажем улыбку умиления человек который я проработал 18 лет в телекоммуникационном бизнесе скажем отрасли и так далее и я прекрасно знаю что есть такие спутниковые системы связи каким марса как иридиум global star которые были специально созданы для того чтобы покрывать все регионы земли где нет сотовой связи в принципе это их экономическая ниша то есть там где вообще людей нет понимаете именно для этого сделано то есть получается что самолеты имеют связь да а что подводные лодки плавают вот там они что связь не держит через спутники или что ну понятно можно сказать это военные спутники и так далее но такого не бывает чтобы просто я знаю что они покрывают всю территорию а к чему я это говорю то есть к тому что если мы опять возвращаемся к этой карте и мы видим что здесь суша то есть представляете вот насколько могут вот человечество держать в неведении то есть человечеству до сих пор современное человечество ну как бы жить в каких-то придуманных географических границах то есть фактически здесь нету берингового пролива получается скорее всего это большая пойма некой реки или залив какой-то где вот границу такую сделали по гран-зону вообще там расстояние между островами а расстояние где-то 75 километров вот это можно на карте замерить даже вот здесь ну вот он 76 километров условно говоря 70 километров 80 километров а вот здесь эти два острова это граница россии и америки и между ними вообще там расстояние три с половиной километров здесь 12 но тут где-то вот еще ближе если побережье сделать еще короче будет вот тут расстояние будет совсем смешное кстати между америкой и россии расстояние вот там четыре километра три с половиной по факту фактическое между прочим потому что этот остров американский этот ну скажем так русский остров но у меня знакомый был который говорит что он был береговом проливе я спросил даже говорю а ты пробовал воду на вкус какая она там соленая там пресная вода или что он сказал так что ну как вроде соленая но даже но не такая соленая как в черном море в черном море она самая менее соленая то есть если действительно это какой-то регион ну скажем вот как здесь например видите вот тоже есть же такие вот большие места где-то по расстоянию где вот река впадает видеть здесь искусственно поставить границу на островах тут каких ты сказать что здесь америка здесь россии на а дальше по гран-зону и не ходи на тоже может быть то есть я к тому хочу сказать что подозрительно очень подозрительно нету кораблей вот смотрите кораблей здесь нет никаких ни одного я могу ссылки потом дам в описании нету то есть онлайн корабли не ходят там почему вопрос конечно это уже ну вот думайте сами как говорится дальше я как бы задумывался над вопросом когда круизный лайнер здесь помните рассказывал путешествовал из мурманска в архангельск страны там километраж не она был по три тысячи километров и любопытно другие вещи что до сих пор нет сообщения между мурманском и архангельском по морю вот мне интересно кто живет в архангельске в мурманске раньше если было это сообщение сколько дней шел пассажирский пассажирское судно или с какими остановками потому что мне рассказывать что сухогруз шел полтора суток и на самом деле это близко но это скажем так мне проверить трудно вот есть же какие-то круизный лайнер там на сайте расписание сколько в пути известно сколько узлов скорости этого судна и можно просто посчитать время и на узлы умножить и понять сколько времени он двигается поэтому думайте исследуйте а вот интересно еще одна карта который я хотел поделиться она уникальна тем что она не отражена гиперборея она повторяет кстати вот здесь опять что америка на одном континенте с азии находится обратите внимание но здесь еще в центре есть гиперборея то есть вот эти четыре острова которые которых нету когда смотреть на проекцию на экватор присмотрите что происходит следующее почему нам дают карты экватороцентрического характера они до снова ориентации они ориентации северного полюса потому что когда мы смотрим с экватор что на севере находится на поле ну на поле мы не можем увидеть и кстати расстояние так еще дело чтобы мы как бы подсознательно понимали что что-то там далеко давайте рассмотрим эту карту что мы здесь видим интересные вещи видим например вот я хочу сейчас повернул на 180 то есть я повернул но узнаете здесь что здесь есть да давайте сейчас я вам прорисую покажу чтобы вы видели значит ну понятно что вот это великобритания здесь получает скандинавия и вот здесь мурманск где-то здесь по проекции идет это вот эта губа это у нас соловки и здесь у нас архангельск я уже как бы до этого смотрел то черное море это еще не помелевшие вот это она даже по-другому нарисовано потому что здесь аральское море и каспийское объединенные ничего но вы знаете что орала практически уже нет вот это сейчас я покажу вот этот остров это гренландия вот обратите внимание вот он какой на самом деле гренландия относительно например великобритании там и так далее она имеет размер то есть если мы сравниваем опять же то что нам рисуют вот эти фальсификации на картах что вы здесь обратите внимание ну вот вот она великобритания вот она малюсенькая какая гренландия широченно здоровенные островища и вот смотрите вот эти три острова пицбергер франца иосифа и северная земля они находятся в общем то ну одинаково сейчас я их тут откроющую ну во первых смотрите давайте вот эти три острова найдем где они здесь находятся то есть вот я имею ввиду шпицбергер вот эти острова которые здесь есть смотрите вот они вот остров шпицбергер вот раз северная то есть франца и иосифа северная земля вот они в принципе находятся но скажем так приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга теперь найдем на этой карте на старинной карте где же они находятся они находятся здесь но здесь я немножко другим цветом буду желтым рисовать вот они значит это шпицбергер франца и иосифа северная земля вот они три острова видите всем видно обратите внимание вот эти четыре острова гиперборея они остаются на месте вот если вот связи с этим скажем возникает много вопросов частности помните там кинофильмы земля санникова в частности что вот эти бразильские ученые которые доказали что земля не сфера они на воздушном шаре свои камеры поднимали и зафиксировали за ледяным покровом новый материк они назвали говорит открыли новый материк за ледяным покровом потому что здесь горы стоят здесь как бы на картах увеличить трудно вот по периметру если смотреть на старых картах вот у гипербореи вот здесь горы шли то есть они как бы вот эти холодные арктические морозы они защищали плюс чтобы вы понимали откуда идет например гальстрим куда идет гальстрим реально идет вот сюда то есть он идет между гренландии вот она горяет англию между вот это это исландия и попадает между спицбергера и гренландии вот сюда прямо то есть вы представляете теплые вот этот поток он идет прямо от собственно обогревает и почему там собственно жить вот это вспомните боги олимпы и так далее возникает кстати вопросы здесь по поводу почему все подачи еще стал остывать гальстрим если вы помните он стал остывать после того как долбанули скажем эту катастрофу сделали с нефтью но когда это американские те нефтяные компании в мексиканском заливе понятно что борьба света и тьмы идет до сих пор это просто выводы какие уже такие будут что нам вот этот материк гиперборею нам приказали забыть когда он скорее всего там на самом деле по сей день существует дальше смотрим что вот этот за полуостров а это что не есть как это не удивительно это новая земля вот она вот если ее вот так вот обрисовать она как раз и обратите внимание ну вот как раз такую форму имеет и тогда становится понятным почему корабли плывут вот так понятно они плывут вот так понятно потому что это полуостров его надо только оплыть его по-другому никак не обойдешь его и получается карты вот мурманская вот этой скандинавии в настоящий момент физические карты они искажены мышленно как-то почему расстояние то здесь короткие посмотрите тут же расстояние вообще тут возможно на самом деле вообще расстояние других если мы вот рассмотрим например карту вот это у нас шпицбергер да то есть вот он гайстрим течет вот сюда вот мимо гренландии и вот туда в гиперборею то мы рассмотрим если северную землю вообще вот здесь то вы посмотрите здесь сколько там какие-то города даже были я помню рассматривал там здесь не рисует он их рекомендую изучить вы увидите что она сеть он зеленый остров вот эта часть его западная зеленая то есть он не покрыть вечными льдами там белых медведей нет то есть он но с восточной стороны скорее всего есть а здесь он какой-то более такой ну там какая-то растит то есть он подозрительно живой такой вот понимаете а для того чтобы здесь мы не ходили и не знали сделали что ядерный полигон на новой земле здесь чтобы особо любопытные не ходили поэтому если исходить из логики что допустим что реальное положение вещей вот такое они какое нам рисует то становится понятным почему из мурманска круизный лайнер вот мурманск вот здесь идет сначала на землю франца йосифа потом он идет до новой земли потом идет на соловки и от соловков идет в архангельск просто практически он самый оптимальный маршрут него почему сейчас я вам покажу прикольные новости на эту тему что вы во первых по беломор каналу зайдите на википедию почитайте наберите беломор канал и вы удивитесь что оказывается до 1932 года у советского союза и разумеется у царской россии не было на северном море ни одного военного корабля не было но я имею ввиду металлические крупные типа вот крейсер авроры и там варяга то есть получается варяк направить другую часть просто призывая на даже смотрите получается что кресть где-то версии были то здесь это европейский в японское море он мог пройти а вот сюда он не мог пройти но где-то вот северное море никакой корабль удивительно просто удивительно потому что вопрос возникает знаете в чем что а почему-то чем связано это наберите в википедии беломор канал там прямо написано что до 1932 года северном море не было морского флота мне оппонируют некоторые оппоненты что это неправда на самом деле петр первый строил верфи но петр первый мог и строить верфи разговор идет не о тех кораблях которые строили в этом водоеме а корабли которые строились в европе где-то там других там верфях и они но других морях и они по каким-то причинам не могли туда попасть как-то это я сейчас продемонстрирую это но вы сами можете зайти и посмотреть и почитать когда там началось именно судоход это удивительно то есть получается то смотрите какие сейчас я покажу вам это википедия сайт со стратегической точки зрения канал предоставил возможность связать белое и балтийское моря уже в 1933 году беломорский канал позволил создать защиту северных рубежей государства до этого времени североарктическое побережье практически никем не охранялось не было защищено от возможного вторжения первыми судами которые прошли по новой водной трассе то есть по беломорканалу стали военные корабли одни из первых советских субмарин класса декабрист и так далее до 1933 года там не было кораблей вы понимаете то есть но не было вот факт это как раз перед войной и как раз вот эти все потом уже ходили уже какие-то я даже не удивлюсь если вот если мы сейчас это рассматриваем вот эти вещи да то есть нам то рисуют здесь что расстояние тут широченные от норвегии до шпицбергера а фактически если мы посмотрим на карту она маленькое расстояние здесь но еще может и меньше чем 600 километров и я не удивлюсь что в то время так как до этого туда никак не могли пройти но судоходство не было туда именно я имею ввиду вот сюда попасть в атлантический океан мы не знаю по каким причинам это не получалось почему корабли вот почему крейсер аврора сюда не мог приплыть например не мог и все ну смысле из балтийского моря вот сюда скорее всего здесь либо были какие-то льды что надо было я имею ввиду между норвегии шпицбергерам что гипербореи например потому что здесь не шпицбергер здесь гипербореи уже следующий остров ведет и увидите то есть один из островов гипербореи вот он близко вот это гиперборийский остров и шпицбергер вот он вот этот остров а это франца иосифа земля то есть те которые на картах указаны сейчас и получается что здесь возможно вообще может не было прохода либо пешком можно было туда пройти а может действительно только прорыли заключенными канал какой-то типа вот как беломор канал но кто бы знает как на самом деле вот я и обращаюсь я вот к тем кто ходил и ходят как бы вот из скажем из архангельска вот сюда там в англии например вопрос вы где-то дорогие мореплаватели вы про когда проходите там есть узкие места ну что-то напоминающий что у справа остров слева и мы плывем там ну идем точнее вот если такое то подозрительно что возможно какие-то рукотворные проходы сделаны были только в 30-х годах если до этого невозможно было туда пройти то есть никак не один корабль но абсурд согласитесь с этим это что новая земля получается полуостров тоже по навигации очень подозрительно это что вот здесь земля и здесь нет никакого берингового пролива и поэтому здесь никакие корабли вот возможно вот это место называет беринговым проливом скорее всего это очень может быть вот этот как раз вот эту ширину очень может быть вот здесь у нас российские погранцы здесь типа аляска и все а там пограничная зона там ходить нельзя здесь колючая проволока не знаю что там они придумали понимаете очень очень вероятно поэтому здесь ну уникает о чем это какие выводы к чему это скажем дорогие друзья к чему я все это клоню вывод какой значит очень вероятно что гиперборея существует физическом плане никуда она не провалилась под землю никуда она не исчезла поэтому здесь выводы какие что свет то есть вдумайтесь вспомните древнегреческие я рекомендую почитать вот эти мифы они никакие могут оказаться никакими не мифами могут оказаться как раз что ни на есть когда на горе там гиперборея на горе олимп живет живет сверх цивилизация которая контролирует процесс обучения душ которые сюда приходят и было бы наивно полагать что здесь вот темным силам дали вот это позволение что они сейчас здесь вот творят чтобы это было без контроля с сильной сверх цивилизации которая имеет сверх технологии понимаете который этим темным не снились ни в каких там адских своих мирах понимаете в чем дело то есть это во первых это дает надежду что мы здесь не брошены мы здесь не в одиночестве находимся что нас здесь оставили как вот этих котят каких-то все под контролем идет друзья мои и гиперборея получается существует физически существует настоящее время и там есть сверх цивилизация которые нам приказали забыли стерлись карт стерлись памяти остались только эти какие-то обрывки такие понимаете карты врут корабли не ходят там где нет моря по но вообще просто лапшу вешать на уши что этот спутник там не покрывает это рассчитанное не знаю на каких-то любви на там спившихся понимаете я вот в телекоммуникациях работал у кого кто-то работает посмотрите зоны покрытия иридиума например global star там эти спутников бог знает какое количество на каких они там эти все телекоммуникационные они все покрыли уже тут и вот видно туда они не могут рыпнуться там может какой-то защитный купол или что стоит и вот они тут решили этот сделать ну катастрофу такую но кому надо тут вместит эту информацию поймёт а кто не может понять значит не в этой жизни рано или поздно все скажем духовно прозреют и поймут но лично для меня вот эти моменты что карты врут что корабли не ходят странно какие-то маршруты огибают какие-то несуществующие но там когда по морю ближе так идти а он обходит бог знает там три тысячи километров это значит говорит о том что что-то здесь не так так я еще момент еще хочу один сказать что любопытно что между норвегии и архангельском маршрут хотят сделать и аргументы почему он будет а вот нашел покажу вам посмеетесь что пишут просто это знаете опять же игру информация рассчитана на каких-то вот люмпинов которые вот ну не знаю неграмотных людей каких-то там и так далее вы так грамотные смотрите друзья мои это можете в интернете набрать сейчас я увеличу тут вот новость такая она вышла еще 2014 году пишет паром свяжет киркинесс мурманск соловки и архангельск маршрут а реально на соловки неудобно плыть то есть в архангельск чтобы вы видели еще раз хочу показать тоже абсурдность смотрите вот архангельск а вот соловки то есть когда идет корабль вот отсюда зачем его заплывать соловки ну зачем соловки как сбоку там идут знаете то есть ему выгоднее сразу в архангельск выплыть а из архангельска потом соловки идти уже если он там надо то есть но никак не вот эти лишние маршруты делать так вот здесь смотрите что пишут россия и норвегия начали переговоры о будущем маршруте парома фрам который будет возить путешественников под побережью баренцево море на данный момент по данным от туристической компании хурт и грудь известно что судно будет ходить от киркинесса до архангельска через мурманске соловки дальше кстати не говорят возможно и через новые земли будет ходить первый пробный рейс запланирован на 2017 год но насколько мне известно до сих пор нету но можете есть пожалуй я искал я не нашел обе страны сейчас обсуждают визовый вопрос как сделать так чтобы туристам которые поплывут на фраме например на неделю например на неделю вдумайтесь вдумайтесь продолжительность это вот путешествие неделю плыть вы понимаете то что это такое не понадобились визы также решается финансовая сторона проекта большую часть затрат берутся на себя норвежских компаний и согласованием морских маршрутов паром должен обойти стороной места обитания тюленей и моржей лапша на ушу почему объясняет почему он будет вот таким длинным поэтому так мы заботимся о моржах об этих материнях о ком еще белых медведях представляете ну смешно просто то есть они вот вы думаете почему он будет 3000 километров там они 800 как его по карте смотри принимать судно в мурманске будут по той же схеме что и другие туристические лайнеры которые начинают свою работу каждым летом уже сейчас обозначается что стоимость плавания на фраме будет немаленькая ну естественно 3000 километров будет там а так как он в первую очередь ориентирован на туристов и скандинавских стран вот ты понимаешь норвежцев в архангельске там сдались русский север понимаешь люди прониклись культурой и следует и так далее то есть объясняется что скорее зимой паром скорее всего ходить не будет из-за ледовой обстановки какая ледовая обстановка также гайстрим какая ледовая обстановка всю зиму во время великой отечественной войны корабли из англии мурманский так далее ходили и помогали а здесь ледовая обстановка так естественно если идти через франца и иосифа там будет ли да там без этого не пройдешь наверно понимаете то есть вот вы видите вот какие моменты вот пишут во первых объясняют на дуб то есть выдуманными притянутыми за ушами объяснениями почему придется долго плыть потому что надо тюлени оплыть тюлени лежат посередине океана они вообще на берегу лежат греются там ну где-то плавать кто его будет там они что где-то в одном месте там стадо там застрял его надо смешно понимаете то есть вот такие новости когда ты читаешь ты понимаешь что это абсурд так же как абсурд что где море лаптевых там не берет спутниковая связь понимаете вот абсурд вот там города есть на побережье города понимать ну как бы обозначен вот любую карту возьмите вот например вон карту севера давайте посмотрим там есть что-то вот в россии там что связи нету посмотрите сколько тут если увеличить тут наверняка какие-то города должны быть на поселение я жми не вижу здесь их правда нет ну а вот понимаете корабли не берут спутниковую связь вот такая вот несчастье такое у них понимаете это о чем говорит о том что понятно что человечество можно было обманывать когда она не имела доступа к интернету можно обманывать было когда она там было не образованным а сейчас когда мы образованные когда мы стали вот средства связи и начинается почему будет железный занавес все к этому идет потому что начинаем слишком много знать начинаем задавать такие вопросы из-за которых система концлагерей сыпется понимаете вот эти она рассыпается как карточный домик вот и все куда что никаких нету этих самых у них за защит поэтому они протестировали сейчас а давайте в украине там в контакт закроем а с нашей стороны телеграм теперь написали что фейсбук будут а те закроют что-то еще придумают чтобы мы не общались не коммуницировали понять потом емэйлы закроют еще скажут что джимейловские вот эти google это иностранный агент все все адреса емэйловские на джимейле все блокируем а те будут блокировать все на яндексах там или на рамблерах и так далее и что или на мэйлах то есть делается для того чтобы рабы скажем так не общались между собой но человечество просыпается и более того что если сейчас информация пошла что гиперборея этот материк из четырех островов никуда не провалился сквозь землю присутствует здесь нам туда не позволяют ходить потому что там погранзона понимает попробуйте пойдите там северный ледовитый океан пустят вас далеко но и кроме того еще эти маршруты какие-то другие вот и все вот вами ответ на этот вопрос плюс вас еще и карты неправильно навигационный будут потому что ложное это все дали на вот такие друзья такие новости рассуждения мои он мне подсказывает что уже mail.ru перекрывается европейскими странами то железный занавес делается чтобы не было чтобы человечество не самоорганизовалась понимаете как в китае запрещен youtube кто не знает в китае youtube запрещен в принципе на youtube нельзя пройти вот из китая кстати разрешаю эту видео скачивать и распространять если кому надо бесплатно ради бога андрей поделись пожалуйста какой связи у вас появились мысли по данной теме связаны с мореплавать так и я же рассказал что после того как я выступил на сангейс радио по поводу того что странно как-то идти маршрут из мормонска в архангельск круизного корабля там женского имени как-то она называлась и в лампе какая-то забыл актриса такая старомодная вот и у меня возникли вопросы да что это такое я вот стал там еще котлярова вячеслава посмотрел его эти мысли но там у него на мой взгляд ошибочное мнение по поводу южной америки что она там вверх ногами у него то есть она просто упирается в антарктиду никуда-то они в северный полюс и так далее и и кай со мной в дебаты вышла женщина который живет в архангельске который муж капитан ходил все время на сухогрузы и она мне вот эти ссылки накидала но она как бы так не сторонник моей точки зрения она наоборот таких культурных дебатах с нормальными вменяемыми людьми всплывает важная информация вот ну все тогда спокойной ночи кому получится до до новых встреч хочу желаю вам всем счастья здоровья духовного развития материального достатка гармонии и и прорвемся а Продолжение следует...